— Стой! 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 и провел датчиком в стороне, откуда пришел. Писк стал тише. Парень развернулся и опять отступил. Так он, не торопясь, отступал, пока писк не стал размеренным редким. Бип, 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 мать его. Надо же, аномалия! Парень пораженно смотрел перед собой, окончательно опустив оружие. Удивление его было вполне понятно. Датчик сработал, но с таким опозданием, продолжая не идти, как шли, угодили бы прямиком в лапы смерти. Шаги девушки затихли и спустя секунду стали удаляться. Она двинулась обратно, что интересно, почти тем же курсом, каким пришла. Умная девочка, жить хочет и не делает ненужных опасных жестов. Вскоре она снова появилась на дороге. Вот дерьмо! Вырувалась симпатичная, надо сказать, девочка. Комбинезон обтягивал тело. В следствии чего не очень мешал движению, но также делал хорошо видимым все достоинства фигур. А там, если говорить на чистоту, были в основном достоинства. Красивые, округлые и достаточно выгодные. Этот гребаный датчик – дерьмо! Похоже, что так. Парень достал что-то из кармана и бросил. Слабая, почти обычная невидимая электро сработала. Молнии полыхнули во все стороны, и разряд затрещал, скользнув по дороге и ее край, прямо перед затаившимся в кустах сталкером. Псы рыкнули от неожиданности, даже попытались скачать. Он удержал их на месте. Отрезка электрического разряда скрыл их рыб. «Вот бы мы сейчас с тобой поджарились!» Девушка покачала голову. «Чуть-чуть у тебя прямо блеск. Сейчас и кризь бы, как картошка». «Он в жарке зажарился, а это электро!» Заметил Паня. А молния едва удержалась от восклицания. Картошка? Это было, оказывается, именно. Каких только погонял он встретил судьбу. Правда, странная какая-то. Либо датчик у нас сломан, либо аномалия появилась только сейчас. Хм. Знаешь, а может и правда только сейчас возникла? То есть? Разве до выброса аномалии способны возникать в новых местах? Не знаю. До того, как мы сюда пришли в зону, слышала я сказочку, будто есть в зоне места, где аномалии просто так как бы сдвигаются, пропадают в одном месте, а появляются в другом. Думала, бред, а может и не бред, а? Хрен знает. Надо по краю ее обойти. Да уж я же говорил, что что-то здесь не так. Да ну все не так. На какой мы с тобой сюда поперлись? Мало нам привычных мест? Мало. Парень углубнулся, отчего мелкие шрамы на его лице побелели, а большой тянувшийся кухонь через пол лица стал розован. И разве зря мы сюда сходили? Ха! Совсем не зря. Ладно. Она посмотрела на слабо искрившуюся аномальную зону пространства. Электро сработало и, по идее, сейчас не опасно. На некоторое время. Но попадаются такие, которые могут сработать по многу раз, почти непрерывно. И даже зацепить идущего чуть в стороне человека. Ты так уж и быть, как мужчина, можешь пройти первым самое опасное место. Да, пожалуй, я буду вежлив и уступлю эту честь даме. Сволочь ты все-таки! А ты дура. Обменявшись любезностями, сталкеры двинулись в обход аномалии, по соседнему краю дороги. Вскоре они исчезли из виду. Идя куда-то по своим делам. Еще через некоторое время молния перестал слышать их и чувствовать запах. Девушка пахла приятной. Странно. Ему захотелось почему-то оказаться на месте того сталкера. И вот так идти с этой девушкой. Не обязательно даже с этой. Не обязательно идти. Просто рядом с этой. Бред какой-то! Тряхнул головой, сказал он и поднялся на него. Ребята, я, кажется, становлюсь человеком больше, чем сам хотел бы этого. Становлюсь? Ру, Кут, вы понимаете? Я только что сообразил. Я и вправду не считаю себя человеком. Псы дружно зарычали и тявкнули. Кажется, с некоторой долей их исты. И это мне говорят два пса, не обладающих и малой долей моего могучего интеллекта. Пускай я сообразил только сейчас. Но это совсем не значит, что два необразованных существа, страдающих недостатком воспитания, могут обсуждать способности моего разума. В столь грубых и ничем не прикрытых выражениях. Псы стали вычусывать дух. — Вам должно быть стыдно, — любезно пояснил Сталкер. Рут широко зевнул. — А? Что? — А, что толку говорить с вами о возвышенном и прекрасном? Ведь вы даже не умеете читать. Да к тому же... Сталкер шумно вдохнул. Очень сильный запах кабаны. — Еда! — сказал он псан. Те мигом вскочили на ноги и уже повернулись в сторону источника вкусного запаха. Сталкер не торопился. Проверил сначала винтовку. Не так давно она нагло отказалась стрелять. Такое безобразие может плохо кончиться. Дефектов он не нашел. С удивлением осмотрел оружие еще раз. Неужели поломка? Неустранимая безразборка оружия. Плохо. А вот... А, вот в чем дело. Вы не представляете. Поразительно. Но мы покинули поле артефакта. Не зарядив винтовку. Ужасно. Крут обернулся и требовался на рыбку. Сталкер сменил магазин и проворчал. Да знаю, я знаю. Тоже есть хочется. Но могли бы напомнить, что я забыл зарядить оружие. И не надо на меня орать. Иди уже. Забросив оружие, за спину молния побежал на запах. Псы взвизгнули и сильно скребанув. Так, землю лапами пулей сорвались с места, увеличивая скорость бега. А молния задумывался над тем, что молния как-то не звучит. Может, стоит придумать себе новое имя. Внушительное. Более мужественное. А есть... И правда, очень хотелось. Электрик перешел на шаг. Не глядя по сторонам, он двигался вперед, по тропе, и старался скрыть улыбку. Вряд ли химера настолько разумна, чтобы, узрев улыбку человека, понять ее правильно. Забеспокоиться, изменив сценарий своего поведения. Но такая возможность была. И не стоило превращать ее в реальную. Непредсказуемая ситуация могла повлечь непредсказуемые последствия. А сейчас он знал. В точности, что произойдет. Сейчас. Совершенно бесшумно, состоявшаяся в засаде тварь прогнула. Ужасное существо, гроза просторов зоны, страшный охотник и кровожадный убийца, напал на свою жертву. Оскалились чудовищные клыки, протянулись страшные когти и заискрились с дикой первобытной яростью глаза могучего хищника. Электрик, используя инерцию движения, чуть прибавил скорости и вдоль мгновения исчез в пути жилистой фигуры. Одновременно он направил избыток инерционной силы во вращательное движение корпуса, чтобы не сместиться слишком далеко и одновременно нанес удар ногой, в который и ушла почти вся эта энергия. Многократно увеличенная силой сжатия мышц самой ноги, хищник приземлился, располосовав когтями воздух и получив хорошего тумака. Удар пришелся точно в грязно-коричневое костистое седалище существа. Несчастная зверушка взвизгнула и полетела дальше. Узкий череп с хрустом врезался в ближайшее дерево. Виск сменился хрипом и существо упало на четвереньки. Остервенела замотала разбитой башкой, пытаясь заставить глаза смотреть в одну сторону. «Простите, что беспокою вас!» Очень вежливо произнес сталкер, одновременно мысленно приказав сам не светиться и оставаться в лесу. Забавно, но это стало получаться все чаще. Псы послушались и сейчас. «Не могли бы вы подсказать мне, если будете столь любезны, где в этой глуши можно найти ближайший полицейский участок?» Химера, наконец, очнулась и подскочила на ноги. Уродливая морда ощерилась множеством зубов. Когти лязгнули и существо пропало. Невидимость – главное оружие кровососов и иногда химер. Их стадии – весьма дурная привычка. Несмотря на исчезновение, существо ничуть не изменилось в своей туповатой природе и тут же бросилось в атаку по прямой. Конечно, такую глупость электрик просто не мог сердить. От существа, претендующего на некоторую разумность, точного удара в жилистой группе, хватило. «Вот скажите мне, пожалуйста, зачем же было исчезать, если вы хотели напасть банально, прыгнув с места, на котором изволили исчезнуть?» Химера не ответила. Она вбилась в траве прямо посреди тропин. Удар что-то сломал в ее худом крепком теле. И теперь она пыталась подняться. Тут же падала назад от боя. Бедняжка стала видимой. «Кроме того, я просто не понимаю вашего отвратительного поведения. Если я так легко увернулся от вашего первого, должен признать, весьма эффективного прыжка, то даже с вашим сильно ограниченным интеллектом вы должны были догадаться, что я не только прекрасно вижу, но и чувствую ваш запах. Простите, но пахнете вы просто отвратительно. Вам следует помыться. Я просто не мог позволить грязному, дурно пахнущему и невоспитанному существу съесть себя. Это было бы просто неприлично». Химера истошно завыла и наконец поднялась. «Вполне возможно, что перелом уже сросся. Крепкие существа, но глупые». Химера повторила предыдущий маневр с исчезновением и прыжком по прямой линии. На этот раз ей достался дуговой удар прикладом сверху вниз, в район темени. Монстр бухнулся на четвереньке, почти у ног своего несостоявшегося ужина. Не двигаясь, только опуская задорно дергающуюся на нижней губе слюнку, глаза прочно разбежались в разные стороны. «О, ну зачем же так? Вы же относительно умный мутант. Ни к чему вымаливать прощение за ваши нецивилизованные поступки, стоя на коленях. Я, конечно же, прощаю вас. Прошу вас, встаньте!» Химера не реагировала. Сталкер не со зла, а просто, чтобы помочь ей подняться, очень подобранно вкнула ее в живот. Животное подлетело на два метра вверх и приземлилось на задницу. Там, где недавно билось от боя, зачем-то громко хрюкнуло. Сталкер расстроенно произнес. «Простите, я не хотел так сильно. Просто так трудно контролировать порой свое чрезвычайно сильное природное рвение, помогать всем страждущим и нуждающимся. Кстати, не сочтите за насмешку, но как вы считаете, не слишком ли я отклонил корпус при нанесении этого великолепного удара? Точнее, конечно же, жестопомощи вам, несчастное, вонючее существо!» Упомянутое существо трудом поднялось. Мутный взгляд плавал, потеряв на время своего врага. Кровососу уже хватило бы, и он сбежал бы в поисках воли покладистой пищи. Но химеры и раньше не отличались развитым инстинктом самосохранения. Теперь совершенно не отступали, повстречавшись с ней. Сражались, пока не умирали. Он был их главным врагом. Непонятно только почему и с чего вдруг, может с того же, с чего он перестал видеть огненные анамалии. Может зона нечто большее, чем он всегда старался считать. Заинтересованной этой мыслью Сталкер выпустил две пули в химеру и присел прямо на землю посреди тропы, смакуя и разбирая по винтику интересный губ. Вдруг зона не просто область аномального нестабильного пространства, подверженного постоянному воздействию мутагенного излучения непонятной природы. Очень может быть. Сталкер задумался всерьез. Он даже умудрился прослушать приближающие шаги двух пар ног, только в последний момент очнулся и почти прокричал сам мысленно оставаться на месте. Они вознамерились есть обоих, но приказ уловили и остались в лесу. Хоть пристрелить, но Электрик так и не мог понять природу принципы этого странного вида общего. Но псы послушались и отлично. Он ведь боялся не только за людей, но и за своих псов. Слишком матерые хищники двигались сейчас по тропинке. Не менее матерые, чем куд и рот. Схватка их будет непредсказуема. Кроме того, он не желал смерти этим двум. Они нравились им. Повернись, только очень медленно. Теперь встань и подними руки. Произнес парень в плаще с надетым сейчас на голову капюшоном и дробовиком в руках. Винтовку можешь положить на землю. Это ты с нее так извечил химеру? Кивком указала девушка, стоящая чуть в стороне от напарника. На останке химеры бедное животное лежало в раскорячку. Без головы и одно плечо разворочено. Практически оторвано от остального тела. Да! Электрик склонил голову и глубоким огорчением сказал. Несчастная зверушка! Просто не оставила мне выбора. К моему глубокому сожалению, я был вынужден. Совершенно варварским способом спасать свою жизнь и бедное животное погибло. Я не понял! Ты что, издеваешься? Приподнял в брови мужчина. Явно издевается! Кивнула головой девушка. В этот раз на ней был черный шлем, с поднятым забрал. Но смотри, как ловко он ее прикончил! И пушка! Дезертир! Давай заберем его пушку! Нахрен она нужна покойнику? Ну, простите мне мою наглость, тем, что прерываю вашу милую беседу, сказал сталкер, чувствуя себя немного неуютно перед этими двумя хищниками. Может, стоило убить их тогда за полем артефакта. Не могу ли я поинтересоваться, почему вы хотите убить меня? Заметь, данная химера, имевшая глупость устроить засаду на меня, немного ранее преследовала именно вас. Именно поэтому я глубоко расстроен и оскорблен таким неблагодарным поведением этой прекрасной юной леди, которую вы, господин Дезертир, имеете честь сопровождать по этим страшным и опасным местам. Мужик, говори проще, лады. Я еще не решил пристрелить тебя или отпустить. Понял? Из чего ты вообще решил, что эта тварь на нас охотилась? — Прекрасная леди! — с каким-то странным выражением лица произнесла девушка, глядя на землистую физиономию электрика. У нее даже глаза закомодили. — Эй! — парень бросил на нее быстрый короткий взгляд. — Норрис, ты чего? — Простите меня, господин Дезертир, но кажется, вы просто отвратительный грубиян. Возмутился сталкер в таким невоспитанном поведении применительно к даме. — Чего? — Как вы можете столько зноязычно и беспардонно обращаться с молодой дамой, которая была так мила и великодушна, что позволила вам охранять ее прелестное тело, коим без сомнениям могла бы гордиться любая из цариц Древнего Египта, позволила вам, невоспитанному и грубому человеку, наслаждаться звуком ее бесподобного голоса? — Мужик, ты видел, что делает дробовик с человеком вблизи? — Дезертир демонстративно прицелился. Вот тут Норрис повела себя непривычно для спутника. — Слушай, а он ведь прав. Ты, правда, просто грубиян и невежа. — Кто? Я? — Парень едва не уронил дробовик. Он покосился на девушку. — Ты с ума сошла? Ты чего, мель? — Вот-вот. Шмыгнула пролесным носиком девушка с лучшим глядом. — Грубый и невоспитанный. Из чего я с тобой, уродом, таскаюсь? Ты вот мне хоть раз сказал, это я это? Как там, египетская царица? Или просто, что я красивая? — Говорил. — Раздраженно ответил везертир. — И не раз. — Да. В голосе девушки проскользнули обиженными. — Ни с чего взять и сказать. Ты, Норрис, прекрасная, чувственная, нежная, бесподобная леди. — Он всего этого не говорил, — не очень уверенно сказал парень. — Ну и что? Говорил, не говорил. Ты бы мог сказать, мог. Почему не говоришь? — Простите, юная леди. Возможно, сей достойный джентльмен просто не знает этих слов. — Нет. — А можешь его сновить? — Просто он дурак, кто порыл. — Да что с тобой такое? Критические дни начались? В этот момент электрик решил, что пора уходить. У девушки и правда сейчас были те самые дни. А это значит, что ее поведение может быть неадекватно и непредсказуемо. Он попробовал вновь выдать приказ своим псам, уже начавшим беспокоиться, и готовым броситься на двух молодых людей. Рот приказу не поддался, но и не напал. А вот кот грозно зарычал и пустился на утек гулок леса, точно как желал хозяин. Едва рых достиг ушей парочки, девушка резко повернулась, припадая на одно колено. Дезертир отошел в сторону, буквально соскользнул. Но ствол по-прежнему держал наставленный на электрику. Он лишь бросил короткий взгляд на девушку. Человек перед ним не успеет за такой короткий миг поднять винтовку из земли, выстрелить или вытащить пистолет из-под застегнутого плаща, и тем более не успеет кинуться на нем. Короткий миг. Однако... Черт, куда он делся? Нервно воскликнул дезертир. Трубка опустела, только труп химера лежал на прежнем. В кустах? Нет, нету. В лес уйти не мог. Не нашумев, да и каким образом, за полсекунды схватить винтовку, хрен получится, тем более в лес сиянуть. Как ты его пролевал? Норрис, не обнаружив угрозы за спиной, повернулась и оглядел. Слушай, тут ведь некуда деться, он что, взлетел? Ага, на небо воспарил. Парень опустил дробовик, осмотрел тропку. Он разбирался в следах. Не так, чтобы как нигдеец виниту, но совсем неплохо. Ничего себе! Норрис, смотри, вот следы. Тут он стоял, а вот тут он шел за нами. И все. Других следов нет. Он просто исчез и все? Блин, прям призрак. Ладно, темнеет, надо найти укрытие. Оба двинулись прочь. Напоследок девушка одеждано сказала. Или все-таки правда. Ты мог бы сказать мне несколько ласковых слов. Вот таких, как ей сказал этот долбанный призрак. Я же дурак. Вот сама себе и говори ласковые слова. Электрик не слышал дальнейшего разговора. Он уже был далеко от них. Все тенями скользили вслед за ним. Но не по тропе, а среди деревьев. Призрак. Хорошее имя. Жаль, оно у него уже было однажды. Лагерь неизвестных молния так и не обнаружил. Он проболтался по этой неизвестной ему земле две недели. От кордона до полуразрушенных остатков в какой-то огромной железнодорожной станции. Собственно, не какой-то, а именно той, за которой лежали территории долга. Он прошел эти места вдоль и поперек, избегая редких сталкеров и опасных мутантов. Кого избежать не удавалось, убивал. Людей сия участь не навала. Потому как их избегать было достаточно просто. В основном, в силу редкости данных существ двуногих в этих местах. Вот мутантов хватало. Попадались черные псы, слепые. Разнообразные, в общем, псы попадались. Парочка контролеров, мир их прахов. Кабанов много было. Да какие-то совершенно больные на голову. Стоило с ними повстречаться, как немедленно кидались на всех троих. Кровососы иногда встречались. И меры, что интересно, все очень худые и холодные. Пищи тут было маловато для них. И сталкер искренне жилел несчастным. Очень хорошо понимая муки голода. Им лично пережиты совсем недавно. Он старался помочь всем повстречавшимся несчастным. Оборвав хатские муки, быстрой и легкой смерть. Не понимающие его милосердных устремлений и сложных душевных переживаний по поводу бед, на них свалившихся, несчастные, по какой-то не совсем ясной причине, умирать от пули абсолютно не желают. Все больше почему-то стремились закусить его худым, совсем невкусным, а может быть даже ядовитым телом. Скрытой базы будто и не было вовсе. А ведь, судя по данным нищего, она находилась именно в тех местах, где он повстречал парочку сталкеров. Молния уже исследовал гораздо больше территорий, чем следовал. Залез даже туда, где базы быть не должно было, в принципе, но ничего не нашел. Никаких вертолетов, кроме патрульных с кордона, в небе тоже не мелькало. Странных сталкеров не встречалось. Обыкновенные сталкеры, оборванные, злые, вооруженные до зубов и отвратительно пахнущие. Однажды только попались похожие на искомых. Но при ближайшем рассмотрении они оказались отрядом долго. Их он обошел краешком. Ну их к черту, тут рядом база этих солдатообразных сталкеров. Так что ни к чему искушать судьбу. В конце концов, Молния решил, что информатор нищего ошибся, либо его неверно понял этот престарелый бандит. Все-таки человек уже не молодой, мог бы чего и не так понять. А может, сам Молния что-то не расслышал, что-то упустил. Посему, сделав такой разумный вывод, он не повернул обратно, а отправился дальше по дуге. Возможно, территория базы гораздо дальше, чем он считал. Может, вот у тех холмов, где растут начавшие желтеть тополи. Желтеть. С чего бы? Неужто там радиация? Или какая-то особо хитрая аномалия? Или... Да мало ли что в зоне бывает. Он осмотрел еще один кусок земли зоны. Пустынный и неприветливый. Мутанты, аномалии, пожелтевшие деревья. Его что-то сильно беспокоило. В их желтизне и ставших довольно холодными в ночах. Но днем пока было еще тепло. Что-то должно прийти вслед за желтыми листьями и холодными ночами. Но что? Никак не получалось припомнить. И он не особенно старался. Когда придет время, разум выдаст сознание нужные сведения. Пока просто слишком рано. Сталкер искал. Он снестился еще на несколько километров по дуге среди полосы, за которой начинались уже земли, полные самых кровожадных хищников за всю историю планеты, людей, землегруппировок. Туда не стоило соваться. Пока не стоило. Там и там-то другие. Конечно, и кабаны, и зумби, и все остальные там тоже есть. Но есть и другие. Много более опасные твари. Там ближе к ЧАЭС. Там ближе к источник неизвестного излучения, меняющего все живое и само пространство. База неизвестных обнаружений упорно не поддавала. Конечно, она могла быть подземной, но он бы услышал людей под землей, учуял стойкий их запах там, где был вход. Ничего подобного не попадало. Если база подземная, то на глубине, с которой звуки у нее слышать, даже и нет. Что казалось маловероятным. Чтобы создать базу так глубоко, нужна громоздкая землеройная техника, строители, материалы. Тогда от такой базы знал бы не один чудом выживший сталкер, а вся зона. Но он искал. Нашел много брошенных строений. В одном месте среди таких строений набрел на целое поселение сталкеров. Даже решил, что добрался до цели своих поисков. Но, побродив немного вокруг, понял, что ошибся. Обычный лагерь свободных сталкеров. Место, где болтались одиночки. Могли отдохнуть, поторговать, побеседовать с соплеменниками. Приходили, уходили. Оборванные, грязные, одинокие волки. Позже доткнулся на какой-то почти развалившийся поселок, полный кровососов и зомби. Едва не был местами съеден. Напали очень подло. Всем скопом. Явно собирались им слегка закусить. Очень некультурные были мутанты. Отбился он от них не без труда. Расстрелял обоймы винтовки, пистолетные обоймы. А дальше пришлось драться тем, что дала природа. Как коту и рот. Он победил. Точнее, победили они втроем. С немалым трудом. Там он и переждал очередной выбор. В этой призрачной деревеньке, собственноручно, наполненной разнообразными покойниками. Впрочем, на утро, после выброса, в поселок снова потянулись новые жители. В основном все мертвецы. Дорцовые. И вновь на поиски. Сталкер метался от кордона ближе к центру и обратно. Словно бесплотный призрак, обходя встречных сталкеров и группу мутантов. В какой-то момент он действительно почувствовал себя самым настоящим призраком. На обочине жизни реальней. Этаким неупокойным духом сталкера, умершего где-то в центре зоны, где-то в центре зоны, и боящегося туда вернуться, чтобы не наткнуться на собственный круг. Бродящий там, в виде зомби. Жуть! Но не такие вещи резут в голову, когда болтаешься в таких местах, раз за разом убеждаясь, что твоя миссия потерпела фиаско. Но вот однажды ему повезло. Он нашел подземную базу. Только совсем нету, которую искал. Молня, все больше чувствовавший себя самым настоящим призраком, возвращался. Но он уходил обратно, намеревался пройти тем же путем, каким пришел, через поле артефактов. Там он возьмет парочку неизученных артефактов и вернется к нищему. Доложит о полном провале миссии. Продаст ему артефакты и попросит передать лесной домик неограниченное пользование. Может еще позанимается свалдесом, прогуляется к чешу, а может рискнет заглянуть в бар. Или дальше. Он добрался до холмистых территорий с тополями. Отсюда тополей, переполненных аномалией, всего километра два. И вот, двигаясь легким бегом, через группу деревьев он остановился. И в полном шоке смотрел себе подниму. Он так поразился, больше даже не самим этим странным фактом, а тем, что только сейчас обратил на него внимание. Так был поражен, что делал еще пяти шагов, войдя прямо в аномалию. Впрочем, без риска для себя. Электра проснулась, брызнула парочкой молнии, как бы говоря, здесь я, никуда не делась, и затихла. Трава. Вся трава пожелтела, засохла, и скорее даже стала коричневой. Жесткая, решенная жизни трава. Что же происходит в зоне? Все чаще шли дожди. Трава должна бы разрастись пышными зарослями, а не засохла. Да, конечно, ночи стали заметно холоднее, но днем тепло, и дождей много. Так почему растительная зона умирает? Он встал на четвереньке и поковырял землю пальцем. Может, с землей что-то случилось? Или дожди? Живительные дожди на самом деле полны какого-нибудь страшного яда. И если так, не отравлен ли он сам? Ведь он попал не под один дождь, разыскивая упорно скрывающуюся базу. Он проковырял дерн. Кажется, он трав. Земля слишком рыхлая. Корни растений гибнут. Что-то происходит с землей. Что-то страшное и... Поразительно! произнес молния, откидывая в сторону кусок дерна. Очень тонкий. Под ним блеснул металл. Он осторожно раскопал маленький кусочек. Любопытно! Сталкер прекратил копать и стал прислушиваться. Тишина. Нет, вот какое-то сопение. Пыхтение. Скрежет когтей по металлу. Рут! Ну вот что ты делаешь? Воскликнул Сталкер, когда пес брызнул с землей ему прямо в лицо. Рут присоединился к раскопкам и теперь, уверенно, работая лапами, тихо пыхтя от натуги, повторял движение хозяина. Кот, как самый работящий, помогал морально. Стоял в сторонке и поскурил. Ага! Ты, кот, совершенно прав! стянул ему молнию, поморщившись, когда когти Рута проскрежетали по металлу. Ты у нас, молодой, болезненный юноша, и тебе абсолютно противопоказаны любые физические нагрузки. Не так ли, мой юный друг? Кот оскарился и взвиснул. Сел, потом лег. Тоскливо заскулил, закрыл глаза усталым. Приоткрыл один, покосился на брата, увлекшегося копанием. Так его сам процесс захватил, что обнаружив, как плохо и неглубоко копается металл, он отошел в сторону и с громким взрыкиванием начал копать яму. Там, где стоял. Сталкер склонил голову на бок и с некоторым непониманием наблюдал за псом. Вскоре из ямы только летели комья земли, взрыкивая, и торчал мелко подрагивающий хвост здоровенного пса. Прошла минута, и Рут выскочил из ямы. Жутко довольный, и тут же начал рядом рыть авторумий. «Как ты считаешь, кот, могла ли так повлиять эта коварная радиация на шаткую, неокрепшую психику нашего доброго друга Рута?» «Кот!» Пес ответил храпом. «Замечательно! Один дрыхнет без задних ног, другой, кажется, сошел с ума. Просто замечательно!» «И что тут делает металлический люк?» «Проклятие!» «Неужели база?» «Я, считай, месяц бегаю по этим отвратительным холмам, а цель поисков, оказалось, все время была у меня под носом!» «Ужасно! Просто ужасно, друзья мои!» Он замолчал, и резким движением распластался по земле. Сталкер слышал звуки движения под люхом, странные, даже в таком положении. Так слабо слышим, что он вовсе не был уверен, что что-то действительно слышал, кажется, или ему показалось. Схлепнул кто-то, там внизу. Ни медленные секунды сталкер принялся раскапывать люк. Звуков больше не было. Впрочем, их могло вообще не быть. Может, это и не база вовсе. А чей-то давно брошенный схрон. Студя по толщине дерна, его плотности, люк давно не открывался. Возможно, схрон сталкера, который давно сгибил, где-нибудь в зоне. Впрочем, даже в этом случае посмотреть будет любопытно. Может, там есть что-то интересное? Вскоре люк был очищен от земли. Квадратная металлическая пластина метр на метр. Металлической же раме. Ни кольца, ничего бы то не было, хоть отдельно напоминающее приспособление для открывания люка. Забавно. Он стал раскапывать раму. Выяснилось, что рама часть уходящей под землю металлической трубы, квадратной трубы. Еще интереснее, как же открыть этот люк? Может, открывается только изнутри? На всякий случай он обследовал поверхность плиты на ощупь, потом раму. К сожалению, сидя на люке, что-то сработало, и плита резко откинулась, став ребром. Сталкер улетел в сторону и врезал со спиной ближайшее дерево. Голову ударил, так что все поплывло. Какой не очень хороший человек построил этот люк, сказал он, поднимаясь на ноги. Некоторое время постоял, пытаясь удержаться от какой-нибудь невоспитанной выхода и покрыл изощренными матами зловредный люк. По нецензурному слову, на каждый его сантиметр. Стало полегче, и сталкер заглянул внутрь. Длинный спуск снабженной лестницы. Далеко внизу, кажется, горит свет. Удивительно, что он хоть что-то услышал. Глубина не меньше 15 метров. Везде пыль. Все-таки это не база, на поиски которой он отправился. Но и не схрон. Как минимум, военный склад или какая-то подземная лаборатория. Но не бросать же просто так. Руд! Куд! Охранять! Показал он Патин на свой худой рюкзачок, спрошенный на землю. Псов вниз он брать не станет. Во-первых, для этого их придется стаскивать на руках по одному. Во-вторых, там может быть опасно для них. Кто знает, какие твари живут в таком подземелье. Достаточно вспомнить Златоглазку. Кстати, как она там? Надо бы как-нибудь заглянуть, проведать. Да и Изя, там где-то несчастная бедняга, совсем один. Может, убили уже давно. Или Златоглазка съела. Она ведь такая рассеянная, могла нечаянно съесть Изю. Она ведь не знает, какой он на самом деле воспитанный злом. Туповатый, конечно, но не всем же быть умными. Тупость тоже имеет право на жизнь. Сталкер начал спускаться вниз. Оба вса поскурели и дали на него сверху. Они беспокоились за него. Из колодца пахло гнилью, той, которая пахнет сырые, почти смевшие зомби. Но это не опасно. Если их будет немного, можно даже немного пообщаться. Развеяться от однообразной беготни по холмам и оврадам. Он наступил на пол, готовый в любую секунду прыгнуть вверх и стремительно забраться по лестнице обратно. Но не все мутанты безопасны для него. Контролер, например. Повстречавшись с ним, надо либо бежать со всех ног, либо убивать его в первые же мгновения контакта. О скольких тварей он просто никогда не видел. О существовании скольких никто не знает. Впрочем, тут ничего такого не было. Совершенно пустая маленькая комната, с толстым слоем пыли. Мебель нет, зато имеются двери. Точнее, одна единственная дверь на пол стену, с кодовым замком. Окошечко на его панели мелькало зеленой искоркой. Так, можно поворачивать назад. Надо полагать, кода он не знает. Хотя, может, эта внушительная дверь не такая крепкая, как ему кажется. Возможно, код ему не нужен. Все-таки любопытство победило здравый смысл. потому, как здравый смысл утверждал, раз дверь такая мощная, на кодовом замке, да плотно закрыта, это неспроста. Там могут быть всякие страшные чудики. И чудовища тоже могут быть. Да мало ли кого могли там закрыть. А любопытство подсказывало, там может быть что-то интересное. Да и скучно же. Ну вот, можно пошарить, может, чего интересного найдется. Так что молния недолго раздумывала, направилась прямиком к дверям. Отследовал кодовый замок, панель замка, саму дверь. Походило, что открыть ее, не зная кода, было невозможно. Да. Поэтому он вытянул руку и взглянул на сеть. Сугая электрическая струя расплавила щиток. Посыпались искры, что-то закоротило и с ужасным скрипом дверь отодвинулась немного на него. С улыбкой победителя сталкер отворил дверь шире и вошел в слабо освещенное помещение. Надо же, лампа на потолке горит. Интересное помещение, круглое, большое, посередине стол, тоже круглый, стулья вокруг него, по стенам диваны, все пыльное и трухляво, за исключением упомянутого металлического стола. В центре и таких же стульев, два металлических шкафа, один деревянный в виде невысокой горки обломков, пять дверей, одна из которых плотно закрыта и плафон на потолке, и, конечно, местные обитатели в числе трех штук. Мертвые, абсолютно, и пахнущие просто отвратительно, и так затхлый воздух насквозь пропитала схватка и гниль мертвецов. В обстановке помещения именно эти мертвецы заинтересовали его больше всего. Они не шевелились, были одеты в платье, легкие короткие летние платья и туфли. Три девушка явно мертвые, синюшные тела, язвы, порезы, через которые виднелось сиренево-гнилое мясо. Одна девушка лежала безвольно-трепишной куклой на полу, лицом вверх, руки раскинуты в сторону, пустые глаза смотрят в потолок, вторая сидела за столом, уронив голову на руки. Если у первой личика еще сохранила остатки былой красоты, то у этой лицо походило на желе. В этом гниющем куске мяса проглядывал один ярко-голубой глаз. Третья сидела, раскинув ноги, спиной закрытой двери. С густо покрытыми синими прожилками ощеренного в кровожадном оскале лица смотрели изумрудные глазки. Тусклый такой изумруд. Девушки не шевелились. Неужто просто покойники? Но это вряд ли. В пыле виднелись следы. Кроме того, просто покойники давно бы сгнили, а эти разлагались слишком медленно. А значит, что? Именно. Девушки, это просто неприлично. В конце концов, возмутился вошедший старт. К вам пришли гости, а вы упорно игнорируете их. Даже не надейтесь, я не уйду, оскорбленные вашим отвратительным и невоспитанным поведением. Он вошел внутрь и, демонстрируя свои намерения, уселся на стул напротив мертвеца, надувшись и надев маску человека, глубоко оскорбленного невежеством окружающих. Изумрудные зрачки сдвинулись, уставившись прямо на него. Сталкер мигом ожирил. О, вы, наконец-то, пришли в себя! Улыбнулся он оскарившейся девушке. Видимо, вчера что-то отмечали, да? Ох, понимаю вас, понимаю! Монстр очнулся. Тело пришло в движение. Паст щелкнуло, и низкий протяжный вымер веца пронесся по подземелью. В нем слышался кошмарный глаз. Сырых могил и потусторонней жизней бездушных мертвецов. Ужасно! Ужасно, юная леди! Ну, простите, а похмелиться просто нечем! Молния, извиняясь, развел руками. Понимаете, я ведь совсем не думал, что у вас тут такая маленькая, наверняка превосходная пирушка, и потому ничего не захватил с собой. Кстати, давайте знакомиться. Я, призрак. Точно, я призрак. Он протянул руку девушке за столом, пока неподвижно. Страшная башка медленно с хрустом поднялась и повернулась к нему. Голубой глаз ожил, наполнился голодом и зубы клацнули возле протянутой ладони. Ладоня дернулась и, сложившись в кулак, опустилась на голову покойной. Удар прибил голову к краю стола, зубы щелкнули, глаз выпал и покатился по столу. Ой, простите, смутился призрак, всегда чувствовавший себя несколько неуютно при общении с дамом. Поймав глаз, он протянул его девушке. Я не хотел, правда, вот, возьмите, кажется, это ваше. Зубы щелкнули снова. Зачем же так расстраиваться? В конце концов, я же не специально, как-то случайно получалось. Поймаете? Он бросил глаз мертвецу, свирепевшему, прямо на глазах. Труп тут же поймал часть своего бренного тела, ртом, начал чавкать, довольно урчать. Воспитанные леди за столом не чавкают, погрозив пальцем, сообщил он невоспитанному мертвецу. Но вы не волнуйтесь, я побуду у вас немного, и очень скоро вы станете столь же воспитаны и вежливы, как Болтун. Эх, Болтун, немного с ностальгией произнес Тарк. По своим лично воспитанным зомби он немного скучал. Вот бы их познакомить с Изей. Изя наверняка был бы счастлив. Знаете, если хорошо будете себя вести, я познакомлю вас с Болтуном, а вас с Дохляком. Зеленоглаза странно подергивая всем телом, ковыляла клинику, непрерывно воя и гребя. Понимаю, вам сейчас не до мужчин. Страшная головная боль и некоторая ватность тела. Я угадал? Ну, ну зачем же так громко вы? Знаете ли, нельзя так страшно кричать, когда к вам приходят гости. Они могут решить, что вы совершенно не воспитаны и уйти. С другой стороны стола подбирался третий труп. Это шло совершенно каменным лицом довольно ровно. При жизни она была очень красива. Большая грудь, милая личка, шикарные ноги. Теперь все это было гнилым и синюшным. Простите, но вынужден сообщить вам, леди, вы очень плохо выглядите, участливо сообщил сталкер девушки. И знаете почему? Все это последствия неиздержанного потребления алкоголя и беспорядочных половых связей. Вам надо следить за собой. Зеленые глаза уже были совсем близко и ужасные зубы готовились перекусить шею сумасшедшего, затеявшего разговор со смертельно опасными существами. Присаживайтесь, произнес он, мягко выкрутив руку мертвецу, перехватил ее за плечи и резко вдавил в пресло только что им занимаемое. Так резко что голова покойной дернулась вниз и едва не отвалила. Мертвец перестал хрипеть и выйти, зеленые глаза бесцельно шарили, потеряв жертв. Я сразу понял, что это ваш любимый стул и вы возмущены тем, что незваный гость занял его. Но так как в раннем детстве я получил соответствующее воспитание, я понял свою ошибку и раскаиваюсь. Садитесь, прошу вас. Нет, нет, не вставайте, не волнуйтесь, я могу и постоять. Зомби поязвилась немного, но подняться не смогла и горестно завыла. Ее безглазая подружка полезла через стол, по тупости не сообразив его войти. Третья подошла и укусила прицелом в плечо. Легкое движение корпуса, потом руки несчастные, совершенно не следившие за собой девушка, откусила часть плеча зеленым глазом. «Что вы делаете?» немедленно возмутился Сталкер, всаживая бедняжку на второй стол. Она при этом остервенела, висела головой и злобно щелкала зубами. «Как же вы можете бросаться на таких приличных зомби, как ваши подруги?» «Это просто ужасно!» «Немедленно прекратите свои вулькарные выходки, недостойные юной воспитанной леди». Труб продолжал настойчиво щелкать зубами. Наконец, когда Безглазая перебралась через стол, затихла, широко открыв рот и вывалив сиреневый язык. «Вы знаете, кажется, ваша подруга сошла с ума!» доверительно сообщил покойным призр, указав кивком на труп с открытой пастью. «Это очень печально! Вы не находите?» Безглазая стремительно атаковала и, получив пинок в живот, улетела прямо в открытую дверь одной из комнат. Что-то там упало было начинать!» Сияя улыбкой, сообщил он двум более-менее спокойным мертвецам. «Видите, ваша подруга уже начала исправляться!» «Леди!» крикнул он, гремевший чем-то без глаз. «Будьте любезны! Если, конечно, у вас есть, отварите мне немного риса и, пожалуйста, принесите чаю! Только, прошу вас, не надо сахару!» Он пояснил оставшимся девушке. «Не люблю, знаете ли, сахар?» Девушки с пониманием отнеслись к его ограниченной диете и даже перестали пытаться встать, чтобы его съесть. Возможно, решили, что он не очень-то и вкусный. Вернулась безглазая, что удивительно, со сковородой в руках. Оскалившись, она подняла ее над головой и устремилась к нему. Призрак даже подавился заготовленной фразой. Впервые столь трухлявые зомби проявляли подобный уровень интеллекта. «Леди! — Должен признать, при жизни вы были гениальны, как минимум!» Зомби, у которой только что отобрали сковороду, едва не оторвав и руку, попыталась подняться с пола и истошно завопила, потерпев неудачу. «Поразительно! Вы давно мертвы, а способны указать мне на некоторые недостатки моего поведения. Конечно же, я помогу вам подняться и посажу вас за стол рядом с вашими милыми подругами». Он убрал ногу с ее спины, поднял забывающего мертвеца и посадил на стол. Выдал каждому покойнику кулаком по темени, совершенно невоспитанно, они попытались подняться и нагло укусить его. Сел напротив покойной троицы. «Итак, на чем мы остановились?» Все три, как по команде, полели через стол, зарядив каждой полбу, отобранной только сковородой, чем сумел усадить их обратно. Призрак продолжил беседу, обещавшую быть интересным. «Ах, да, спасибо, что напомнили. Поведение в обществе. Должен заметить, что вы, видимо, еще с детства страдаете от недостатка воспитания. Сколько можно быть? Леди, прекратите немедленно, невежливо прерывать людей посреди фразы. Начнем с того, что по столу лазить неприлично. Да, и относится это именно к вам. Хм, так неинтересно», заключил он, ударил безглазую сковородой по лбу, она не безобразничала. «Так, просто, для профилактики. Надо дать вам имена. Вы будете изумрудка. Вы не против?» Девушка не ответила, только тупо пялилась зелеными глазами на пищу, которую почему-то невозможно было съесть. Сталкер опустил на ее голову сковороду. Труп страшно захрипел. «О, я так и знал, что вы будете в восторге, а вы? Хм, как же мне нас...» «Эй, там есть кто, а?» Сталкер широко открыл глаза и посмотрел на закрытую дверь. Нервный, чуть скрипотцой женский голос доносился оттуда. Безглазая опять полезла через стол. Сталкер в воспитательных целях ударил сковородой. В удивлении, он немного не рассчитал сил, и зомби-ласточка улетела из-за стула. Врезалась в стену, и дико хрипя стала ползать там по кругу. У нее подломило одну руку, и теперь она упорно ползла. Но в итоге ее постоянно заносило вправо, так что она вертелась волчком. «Смочет опять глюки?» схликнули за дверью. Спустя миг налог неизвестный продолжил. «Каждый раз кажется, будто пришел кто-то... А, это вы, девочки, все ходите, никак не успокойтесь, никак ваши тела не умрут, надеясь, Бог принял ваши души». Изумрудка открыла пасть и завыл. Сталкер прижал палец к губам. Пасть схлопнулась, глаза моргнули. Третья девушка поднялась и шатаясь по грелах закрытой двери. Видать, решила, что гомарившая более доступная пища. И только сейчас Сталкер обратил внимание, что дверь эта вся вцарапинах, а ногти покойные, изломанные до мясо. «Не могу больше», застанали за дверь. «Повешусь! Сколько мне еще мучиться в этой комнатке. Господи, прости. Не могу больше. Повешусь. Э-э-э, извините. Возможно, вам требуется помощь? – спросил сталкер, отбрасывая двери очень настырной голодной зоны. Тем немного повозмущались, но подходить опять не стали. Безглазая только попыталась подпусти, но на пути воткнулась на ножку стола и теперь ползала на одном месте. Что? А? Там кто-то есть? Правда? Взволновался голос за дверью. Оборвалось тошный хрип девушки с целым летом. Она подло подкаралась за спины и потому получила сковородой по лицу. Завертевшись юлой, она рухнула на пол и завыла, захрипела. Господи, опять кажется. Да что же это такое? Простите, вам не кажется. За дверью слышали только вскрип. Я спустился сюда совершенно случайно, найдя люк. Я думал, все мертвы и занялся воспитательной работой с этими вежливыми мертвецами. Мы немного поговорили, и вы знаете, они довольно милы. Замолчи! Она буквально визжала. Что за бред? Кажется, я окончательно свихнулась. Голоса! Голоса! Вы слышите голоса? Очень прискорбно, знаете ли. Думаю, ваш разум немного помутился. Возможно, вследствие некоторых психологических травм, пережитых в раннем детстве. Но не беспокойтесь. О, эти ужасные покойники! Я немедленно закрою их в какой-нибудь комнате, и вы сможете выйти. И мы познакомимся. Он отловил всех трех зомби и закрыл их в полупустой комнате, Кажется, служившая раньше спальней. Они не особенно сопротивлялись. Только изумруке пришлось выдать полу. Очень она разнервничалась. И от его бестахности попыталась даже его покусать. Вы еще не повесились? Спросил сталкер, подойдя к двери. Нет, пока. Ответили оттуда. Это просто прекрасно. Можете не бояться мертвецов. Они наказаны. И сейчас закрыты в соседней комнате. Прошу вас, леди. Выходите. И давайте поговорим. Кстати, как вы относитесь к теории множественности вселенных и квантовых многомерных прослоек, соединяющих эти вселенные? Я лично вот считаю эту теорию несколько абсурдной. Ты кто? Призрак. Так меня зовут. С некоторых пор. Видите ли, я совершенно не помню своего настоящего имени. А могу ли я задать вам тот же вопрос? Ольга. И меня зовут Ольга. Я, кажется, брежу, да? О! Очень может быть, что мое физическое состояние есть абсорбация моих мыслительных процессов вокруг некого абстрактного я и восприятия окружающей действительности на основе метафизической реакции нематериального тела, моей сущности. Но с этой вашей теорией должен заметить, не согласятся многие замечательные люди, лично знакомые со мной. Они абсолютно уверены, что я вполне материален. Конечно, если они тоже бредят, этакий массовый психоз, то возможно. Прекрати. Таких слов в моем бреде быть не может. Я их вообще не знаю. Я открою и... Будь что будет. Дверь скрипнула и отворилась. На пороге стояла девушка в коротком летнем платьице, обнажающем ее стройные ноги выше колен. Полногрудная, красивая, но ужасно устала, потрепанная и немного не в себе. Глаза, полные ужаса, бегают, под ними зиняки, лицо, такое, будто она пару суток мешки грузила, причем с глубокого похмелья. Вы просто обворожительно, леди. Прошу, входите и убедитесь, что эти ужасные невоспитанные мертвецы получили по заслугам. Он отошел в сторону и даже похлонился. Блять! Отпустила девушка, выражение не очень свойственное для воспитанных леди. Шагнула вперед, подозрительно огляделась. Кажется, это не бред и не сон. Их нет, слава богу, их нет. Последнее. Она радостно прокричала ему в лицо, счастливо улыбаясь. Тут же закрытая дверь откликнулась дробным стуком и приглушенным воем хликнула. Ты не убил их, идиот! Воскликнула она, прячась за дверь и выглядывая за нее. Простите, госпожа Ольга, но я просто ошарашен вашим отвратительным поведением. Я спас вас из долгого заточения, наказал этих мерзких существ и еще оказался идиотом. Ох, прости, Пайрин, просто... Она вздохнула и вышла из-за двери. Сделала несколько шагов в комнате, где он запер зомби. Остановилась и сказала очень тоскливо. Лиза, она как-то спасла мне жизнь. Эри, она англичанка, мы были с ней лучшими подругами. Даша, моя сестра, мы только отстроили эту базу, решив перебраться подальше от группировок. А потом долг начал на нас охоту, и мы вчетвером смогли спастись. Даша была здесь, как смотритель. Одри погибла в пути. Долг. А мы дошли и спустились вниз. А тут Даша мертвая. И мы не ожидали схватка. А потом укус, и ты становишься зомби. Обычно так не бывает, но Даша, что-то страшное тут с ней случилось. Они выбили мое ружье, и я закрылась здесь. Тут еда была, душ. Тут в каждой комнате это есть. А оружия не было. И я не знаю, сколько уже здесь. Понимаешь, парень? День за днем они царапали мою дверь и выли, хрипели. Она закрыла лицо, ладонями опустилась на колени. Буквально стекла вниз, и негромко вскрипывая, горестно расплатывалась. «Простите», – севшим голосом сказал Стабл. Он как-то не подумал о бурусе, который другие испытывали при виде мертвецов. Для него они были не ужасными, не вполне мертвыми, скорее забавные зверьки, с которыми можно пообщаться, немного скрасив одиночество и разбить себя непринужденной беседой. Ведь они почти как настоящие собеседники. Им даже доступны простейшие чувства. Вкровенно говоря, он совсем не понимал отношения других людей к людям, мертвым, не до конца. А ведь эта девушка не только долгое время находилась рядом с ними, но была вынуждена терпеть их соседство очень долго. Да к тому же эти мертвецы были ей дороги. Когда были живы, конечно. «Простите, не леди, я был невоспитан и омерзительно груб с вами». «Да нет, ничего». Девушка безвольно опустила руки. Заблакать перестал. «Давайте, я выброшу их прочь». «Да это было неплохо». Она решительно поднялась, сжав кулачки, глянув на комнату с живыми мертвецами. «Я помогу. Открою дверь. А ты? У тебя есть оружие? Винтовка? Черт, это плохо. Вон в той комнате у нас арсенал. Возьми многозарядный дробовик. Там восемь патронов. Сблизи ты их легко прикончишь. Только не подпускай слишком близко. Один куст и все. Ты же вы мертвец». «Но ведь если я расстреляю их из дробовика, здесь будет очень грязно». «Блядь! Я уберу потом. Уберем их отсюда поскорее. Прошу тебя». «У меня есть идея получше, юная леди. Незачем пачкать помещение». И открыл дверь. Над полом, одной рукой и силой бросил ее в открытую дверь тамбула. Без каких-либо видимых усилий. И буднично как-то. Вот будто он просто встал с утра и мешок крупы из шкафа вытащил, да на стол бросил. Страх постепенно улетучивался. А сталкер стоял у двери. И что совсем удивительно, оттуда никто не выходил. «Леди, сколько можно ждать?» спросил он, нетерпеливо, заглянув в комнату. С ужасным воем, восставшего мертвеца, изумрудка выпрыгнула наружу. Корявые руки вытянулись. Широко открылся гнилой рот. Кулак опустился на ее череп. Прежде чем ее ноги коснулись пола. Девушка врезалась лицом в пол. Ноги взметнулись вверх. Вой сменился хрипом. По рукам прошла сильная дрожь. Ее будто с размаху бревном угрели. «Осторожно!» воскликнула Ольга, да так и застыла с твердмуртом. Мертвец быстро, перебирая руками и ногами, пополз в тамбур. Самостоятельно. Третья покойница вообще выходить не стала. Только истошно выло. Такой реакции восставших покойников на людей Ольге видеть еще не доводило. «Ты человек?» просила она, когда третий покойник был за шкирку оттащен в тамбур. И сталкер, извинившись, собрался туда же, чтобы вытянуть мертвых на улицу. «Да, совершенно точно. Человек!» не задумываясь сказал правду и одновременно солгал призрак. «Но не все так просто. Со мной что-то приключилось в зоне, где-то в ее центре, и я потерял память, но взамен, видимо, взамен, получил необыкновенную физическую силу. Кроме того, когда-то я был мастером рукопашного боя. В сочетании с моей огромной силой я теперь плохо поддаю смерть. Извините». Он отошел к двери тамбура. Из проема взглядывало лицо без глаза. «Леди, я скоро подойду. Имейте немного терпения и дождитесь меня, как полагается воспитанной девушке». Шикарный пинок добросил несчастную до самой стены с лестницы. Что-то хрустнуло. «Зря ты так», – кивнула она в сторону там. «Это Даша. Она, впрочем, это уже давно не она. Знаешь, парень, а ведь люди вообще-то побаиваются живых мертвцов». «Почему?» – спросил сталкер задумчивым видом, поставив ногу на лоб из ум руки, также попытавшись вернуться в комнату. Она дико шипела и скребла обломками ногтей пол. «Так почему, блядь?» – не выдержала Ольга картин жестоких издевательств над зажившими покойниками. Она на всякий случай отошла к своей комнате и говорила с порогом. Оскаленное лицо бывшей ныне мертвой подруги, на лбу которой стоял ботинок сталкера, вызвала сильную бледность девушки. «Да потому что эти бывшие люди, которые едят других людей, живьем, ты понимаешь?» «Ах, ну да. Так вот в чем дело. А я все думаю, почему они так страшно хрипят и постоянно клацают зубами. Они просто голодные!» Сталкер пнул изумрудку и повернулся к мертвецам спиной. Такой жест вызвал ужас в глазах Ольги и немедленную реакцию без глаза. Пришлось ударить назад ногой. Несчастную чуть не размазала пустиня. «Простите, леди Ольга, мне не совсем понятен ваш страх, но думаю, если бы вы могли справиться с зомби, играющей голыми руками, вряд ли вы бы хоть чуточку боялись их. Простите, я вас покину ненадолго. Надо избавиться от этих ужасно грубых женщин». «Ты просто псих!» Тихо ответила ему Ольга, задумавшись. «Ведь и вправду, вот хоть и один человек убегает в панике от домашней кошки. Нет. А при виде льва? А вот при виде льва немножко какает в штаны. Почему? Ведь и кошка, и лев – два свирепых хищника. Кошка слишком мала. Тюкнешь по носу – она и сдохла. А лев – тюкнешь по носу его – и сдохнешь сам». Страх, леди! Понятие столь же относительное, как и время в теории относительности господина Эйнштейна. Сталкер вошел в тамбур. Прикрыл за собой дверь, оттуда стали доноситься звуки его голоса. Хрипы зомби и регулярно глухие удары. Через пару минут Ольга набралась храбрости и подошла к тамбуру, заглянула внутрь и, отступив, застыла с широко открытыми глазами. Парень внутри читал лекцию о воспитанном и приличном поведении, время от времени попинывая мертвецов, пытавшихся его укусить. Поразило, правда, больше всего не это. Даша, мертвая Даша, теперь тупой и кровожадный зомби, срывающимися руками, медленно взбиралась по лестнице. Лиза тыкалась лбом в стену и мучала, а Эри щелкала зубами, стараясь покусать сталкера. Тот непонятным образом уворачивался. Вроде стоит неподвижно, и вдруг стоит в сантиметре отщелкнувших зубов. Ольга обессиленно уселась за стол. Потом вскочила и тянулась в комнату, служившую арсеналом. Как давно в ее руках не было оружия. С этим психом лучше быть вооруженней. Выставив мертвецов наружу, призрак пыльками отправил их подальше от плюха. Но тут же столкнулся с проблемой. Кут и Рут, восторженно тявкой, принялись гинять всех трех ужасно воющих мертвецов. Размышляя, как к этому отнесется леди внизу, сталкер смотрел на игру псов. Вот изумрудки подрезали ноги, и она упала. Целое лицо попыталось убежать. Кут откусил ей ногу ниже колена. Даша набросилась на Кута, ощерив пасть, а он ударил ее боком. Бедняжка упала на задницу с открытым ртом. Изумрудка из тошного вая попыталась залезть обратно в люк. Игриво тявкая, Рут, вцепившись в ее плечо, мощным движением отбросил подальше от люка и стоявшего там друга. Ру! Тебе не стыдно? Рут ответил с счастливым гавханем. Ты черный пес зоны! Что ты лаешь, как дворняжка простая? И прекрати издеваться над Бене. С ней приключилось такое несчастье. Бедняжка умерла, а ты издеваешься над ней. Что о нас скажут добропорядочные, законопослушные зомби? С той стороны, в поле артефактов. Ладно. Что-то надо с ними делать. Что? Он перебрал несколько вариантов. Ни один не подходил. Девушка внизу к любому может отнестись плохо. А она чем-то приглянулась ему. Чем? Он не мог понять. Просто не хотелось расстраивать ее. Так, я сейчас вернусь. А вы отгоните их в другой лесочек. Ладно? И не уродуйте сильно. Да и не убивайте. Не очень уверенный, что его поняли, он спустился вниз. В любом случае, не важно, что сотворят с ними псы. В случае чего, ведь это просто псы. И что он мог тут сделать? Когда он вошел, девушка сидела за столом и ела. Рядом с тарелкой лежал заряженный узи. Синие глаза поднялись и вернулись обратно к еде. В них присутствовала враждебность. Плохо. Сталкер присел напротив. Стал наблюдать, как она ест. Чего вылупился? С набитым ртом сказала девушка. Там ваша Даша сидела, когда я пришел. Невинно заметил призрак. Ольга прекратила есть и посерела лицом. Выплюнула полу, прожеванную пищу и поспешила пересесть. Придурок чертов! Должен заметить, что когда я пришел, вы намеревались повеситься. Я понимаю. Она отодвинула тарелку, вздохнула. Я понимаю. Понимаю. Я твоя должница. Что ж, давай начнем рассчитываться прямо сейчас. Три раза так уж и быть и после в расчете. Ольга поднялась и подошла к нему, скинула легкое платьице на ходу, улыбнулась и положила руку ему на плечи. Полная грудь с розовыми сосками качнулась перед его лицом. Вам жарко? Спросил призрак, с любопытством осматривая соски. Их цвет и оттенок были весьма интересны. Пигментация такого типа довольно редка. Любопытно, чем вызван столь кустой цвет. Возможно, в генетической структуре содержался полный ответ. А? Ольга отступила и вопросительно подняла бы. Ты не хочешь? Я? Столкер посмотрел на нее. Теперь, получив возможность рассмотреть все это чудесное тело целиком, правда, она была весьма худая. Нет, простите, я не голоден. Что? Не голоден? Она накинула платье и села за стол. Стала есть и бросать на нее усердитые косые взгляды. Ты импотент, что ли? Ах, вот что вы имели в виду. Сталкер положил локти на стол. Улыбнулся ей. Плотские отношения с особями противоположного пола меня пока не привлекали. Если вы захотите этого сами в какой-то определенный момент, а не из чувства долга, тогда я, возможно, приму ваше предложение. Если же вы хотите как-то отблагодарить меня за ваше чудесное спасение, позвольте мне немножко пожить в вашем подземном убежище. Хер тебе. То есть, как долго? Девушка отчего-то сильно злилась на нее. Три-четыре выброса, если, конечно, вас не будет смущать мое присутствие. Прижик, может, ты лучше переспишь со мной? Возьмешь манялтки и свалишь? И если, конечно, у вас есть хоть чуточка благодарности за ваше спасение. — Ладно. — Она передернула плечиками. — Живи, хрен с тобой. — Это не все. — Но? — Мы будем беседовать. Расплылся счастливой улыбкой с тобой. — И о чем мне с тобой беседовать? Девушка уже доела и отодвинула тарелку. — Мне весьма интересно знать, что такая прекрасная девушка, как вы, Оля, делает здесь, на этой базе. — Она глянула на него, как на идиот. — О, извините, вы же уже говорили неприятности с Долгом. Я ее, знаете ли, тоже не люблю. Не так давно мне, к сожалению, даже пришлось убить девятерых из этой странной команды. — Ты пришил девять долговцев? Она округлила глаза, в которых мелькнула искра уважения. — То есть ты их один положил? — Если быть до конца честным... Сталкер даже немного смутился. — Я убил восемь из них, а последнего любезно прикончил господин нищий. Вы знакомы с этим достойным джентльменом? — Что? Нищий джентльмен? Она презрительно фургнул. — Он бандит и ублюдок. Так ты из банды этого старого козла? Вот ведь повезло, мать твою! — Он очень достойный человек, — прямо повторил Сталкер. — Немного бандит, но ведь у всех у нас есть свои маленькие хобби и недостатки. Но я не из его банды, я сам по себе. Меня попросили за определенную плату убрать этих несчастных сумасшедших людей. Господин нищий любезно помог мне покончить с последним из них, так как у него были некоторые неприятности с данной группировкой. — А-а-а, так ты наемник. Она кивнула сама себе, откинулась на стулья и закинула нога на ногу. — Ну ты не расстраивайся, Эн. Я как-то слышала, что наемники тоже люди. — Наемник? — Блин, ты слуну упал! — Простите, но я не могу упасть с Луны. С нее невозможно упасть, вследствие наличия некоторой силы тяжести. Оттолкнувшись от ее поверхности достаточно сильно, я мог бы улететь от нее в космическое пространство, после чего меня бы захватило гравитационным полем Земли, и мое уже мертвое и замерзшее тело начало бы медленно вращаться по орбите планеты, постепенно переходя на все более низкие орбиты. В конце концов, я бы вошел в атмосферу и сгорел бы без остатки, еще не достигнув тропосферы. Как видите, я никак не мог упасть с Луны. Ваше утверждение примитивно, должен сказать и не соответствует действительности. — Призрак, ты... о чем вообще? Упасть с Луны — это просто выражение такое. Она вдруг помрачнела и наклонилась ближе к столу. Руки легли на его поверхность. Теперь она могла быстро схватить автомат. — Ты сейчас сам не из научников? — Научников? Ах, ну да! Это ученые, да? Господин нищий рассказывал мне об этих подозрительных существах. — Ха! Верно, подночный парень — существа. — Девушка вновь откинулась на спинку столу. — Простите, я так понимаю, вы, Оля, также состоите в какой-то группировке? — Вызов. Но нас чаще зовут Каблуки. Мы очень сильная организация, долг. Эти идиоты думали, что убили всех. Ха! У нас есть люди и здесь, и за кордоном. Она подозрительно сошурила свои милые глазки. При ее словах сталкер странно мургнул и отвел глаза в сторону. — Ты что-то хочешь мне сказать, Пилек? — К несчастью, да. Так называемые Каблуки? Видите ли, этой группировки больше не существует. Она была уничтожена долго. Уже год или больше, как о ее членах, ничего не слышно. Простите, Луя. Девушка просто молчала. Ее лицо не двигалось, будто окаменело. Из красивых глаз текли слезы. Сталкер почувствовал себя очень неуютно. Крепкая женщина Ольга стойко переживала потерю, кажется, очень дорогих елей. — Я не могу поверить в это, парень. Не могу. Она помотала головой. — У меня к тебе предложение. Слушай, я сейчас исчезну на пару недель. Может, чуть дольше. Даду до бара. Покручусь там. В общем, присмотри за базой. Ладно? Если не вернусь, то все твое. — Согласен. Призрак был не против такого расклада. Все-таки жить ему негде. Девушка поднялась и исчезла в комнате. Через несколько минут вернулась в плотном комбинезоне. В таком можно некоторое время находиться рядом с источником сильного радиоактивного излучения. Без ущерба для себя. Он также спасет в самом центре жарки. — Счастливо, парень. Она надела шлем. Закинула за спину автомобиля. — Оля! — позвал он. Она обернула. — Я провожу вас. Там может быть опасно. Она только пожала плечами. Наверх он вылез первым. Ни псов, ни зомби видно не было. Куда они делись? По запаху он определил направление и мысленно выругался. Просил же не угонять далеко. Заигрались псы. Они еще так молоды. Совсем щеночек. — Оля! Вновь позвал он, когда она пошла в сторону станции. Девушка повернулась и подняла бровь. — Возвращайся. Прошу тебя. Я буду очень скучать. — Странный ты призрак. — Улыбнулась она ему. — Но я обязательно вернусь. Удачи! Она закрыла щиток шлема плавным изящным движением и побежала. Как красиво побежала. Сталкер закрыл глаза. Сеть заискрилась перед ним бесконечно прекрасным светом. Узлы аномалий один за другим пропадали на всем пути сталкера Оли. Хотя немного, но ей будет легче. Через две недели она вернется и они вновь поговорят. Возможно, он даже примет ее предложение по поводу. Через две недели Ольга не вернула. Не вернулась она и через три. А когда миновала четвертая, сталкер закрыл подземный домик и закинул винтовку за спину, побежал по ее старым местам, давно пропавшему следу. Ее запах почему-то очень остро запомнился им. Такой приятный запах. Он почти добежал до станции, когда серое небо вдруг начало громко шуршать. Конечно, громко. Другой человек, скорее всего, не услышал бы. Но не он. Чувства опасности не было, но подозрительные перемены в небесах уже давно беспокоили его. И вот, значит, чем они кончили. Проклятие, а он совершенно в открытом месте. Сталкер поднял лицо к небу. Сверху падал белый смертоносный пух. В зоне почти все обладает смертоносными свойствами. Так что не стоило сомневаться, этот пух убьет его. Псы подняли голову и вместе с ним тихо зарычали. Что ж, уже не убежать. Он слышал и видел. Белый пух накрыл многие километры вокруг. Может быть и всю зону. Эх, вышел бы на день. Раньше. Или позже. Неужели все? Он смотрел в лицо смерти. Пух приближался. Кот с ротом зарычали громче. Призрак опустил голову и выругался. Чем он думает? Они прошагали с ним пол этой чертовой зоны. Он обязан им многим. То есть, ему все равно конец. Почему бы не попытаться спасти хотя бы их? Сталкер встал на колени и позвал псов. Позвал громче. Оба подбежали и он крепко прижал их к себе. Постаравшись накрыть их с тела своим. Они вырывались, но Сталкер крепко держал их. И вот первые частички пуха упали на спину Сталкера. Он с другом. Ожидая страшной боли, пух падал на землю. И почти сразу превращался в воду. Лицо Сталкера вытянул. Какой же я идиот! Сказал он, псан всех на землю. Снег пошел! Руб фыркал. Избивал снежинки с морды обеими лапами. Рычал. Кот поймал зубами одну снежинку и начал визгливо тявкать, бегать по полю, охотясь за новым непонятным зверем. Призрак сидел на земле и смеялся, наблюдая за своими псами. Они искренне радовались этому непонятному явлению. Снег. Просто снег. След! Призрак вскочил на ноги. Я потеряю след! Рут и кут! Мать вашу! Потом, верно, играйте! За мной! И так исчезающий, местами на несколько сот метров след, теперь можно вовсе потерять. Снег скроет его, и тогда он уже не сможет идти к нему по нему. Они побежали еще некоторое время. До первых построек бывшей железнодорожной станции. Титан среди сооружений такого рода. И много-много всяких построек. Залы ожидания, пути, склады, вышки. И не электропередаль с оборванными проводами. Жилые домики, какие-то здания совершенно непонятного назначения. Маленький мирок внутри зоны. И он полный аномалий. На десерт люди. Ветер приносит много человеческих запахов. А вот мутантами почти не пахнет. Впрочем, учитывая сколько там людей, мутанты в этом царстве, руин, должны быть редкостью. Кто эти люди? Солдаты долга? Пахнут немного иначе. Впрочем, может какая-нибудь дальняя застава или еще что-то в этом роде. Не хотелось ему туда сорваться. Но след Ольги вел в самую глубь гигантской станции. Можно, конечно, обойти и сразу выбраться к бару. Но где гарантия, что она и вправду пошла к бару? Решив идти туда, он может окончательно потерять след, который и так теряется каждые 10 метров пути. Призрак спрятался на окраине комплекса строения станции. Среди бодилей засохших кустарников. Он смотрел, слушал, впитывал запах. Сталкер отмечал для себя места, где ходить не стоило. Люди, слишком многое здесь. Кажется, как ни старайся, столкновения не избежать. И псы, кот и руд, легко могли затеряться в лесу. Даже на равнине могли спрятаться в траве. Так что их невозможно было увидеть с земли. Здесь спрятаться им будет труднее. Большей частью им просто тяжело будет сдерживать себя. И оставаться в каком-нибудь беспорядочном нагромождении, изрухнувшей стен, когда вокруг столько людей. Как поведет себя человек в окружении голодных львов? Человек вооруженный. Сомнительно, что он будет смиренно сидеть и размышлять о бабочках. Скорее начнет стрелять. Во все, что шевелится. Да, пута и рута. Другие люди были точно такими львами. Пища, способная уничтожить тебя. Враг. Сталкер смотрел, как снежные хлопья падают вниз, укрывая пушистым ковром частично разрушенные строения. Размышлял над проблемой. Думал о том, как было бы, наверное, замечательно прогуляться сейчас по лесу в обществе Ольги и псов. К тому лесу держил нищий со своей банной. Вот, найдет ее, тогда прогуляется. Может быть. Куру, ру, тихо позвал он. Большие головы псов, прятавшие в кустах рядом с ним, повернулись. Красные глаза осторожно смотрели в его лицо. Полное ожидание. Призрак склонился к ним и стал пристально глядеть в глаза одного, потом другого. Ни слова не говоря, не думая словами, как делают люди почти всегда. В его разуме раз за разом прокручивалась смутная, но понятная картина. Призрак не был уверен, что получится, но старался изо всех сил. Обычные попытки командовать мысленно приводили к послушанию. В пяти случаях из десяти. И только в одном псы исполняли приказ точности. Сейчас потребуется максимум точности, иначе кого-то могут убить. Либо им придется убить очень многих. А потом бежать. И вся спасательная, он надеялся все же, что Ольгу нужно только найти, а не спасти, операция коту под хвост. Призрак пытался влить в разум от псов немысль, инструкцию действий. Вот он идет посреди руин. Две черные тени скользят следом за ним. Рот оскалился и тихо зарычал. Отлично. Получается. Они видят картинку. Рожден на его сознании. Возможно, получится. Вот обе тени замерли и оскалишись блеснули красными глазами. Рот заворчал, но по-прежнему смотрел в лицо хозяина и друга, питывая иллюзорное видение. Сталкер шагает между рудей. Псы не приближаются, используя любое укрытие, следует за ним. Вот кто-то подошел к нему и наставил на него автомат. Соговорил. Рот класнул зубами и даже напрягся лапами. Будто собирался прыгнуть. Ему трудно было удержать видение в реальном мире, разграничивая их. Он был ошарашен немного. Он, его тень в видень, вместо того, чтобы порвать на части человека с автоматом, еркнул в какую-то бетонную плиту и наблюдала оттуда. Сталкер начал сначала. Вновь они идут через руины. — Ты понял, Рот? — Кут! — спросил он, взяв морду псов в свои ладони. Оба оскалились, заворчали и тихонько заскулили. — Отлично! Надеюсь, вы поняли хорошо. Он поднялся и шагом двинулся в самое сердце руины. Прямо по шпалам. Польда шла здесь. Прошел месяц с тех пор, и запах стал скорее призрачным напоминанием о том, что здесь ступали ее стройные ноги. Там, где стоят ржавые вагоны, этот слабый дух потеряется вовсе. Потом, где-то дальше, он найдет след вновь, как и прежний. Сталкер шел и слышал много интересных запахов. Любопытное местечко. Надо будет когда-нибудь побывать здесь. Вновь поболтаться. Он замер, повернул голову. На вышку, стоящую далеко отсюда, сбирался человек. На ней был еще один. Смена. Интересно. Ни тот, ни другой его не видели. Призрак потому и шел здесь, рискнув напороться на неожиданное нападение сбок, где расположился большой склад с провалившейся местами крыши. Тут с вышки не увидеть ничего. Обзор закрывает покосившийся зал ожиданий и завал из бетонных плит. Вот склад видно превосходный, но не подъездные пути. Зато он вышку видеть мог, башню и часть опор с лестницей. Далеко какая-то идея толкнулась в сознании и тут же пропала. Какая? Он хмуро изучал ползущего на вышку человека. Залез. Через минуту его товарищ стал спускаться. Не похоже совсем на договцы. Видимо, какая-то новая группировка. Он повернулся к путям, шагнул, остановился. Ольга прошла здесь так. Следы затерты и не факт, что где-нибудь не пропадут окончательно. Кроме того, они могли ворваться здесь, на пулях этой группировки. В любом случае, она могла столкнуться с ними. Призрак принял решение, показавшееся даже ему немного, совсем немного, идиотски. Он спрыгнул на гору бетонных плит, присел на краю одной, запахнул плащ, надел капюшон, скрыв свое лицо и положил винтовку на колени. Снег падал все сильнее. Что было на руку, если все пойдет плохо? Чуть подождав, он пронзительно свистнул. Человек на ушке заметил его, и он приветливо помахал рукой. Парень смотрел через оптику, так что жест он увидел. Призрак даже улыбнулся ему. Впрочем, готовый в любой миг кувырком назад покинуть свою опасную позицию. В том случае, если человек на вышке сделает выстрел. Он его не сделал. Острое зрение позволило увидеть, что он что-то говорит в маленькую черную коробочку. Отлично. Скоро придут гости. Их ему и надо. Парень на вышке закончил доклад и убрал рацию. В процессе он на миг отвел взгляд от прицела. А когда посмотрел вновь, на груди плит не было ничего, кроме следов. Призрак затаился в зале ожидания. В обломках обвалившейся крыши. Будто сюда кто-то провалился. Кто-то здоровенный. Призрак наблюдал за окрестностями и местом, где только что сидел. Мирно падал снег. Тут же таял. Почти весь. Только на каменных и деревянных поверхностях попился пушистыми шапками. Сколько потребуется ждать. И что, собственно, делать, когда пожалуют вооруженные гости. Точнее, хозяева этих руин. Гость тут как раз он сам. Никакого четкого плана действия у него не было. Только два возможных варианта. Но непродуманных, сырых. Захват языка для допроса можно с пристрастием и без онного. И открытый, честный разговор. Последнее, по зрелым размышлениям, казался нереальным. Значит, захват пленного. Прекрасно. Это не будет слишком сложно, если код с рутом будут вести себя прилично. Когда оборигены пожаловали, эта идея уже не казалась такой удачной. Он услышал их еще за пару сот метров. Хотя они шли осторожно. Видимо, опасаясь засадой. Впрочем, как еще это могло выглядеть? Какой-то мужик привлек к себе внимание и исчезает. Явная подстава. Или галлюцинация парня на вышке. Надо же, об этом он не подумал. Ведь и правда могли решить, что пареньку просто показалось. И плюнуть на исчезнувшего сталкера. Впрочем, следы. На снегу следы остались. И ребята не плюнули. Идут. Вот и ладушки. Но впредь надо продумывать сюда последних деталей. Шли они со всех сторон разом. Кольцо из двадцати человек. Может, чуть больше. Или меньше. И вскоре он увидел первых из них. Мелькали среди руин, словно призраки или тени. М-да. Вот как спрашивается, таких отлавливать для допроса. Да и, пожалуй, внимания их привлекать не стоило. Ребята окружили местность и теперь практически не двигались. Он видел восьмерых, затаившихся в разных местах. И то лишь частями, да намеками. Вон у той стены едва различим то исчезающий, то пропадающий дымок. Дышит кто-то. Без орлиного зрения не разглядишь. А вон там, за остатками металлической будки, никого вроде нет. Только краешек черного ботинка торчит. В обвалившемся окне кирпичного склада тихо, но вот та черная полосочка, не веточка. И даже не полосочка. А часть ствола, кажется, агранадин. Оружие спецназа в прошлом. Застыли и чего-то ждут. Похоже, изучают местность. Это точно не долг. Те ведут себя как солдаты, а эти как спецназ. Надо отыскать кого-то, кто затаился близко от него. Тихо вырубить и уйти вглубь руев. Случае не представлялось. Но вот вскоре цепь пришла в движение. Кольцо сузилось. Призрак решил пожертвовать хорошей видимостью и отступил чуть дальше в обломки крыши. Теперь он не видел бетонных плит и большей части склада. Он уже подумывал о том, чтобы сбежать потихоньку. Отказавшись от не слишком удачной идеи. Но так вышло, что одному из противников приглянулось его укрытие. Он появился с другой стороны кучей обломков и крадучись и двинулся к бывшему широкому выходу зала. Призрак бесшумно обошел вокруг кучей и теперь очутился прямо за его спиной. Парень уже остановился и, став на одно колено, обследовал местные взгляды. Черная куртка на меху, теплые штаны и перчатки. Ну и очень волосатая голова. Без шапки ходить можно. «Привет!» – прошептал ему в ухо сталкер. Кончик вахиного ножа замер под кадыком парня. Он проколол кожу и немного вошел в горло. Теперь стоило только чуточку надавить, и парнишка умрет, не успев даже крикнуть. Упадет булькая кровь. «Не шевелись, и я отпущу тебя. Отвечай на мои вопросы, коротко и ясно. Усвоил?» «Да!» – шепнул человек едва слышно. «Кто ты?» «Призрак!» – сталкер улыбнулся и, нагнав в голос тоски, продолжил. «Над моей могилой страшно надругались. Теперь я здесь, и должен идти осквернитель. Девушка, Ольга, желтый комбинезон. Около месяца назад». «Ольга? Из каблуков?» Парень даже чуть дернулся и едва не насадил сам себя на кинжал. «Она была здесь, провела неделю. Босс ее хорошо знает, наши тоже многие знают. С боссом у них так вообще любовь была вроде». «Покороче, пожалуйста!» Призрак немного злился. Кровение парня что-то совсем ему не понравилось. «Поночи они, как обычно, на кроватке попрыгали». Парень запнулся посреди фразы. За его спиной что-то скрипнуло. «Кажется, зовут. Продолжай!» Она свою информацию собирала. Но босс гнал ей. Каблуки давно все на том свете. А когда дошло до нее, решила уйти. А босс не позволил. Вот той ночью и сказал поутру. «А это же Ольга!» Зарезала его, дослиняла. «Мы и преследовать не стали. Босс взорвался. И его все равно не сегодня-завтра кончили бы. Ольга, наверное, решила, что мы на нее обозлились. За козла этого». «Куда она пошла?» «Туда!» Он указал в сторону от руин. «Обратно. В среднюю полосу. Только дальше по дуге». «Там раньше база у каблуков была. Мы им помогали часто. Бабы ведь. И попороться не против. Найти всегда можно с кем. А как их долг накрыл, они и нас, падлы, тогда». «Что там сейчас?» «Да ничего. Тот же кусок леса, призрак. Да? Слушай, ты ее ищешь, да? Окажи услугу». «Если будешь, сидеть смирно, пока я ухожу, и мне не придется тебя убивать». «Скажи, что парни не в обиде. Ей тут рады. Да, такой самочки везде рады будут». «Я передам». Призрак отступил и, немного нашумев, на предельной скорости бросился через загаженный обломками зал к пролому в задней стене. Как раз, когда он скрылся в нем, парень обернулся. Встал. «Однако интересный друг завелся у Ольги». Парень зло глянул в далекий проем. Потер пальцами ребро под корткой. «Сука, все еще болит. Но я еще с ней поквитаюсь. И с этим козлом. Призрак, запомним». Призрак слышал эти слова и пожалел, что не зарезал парня. Впрочем, если он солгал, придется вернуться и поговорить вновь, только в этот раз не так ласково. Покидая станцию, призрак неожиданно для себя понял, что очень хочет выпустить кишки тому сталкеру. Не потому, что он его обманул. Не потому, что выживший после Олиного удара ножом босс пытался передать с ним информацию, призванную стать манком в ловушку. Не потому, что его назвали козлом. Больше всего бесило то обстоятельство, что этот человек спал с девушкой Олей. И у них, выходит, была даже любовь. Врет. Возможно. Хотелось бы. «Вот черт! Я ревную!» Сказал он сам себе и побежал на предельной скорости. По рыхлому снегу к осеннему первому снегу. Скоро начнутся холода. Как его тело триггеруют на холода. Одет он легко, но ему не холодно. А как он теперь переносит на розы? Сталкер бежал, и обида ее от общения с обитателем Руи быстро облетела с него. Он напал на слеп. Ольга и вправду шла здесь. Только вот не три недели назад, а две. Не больше. Значит, из слов этого парня выходила неделю и удержали в плену эти люди. Что ж, если она захочет, можно будет потом отомстить. Пустить немного крови на руинах, некогда оживленного местечка. Не к спеху. Значит, отрыв две недели. Вперед, по возможности, быстро. К утру следующего дня, немного поплутав, след потерял. Он вышел к упомянутому лесу. Обычный лес, только по случаю скорой зимы ветки без листьев. Так что стоящий в глубине леса поселок был хорошо виден еще сапушки, ему. Человек, не обладающий его остротой восприятия зрительных образов, не смог разглядеть в переплетении серых ветвей далеко стоящие томики. Призрак сам сначала решил, что и его зрение подводит. Парнишка, босс, так сказать, говорил о старой базе. Бревенчатый поселок. Как-то не сходилось у него в понимании с базой. Тем не менее, пару часов неспешного движения сквозь бурелон он очутился именно в поселке из десяти сругов. Шел он так долго, потому как медленно и осторожно. Не только потому, что в лесу могла быть какая-нибудь мутаноподобная дрянь, но и потому, что опасался за свой латанный-перелатанный плащ. Острые ветки совсем не способствовали сохранению целостности ткани. Аномалии не волновали. Он чувствовал все семь пришедшиеся на этот лес еще одну заселившую бревенчатую избушку. Большая поляна, расчищенная от леса. На ней десять избушек, выстроенных кругом. Вот такая вот база. Призрак вошел в поселение. Вошел на площадку, вокруг которой сооружились дома. Осмотрелся. Так и есть. Домики расходятся от круглой площадки в центре. Будто лучи солнца. А сама площадка, скорее всего, символизирует солнце. Надо было все же проспросить Ольгу о ее странной группировке. Кажется, они представляли собой что-то вроде секты. Очень может быть. Поселок нес на себе. Так же и застарелые следы былых неприятностей. Ни одной целой двери. Подгоревшие крыши, стены местами опалены, покрытой копотью и множеством следов от пуль. Тут была настоящая битва. Очень давно. Не меньше года или двух назад. Призрак! В поселке полном только призраков, прошептал он. Потому, как чувствовал себя здесь самым настоящим призраком. Кут и Рут прошмыгнули мимо него и разбежались по поселку. Забегали в дома и тут же воскакивали. Возле одного задержались. След от Ольги, по которому он шел. Они уже давно стали выслеживать вместе с ним. И даже успели хорошо запомнить. Что, Рут? Она тут задержалась! Пес ответил рычанием. Гордоливым. Так что пришлось погладить и наградить похвалом. Собственно, он и сам учуял более сильный запах девушки возле именно этого домика. Она провела там не меньше пары-тройки дней. В принципе, можно отправляться дальше. На всякий случай он все же заглянул внутрь. Ничего особенного не обнаружил. Защатый пол, певший изгнить, обломки мебели. Из чистого любопытства призрак решил заглянуть еще в пару домиков. Картина примерно та же. Только в одном скелет, а в другом скелетов целая куча. На маленькое кладбище хватило бы вполне. Призрак повернул прочь. Странно, что Ольга смогла оставаться так долго в этом месте. А ведь тут погибло не меньше двадцати человек. И все женщины. Наверное, все очень молодые. Двадцать жизней в зоне так закусить. След уводил к кордону. Практически по прямой. Плохо. Тревожное предчувствие не оставляло его все три дня, что были потрачены на поход к кордуну. В той его части, где имелся узкий проход шириной в два километра между самим кордоном и брошенной землей. Ольга решила пройти здесь. Почему? Потому что идти туда, в земле пропитанной радиацией и переполненной аномалиями, верная смерть. Он там сам едва не погиб. А ребята на станции охотились за ней. Плюс там долг. В общем, если ей хотелось попасть в район свалки, то другой дороги у нее не было. Интересно только, зачем ей идти к свалке? В первый день он прошел полпути, постоянно попадая под мокрость некой дождь. Земля раскисла, дул влажный ветер, пробирающий до костей. Впервые призрак замерз. Пора было подумать о смене гардероба и на более подходящий сейчас зимний вариант. На второй день в полдень ударил выброс. Весь день и ночь были потрачены на сиденье в погребе домика, от которого остались только две стены. Утром третьего пришлось воевать со зверевшим зверем. И практически всю дорогу нападали то зомби, то мутанты. Коту сломали пару ребер, и без того медленное продвижение обернулось черепашью. Поэтому ночью он не остановился, продолжил двигаться к цели. И утром добрался до внушительных размеров оврага, где девушка провела одну из ночей. С его края можно было различить на горизонте укрепление кордона. Девушка явно обладала крепким духом и отчаянной смелостью. Он лично желал только одного – поскорее убраться отсюда. Но подумав, решил не высовываться днем. Теперь идти придется, каждую минуту рискуя попасть под вертолет солдатика. Приятного мало. Так что день он проспал овраги, а с закатом поспешил дальше. Он надеялся пройти этот опасный участок за ночь. И, кстати, прошел. Под утро вышел к местам, от которых до брошенной базы вояк. Рукой подать. Холмы, овраги, слякоть, грязь, нормальная осенняя обстановочка. Кордон только все еще близко. Он бежал, хорошо чувствуя след. Когда укрепления кордона окончательно пропали из вилю, он наткнулся на интересный натюрморт, перепаханная взрывами земля. Расщепленные в труху деревья. Воронок больше, чем грибов в лесу. И все заполнены ложами. Вывернутая наизнанку земля уже успела осесть. И выглядела даже притоптанной. Давненько тут стреляли. Из лет Ольги проходил точно через место боя. Плохо. Сталкер миновал местечко и двинулся дальше. Где-то через пару километров ему попались другие следы. Другого боя. Множество костей. Раздавленные черепа. Разгрызанные кости. Местное звере потрудилось. Тут примерно в одно и то же время погибло не меньше шести слепых псов. Чуть дальше, в сухой траве, он нашел пустую овоему Узи. Ее потеряла Оля. Потеряла Оля. Он поднял черный прямоугольник, повернул в руках. Нет. Она выбросила его. Скорее даже он выпал из ее обессилевших рук. На металле остались бордовые щербинки. Следы засохшей крови. Она ранена. Хреново, парни! Проговорил сталкер. Глаза обшаривали расстилающихся впереди местных. Где ее подранили? Псы или вертолет с кордона? И как сильно! Надо спешить, парни! А след такой слабый! Псы, убежавшись немного вперед, вдруг остановились и забегали кругами. След пропал. Ольга двинулась к свалке. Куда еще она могла пойти? Давно бы куда могла, если честно. Кто знает, может и здесь у каблуков была скрытая база. Слева тянется глиняный откос. Он кончается где-то через километр, сливаясь с землей. Переходя в относительно ровные поля. Но там все еще нельзя ходить. Это часть брошенной земли. Справа кордон. Участок примерно 2,5 километра в ширину. Тут она могла идти только вперед. След не особенно и нужен. А вот через 3-4 километра слева откроются земли, полные мутантов, аномалий. Но тем не менее, проходимые. Смертельно опасный участок брошенной земли кончится. И там он может потерять ее окончательно. Впрочем, там след должен быть отчетливее, более свежий. Человек двигается медленно. Раненый человек ползет. Пробежав с километра, сталкер так и не нашел следа. Но нашел кое-что другое. Пропитанный засохшей кровью и стрепанный бинт. Собственно, на бинт это уже мало походило. Если бы он не пах Ольгой, они не нашли бы его. Руд нашел. Рядом были обнаружены пустые упаковки каких-то таблеток и пустой одноразовый шприц. Аптечка. То, что она взяла с собой. В ней имелся такой архаичный шприц. Значит, рана серьезная. Это плохо. И хорошо одновременно. Девушка не сможет двигаться быстро. Он догонит ее быстро. Да, но из-за раны может выйти так, что он найдет труп. Руд, кажется... Призрик толкнул носком ботинкой шприц. Ты знаешь, мне страшно. Да, страшно. Боюсь найти мертвое тело. Пес только презрительно рыкнул. По поводу неуместных соплей друга. А кот заскулил. Мгновение его скулюш сменился грозным рыком. Руд зарычал не менее грозно. Но, кажется, с некоторым недоумением и растерянностью. Оба смотрели в одну сторону. За его спину. Туда, где уже некоторое время к ним подбирались два зомби. Они так топали, что сам сталкер услышал их уже давно. Фризрак победно улыбнулся. Псы заметили врага только сейчас. А он уже пару минут как засек опасность. Сталкер повернулся и открыл рот. Некоторое время тупо пялился на преследователей. Пока плохо различимых и далеких. Но все же отсюда было видно, что это очень уж вот только сейчас получившиеся зомби. Причем получившиеся из двух людей, серьезно увлекающихся штангой. Огромные, просто титаны. Из-за обилия мышц головы на этих телах казались немного неуместным. И в общем-то бесполезным отростком. Видимо, для пущего эффекта парни были лишь в штанах. Мускулистые тела двигались тяжело. Но целеустремленным. И похоже, при желании могли быть стремительными. А силища у них должно быть. Рут! Кут! Не дергайтесь! Ждите! Псы повернули голову к нему. Взрычали, но притихли. Кажется, впервые нос его подвел. Он смог разглядеть лица. Люди обыкновенные люди. Разве что немного каменные лица. Да перекачанные сверх мера. Но вот зомби из банды нищего выглядел примерно так же. Только был одет и всюду таскал свой пулемет. Эти были безоружны и пахли, как свежие мертвецы. Но не совсем. Одно точно. Люди так не пахнут. Живые люди. И все же он ждал гигантов. Не двигаясь с места. Здравствуйте! Не могли бы вы остановиться и назвать себя? Громко сказал призрак. Когда странно пахнущие люди подошли на расстояние десятка метров. Не ответили. Только разошлись в разные стороны. И продолжили движение. С этого расстояния стало заметно, что лица не совсем каменные. Но абсолютно человеческие. В глазах парней светился разум. Какой-то уродливый, злой разум. Но тем не менее. И мышцы. Вот с такого расстояния становилось совершенно ясно. Их бы обоих нарисоповал. Страна поднялась бы из экономической пропасти ударными темпами. Ребята обладали титанической силой. Если попасть под лапу такого, призрак был уверен, что отдаст концы еще не коснувшей земли. Другого человека просто расплющит в ровный блин. Парни, я сегодня немного нервный. Вы бы остановились. А то ведь выстрелю. Вы вроде не зомби. Но... Он выдержал паузу и поднял винтовку. Псы с рычанием отходили в стороны от него. Каждый выбрал себе цель. Вот тут один из парней удивил его. О смысленной речи. Ты, братан, не стреляй. Говорить будем. Произнес один. И сталкер, в сомнении, чуть опустил ствол винтовки. Оба гиганта становились. Хмуря узкие лбы. И... Стремительный рывок и кут был отброшен русскулистой ногой. Словно какая-то дворовая сявка. Гигант двигался стремительно. Почти так же быстро, как и сам призрак. Он успел подойти вплотную, прежде чем винтовка сказала свое веское слово. Ее аргументы убедили гиганта. Настолько, что он тут же упал, навзничь, разбрасывая в разные стороны содержимое своей маленькой головенки. Содержимого казалось не так уж и много. Ложки три, может четыре. Руд сумел увернуться от своего противника и вонзил зубы в его ногу. Рванул и отскочил. Парень не забыл от боли. Нет, остановился и с удивлением посмотрел на Харликова рядом с ним пса. Руд прыгнул опять. Рванул и отскочил. Рыча он кружил вокруг противника. Тут на помощь подоспел кут. Точно так же, разорвав руку парня, он отбежал подальше. Вот руд повторил свой маневр. И гигант стремительно выбросил вперед руку. На ней уже повис кут, разорвав трицепс. Он отпустил врага и отбежал подальше. Призрак не вмешивался. Стоял и смотрел. Размышлял. Все-таки предками черных псов были волки. Собаки нападают совсем иначе. Очень скоро гигант упал на колени. Сухожилия ног были порваны и теперь он физически не мог стоять. Все, это последние секунды жизни монстра похожего на человека. Острые зубы сомкнулись на глотки. Ребята, позвал призрак. Ему ответили хриплым глухим рыбам, которые прервали глотательного рода звуки. Я вас понимаю, вы горды победой и голодны. Ну может уж как-нибудь поскорее. Руд зарычал громче и оторвал от трупа руку. Подбежал к хозяину, бросил к ногам и вернулся к растерзанной добыче. Призрак с недоумением глянул на окровавленную конечность, никак не тоньше его ляжки. Перевел взгляд на псов. Руф, ты меня неправильно понял. Я совершенно не хочу есть. Но мы теряем время. Кстати, вы знаете, что загрызли псевдогиганта? Кот хриплогафнул на него и проглотил огромный кусок мяса. Ладно, ладно, не буду вам мешать. Неужели так вкусно? Оба зверя демонстративно повернулись к нему задними частями тела, разрывая сейчас брюхо добычи, чтобы добраться до самого вкусного, до внутренних органов. Может приватизировать с их добычей сердца? Есть не хочется, но деликатес все-таки вкусно очень. Сталкер с сомнением глянул на вторую тушу. Пока он думал, у первого сердца уже съели. Внимательно изучил. Нет, подозрительные какие-то. Ну и к лешему. Еще понос прохватит. Лучше уж к вечеру кабанчик отловить пожирнее. А отправились дальше, только через несколько часов. Уставшие от долгего похода, необыкновенно гордые, одержанные победой, псы попросту обожрались. Кот даже срыгнул. Лишка съел. Так что псы плевать на все хотели и отдыхали, пока пища частично не переварилась. Да и после долго отказывались подниматься на ноги. И куда-то там идти. Тем более бежать. Прогулочным шагом, часто останавливаясь, они ушли вглубь относительно безопасных территорий. Тут только аномалии. Бандиты и мутанты. Можно сказать, прогулка по саду. След потерялся. Они дошли до полосы железной дороги, когда наступила ночь. На ночлег разместились прямо под открытым небом, в поле. Утром свернули в сторону военной базы. Вот тут, возле линии опоры электропередач, и напоролись на очень четкий, всего неделя не более, след. Она обошла ее краем. Что ж, выходит, девушка и правда шла к свалке. Туда он добрался к вечеру. Но, как оказалось, здесь след шел стороной. Она избегала всех мест, где могли встретиться группы сталкеров, бандитов или мутантов. Любопытно, куда же двинулась эта взбаламошенная девица. Неужели к нищему? Он шел по следу, до самого леса. Как оказалось, девушка прошла по краю угодий нищих. Двинулась к бывшему КПП. Потом дальше, в сторону кордона. Любопытно. Два дня он потратил на движение и редкие схватки с редкими мутантами. Однажды на него напала группа. Не то сталкеров, не то бандитов из трех человек. Есть их не стали, так бросили. Миновали железную дорогу уже в знакомом месте. Так как след вновь был потерян. Вышли в местные поля. А к утру третьего дня сталкер с уделением обнаружил, что находится на знакомой возвышенности. Вон там, среди деревьев, первый пост. Интересно, кто там сейчас. Дамба или удача? Он пошел к посту, не таясь, подняв винтовку над головой обеими руками. Кот и Рут уже привычно охраняли рюкзак во вражке. «Стой! Ты че за хрен такой?» Донеслось из знакомого окопа, когда он подошел к посту ближе. Надо же, даже вот так. Даже вот зная, что вот этот пухлый бугорок весь в пучках пожухлой травы вовсе не пригорок, а край ямы. Все равно кажется, будто голос идет из ниоткуда. Впрочем, если приглядеться, заметен ствол пулемета. Вон та широкая и черная ямка в пригорке, это вовсе не ямка. И из нее выпрыгивают вовсе не полевые мышки. Все как-то в основном пули. «Призрак!» Сталкер улыбнулся и тут же поправил. «Раньше меня звали Молния. Теперь Призрак. Чешек меня знает». «Молния, Призрак!» «Хочешь, снова погонял!» «Покойник!» «Нравится?» «Хм, у вас интересное чувство юмора», нахмутывался Сталкер. «Возможно, если бы в вашем детстве не произошел этот ужасный случай, вы стали бы просто умнейшим человеком. Но этот ужасный случай...» «Ты че меряешь? Какой случай?» «О, простите, совсем забыл. Ведь вам теперь очень тяжело воспринимать сложную интеллектуальную развитую речь. Учитывая связанные с этим случаем детские переживания и множественные психологические травмы, вам должно быть очень тяжко просто разговаривать. Но вы не расстраивайтесь. Ведь могло быть и хуже, гораздо хуже. Последствия, перенесенные вами в раннем детстве лоботомии, часто бывают куда страшнее». «Эй, я не понял, ты че издеваешься?» «Вы догадались!» «Счастливо улыбнулся Сталки. Сами, без посторонней помощи! Должен заверить вас, несчастный мой идиот, для вас еще не все потеряно». «Да я тебя, суку!» Фризерик приготовился отступить в сторону и, высоко подпрыгнув, разрядить еще в полете в двух придурков, днем обычно двое, но, может, и нет, часть магазина своей винтовки. Но тут послышался глухой удар по теме невидимо. «Бля, кран, осади, а то я тебе ебало на жопу натянут. Стрелок, ты че творишь?» «Мрак?» Сталкер опустил руки с винтовкой и пожал протянутую ладонь Сталкера. Тот покинул яму и теперь, улыбаясь, смотрел на нем. Странно было видеть этого вечно мрачного человека с улыбкой на губах. «Ага, собственной персоной!» Парень крикнул через плечо. «А я тут...» «Фрикорную малость, а как услышал, что там говоришь, но, думаю, Стрелок пришел. Кран, власть, мудила, с хорошим человеком познакомлю. Это наш кран, а это Стрелок». Теперь я называю себя призрак. Пожал плечами Сталкер и потряс протянутую руку злого, потрепанного мужика, низкорослого и жутко вонючего. Впрочем, для него у тонкого нюха есть плюсы, но и минусов немало. Мрак, к примеру, даже не чувствовал, что его товарищ попахивает немного, простите, говнецом. «Призрак?» «Ну что ж, учитывая, как ты Сауу снял, очень точно скажу тебе имя. Кстати...» Он упустил глаза. «Ты это правильно имя, что сменил. Тут у нас парень один в бар ходил. Ну и по пьяни разболтал всем и каждому, что Стрелок где восемь человек из Долга порешил. И еще сказал. Заявил на весь бар, что Стрелок Долговца всех нахуй натянет. А там ведь, блин, долго территория. Едва бродяга ноги унес. Если бы сам бар не был нейтральной территорией, так и проспаться не успел бы. Прям там бы зарезали. А так даже убежать смог. А ты, стар призрак, к чешику подел, аль торговать с козлом этим толстым хочешь? «Потелу я!» Призрак пристально посмотрел в лицо Сталкера. «Слушай, с чего ты сегодня такой вежливый? У меня такое чувство, что ты даже рад встрече со мной». «А?» Мрак в соответствии с именем помрачнел и спустя миг улыбнулся. «Ты не подумай чего. Я ни тебя не боюсь. И друзьями нам быть вроде не с чего. Уважаю я тебя просто. Очень уважаю, парень». «И за этих долговцев?» Искренне удивился Станкер. «И за это тоже. И за то, как Савва поступил. Не убил ведь корешка моего. Да и потом сигарет ему подкинул. За свою грубость заплатил. А так, знаешь, не каждый сделает. Собственно, я бы хрен так сделал. Лучше пришил бы, чем...» «А еще, брат Сталкер, уважаю за недавний твой поход. Живой, бля. Да я вообще не слышал, чтобы оттуда живыми выбирались. Вот зомби иногда приходят». «Стоп! Откуда ты знаешь? А походе...» «О... э...» «Брос! Мы тот кусок, так зовем, в своем колюке. По бросу. Никто не ходит». А весточку принес этот Валдис от нищего. Он передал еще, что если стрелку, кто невежливо слова скажет, они это место с землей сравняют. Так, где босс приказал. А Чешику...» «Со смехом в красках описал неприличную процедуру, которую подвергнул Чешика в случае чего. «Вот потому, о, и уважаю, брат, эти отмороженные ублюдки за тебя пасть порвут. Вот и предупредили, что можешь заявиться, когда сброса выйдешь. Заметь, брат, когда, а не если. Они в тебе уверены на все сто. Ну а мы, значит, должны тебе содействовать, даже если ты будешь гол, как сокол и при смерти. Дать, что потребуешь, и сопроводить, куда скажешь. Хоть сей бригадой. Босс, нищий, значит, возместит затраты. Да, они взяли товар на часть твоей суммы у Чешика. Это как бы...» «Все нормально. Валдис, я ему был должен немного. Кстати, замечательный, очень добрый и душевный человек». «Кто?» Отвешил мрак. «Валдис? Душевный? Ага. Это он, значит, удачу по доброте душевные ноги переломал». «Конечно. Ну, был бы злой, так шею сломал бы». «Ноги переломал?» «Да. Удача у нас шутник известный. Ну, а тут не вовремя сказал что-то. Пошутил типа. Вот ему и перепало на орехи. Валдис этот – зверь прям. И дерется. Ну, что твой Брюс Ли?» «Слушай, мрак, мне было приятно пообщаться с тобой. Действительно приятно. Но мне к Чешику срочно нужно. Кое-что прикупить и кое-что спросить». «Замерз? Ну, погода у нас не тропить. Зима». Хлопья снега упали на их плечи и стали быстро закрывать мир мягким белым одеялом. Мрак улыбнулся. «Все, ложится снег. Теперь до весны». «До весны?» Призрак мысленно выругался. «След теперь точно пропадет. Надо поспешить, взять патроны, теплые вещи и срочно выдвигаться». «Идем, призрак. Хе-хе. А имя и правда в тему?» «Мрак, у меня есть вопрос. И я хотел бы сначала задать его тебе». «Спрашивай, бродяга. Я теперь тебе друг. Запомнись ли, призрак?» «Спасибо. С недели назад девушка, желтый комбинезон, зовут Ольга». «Ого, коротко и содержательно». Он как раз привел в действие плит с пеньком на ней. Вход открылся, и они спустились внутрь. «Как зовут, не знаю. Как выглядит на лицо, тоже. Она была тут. Пришла к посту. Вот как ты прям. И потребовала встречи с чешиком. Потрепанная вся, в грязи, рука перевязана. Нотелуха такая, знаешь, самый сок. Подруга, да? Ты уж извини, мои предложения неприличные сделали. Так она послала всех с копом. Нахуй. Ну и сказала, да от Ильзы и Кикиморы привет чешику. Так у нас сразу чуть ноги не отнялись. Проводили ее к чешику. Так чего дальше не знаю. Поговорили. Да, часов через несколько она ушла. А куда я не знаю. А кто такие Ильза и Кикимора? А? Мурак даже запнул. Потом рассмеялся. Они как раз вошли в комнату, где обычно отдыхали не занятые ничем люди чешек. Сейчас там было всего три человека. Здорово, Стрелок! Сава потрес руку призрака двумя ладонями, так что зубы застучая. Как оно, брата? Тот же был удача. И кто-то незнакомый. Парень представился. Жук. Хорошее имя. Мурак всем в двух словах объяснил, что теперь Стрелок предпочитает имя призрака. Парни дужно согласились, что это очень правильно сменить имя. Особенно, когда на Стрелка точит зубы целая группировка. Поинтересовались, как там оно в бросе. Ничего. Только ветер. Улыбнулся им призрак. Люди пожали плечами с некоторыми дубами. Все больше радиоактивный. Парни расхохотались. Кто-то похвалил его чувство юмора. Удача высказала мысль, что призрак с успехом может носить имя в самый раз подойдет. А где Дамба? Зачем-то поинтересовался Сталкин. Народ перестал радоваться. Конечно, особого горя никто не показал. Но повеяло каким-то знакомым холодком. Такое он часто ощущал в зоне. Холодок смерти. Помер Дамба. Сожрала его зону. Мрак дернул плечом. В тот выброс еще. Пойдем уже к Чешу. Братва раступись. У парня к шефу дело. Он злой, как черт. И не в форме немного. Удачи. Пожелал удачи и удачи. Шеф. Когда они вошли, тихо сказал мрак. Чешик спал лицом на столе, сжимая пальцами полупустую бутылку водки. Шеф. А? Лохматая голова торговца поднялась. Честно говоря, призрак поначалу решил, даже что торговец превратился в зомби. И сейчас кинется на них, паскалив пасть. Мутные красные глаза глянули на гостей. И не узнавая их, пухлое лицо обвисло и посиняло. Хули надо, мрак. Пошел к черту. Я тебя, блядь. О, молния. А ты чего пришел? Я теперь зову себя призрак. Поправил его сталкер. Да? Ну а мне похую. Хоть мальвина, блядь. Я пришел к вам по делу, касающего девушки по имени Ольга. Ольга. Чешик приложился к бутылке. Сделал мышный глоток. Посмотрел на двух сталкеров. Мрак. Ии, погуляй. Разговор у меня с парнем будет. Как скажешь, босс. Мрак покинул помещение и, кажется, был даже рад уйти поскорее. Торговец выглядел так, будто совсем недавно восстал из мертвых. И пока восставал, крепко тронулся на голову. Садись. Торговец указал на стул и снова забулькал водку. Пил он ее, будто в бутылке была обычная вода. Ольга была здесь. Пла. Одинокая мать ее каблук. Призрак присел на стул и молча смотрел на торговца. Тиша вдруг всхлипнул, очень тоскливо. Взгляд совсем опустел и глухим голосом начал рассказывать. Ты знаешь, парень. А она как пришла, сказала от Ильзы, значит, привет. Я тут чуть и не помер, как услышал. Ильза, она была такой, такой, таких нет больше. У нас с ней дела были. И с Ильзой давно дела были. Потом как-то само собой получилось. Дела выросли в отношения. Отношения в кое-что большее. В общем, я с дуру решил. А вдруг жива малышка моя? А вдруг? Вон и Ольга это пришла. Думаю, послание от Ильзы. Ну, долг когда. Да, затаиться ведь могла Ильза. Стрятаться. Не последний человек каблуков Ильза до Кикимера. Снайпер их. А теперь вот меня Ильзушка вспомнила и свою. Эту отправила. А ну, понадеялся, обрадовался. А она. Ольга это рассказывает. Ну, ищет она своих. Думает, может, уцелел кто. А как они уцелеют? Вот скажи, как? Вот принесла на память мне. Он достал что-то из кармана. Подержал на ладони и заплакал. Ильзы брошка. Любила она ее очень. Нет, Ильзы. Всех их вырежили. Всех до последней. Чешик выпил еще и упал лбом в стол. Захрапел. Чешик! Толкнул сталкер в плечо-то огонь. Куда она пошла? Куда пошла, Ольга? А? Голова не подняла. К нищему. Уроду этому. Уйди, а? Я тут спать. Ты мне еще должен, Чешик. Мне нужна теплая одежда. Патроны. Вон. Все так же, не поднимая головы, он указал на дощатую дверь за спиной. Бери, чего надо. И вали, парень. Вали отсюда. Потом, потом, приходи. Торговец захрапел, а сталкер, пожав плечами, отворил указанную дверь. Там была комната. Большая, имевшая еще несколько дверей. И вся она была заставлена от пола до потолка. Ящиками, контейнерами. Кое-где вещи просто валялись. Как попало. Тут было все. От патронов к макару, до женских прокладок. Чешик торговал всем, если мог получить с этого хоть какую-то прибыль. Теплые вещи, конечно, тоже были. Только найти их сразу в этом братаке было нереально. Ушло не меньше получаса, чтобы найти груду тряпья и в этой груди подобрать себе что-то. Одежда всех размеров и форм иногда попадалась, заляпанная кровью и простреленная. Удалось найти теплые штаны и шерстяной свитер. Последний был испачкан засохшей кровью и вонял чем-то не очень приятным. Но ничего, если постирать еще, будет пригоден к использованию. Нашлась даже вязаная шапочка и кожаные перчатки. Утепленные, но вряд ли способные спасти от сильных морозов. Только вот ботинок найти не удалось. После некоторых сомнений он взял берца, армейского образца и шерстяные носки из разных цветов, один из которых был порван на пятки. Тут выбора не было, носки были в единственном экземпляре. Покончив с покупками, призрак покинул же вещи торговца. К сожалению, не удалось продать артефакты, взятые в брусе. Чешик был не в состоянии торговать, а его цен цалкер не знал и решил, что не стоит, оставив артефакты по собственному разумению, брать вещи торговца. Это было бы просто невежливо. И такой поступок насквозь пах низким уровнем воспитания. Артефакты было решено отнести нищим. Интересно, что Ольге-то понадобилось у него. Вот и узнаем. Попрощавшись с окурками, часть из которых к таковым не принадлежала, просто отдельной личности, как мрак, например, нашкодили в центре зоны так, что им лучше было там даже близко не мелькать. Сталкер-призрак отправился к нищим. Перейдя железную дорогу, без особых происшествий он двинулся дальше, так и не обнаружив следов Ольги. Только перед бывшим КПП он наткнулся на ее старый след. Он учуял в развалинах новых обитателей и решил обойти домик по старому примеру. Проскочил по холму. Там и напоролся на след. Девушка обошла КПП точно таким же способом. И дальше двигалась кустами, да врагами, избегая того пути, которым пришла сюда. Умная девочка. И рисковая. В зоне как раз лучше возвращаться теми дорогами, которыми уже ходил и остался жив. Хоть и это не гарантирует полной безопасности. Все же лучше, чем угодить в мясорубку, вступив на симпатичную кочку, так как на прежнем пути кто-то изволил покакать. И там теперь идти не хочется. Зона здесь. Сто раз пройдешь по дорожке и ничего с тобой не будет. А на сту первой твое тело разбросает мелкими кусочками на пару километров вокруг. К вечеру он вошел в лес, укрытый тонким снежным одеялом. Теперь видимость в этом лесу была просто великолепна. На сто метров вокруг все видно очень отчетливо. Раньше 10-20 был предел. Но вот ветки, если раньше их укрывали мягкие охапки листьев, то теперь зловредные сучки царапались и шуршали. Многие почему-то затвердили, став не мягче камня. Призрак не знал, нормальное это или свойство только лесов зоны. Но от души проклинал этих каменные кусочки. Но от души проклинал эти каменные сучки. Будут морозы, как-то понял он. Растения готовились к холоду, значит снега будет немного. Околевших сталкеров, мутантов, замерзших прямо по дороге, будет немало, а вот снега чуть-чуть. Стемнело и с удивлением, даже с радостью, сталкер обнаружил, что видимость практически не снизилась. Он и так в темноте видел неплохо. Летом не особо страдал от темных безлунных и беззвездных ночей, но теперь темнота ночи вообще переставала быть проблемой. Белый снег многократно отражал даже самый слабый свет. И даже когда небо затягивали тучи, теперь в зоне будет не так темно. И аномалии. Посреди зимнего леса, пока голого и немного страшного, сталкер обноложил интересный природный феномен. Под одним деревом на его пути снег лежал не ровным серебристым покровом, а беспорядочными кусками и кусками льда. Забавно, но именно там притаилась огненная аномалия. Такой он еще не встречал, не знал общего названия, но сюрприз был, по мнению сталкера, самым подходящим. Принцип ее действия был весьма любопытен. Попав сюда, человек на миг почувствует необычный подъем духа. Скорее всего, застынет пораженный, шокированный, так как все его тело начнет наполняться силой, легкостью, а дышаться будет легко-легко, и голова начнет слегка кружиться, и мир станет светлым, добрым, иллюзия, которую вызовет мощнейший приток кислорода. В этом неровном круге мгновенно соберется практически один кислород. Все примеси вытолкнет прочь, и человек не успеет сообразить, что ему настала крышка. Потому как сюрпризом станет мгновенное воспламенение кислорода. Человек сгорит как факел в несколько секунд. Конечно, не весь. Возможно, останутся кое-какие кости. Оружие, мелкие безделушки. Великолепная аномалия. Просто чудо. Призрак двинулся дальше, чувствуя почему-то грусть. Вот если бы он мог так точно знать принцип действия аномалии раньше. Когда раньше? Когда помнил прошлое? А почему было так важно знать именно принцип их действия? Тогда они и границы. Он знал, что было очень важно. И за такой дар, скорее всего, не задумываясь, он отдал бы пол жизни. Или... Или память. Тряхнув головой, сталкер вытянул прочь глупые мысли и поспешил к берлоге бандита. Добрался он задолго до рассвета и не обнаружив ни одного поста. И начисто потеряв след оргии. Только дойдя до пещеры во враге и обнаружив, что забросанный бурелом, который укрыт снежной пеленой, призрак припомнил слова бандита о ежегодном переезде. Но, вроде говорилось о весеннем паводке. Ах да, нет же. Сезон осенних дождей этот овражек также подтапливает. Значит, отсюда бандиты ушли еще месяц назад. И куда? Вот этого он не знал. Только примерное направление. Он отправился в ту часть леса, куда имелся окруженный мышными радиоактивными пятнами проход в темную долину. Любопытно. Уже в пути до него дошло, что всего несколько минут назад он не представлял себе, что такое темная долина. А вот теперь знает. И кажется, довольно неплохо. Когда он там бывал? Впрочем, неважно. Его интересуют сейчас совсем другие места. Нищи вряд ли ушел далеко на зимовку. Так что, он отправился искать уверенный, что легко найдет зимний домик банды. Как оказалось, зря он так думал. Неделя ушла на поиски. Он едва не угодил под выбор. В последний момент спрятавшись в каком-то подвале, располагавшемся прямо в чистом поле. Остатки стены торчали из почвы. В одном месте и заметил он их только потому, что запнулся об них. Повоевал немного со слепыми псами, дважды повстречал зомби, пристрелил контролера, уже подраненного кем-то и едва живого. Нашел окоченевший труп химеры, весь в огнестрельных ранах и лежавшего рядом сталкера с разорванным животом. Собрав его вещички, среди которых имелся артефакт непонятного свойства и вида. Призрак двинулся дальше. Потом вернулся, потому как наткнулся на пост долгую. Вновь прошел всю местность от поста до старой берлоги нищего и повернул обратно. Бандиты как сквозь землю провалились. Чешек, снаряжая его тогда на уничтожение отряда долга, указывал ему место, где околачиваются ребята нищего. Он там побывал и что нашел? Большой, почти развалившийся дом и все. Людьми там даже не пахло. Уже отчаявших кого-то найти окончательно, потеряв след девушки, призрак решил в последний раз осмотреть тот дом. И а там посмотрим. Не знал он, что делать потом. Как назло ударили морозы, первые ноябрьские морозы, но далеко не последние в эту зиму. Собственно, они не особо вредили ему. Одежда, взятая у чешека, вполне защищала от холода. Правда, ему показалось, что тут дело вовсе не в одежде. Кажется, его тело переносило холод столь же легко, как и легкие ранения. Но что будет, если станет еще холоднее? Уверенности, что он не помрет от переохлаждения, не было. Так что следует найти место, где он сможет перезимовать. Лучше вернуться к чешеку, пересидеть зиму в его подземном жилище. Случилось интересное дело, кабаны практически исчезли. Находить их становилось все труднее. Псевдоплотки будто вымерли. Даже зомби, и те, кажется, попрятались по норам, пережидая зиму. Так что стоит поторапливаться, даже несмотря на то, что и едва он дошел до предполагаемого зимнего места обитания бандитов, морозы исчезли, на время утратив свои силы. В зоне стало значительно теплее. Снег даже подтаял немного. Только вот обычно за таким потерплением следуют морозы посильнее прежних. Призрак вошел внутрь широкого длинного здания, намереваясь облазить буквально на брюхе каждый закуток, каждую подозрительную часть стен или пола. И для начала он присел на корточке, внимательно взглядом изучая место в предстоящих поисках. Унылая картина, местами обвалившихся стен, провалившихся целыми секциями потолок. Пол во многих местах проломленный и заваленный кучами строительного мусора. Точнее тем, что раньше составляла часть самого здания. Кое-где намело с неба, дул холодный ветер, несмотря на оттепель. Вон у той стены с остатками портретной рамки, чудом удерживающейся на своем месте, притаилась аномалия. Кажется, она называется зыб. Впрочем, он не был уверен названием. Стоило туда ступить, и любое органическое тело теряло плотность молекулярных связей. Затем начинался стремительный распад. Человек буквально стекал на пол жижей из белков и углеводов. Органический кисель. Кажется, зыб действует иначе. Смотри, Рут, и ты, Кут. Кут! Рявкнул сталкер, поглаживая мощную шею Рута. Кут тут же прекратил вылизывать что-то под своим роскошным пушистым хвостом и, тихонько заскулив, лег рядом с музейном. Ладно, ладно, я тебя прощаю. Однако, ребят, вы стали очень пушисты. Как ты считаешь, Рут, может нам сделать из Кута по паре варежек? Ну, смотри, какой пушистый. Рут презрительно фыркнул. Кут зарычал. Изо рта обоих шел густой пар. Хм, как бы из нас самих товарежек не наделал. Мороз крепчает. У вас, ребята, из пасти прямо с толп пара идет. А я вот совсем не чувствую холода. Что ж, будем надеяться, что Мороз мне совсем не страшен. Вот, смотрите, видите, там зыб. Ее мутации, я бы сказал, такую не обнаружишь металлическим болтом. Рут заурчал и лизнул сталкеров щеку. Я серьезно. Именно это действует только на органику. До сих пор непонятно, каким образом эта пакость рушит молекулярные связи. А если, ребята, эта штучка будет достаточно сильна, она сведет на нет не только связи молекул, но и межатомные. Именно с помощью этой жутко злобной абсолютно некультурной аномалии нам удалось получить догонит. Ты знаешь, что пластину догонита пока не удалось пробить ни одним известным оружием, кроме промышленного лазера? А ты, Кут, ты тоже не знаешь? А вот я знаю. Призрак хумура смотрел на остатки картины на стене и гладил млеющих от наслаждение псов. Только вот хоть убей, не помню, откуда я это знаю. Он поднялся и стал бродить по зданию. Он слушал, смотрел, впитывал запахи. Ничего, что говорило бы о присутствии людей. А ведь, судя по рассказу Чешика, домик окружает посты охраны. Плюс внутри где-то есть вход, постов не было. Входа тоже, иначе он чует бы запах, проходивший через него людей. Стоп, Чешик тогда ему солгал. Но зачем? Не было смысла ему врать. Может бандиты решили сменить место зимовки? Или их место вовсе не здесь? Да, вопрос тот, еще вопрос. Осмотрев весь домик, на два раза, сталкер в сердцах ударил кулаком в стену. Таха захрустела, она прогнулась наружу, и по ней побежала трещина. Послышался скрежет. Лучше выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Говорил он уже, направляясь к выходу. Кажется, раньше это было окно. На улице тихо шурша падал снег. Обозримое пространство было белым и пустым, только редкие черные сеточки деревьев и по правой стороне большая черная каракса леса. Будто чернил брызнули на снег. Потом еще снегом присыпали. Чудесная картина, зимний лес зоны. Что может быть кошмарней? Только лес летний. Сталкер стоял всего в метре от пролома в стене. Смотрел на белое великолепие зоны. Будто вымершие зоны. Тихо, лишь падает снег. Почти не слышно ветра. Практически не чувствую запаха в зверях, людей. Только тишина ранней зимы. Едва слышный скрип снега и мерзкий запах кровососа. Да, это животное подбиралось к нему в данный момент. Бедняга видимо был очень глупый или очень голодный. Он избрал своим обедом человека, рядом с которым стояли два черных пса. Чистый идиотизм по двум причинам. Вряд ли несчастный страдающий не только от голода, но и стремительно прогрессирующего слабоумия мутант, мог подозревать, что эти два пса друзья человека. Скорее всего он понимал эту ситуацию как кульминацию охоты пары взрослых псов. Именно поэтому бедняга был вдвойне тупицей. Чуть позже выяснилось, что втройне эдакий идиот в кубе. Начать хотя бы с того, что одинокий кровосос был практически обречен в схватке только с одним черным псом. Против двух у него вообще никаких шансов не было. А против двух псов только что сваливших добычу в зоне и третье. Надо же! Широко открыл глаза смотрел сталкер на снежный полок перед собой. Взгляд его остановился примерно в пяти метрах впереди. Кто сказал бы не поверил. Там отпечатались две ступни. Кут и Рут тихо зарычали, глядя в ту же сторону, что и призрак. Вновь заскрепел снег, следы стали приближаться. Их придурковатый обладатель зачем-то исчез и теперь подкрадывался. Ну, возможно он был уверен, что таким странным способом именно подкрадываются. Следы остановились в пяти метрах. Замерли. Чуть глубже просели в снег. Кровосос готовился прыгнуть. Невидимый злодей видимо уверенный, что исчезнув он сумел избавиться от своего вонючего запаха и сумел стать бесшумным. Простите, кого вы хотите обмануть? Произнес сталкер, глядя примерно туда, где должна была находиться невидимой сейчас морда мутанта. Следы стерлись, так, будто невидимка неожиданно потерял равновесие. Да, я обращаюсь именно к вам. Вы случайно не охотиться на меня собираетесь? А вас не смущает присутствие двух кровожадных псов? Как подтверждение, что они собственно здесь псы оскалились и громко зарычали. Следы начали затаптываться. Кровосос переминался с ноги на ногу. Возможно в нем сейчас боролись страх плюс здравый смысл с голодом. Голод победил. Собственно эта победа кажется была не слишком сложной. Здравый смысл не смог выставить на поле боя больше одного бойца. Да и тот оказался хромым, очень уставшим и немного не в ладах с головой. Разум выставить в бой против голода не смог никого по причине полного своего отсутствия в маленьком черепе мутанта. Этот странный кровосос даже не пытался обойти свою жертву. Он прекрасно понимал что обнаружен и в принципе мог бы догадаться что обнаружен по следам в мягком снегу. Он видимо был очень уж голоден именно поэтому кстати остался жив. Снег вмялся и там где располагались носки ступней. Раскребли немного животное прогнуло. Прямой удар ногой с полосекундной паузой и забавно свистнув пока невидимое тело упало обиженно хрипя теперь видимый он был тощий как деревья лишившиеся листьев. Руд кут назад резко сказал сталкер. Псы послушались правда с недовольным рычанием оба вернулись к его ногам и теперь смотрели на замерзшая в туче медленно оседавшего снега кровососа. Тот не двигался. Желтые злобные глаза с непередаваемой ненавистью смотрели на человека даже не потрудившегося снять с плеча винтов. Не бойся маленький тупой уродец я не трону тебя иди мне очень жаль тебя беднягу. Кровосос не понял ни слова но интонацию ловил. Желтые глаза мигнули и недоверчиво перескочил с одного пса на другого и вновь насталки. Можем конечно решить вопрос немного иначе. Призрак не открывая сводом взгляда глаз кровососа раскрыл ладонь и на ней тут же заискрили сильные молнии. Мутант широко распахнул злобные глазки даже отступил на шаг и поднял тонкие руки защищаясь. Его глаза неотрывно смотрели на ладонь человека. А потом он посмотрел на призрака как-то совсем по-другому. Миг и мутант развернулся спиной. Он сделал шаг еще один и побежал постепенно становись прозрачным. Вы не заметили ребята? Псы подняли голову и только рассерженно фыкнули. Они надеялись немножко поиграть. Одинокий кровосос разве может быть развлечение лучше? Это не зомби которому башку откусили и все. Кровосос можно долго рвать на части. Он все еще живой. Ну извините. Просто он такой худющий такой забитый. Того гляди упадет и сдохнет от истощения. Пусть себе бежит куда подальше. Вот откормится немного и мы его летом если повстречаем конечно то обязательно на него поохотимся. Псы не ответили. Оба блаженно щурец почесывались. Блохи у вас совсем заели ребята. Покачав головой поведал сталкин. Наверное летом я вас в ручьей искупаю с душистым мылом или шампунью. Оба ответили дружным рыком. То ли им идея не понравилась то ли блохи заели. Призрак не совсем понял. Оглядевшись он грустно вздохнул и вернулся в дом. Продолжил осмотр. До темна он облазил дом на два раза. И не только внутри но и снаружи. Никакого намека на скрытое убежище не ищут. Неужели придется возвращаться к чешуку за более подробную информацию? дом и шагом двинулся в сторону свалки. Набег он перейти не успел. Сотни шагов от домика где должны были отшиваться ребята нищие он таки нашел вход в его логово. Точнее вход нашел его. Сталкер резко дал по тормозам и припал к земле снимая с плеч винтовку. Псы замерли рядом. Скалят зубы но не рыча взрослели щеночки. Кусок мирного с виду снежного полога приподнялся немного и сейчас этот процесс продолжился. Прямо в земле медленно открылись две широкие створки. Снег с них упал и стала видна нормальная обледеневшая земля на них. Земля почему-то не сыпалась подобно снегу. Створки открылись полностью и упали став поверхности под углом 45 градусов. Сталкер полу лежал на земле не шевелясь. Дурацкая выходила ситуация. Кажется это вход в подземную берлогу нищего. Но проблема в том что его могут сейчас случайно пристрелить. Сталкер живет там где выстрел слепую на звук или по чувству туды пыльнуть бы надо. Так на всякий случай не показатель приближающего сумасшествия а всего лишь мера предосторожности иногда позволяющая выжить. Вылезет сейчас Валдис оттуда а он ему здорово и пуля разнесет ему череп. Впрочем Валдис может и узнает его. Допустим а если вылезет незнакомый член банды точно начнет стрелять и тогда его придется убить если успеет. вот вот как быть он принял решение практически сразу и мягко поднялся намереваясь вернуться в дом а оттуда окликнуть человека поднявшегося из подземного ваза только немного не успел никто наружу не вылез зато вылетел маленький черный шарик треснул и зашипел прежде чем призраку отбежать и сообразить в чем дело мир померк и он а глаза будто закрывались против его воли он еще успел услышать как с тихим скуляжом рядом упали псы и провалились без памятства ну парень открывай глаза услышал призрак кажется где-то очень очень далеко очень знакомый голос только ты не дергайся ладно тут все свои просто кто знал что это ты там болтаешься думали гадали что за хер там вынюхивает а это ты там сталкер открыл глаза вверху плавно раскачивался потолок с толстым плафоном лампы рассеянного света всего тела он не чувствовал совершенно только глаза молния ты не шевелись пока все равно не получится над ним склонилась а беспокойное лицо престарелого бандита после этого дымка человек еще сутки шевелиться не может да и потом где-то с день тебе передвигаться трудно будет но ты уже извини нахрен ты там шарохался почему кривому деревцу не подошел мы же передавали весточку чешеку он тебе должен был сказать едет тебя налево нищий округлил глаза и пропал извин ты этот так этот сучий потрох тебе ничего не сказал вот ведь жирный пидор чуть пацана не угробил ни за что эх с кем работать приходится призрак закрыл глаза тело не слушалось и не будет слушаться судя по словам бандита еще сутки не очень хотелось пролежать пластом так долго а что делать он обратил свой взор к сети мысленно ухватил одну из ниточек попробовал потянуть ее энергию в себя едва она хлынула сталкер ощутил как все тело пронизило тысячи острых иголочек кололо даже внутренние органы и кости тело быстро возвращалось к жизни еще миг и призрак протяжно застанал приподнялся на локтях и поднял себя к стене оперся на нее спиной охренеть чтоб мне на нарах да уж окачая лица интеллигентно заметил валдис совершенно круглыми глазами он сидел на стуле у противоположной стены рядом обратившись в камень с открытым ртом восседал нищий привет криво улыбнулся призрак а меня теперь призрак зовут охотно верю престарелый бандит покосился на валдиса с вопросом на взгляде босс дымок обычный был как всегда и он норму хапнул развел руками парень вот ведь сколько живу а нет нет да я горошек кто старика возможно у меня очень высокая сопротивляемость организма предположил сталкер пожав плечами и намереваясь задать вопрос задумчивая реплика нищего остановила его он даже забыл о чем хотел спросить если бы ты был мутантом к примеру контролером то тогда все правильно дымок так на них и действовал недолго и никаких побочных эффектов а вот на человека впервые так действует призрак не нашел что сказать просто промолчал твои псы кстати в порядке уже очнулись сожрали псевдоплодь ты извини я-то против был ну а пацаны не удержались и решили посмотреть едят черные псы вседоплодь или нет тут у них спор вышел таким же извиняющим голосом проговорил Валдис разделились в общем мнении одни утверждали что черные эти жрут только людей другие что они жрут все ну а парочка придурков поспорила со всеми остальными что черные псы едят всех но только внутренние органы в общем твои дворняжки сожрали даже копыта и хвост мы их пока в клетку закрыли позвольте выразить вам свою признательность тем что позаботились о моих друзьях покормили их и уложили спать немного кисло поблагодарил сталки оба бандита покраснели от обиды по их мнению нанесенные совершенно несправедливо мы что ли виноваты у нас тут знаешь ли теперь неспокойно скажи спасибо что я валдиса не послушал он предлагал лазутчика порешить а я живым хотел взять сердито изрек нищий долг совсем охренел они по зиме обычно не особо высовываются а тут как сбесились говорят у них там какой-то особенный псих завелся ебаный больше остальных он всем трезвонит что лично перережет мне глотку а моих пацанов зомби скормит ага тут банда новая появилась у них какой-то нагана запаха на вот они пару долговцев пришили и этот их псих долгнутый пообещал покончить с преступностью в зоне прикинь парень захохотал громче и хлопнул себе по колени с преступностью в зоне этому барану так сначала надо всех своих гавриков положить а потом самому застрелиться нахер валдис будь приличным законопослушным бандитом не оскорбляй дядей почетных пидоров из доблестной петушатни геройского долга а складился нищий валдис зашелся в новом приступе хохота вы от них так хорошо прячетесь оба бандита замолчали как по команде и мрачно глянули на сталкер о простите ребят я не думал оскорбить вас просто я очень долго искал вход но найти его так и не смог кроме того мои псы не смогли почуять четких следов это удивительно потому как это в первый раз ведь входом наверняка часто пользуются мы от них не прячемся чуть не рыкнул валдис испепеляя сталкера злым взгляд это просто мера предосторожности вынужденно я бы сказал нищий вздохнул и отмахнул к черту мы и правда стараемся лишний раз не мелькать уже троих потерял они натурально войну объявили долговцы эти а мы здесь ни хера не в выгодном положении сюда они не суются теперь злорадно заметил валдис ага мы ловили башку ему отрезали и на пост этим козлам кинули в качестве предупреждения посты или буйной головушки мы же его прям с поста их него и умыкнули и совсем житья от них не стало мать их а чтоб псы твои не учуяли ничего так это мы на всякий случай чтобы вход никакая сука не нашла вот такой штучкой пользуемся после каждого выхода валдис достал из кармана маленький с горошина шарик покатал на ладони и убрал из душа делает душ душ аномалия такая пояснил нищий идешь себе а тут хоп и воздух вокруг тебя туманом наполняется а туман кислотой выпадает как в душе ее нам через чешека поставляем как то на воле то есть на большой земле приспособились варганить вот такие штучки раздаешь в пальцах а она весь запах съедает на 10 метров вокруг как душ мясо кожу так это хреновина запах разъедает дорогая хреновина а что делает а как вы узнали что кто-то наверху бродит да там у нас датчики движения стоят на пару тройку наступишь у нас тут сигнал срабатывает у входа самого помощнее датчик так что мы подождали пока приблизишься к выходу или свалишь подальше там еще кто-то шарился рядом но сбежал никого там не видел кровосос сталкер пошевел руками покалывание почти исчезло и пальцы уже слушались хозяин я пришел собственно по делу вот правильно нищий беспокойно потер ладони как там наши неуловимые сталкеры на сталкеров ни хера не похожи мне кошелек готовить или расстраиваться расстраиваться прости я никого не нашел ничего что походило на искомую базу бандит заметно поглазнул грандиозные видать планы у бандитов были и вот рухнули прошел через сброс тот участок непроходимой местности миновал поле артефактов и обошел даже те земли на которых базы быть не должно потом наткнулся на стой нищий скачал подожди брат как ты сказал поле артефактов а сталкер потерянно пробежал глазами да поле потом я повстречал одну великолепную девушку по имени Оля и вот теперь иду поезд да хуй с ней нищий заметно разнеч ты правду говоришь не гонишь босс имел ввиду что твоя баба у нас сейчас оскалился Валдис жива здорова а она у нас тут за повара сейчас ну и вроде как пленится надеюсь с этой прекрасной леди все в порядке везливо спросил сталкер но глаза у него опасно блестели конечно бандитам это было до лампочки как они у него там блестят сталкер был без оружия под землей а в соседних помещениях дежурил человек 20 он не представлял для них угрозы они ведь не могли знать некоторых его особенностей мировосприятия но конечно никто и не думал будто знаменитый стрелок мог им угрозой быть он у них чем-то вроде местной легенды стал еще когда долговцев поубивал а теперь так и вообще герой героический конечно хрена этой Ольге сделает раздраженно буркнул она подраненная пришла с химерой что-то поругалась а до того со слепыми псами в общем чуть живая была в основном от истощения раны у нее так себе никакие в общем ну приютили трогать не стали хотя некоторые буйные головушки намеревали страхнуть девчонку я может и отдал бы ее им за ней должок еще прошлый да неоплаченный имеется да она про призрака нам рассказала я так и подумал ты это имена меняешь по собственному почину так что мог быть ты вот и оставили ее в покое только отпускать не стали она и не рвалась никуда особо говорит ты сюда все равно придешь а на старой базе каблуков ей делать нехер вот теперь нашу помощь бескорыстную отрабатывать кашеварством а не привычным блядством сталкер сжал губы и побелел от ярости раньше нищий нравился ему чуточку больше да ты не злись парень приветливо улыбнулся бандит она так то девка ладная давно я ее знаю просто ты ее вот леди называл назвал но должен тебя огорчить она такая же леди как я наполеон но девка и правда хорошая осталось мне что-то доброе еще с воли с большой земли конечно я заплачу ее долг хмуро поведал призрак стараясь не выдать своего раздражения не гони брат раз она в натуре твоей оказалась а не гнала нам то ничего она не должна хоть сейчас пускай чешет на все четыре стороны хотя жаль будет готовит стервозина прям пальчики оближ простите технически она не совсем моя призрак покраснел и замялся бандиты переглянулись пожили плечами то есть ей нужна была помощь и я да плевать нищий снова махнул рукой твои дела брат поле артефактов уверен что нашел именно нашу сладкую сталкерскую легенду это точно поле да я уверен в этом овраг примерно полкилометра аномалии мало но земля усыпана самыми разными артефактами там их очень много и самое интересное очень мало излучающих ионизирующих излучений радиацию пояснил он синхронно моргнувшим бандитом оба тут же просияли в основном такие что можно нести в кармане собственно можно брать мешок лопату и собирать все подряд думаю редко там кто брал артефакт это как раз и есть поле артефактов счастливо молвил валдис годами аномалии выбрасывают артефакты а брать их некому вот они и копятся путь туда есть он очень непонятен и запутан думаю временами туда пройти вообще невозможно честно признал состав я едва не погиб от жажды прежде чем попал в этот овраг заблудился в аномалии там быстро теряешь направление и чувство времени молодец парень чаще там теряют жизнь тебе видать повезло извини босс прервал его вал хрен поверю что этому братку просто повезло согласен бандит довольно заулыбал ты теперь национальным героем нашей банды станешь эх брателла одну ходку туда и я плачу тебе за четверть взятых артефактов проведешь пятерых по бросовой земле а если все парни живы и здоровы вернутся за треть всех артефактов плачу любая экипировка за мой счет возьмешься нет лица счастливых преступных элементов вытянулись зимой там делать нечего снег завалит овраг до самого верху как только трава позеленеет я проведу твоих людей к полю за треть от цены взятого при любом раскладе даже если назад выйду я один торгуешься со старым больным человеком нищий даже покрятил немного а по рукам но тогда ты должен пообещать мне что не сдохнешь до весны обещаю если соберусь подохнуть то никак не раньше осень усмехнувшись нищий поднялся и подошел к двери а открыл тут же в комнату вошла Ольга с подносом на руках мы вас мы вас оставим бандиты улыбаясь несколько необычно с неким туманным намеком покинули комнату напоследок нищий добавил вы сильно не увлекайтесь братва тебя видать желает а как скажу им что ты по весне поведешь пятерых поле ортефактов они двери вынесут чтобы к тебе заглянуть бандит поморщился ваха точно прибежит кинжал случайно не потерял ну мы же его с тебя сами сняли старею блин ты нашел поле присела девушка на кровать когда бандиты вышли глаза у нее были круглые от шок блин мы так долго эту хренотень искали уже было все поверили что вся сказка поле просто сказка почему ты не вернулась на базу спросил сталкер совсем не то что хотел спросить и таким голосом будто девушка влияла на него вот секунду назад он был спокоен как удав а теперь ему стало жарко голос сам стал выбирать интонацию по своему настроению еще он на нее злился и одновременно радовался что видит ее я думала ты свалил давно обнес лавочку и на лыжи встал пожала плечами юная красотка в желтом комбинезоне теперь ободранным и заряпанным старыми пятнами крови как про своих все выяснила так вообще решила тебя найти рванула сначала к чешику думала может через него кто-то из наших еще связь держит а кто-то мертвые все потом вспомнила как ты про нищего говорил ну и сюда двинулась думала что ты один хрен сюда придешь как видишь не ошиблась только я не знала что ты мне не настоящую погонялу назвал ты поешь пойди есть хочешь я он хотел сказать что это не ест и если нет сырого кабанчика конечно вовремя прикусил язык посмотрел на тарелки в одной был вареный рис только странного вида попробовал через силу проглотил гадость жуткая интересно чем она так пищу испортить умудрилась Оля я тебе настоящее имя назвал я теперь призрак да она улыбнулась как красиво она улыбнулась блин чего это с ним мне тут парни говорили что раньше ты был молния а еще раньше стрелок парень так делать нельзя зона не прости или ты от нее себя прячешь чтобы не нашла ну тогда зря зону не обманешь а вот разозлить можешь нет не могу он тоже улыбнулся получилось немного криво попытался протолкнуть в себя еще ложку испорченного риса слушай тут нет риса просто на воде а что она отобрала у него ложку попробовал нормальный плов не нравится я сама готовила они бандиты твои все консервы да сухпаи жрут а теперь даже жирком пообросли ха ха Валдис теперь даже через день ест что я приготовлю похоже на него сталкер вспомнил мускулистую словно литую на бронзу фигуру Валдиса добавил мысленно в картинку жирку на брюхе и боках усмехнулся он следит за фигурой да хрен да хрен с ним девушка устроилась поудобнее закинула ногу на ногу рассказывай что рассказывать как что кому впарил вещички с базой или ты их оставил на месте и как поле нашел расскажи и это как вы растение убили они чего-то молчат бандиты твои так говорят стрелок двоих от смерти спас и почти в одиночку мутанта опасного убил и все там был мутант сталкер припомнил жутко оскаленное лицо получеловека полуцветка вспомнил как потом серые лицами бандиты помогали выжившим товарищам как он узнал что в цветке сидел половина бандитов с именем репа в общем ребята преувеличили зомби его расстрелял Абаха добил а твою базу я закрыл и оставил в покое я ждал твоего возвращения а потом пошел за тобой последовал что правда она немного смутила но быстро взялась в руки мне то в общем до лампочки спасибо за заботу конечно но база твоя теперь как договаривались я же не вернулась да и не знаю теперь куда все ведь погибли мне жаль твоих подруг но их ведь не вернуть теперь надо жить чешаешь меня что ли неожиданно зло сощурилась девушка ну так ты в трубу свои утешение скрути и в жопу поглубже засунь она вдруг скачала на ноги и пошла к выходу сталкер уныло спросил спину оля скажи почему ваше селение построено в форме солнца девушка остановилась уже у дверей вернулась села и как-то очень странно посмотрела на него потом отвела глаза и глубоко вздохнул знаешь парень я вот не пойму что я тебя урода раньше не встретила еще за кордоном она она грустно скрипнула у нас у всех бывали гости наемники эти часто бывали а что ребята симпатичные в отличие от сталкеров иногда моются на зоне не двинуты и другие в гости захаживают а вот ни один даже самый долбанный умник из всех этих хреновых козлов не въехал как именно построен поселок ты прав солнце мы ведь вызов себя называли но это не вызов никакой понимаешь вы все кто здесь заблуждаетесь тут у нее глаза заблестели она начала говорить жаром кажется не совсем здоров зона с ней ведь воевать не надо она не проклятие никакой не игрушка для ученых с ней мягко надо понять ее нужно понимаешь понять зону и научиться в мире с ней жить она не язва а лишь недовольство самой планеты ты знаешь что наша планета живая это доказанная теория и уже давно не теория планета возмущена тем что делает человек и вот мы видим наводнение пожары землетрясения а зона это последняя капля последнее предупреждение и если мы будем и дальше как какие-то неодертальцы сражаться с планетой все не стерпит она и уничтожит всех как было 10 тысяч лет назад когда метеорит упал в индийский океан как же планета ударила метеоритом по самой себе ведь метеориты из космоса она не только живая но и разумная вот и в солнце и все другие планеты если планета разумна и жива то ее твердая кора представляет собой кожу девушка кивнула потеряв нить своему налогу метеорит упавший в индийский океан нанес повреждения практически всех поверхностей планеты поднявшаяся волна смела все живое практически на всей поверхности удар изменил угол вращения планету тряхнуло до самого ядра сталкер улыбнулся девушке любопытно люди на поверхности словно микробы на теле самого же человека выходит разумная земля избрала интересный способ борьбы с этими микробами примерно как если бы человек вошел в мусоросжигатель на несколько секунд победа над микробами очевидна плюс 70% ожога тела непоправимые повреждения психики повреждения иммунной системы и в довершении не все микробы сдохли в случае планеты не все люди уничтожены любопытный способ борьбы с человеческой угрозой если земля разумна то думаю не слишком идиот чертов после секундного размышления воскликнула девушка и пуля вылетела вон походу добавил ты ни хрена не понял идиот надо же сталкер остался один тоскливо глядел на тарелку и не мог понять отчего ему вдруг стало очень плохо обида девушки острыми коготками терзала его сердце очень хотелось кому-нибудь высказать свое недовольство горечь вот когда жалеешь что рядом нет кута с рутом или хоть какого-нибудь завалявшегося зомби гнилушка очень подошел бы он всегда мычал довольно тоскливо как раз под нынешнее настроение очень подошло бы сталкер вздохнул и почувствовал что хочет спать только он закрыл глаза вах это ты стрелок чеги здравствуй ваха вымученно улыбнулся сталкер вошедшим привет зомби серый эй чего грустный такой ваха сел на стул второй занял серый мрачный и сильно осунувшийся со временем последней встречи зомби как обычно напоминавший зомби встал у косяка головой он доставал до самого потолка казалось парень пришел чтобы на всякий случай подпереть головой потолок едва прекратив двигаться он застыл как камень ваха чего ты к парню пристал улыбнулся серый видишь кушает человек да нет я есть не хочу зомби кушать будет зомби отклеился от косяка и подхватив поднос вернулся на прежнее место взяв кусок жареного мяса он поднес его ко рту и замер взглянув на призрак сталкер кивнул зомби откусил механически прожевал откусил еще совершенно тем же движением будто робот вечно он жрет да ваха почесал большой нос и подмигнул встал ого проходила да вах красивый ого вах красивый да она очень красивая кивнул призрак и грустно уставился на свои руки ты чего такой пасмур стрелок то есть молния то есть а мать твою призрак подсказал зомби спасибо серый повеселел призрак да ты никак влюбился нет что ты совсем нет не очень убедительно это его кислая нет ольга пожал плечами маленький человек не слишком русской национальной стеснялся тебя хотел стеснялся совсем злой стал женщина все глупые а если любит то совсем глупые ага любит это точно тут к ней не один подкатывал трогать то ее босс запретил но добровольно если то пусть а так не не а я подкатывал она все на тебя разговор выводит спрашивает любит ну и ну или почти любит в общем дела брат ваши серый хитро прищурился призрак тут босс говорит ты поля нашел правда поля она и нас туда отведешь пятерых по весне я точно с тобой зомби идет с призраком хрен вам всем немедленно вскинулся вах я с ним пойду из жиля шакал чтобы его шайтан забрал и всех других босс скажет понял да ваха серый как-то странно покосился на бандита серьезно задумчивым голосом спросил я вот все смотрю на тебя смотрю не пойму никак ты что не русский что ли ваха позеленел от ярости призрак не удержался и засмеялся серый уже хохотал даже зомби засмеялся странно так рот открыл и не меняясь в лице хо 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 призрак с серым перестали смеяться почти сразу а ваха обрел нормальный свой цвет ну и смех у тебя зомби каждый раз душа остынет рёк серый и поежился ваха и сердце в пятки пробормотал ваха ваха серый я должен вам сказать о предстоящем путешествии к полю артефакту оба обратились в слух путь которым я шел туда ныне не существует это почему не понял серый ваха тут же пояснил резко подняв крючковат указательный палец сквотал потому что ты глупый и шаг виброс аномалии меняют место вот а протянул серый затумчив понятно ваха обрадовался ваха как хорошо что ты наконец все понял серый что именно понял подозрительно поинтересовался бандиту товарищ то что ты глупый шаг просиял ваха серый побагровил из хруста обжалку господа прекратите вы оба ничего не поняли подожди что ты хочешь сказать серый кажется нервнич так значит серый нишак ваха обыдно слушай расстроился ваха прекратите мать вашу не выдержал перебранку призрака к сожалению он понимал что пока она шутлива но в таком милом обществе легко могла перерасти в перестрелку или поножовщину вы охренели совсем бля сейчас обоим бошки посверну нахрен оба замолчали открыв ты воззорительство призрака таких речей они от него никогда не слышали зомби вытянулся у стены по стойке смирно уронив поднос с которым впрочем уже успел съесть с которого впрочем уже успел съесть все съедобное пустые глаза замерли и смотрели в стену казалось парень превратился в статую бандиты закрыли рты блин прям как босс орет уважительно кивнул серый и повернулся лицом в доме эй братан чего с тобой такое каменная маска бывшая в лицо бандитов повернулся из стороны в сторону и при активном сопротивлении шеи голос ушел кричал громко думать я злой голос охренеть слушай лаха потер пальцами свою гордость и величие огромный нос призрак да расскажи да что хотел сказать простите мне мою грубую невоспитанную выход сокращенно извинился вставке мое поведение было просто отвратительным вы были правы относительно аномалий но дело не только в этом радиоактивные пятна броса большие и они постоянно хреново серый помрачнее значит не факт что мы пойдем куда нам надо да проход может быть но привести он может совсем не туда куда нужно нам или оказаться в тупиковом либо проход будет на только сквозь источник сильного радиоактивного излучения в этом случае мы пройдем босс всегда держит десяток скафандров и препараты для выведения радиации из организма серый улыбнулся своим мрачным но только если радиационное пятно не будет слишком уж сильно фонить иначе и в скафандрах сдохнем нахер они по сути комбинезоны и держат только низкий фон радиации призрак эээ ваха покраснел замолчал но потом продул слушай пёс твой два штука эээ твой да ты приручил зверя да это чёрный пёс да все уже знают кивнув хмуро поинтересовался сталкер оба бандита с уважением закивали головами даже зомби кивнул процесс этого действия закончился как раз к концу речи призрака их надо выпустить наверх им плохо в клетке слушай а ты как приручала а проигнорировал последние слова ваха был палка кто был палка ваха изобразил как лупит какой-то палка вот так и они тебя слушать нет ваха нет мы друзья когда-то я выручил их и они выручили меня мы друзья ваааа ваха застыл в мистическом ужасе взирая на призрака потом быстро поднялся и вышел прочь присутствующие молчали ваха открыл дверь и заглянул уже из коридора призрак это знай я тебя уважаю очень я нужен буду слышны и я приду ваха что это с ним просил сталкер когда ваха исчез за дверью он ваха этим все сказано серый пожал плечами слушай я понимаю ты сейчас не в форме но я еще по делу пришел выслушаешь сталкер кивнул ты когда сюда шел видел там вот между хозой и нашей петушатней то есть постом долговский километр вверх возвышенность она тянется по краю зоны считай до кордона но это не важно на ней радиации нету аномалий почти нет мутантов мало а сталкеры не появляются почти конечно и бандитов нет хрена им там делать если хлебушек здесь мимо свалки ходит артефакты оттуда давно повыгребли новые появляются редко но есть там одно интересное местечко я случайно нашел какая-то научная лаборатория подземная старая жуть ее по-моему бросили еще до того как зона появилась запечатали до лучших времен да и забросили так вот какое дело пацанов сейчас на базе много но в течение недели они все разбредутся снег пока не глубокий и все спешат кто по своим делам кого босс отправляет кто здесь дежурить будет в общем один я получается а один я туда сходить не смогу полтергейст там пасется прямо у входа ну допустим я доберусь в одиночку туда и гаврика этого стремного положу если повезет и что там дальше я же не знаю может там бригада химер и что-то вообще неизвестно но одно точно что-то вкусненькое для нас там тоже есть хрен знает может артефакты а может оборудование какое мне напарник нужен и сейчас призрак понимаешь пока снег не лег с угробами потому-то по зоне мало кто ходить будет и я бы лучше посреди зимы пошел на лыжах но зимой-то за версту видно и долг красноперки эти пуганые туточки рядом сейчас надо выброс только прошел и если сегодня завтра не выйдем все до весны так почему бы не пойти весной потому что там может ничего и не быть серый нервный дернулся но там что-то есть нюхом чую можешь поверить я когда за кордоном жил форточником подрабатывал так я ни одной хаты не вскрыл пустой всегда нюхом чую где поживиться есть чем и где пусто или мало только на сигареты да на срок хорош так вот если там что весной по весне только свистнешь вся братва за мной ринется делиться на всех так и на сигареты не хватит а один по весне пойдешь когда пацаны без дела сидят не поймут пацаны да я бы такого кидалова не понял не простил так что только сейчас а что нищий скажет он же может сильно расстроиться на нервной почве прострелить тебе что-нибудь за эту выходку расхохотался серый ты парень с юмором босс в курсе я ему говорил ты знаешь что ответил говорит весной сейчас людей нет хочешь иди один а пацанов не баламут сейчас брат дел по горло только я не при делах а в общем-то свободен сталкеры подтянулись из зоны есть кого пощипать зима все в норы прячутся ты же проводник разве тебе не нашлось работы извини да нет ничего серый поморщился пытаясь у меня дергаешь щеку ты понял да я уже не тот что раньше таким голосом он продолжил бывало идешь по зоне датчик на поясе а по херу не смотришь даже идешь и знаешь вот там смерть а тут все нормально а теперь без датчика вообще еще ухаты наши в аномалии сдохло я пойду с тобой серый завтра завтра с утра выступим серый вскочил и счастливый тянулся пожимать ему мой рюкзак вы уже забрали артефакты оценили стоимость эээ брат это ты зря все еще улыбаясь сказал серый ты призрак братан наш пацаны тебя уважают не только за петухов тех что ты положил но и за историю с репой своих трясти только крысы берутся а у нас пацаны все нормальные крысы кончат сразу так что рюкзачок твой даже не вскрывали он рядом с клеткой с псами стоит проводишь а ты как себя чувствуешь серый вдруг вытянулся и с серьезным видом спросил повернувшись к зону доктор как вы считаете наш пациент уже достаточно для ров для пешей прогулки а что казалось парень спал с закрытыми глазами прислонившись к стене и голос серого разбудил его зомби тупо озирался не понимая чего от него хотят но едва серый отвернулся парень так и замер с вывернутой головой и поддавшись вперед плечами доктор говорит что вы полностью здоровы операция прошла успешно вашу руку больной сталкер улыбаясь глупой шутки протянул руку и серый помог ему подняться впрочем как только он встал выяснилось что помощь ему не нужна он уже был почти в норме только ноги были немного ватные он слегка покачивался серый отпустил его и неодобрительно глядел на сталкера дымок хрень такая валит человека с ног на раз к завтрашнему дню ты в норму придешь конечно надо выпустить псов подожди может не надо беспокойно спросил серый у нас сейчас пацаны наверху кого твои песики съедят шеф расстроится а пацаны не поймут потребуют кончить их код и рот не станут есть людей здесь если я прикажу им код и рот кто это мои псы их так зовут электрик вновь был перед своим первым домиком теперь никакой опасности не было точно ничего необычного тоже только в том же самом домике по прежнему ходили тенями зомби урчали хрипели вечно они там появляются всегда код рот по бокам проговорил он глядя в красные глаза псов оба тут же растворились в вечернем сумраке сталкер двинулся к своему старому домику когда подошел совсем близко какой-то зомби решил что что страстно желает закусить сталкера осознав свое желание он ощерил пасть и двинулся нестойким и зигзагообразным курсом к своему возможному ужину сталкер не смотрел его сторону он печально глядел на остатки домика теперь его по сути не было груда обломков старые воспоминания ворохом проносились перед глазами как много ночей он провел в погребе этого домика жаль теперь и то прошлое и сам погреб существует только в его памяти отправив зомби хорошим бинком обратно к его постоянному месту обитания сталкер повернулся прочь надо найти пристанище на ночь а утром идти к столбу потом к почему же вы всегда приходите снова сталкер вернулся назад он подошел к домику наглый зомби решивший его съесть барахтался у входа пытался встать он наступил ему на грудь и без усилий прижал к земле монстр завыл в тот же миг пять елов местами сильно подгнивших местами покрытыми желтым гноем повернулись к дверям жутким урчанием бывшие люди поднимались на ноги шатаясь они двинулись вперед с некоторых падали белесые черви с других капал гной и черная жижа а нынешнее общество без моего умелого контроля сильно испортилось покачал головой сталкер совершенно отвратительно безобразие вы тоже так считаете вопрос был задан дрыгавшемуся под его ногой мертвецу тот замер и открыл пасть жутко хрипя выдохнул ну и воняет же от вас сообщил ему сталкер опустил ногу на широко распахнутый рот череп бедняги лопнул тело сильно дернулось подпрыгнув на земле и умерла окончательно а с вами простите любезно у меня просто нет времени вести беседы или долгие битвы именно поэтому закончу с вами быстро вы счастливы монстры дружно захрипели сталкер улыбнулся несчастным я знал что вы это скажете прощайте вонючие господа сталкер поднял руки и нанес два плавных удара ладонями по воздуху синие искры вспыхнули в его глазах пробежали по рукам и две тугие молнии врезались тела мертвецов весь домик засиял бедняга разбросала во все стороны стойкий запах мертвечины уступил мест огонь и горелого мяса что же вас так манит сюда задумчиво спросил он у остатков покойных густо усыпавших захламленный пол он видел все как днем вот если опустившаяся ночь скроет в своем непроглядном мраке и звезды и луну тогда он станет несколько подслеповат а пока он видел превосходно так что к поискам он приступил сразу осложняли их два обстоятельства горы горелой плоти и то что он не знал что же все таки искать распинывая остатки в разные стороны он приступил к поиску неизвестного с чего именно поэтому уже через час электрик мрачно скрипел зубами прислонившись плечом к стене он смотрел на пол разломанный в куски осколки дерева плотно перемешивались с гнилой впоследствии хорошо прожаренной плоти выглядело это месиво не слишком приятно даже сейчас в темноте а уж как воняло но загадку очень уж хотелось решить сталки размышлял под полом погреба не оказалось в самом полу тайников никаких не было нашелся только скелет возможно прошлого обитателя или первого хозяина домика а может давно съеденной жертвы хотя очень уж старый скелет может в стенах спрятано то что манит сюда зомби со всей округи электрика отошел от стены и красивым резким ушира разнес ее на куски крыша заскрипела накренилась сталкер подождал немного не рухнет не рухнуло некоторое время он рассматривал обломки стены и измельчал те что крупнее пусто ничего необычного он подошел ко второй стене и в это время пожаловал новый обитатель грозно мыча он пытался попасть в двери но все время натыкался на косяки обойти домик и ворваться внутрь через широкий пролом у него не хватило мозгов сталкер улыбнулся гостю уважаемый вы возможно не заметили я немного занят приходите в другой раз позже я с удовольствием убью вас но сейчас совершенно нет времени сталкер разочарованно развел руками и опустил глаза я очень сожалею ему на глаза попался череп прошлого обитателя собственно от него и остался череп часть грудной клетки до одна нога остальные кости съела время и разложение электрик поднял череп и повернул пустыми глазницами к мычащему зомби возможно я познакомлю вас вот с этим замечательным джентльменом к несчастью мертвым вы наконец образумитесь и уйдете прочь и тогда сталкер стоял открыв рот зомби прекратил ломиться в двери повернулся и пошел в лес эй что за а ну вернись придурок он двинулся к двери по прежнему держа череп в руках сталкер собирался догнать его и осмотреть что с этим зомби не так он и не ожидал что мертвец вдруг повернется и подойдет к нему он подошел и замер перед ним чуть не по стойке смирно поразительно только и сумел выдохнуть сталкер изучив мертвеца стопроцентный дохляк милой как вся структура правоохранительных органов по нему даже черви ползали один только что вылез из ноздри и не торопясь заполз в рот этот труп вот-вот начнет разваливаться на ходу он был из тех кто не поддавался никакому воспитанию если болтун со временем стал шарахаться от него как от огня то такие мертвяки уже не были способны ни на что кроме как чувствовать голод собственно из этого состояли их стремления личность и все поведение и никогда они не были способны не то что выполнить понять простейшей командой тем не менее этот повиновался его голосу может дело в вежливости сомнительно конечно зомби все очень невоспитанные существа будьте добры лягте назем и отожмитесь два раза если конечно вам не трудно у электрик у электрик был стабильный шок труп муча рухнул на зим и кое-как отжался от пола застыл на руках и подняв морду заурчал не очень сознавая что делает сталкер сказал да да еще раз зомби хрипнул что-то и отпустив голову отжался упал и теперь не шевелился чудеса сказал он садись на ковточке череп в руках мешал и он его отбросил в сторону а теперь милейший я бы хотел чтобы вы пробежались к тому дереву зомби никуда не побежал неожиданно быстро он вскочил и распахнув пошире пасть дико хрипя кинулся на сталкер от неожиданности ему даже удалось повалить электрика на землю и почти получилось укусить энергетическая струя по сути несколько сплетенных молний отбросила мертвеца причем во все стороны сразу что это было задумчиво спросил он сам себя сидя на земле странный зомби сумасшедший зомби вследствие чрезмерной или слишком легкой тухлости сошедшей с ума но это глупо так не бывает он размышлял около получаса а потом вспомнил о черепе ведь именно пока в его руках был череп зомби вел себя странно тоже неогти объяснений и в голову оно приходило за полчаса не единожды но другого просто не было он отыскал череп давно умершего человека и стал внимательно изучать его что же в нем такого необычного во первых он был как положено черепу белым но таким ярко белым он вообще-то быть не мог но здесь в земле вот если бы он пролежал сгод на пустыне где свирепствует солнце и ветер он стал бы таким неинтересно вот еще любопытный момент он очень твердый почему непонятно сохранился идеально даже пломба на одном зубе до сих пор стоит древняя пломба таких уже не делают может и правда хозяин домика а может один из первых сталкеров так вот еще любопытная деталь глазные впадины маловаты для человека и форма черепных костей немного отличается от привычных любопытно швы на черепной коробке расположены не как у людей такое чувство что череп был размягчен став подобен воску а потом застыл извлеченный из мягкой среды и начав оплывать сталкер вынул нож поковырял в черепе дырку попытался твердостью кость не уступала металлу лезвию но все же он смог нанести тоненькую щербинку на поверхности ведьмин студень воскликнул он ты парень с головой окунулся ведьмин студень но такой аномалии уже давно не существует собственно а ты парень помер очень давно ты окунулся и студень не исчез почему так разве бывает что то еще повлияло на тебя на тебя и теперь ты как ментальный маяк и плюс ментальный усилитель очень мощный студень если ее давно нет откуда я про него знаю еще одна ячейка памяти изволила открыться ведьмин студень коллоидный газ неизвестная наука типа в свободном состоянии в зоне не встречается уже много лет в природе неизвестен изученные свойства растворяют любую материю превращая ее в элементарные частицы частицы коллоидного газа своего типа вот и все что известно несмотря на горы материалов и многолетние исследования сталкер закрыл глаза чувствуя что в памяти появился какой-то ключ он знал что с его помощью может открыть еще несколько запертых дверей но когда он закрыл глаза не смог вспомнить из головы все углетело начисто он увидел себя самого и пространство вокруг с высоты птичьего полета он видел себя сидящим на земле с ярко сияющим синим светом черепом в руках вокруг на пол километра простиралась знакомая местность все остальное было погружено во мрак ночи он тупо смотрел ничего не понимая спустя миг из тьмы вынырнула мерцающая желтая искорка мигнула и потускнела сталкер посмотрел ближе и увидел бредущего к нему зомби из любопытства он мысленно приказал мертвецу удариться от дерева и идти строго на север открыл глаза и увидел привычный мир из привычного положения вдалеке неповоротливый зомби неуклюже разбежался и со всего маху врезался в ближайшее дерево упал, захрипел поднялся и потопал правильно на север продать тебя или себе оставить спросил он у безмолвного черепа глядя в его пустые глазницы обыкновенный череп пока не закроешь глаза если по сути он дает власть контролера интересная работа на других существах сталкер заметил трусивший среди деревьев крысиного волка закрыл глаза и нацелил свое зрение туда где бежал волк его там не было деревья, трава, листья никакого волка открыл глаза он и увидел животное присевшее на задницу и с рычанием чешущего шею задней лапой вновь закрыл глаза пса не было ясно сталкер поднялся и забросил череп в рюкзак зачем он мне? управлять зомби это будет так скучно они будут хрипеть только по команде перестанут пытаться меня укусить это просто печально лишать несчастных последних остатков воли это чудовищно кроме того разговаривать с безвольной куклой станет совсем неинтересно он побежал решив добраться хотя бы до столба заночу и там же под открытым небом стоп! он остановился и повернул лицо примерно в сторону свалки мне он конечно совсем не нужен череп этот а вот изя будет просто в восторге я так и не отплатил ему ничем и неприятно осознавать что я кому-то что-то должен электрик труда развернулся и свистнув пса бежал обратно у свалки он свернет брошенной военной базе изя все еще живет там он надеялся что там ему понравится такой подарок он сможет перестать рисковать собой и просто приманивать к себе полностью живых зомби они ведь те же люди просто ставшие бездушными животными не способными ни на что кроме как набивать брюхо хороший подарок его долг мутанту будет выплачен полностью глава 6 одинокий каблук прежде чем отвезти призрака клетки с псами серый показал ему всю подземную базу нищего кроме личной комнаты престарелого бандита в которой он сейчас праздновал находку призрака там собрались все бывшие на базе бандиты за исключением стоявших на посту у входа чувствуя что оттуда его просто так не выпустят призрак попросил серого не заглядывать внутрь тот кажется был даже доволен этим желанием они двинулись из помещения причем сталкеру было наплевать сколько комнат в них а серому было наплевать что наплевать призраку он хотел ему все показать и конечно показал подземная база банды представляла собой одну большую комнату основание от которой шел огромный поширение комнаты квадратный тоннель опорами в нем служили две несущие стены делившие тоннель на три части средняя была широким коридором другие две части служили жилыми хозяйственными помещениями и складами коридор вел во все комнаты по обе его стороны имелись двери не везде и не всегда даже с косяками сами стены были затеяливо украшены паутиной следами от пуль трещинами в штукатурке и застарелыми пятнами крови как в коридоре так и в помещениях в одном месте обе стены были неровные и вогнутые внутрь помещений последствия взрыва не слишком мощной гранаты помещение имелось по пять с каждой стороны эти были большими и четыре помещения размером три на два с гаком метра в одном из них как раз и лежал призрак их использовали под лазарет и иногда для содержания пленников как следствие пленники отсутствовали в зоне торговли людьми не успев расцвести быстро захерела такой товар тут спросом не пользуется за исключением редких случаев когда требовалась отмычка или как говорил серый бычок в аномалию кинуть чтобы пройти самому аль скушать если уж сильно припрет ну а лазарет уставал по причине редких ранений зона предпочитала все чаще как-то людей немножко убивать предпочтительно насмерть эти комнаты располагались рядом с апартаментами босса 10 больших комнат внутри разделяли не менее живописные стены на них старой крови правда было больше в них ничего особенного не располагалось койки шкафы в двух как попало сваленные вещи и оружие вот переоденься кивнул серый на ближайшую кучу тряпья судя по виду зимнего у тебя все шмотки в крови да поношенный жуть мерзнешь поди как суслик ты не стесняйся за счет фирмы босс приказал сталкер переоделся в тяжелый темно-красный свитер очень теплый и кажется совершенно новый сменил штаны и шерстяные носки а у вас тут не тепло заметил он впрочем не пояснив что сам тут не мерз а ты как хотел чай не сочи обогреваем конечно но такую громадину хрен прогреешь у нас тут если заметил лампы везде от артефакта работают электричества хватает а вот обогревателя всего три и те наладом дышат есть еще огневики из жарки получается хрень такая может видел круглая и красная руки берешь аж парить можно он еще и излучает падла но их у нас тут восемь штук по стенам заштукатурены заметил стены теплые если больше поставить тут теплее станет а мы все тут светиться начнем больше восьми никак нельзя а их хватило только чтобы в одежде ходить можно было оделся пойдем к твоим песикам я так понял артефакт вделанный в стену согревает ее ну а я чего говорю стену согревает и ни хера больше не может нам в самый конец коридора там тоннель уже чисто в земле прямо к лифту лифт это мы так в шутку называем но сам люк и вправду механически не руками же его открывать тяжелый падла серый а почему вы не сделаете здесь систему парового отопления если артефакты выделяют так много тепловой энергии то 2-3 вполне могли бы нагревать большой котел можно даже соорудить несколько котлов нахера нам котел не очень понял бандит как это нахера чтобы вывести от него систему труб протянуть ее по требуемой к обогреву площади и наполнить всю систему водой вода будет нагреваться в котле проходить полный круг в системе и возвращаться охлажденной нагреваться и циркулировать так же до бесконечности или пока не кончится энергию артефактов или не лопнут трубы но это конечно будет зависеть не только от труб давление в них эй осади серый остановился у входа металлический косяк а дальше тоннель вырубленный прямо в земле и глине держали его только несколько опор казалось его подготовили таким без всяких стен потолков с полудесяткам хлипких опор чтобы взорвать без проблем когда для этого придет время наверное так оно и было я в этом хреново разбираюсь да и наши тоже а чтобы провести всю эту систему таких вообще нету был один давно химера сожрала так он понимал в этом тоже что-то такое говорил а ты вот сам сможешь эту паровую хуйню состряпать если будет материал трубы котел думаю литров на триста подойдет желательно еще пару батарей и сварочный аппарат конечно трубы достать можно да и котел тоже пацаны всю зону по кусочку растащат если узнают что зимовку теплую сделать можно а вот сварочный лазерный подойдет твердотельный или газовый серый моргнул изучая стену за спиной сталкера активная среда газовая или кристалл хм какого спектра фотонное излучение фотон задумчиво сказал серый знавал одного такого с ножом работал будто с ним родился а здорово бычара был только уже помер так лазерный подойдет не для всякого металла посмотрю какой он скажу а где он у босса где-то прячет он его бережет слушай возьмешься за это дело я боссу скажу о цене сговоримся а а то уже никаких сил нету в этой морозилке торчать возможно возьмусь уклонился от прямого ответа сталкер и они двинулись дальше коридор был удивительно сухим а как осуществляется вентиляция комплекса хаты наши а я ебу просто и содержательно пояснил серый еще не дойдя до лифта а на деле отвесные шахты с вбитыми в стену например лестницы скобами они услышали дикий и злобный вой ебать подскочил серый бля я чуть не обосрался псы твои блин они просто радуются серый недоверчиво покосился на призрака тот счастливо улыбался прямо светился счастьем разве ты не слышишь в их вои счастье а по его мнению вой был леденящим душу и на редкость кровожадным так мог бы быть вурдалак поднявшийся из гроба как-то ночью и обнаруживший что не жрал уже пару месяцев надеюсь они не пойдут с нами почему а как же я без них гра сказал серый задумавшись над тем не стоит ли все таки отложить предприятие до весны призрак вопросительно посмотрел на спутник серый героическим усилием воли прогнал смертельную пледность лица и пояснил это я так радуюсь счастлив жутко очень жутко знаешь ли парень они подошли к шахте и вой стих как по команде сменился громовым рыком а это они наверное радуются да указал бандит пальцем на две оскаленные морды за частым рядом стальных прутьев рычание стало на тон выше и оба разом прыгнули на прутье высокая клетка покачалась не разя упасть на бок серый позеленел и совершив стремительный прыжок распластался по стене выпучив глаза он смотрел на слегка прогнувшиеся прутья решетки блять охуеть решетки то стальные ру ку грозно произнес сталкер и оба пса тут же замолчали красные глаза остановившись смотрели в лицо сталкера не безобразничайте вы же воспитанные псы эти люди обошлись с нами так потому что не могли иначе как умные воспитанные существа вы должны понять их и простить потому как они наши друзья они не причинят нам вреда более того они нуждаются в нашей помощи поэтому немедленно прекратите истерику и не смейте есть никого из этих милых воспитанных джентльменов оба пса теперь недовольно ворчали и переминались с ноги на ногу рот повел тяжелой головой как бы показывая на клетку и грозно но тихо зарычал понимаю сплеснул руками сталкер ну а как иначе рот ты далеко не щенок не могли же тебя пустить гулять среди этих чудесных помещений тут живет так же и одна воспитанная леди которую вы могли напугать своим неряшливым видом оба возмущенно зарычали серый за спиной сталкера все больше растекался по стене видя этот странный разговор именно от вас за версту пахнет псиной вы оба позорите меня перед этими людьми немедленно прекратите свои наглые выходки и пока вы посидите здесь недолго а этих людей есть нельзя серый подойди сюда да ни за что я может жить хочу ответил храбрый бандит они тебя не тронут иди сюда и не пререкайся при этом призрак не оборачивался он неотрывно смотрел в глаза псов а тени отводили своих глаз сейчас они будто стали статуями только глаза полыхали красными с тяжким сердцем и тяжелым камнем на душе бандит подошел к клетке дай руку протянутую дрожащую руку сталкер быстро схватил и сунул ее кисть в клетку серый стал прозрачным он даже вырываться не стал колени подогнулись один раз он дернулся но быстро понял что это бесполезно казалось руку зацементировали есть нельзя свои все такие свои только по моему приказу немного не своим голосом сказал ставки рот понюхал кисть серого презрительно фыркнул и улегся в дальнем углу клетки кот понюхав конечность громко чихнул и стал отчаянно тереть морду лапы сталкер отпустил бандит тот немедленно отскочил к стене вот видишь все просто теперь они не тронут ни одного из ваших пока я не разрешу никогда не тронут пока не разрешу расскажи всем остальным они уже в курсе серый кивком указал на потолок босс хотел всем показать как ты управляешься со своими псами только такого никто не ожидал рассчитывалось что ты их погладишь и все пацаны выпадут в осады сталкер посмотрел и увидел самую настоящую видеокамеру я же говорю электричество у нас есть а камеру ящик поставить и два провода прокинуть дело не хитрое пойдем нас ждут у босса в апартаментах как сам понимаешь ни хера там не празднует там сейчас почти вся банда зачем все это спросил сталкер когда они вышли из коридора что а это чтобы братваза уважала тебя до предела чтобы они за тебя готовы были глотку порвать и чтобы твое слово значило столько же сколько слово босса но зачем он не боится чего усмехнулся бандит ты хоть суперменом будь у нищего контакты с большой землей нет нищего нет жертвы оружие нет шанса вырваться за кордон хотя никто туда особо и не рвется да половина из нас ему шкурой обязаны и не раз а вот зачем ему делить преданность братвы с тобой вот это брат уже другой вопрос не знаю но если бы я был на твоем месте я бы себе не завидовал ты иди я подойду позже почему песики твои сели поморщился а потом мрачно так улыбнулся кажется я все так тебе обосрался в комнате его и правда ждала считайся банда встретили дружным восхищенно радостным вопли еще в дверях двадцать человек без малого а вот теперь бухаем возвестил всем очень довольный босс пожилое лицо светилось хитро и довольная улыбка призрак знакомься портной бека сашок волына бандиты пожимали ему руку по очереди далеко не все с радостью и уважением некий сапер пожимал руку с явным отвращением и боязнью кто то с непонятным презрением правда тщательно скрываемым были и те что просто его боялись нищего это явно радовало даже больше чем восхищение большинства сталкеру стало не по себе старый бандит заботился и о команде на случай если призрак начнет народ баламуть а вот тому кто подошел последний он был просто счастлив знаешь я такого никогда не видел сказала ольга крепко по мужски пожав руку сталкеру думала псов этих поймали случайно когда они на тебя напали а теперь даже немного тебя побаивать и спасибо сталкер не успел спросить за что девушка отошла в сторону с ней кто то заговорил призрак окликнул его босс он сидел за небольшим столом в углу на котором преобладали бутылки пока полные и стаканы уже не пустые стол состоял из пяти пригнанных друг другу цинковых операционных столов сталкер подошел и сел на нечто что по задумке его создателя должно было стать удобным табуретом что-то получилось но только не табурет вот ты устроил бродяга я и не ожидал такого представления ты всех с ног свалил своей выходкой парни поговаривают что ты телепат или контролер несколько сидевших рядом передернуло но они тактично промолчали контролеры не умеют управлять сознанием животных это сделали любовь дружба и доброе отношение воспитанного человека к очень умным животным нихуево загнул кивнул головой один из рядовых бойцов банды кажется его звали крю чуть не поэзия но было круто скажу я вам тогда понятно почему он один догадался Ольге такой подарок сделать поэт подарок призрак не помнил подарков как раз в этот момент Ольга всаживалась на углу немного кошмарного столика она ему улыбнулась и поправила пластмассовую розу вколотую в один из прорывов на комбинезоне ах подарок зима и к несчастью я не мог подарить настоящей розы простите меня юная леди в следующий раз это будут живые цветы собранные с любовью моими руками Ольга ответила новой улыбкой и воздушным поцелуем несколько бандитов присоединились к нему несколько ненавидящих взглядов а вот глаза нищего от этого блеснули очень довольны ему нужна популярность сталкера среди своих но не тотальная призрак чувствовал что старик затеял что-то весьма и весьма опасное поле артефактов оно станет финальным испытанием профпригодности сталкера вот только к чему и кто подарил от его имени искусственную розу впрочем решился быстро Ваха с другой стороны стола улыбаясь во все лицо подмигнул ему обоими глазами ты брат не смотри что у нас стол такой завел речь нищий тут когда-то лаборатория военная была хрень творилась жуткая я тогда тут вообще старался не мелькать сам лично видел чего ученые с людьми и мутантами тут творили ну и дотворились пришел как-то а тут ни постов ни солдат трупы одни я потихоньку к лифту там раньше и вправду лифт был а его нету и парень один точнее его верхняя половина на скобах висит я пару ребят взял да сюда он помрачнел и взял стакан тут такая жуть была и вспоминать не хочу я один остался давай братва первый тост за тех кого уж нет за нашим столом второй за призрака третий за его новое имя которое наверняка себе придумать через день или два нищий расхохотался в шутке на секунду позже чем заржали остальные оказывается его привычка менять имена уже успела стать темной для анекдота и ни одного его выпили и ему пришлось после отказываться как мог неугомонные бандиты уболтали его еще на один стакан он выпил и потерял сознание прохнув пластом молчали долго парень позеленел и лежал как покойник хрена встали подняли его живо в комнату Ольга мать твою с ним будешь сдохнет башку нахуй оторву услышал он дикий рев босса невразумительный лепет Ольги и ощутил как его поднимают на руки дальше он спал когда открыл глаза призрак увидел лицо Ольги она сидела на стуле у стены и уронив голову на шикарную грудь спала судя по бледному осунувшему лицу спала не очень спокойно сталкер улыбнулся спящей девушке и в его памяти всплыли слова бандита странные слова почему Ольге пообещали оторвать голову если он погибнет при чем тут она а вот хороший вопрос нищий сказал что удерживал ее в качестве пленницы подозревая что некий призрак никто иной как молния и что он придет по ее следам он даже намекнул что все равно отпустил бы ее позже даже если ее призрак вовсе не тот кто ему нужен а правда ли сказал старый бандит на каких условиях Ольга здесь на самом деле нищий не красный крест за помощь оказанную израненной Ольги какой она пришла сюда босс потребовал бы плату и немалую плюс вскользь упомянутый какой-то старый долг нищий казался хорошим человеком но призрак отлично понимал что только казался заправлять сборищем отбросов головорезов тут надо быть как минимум головорезом хитрым изворотливым и жестоким зачем бандит старательно увеличивает популярность призрака среди своих же людей и какая роль в этом у Ольги вопросы от таких хитросплетений начинала раскалываться голова а может все ему кажется все добрые и хорошие Оля подсознательно влюблена в него а нищий видит в нем сына да сын которого у него никогда не было Валдис тоже странная фигура вроде обычный боевик но не рядовой тем не менее его роль в банде не совсем понятна телохранитель слишком умен для этого ну он к примеру просто видит призраки своего друга да на самом деле все они не хитрые и не жестокие добрые отзывчивые люди а слоны розовые от такой мысли призрак хрипло рассмеялся он не был способен поверить в добродетель даже там где она очевидна что говорить об этих людях они и слова то такого наверное не знают Ольга встрепенулась ее изумительные синие глаза посмотрели на очнувшегося сталкера в них зажигался огонек радости но может показалось не совсем той радости какую он ожидал будто она решила что теперь задуманное выгорит все получится или все таки она радовалась только его выздоровлению и не было никаких скрытых мотивов ну да уж и так он решит что тут у каждой стены есть собственный зловредный замысел относительно его скромной персоны ты очнулся девушка вскочила и кинулась я так рада она чмокнула его в щеку и счастливо улыбаясь присела на край кровати он лежал в той же кровати и в той же комнате я в порядке оля он послал ей улыбку обожаем у тебя замечательные глаза великолепные кажется я влюблен в звук твоего голоса ничуть не меньше чем в чудесную синеву твоих глаз льстец на спасибо глаза красавицы полыхнули радостью смущением и чем то еще где то в глубине этих глаз он сумел увидеть маленький кусочек льда к черту возможно девушка бандиты все эти люди стремятся использовать его для достижения какой-то цели столь пугающей их что сами лично они никогда не осмелятся потянуться к ней возможно ему приготовлен роликненка на заклане который будет счастлив в такой судьбе и даже не поймет что его только к этому и готовили ну и похер мне нельзя пить грустно поведал он извини что так вышло девушка среагировала просто замечательно несколько переиграв но просто замечательно Ольга придвинулась ближе и поцеловала в губы долгим страстным поцелуем странное было чувство и очень приятное он обнял ее ответил на поцелуй чувствуя в своих руках нежное тело это юный красавец правда пикантность и очарование момента подкортили два маленьких события но тем не менее первым событием стало воспоминание нежность ее тела не шла ни в какое сравнение с теми которые ему доводилось обнимать в прошлом зона сделала девушку крепкой сильной и выносливой иначе здесь не выжить под шелком кожи перекатывались тугие мышцы столь пленительная мягкость и округлость форм Ольге также не были свойственны и второе а чёрт нашли блин время вы что творите ворчал недовольно нищий прикрывая за собой дверь постеснялись бы хоть старика оба сконфуженно отстранились Ольга почти сразу подскочила извинилась невнятно сославшись на какое-то неотложное дело и красная как рак покинула комнату фу ты знаешь брат только не злись сказал бандит придвигая к кровати стул и потирая подбородок я вот бывало Олю заставал и в постели голышом с кем-нибудь так она не краснела ни хера не стесняясь как есть голышом вставала одевалась и уходила если я просил или браток а тут блин поцеловались она как школьница прям возьму на себя смелость сделать предложение возможно она влюблена ага бандит похоже думал совсем о другом тут серый говорит ты из огневика тут отопление прокинуть можешь сталкер кивнул голову ладно об этом потом просто буду знать сейчас вот что ты с серым собрался к лаборатории старой да только если вы господин он увидел красные пятна на лице бандита и прикусил язык да я пойду с ним туда если ты не против ну не против судя по лицу он как раз не хотел чтобы сталкершов почему только если обещаешь оттуда живых вернуться видишь на поле артефактов как гласит местная сказка нельзя наткнуться ища именно его только случайно или уже зная где она может быть она правдива так что я по идее должен быть поле артефактов на самом деле никакое не поле бандит удивленно поднял бровь длинный овраг в центре брошенной земли там в овраге дождевые деревья так что даже подойдя к краю оврага не сразу поймешь что это деревья у них там очень густые кроны до вершине почти нет нормальных спусков вниз под косы а кроны очень плотные я тогда вообще решил что напоролся на маленькую падину укрытую травой вон а как хм но все равно ты туда раз прошел пройдешь еще раз как минимум конечно сталкер пожал плечами и в лабораторию могу даже один сходить и вернуть живой здоровый меня нелегко убить а я видел блин пули тебя не берут а 200 грамм водяры валят на повал мне нельзя пить аллергия не очень убедительно пояснил сталкер да а как называется аллергия при которой тело деревенеет становится зеленым дыхания почти нет а сердце бьется раз в минуту глубокий анафилактический шок переходящий в литургический сон ась а по-русски ежели усмехнулся бандит но кажется он прекрасно понял фразу и совсем ей не поверил он поднялся на ноги не думал о карьере бандита зоны это шутка вообще-то да бандит это не карьера а образ жизни серый ждет тебя в левой комнате у туннеля как оклемаешься иди туда и уже выметайтесь нахер к своей долбанной лаборатории ха да патроны может оружие какое пару артефактов надо спросить мягко вскакивая на ноги сказал призрак бандит удивленно смотрел на совершенно здорового парня еще недавно бывшего присмерт он явно не ожидал такого скорого выздоровления с детства очень крепкий ну тогда пойдем спортсмен зря он его так назвал ему очень понравилось это слово здесь серый указал стволом автомата на участок земли укрытый подтаявшим снег участок ничем не отличался от прочих кроме неприметной кочки сбоку тут только снег створки люка откроем ломиком давай призрак ты покрепче меня меня теперь зовут спортсмен сказал стал изучая местность в отличии от спутников он оружие на изготовку не держал руку посмотри пес меркавший сбоку пуля кинулся к люку и тщательно обнюхал встал прямо на люк и лениво почесался поднял заднюю лапу вот тебе на призрак ольга поймала его недовольный взгляд и поправил спортсмен что значит поведение твоего пса тут совершенно безопасно возле люка спортсмен неодобрительно смотрел след опять сбежавшему псу тот при прыжку скакал к коту кот тем временем конечно же охранял их правый бок и ты бегал по снегу как угорелый и ловил пастью падающей с неба снежинки даже радостно поскуливал по этому рот с рыком сомкнул челюсти на его загребке и пару раз мотнул влево вправо кот заскулил рот его отпустил и с рыком вернулся на свой пост слева кот перестал безобразничать и недовольно ловча обозревал окрестность стал кирки ровну и подошел к люку ольга следи за спиной говорил серый быстро счищая снег с металлической водой хорошие артефакты ты боссу загнал братан если там в поле хоть еще десяток таких есть смогу подумать об отбытии зоны эх знать бы как это сделать не слышал о таком череп плечу говорят он может устроить проход через кордон только никто не знает кто такой череп на самом деле нищий знает сталкер ухватил покрепче лом который был вынужден нести всю дорогу по причине своей физических крепостей и того что спутниками было замечено интересное обстоятельство они привычно не снимали пальцев спускового крючка а новоявленный спортсмен даже умудрился забыть зарядить пистолеты о чем со смехом сообщил спутникам в пути их пораженные лица он решил не заметить и прям при них зарядил пистолеты ребята шокированные глупой шуткой товарища с ужасом поняли что он вовсе не шутил винтовка ни разу не сошла с его плеча за весь путь так что общим решением ему достался лом да ну значит знает сервер указал на едва виденную щель двустороннюю валюку пару раз пиздони по шву со всей дури а там уже в самую дырку слушай а ведь и вправду твои псы на нас даже не рычат кто бы подумал что эти монстры могут быть такими послушными да они слушаются меня но не советуют случайно выстрелить в меня брат спортсмен широко размахнулся и со всей силы ударил по шву сверху вниз металл створок прогнулся внутрь а лом наполовину ушел между створок ебать колоти серый с некоторым ужасом глянул на сотворенные остатки потом на его спокойное лицо так как он без труда и кажется даже без усилий вытащил лом зажатый искореженным металлом ты знаешь твой совет лишний у меня смелости хуй хватит в тебя стрелять это просто люк проживил только и всего нахмурился спортсмен мысленно выругав себя за такую опрошность и ты бы его разбил он весь ржавый да ого конечно серый смотрел на блестящую чистейшую серым цветом металла люк ты совершенно прав при спортсмен блин никак не привыкну к твоим именам да интересно зачем ты их так часто меняешь спросила Ольга заметно выросшей симпатией изучавшая фигуру сталки мне так хочется просто и правдиво ответил парень размышляя совсем о другом сдавая нищему артефакты он нашел в рюкзачке тот о котором давно забыл трубчатая вещичка взятая из подземелья золотой глазки ее он так и оставил в рюкзаке он уже замахнулся в лому но передумал раз уж показал свою силу зачем играть отойдите он поднял лом и ударил тем же манером в основании первой плиты бухнуло так будто где-то сваи забивали еще удар и створка свизгом отлетела скрывшись в темном зеве шахт вторую створку ждала та же пучесть жаль конечно створки но механизм открывавший их давно сломался лом и взяли на такой случай не зря как оказалось открыто известил всех сталк уступи дорогу даме хищно скалясь проявил воспитанность серый урод любезно оценила уровень его воспитания юная людина в новом снежно-белом комбинезоне собственно только спортсмен и был одет в серый плащ печально известного рельса серый предпочел серые штаны и белую курку с белой же шапкой спускаемся по одному я вперед сказал спортсмен ставя ногу на перекладину первой скобы рут кут охраняй подожди серый склонился к люк не нравится мне твоя затея там полтергейст прямо внизу упасется давай может пару гранат кинем можем завалить проход а мутанта не факт что убьем когда скажу идешь за мной спортсмен исчез вниз там было довольно темно но очертания предметов он видел запахи ох и странные запахи там были зомби кровосос много крыс и четыре новых запахов три почти одинаковые они принадлежали существам одного вида последний запах его сильно смущал озон человек кисловатая дрянь и гниль основа вонь все они были где-то в глубине подземелья но вот что плохо движения воздуха здесь почти нет люк открыт и теперь затклый воздух медленно вытягивает но если полтергейст способен двигаться быстро запах не предупредит о его приближении тут им и так все пропиталось жил монстр вовсе не у входа как сказал серый тварь свободно передвигалась по всему комплексу и озон почему от него несет озона может здесь электрия притаилась а монстр к примеру угодил мне недавно спортсмен мягко ступил на можно сказать гостиная полно разбитого оборудования пахнет старой кровью по стенам множество дверей все до единой распахнуты настиж одна вывернута из косяков видимо очень сильным существом вражеского присутствия в пределах видимости не было обнаружено темновато здесь сталкер обратился к сети на миг перестав видеть комнату электрических аномалий в подземелье видно не было хотя он был шокирован удивлен в сети сам собой вспыхнул новый очень сильный узел и начал стремительно двигаться к комнату утаскивая за собой несколько нитей питающих его вот узел оторвался от одной нити натянув ее до предела и тут же поймал новую мощная аномалия быстро летела к нему поразительно он попытался заставить ее становиться бесполезно удивительно но впервые какой-то узел сети отказался повиноваться его воле а может попробовать иначе сталкер начал быстро перекачивать на слабо искрившиеся нити энергию узла в которую он стремился снять и впитать замедлилось движение и уровень мощи аномалии быстро падал аномалия сопротивляла он усилил давление своей воли настолько что когда аномалия наконец потуха почти достигнув комнаты открыл глаз и обнаружил что весь пропитан потом а ноги предательски дрожат надо же туждающая аномалия сверх мощная и в проходе стояло нечто большое коричневое настолько мускулистое что едва помещалось в широкий проек почти человеческое лицо только на месте носа две узкие щели по три пальца на больших руках кривые ноги в общем конкретное чудище данное существо утробно мучало и тупо созерцало свои руки кажется существо было растеряно и не понимало происходящее вообще не осознавало что тут кто то есть любопытно сталкер на всякий случай положил одну руку на винтовку извините сказал он и мутный взгляд переместился на него в нем не было ничего кроме тупого удивления и легкого страха но мне придется убить вас мне очень жаль он поднял винтовку существо глянуло на нее небрежно и глупо винтовка опустилась пожалуй для такой туши не хватит не хватит и двух обоих сталкер потряс руками словно на концерте дирижер собственно для него это пока и было увлекательной игрой молнии пробежали по рукам и он с непередаваемым удовольствием пропустил сквозь тело мощный электрический разряд две яркие струи понзились чудища и оно тут же оживилось глаза стали живыми довольными мощные конечности поднялись мышцы вздулись и существо издало зловещей победной руки спортсмен свои руки опустил и обнаружил что тут очень светло существо полыхало с головы до пятны по мускулистому телу пробегали молнии треща восстательные запах озона пропитал даже носки сталкера конечности существа поднялись и крюкнул монстр отправил спортсмена точно такой же разряд каким его угостили секунду назад разряд угодил сталкера и мягким усилием энергия была возвращена туда откуда пришла в сеть на харе мутанта отпечаталось само удивление в чистом виде без всяких примесей кажется его даже парализовало сталкер поднял винтовку и выстрелил на миг свечение исходившее от монстра стало ослепительным а сталкер узрел в микровзрыв в стене рядом с мутантом мощное электромагнитное поле отклонило металлическую пуль в сторону два врага застыли напротив друг друга осознав что главное оружие каждого бессильно в этой борьбе позволь пройти только мне и я оставлю тебя жить я прошу тебя как брата сказал сталкер даже немного наклонив голову в поклоне уважения ему не хотелось драться с этим существом не только из-за его сил было в нем что-то очень родное к несчастью монстр был слишком глуп чтобы отступить а может быть просто слишком голоден или рассержен монстр перестал искриться наподобие новогодней и неожиданно бесшумно даже мягкая для своей непомерной туши шагнул вперед занося конечность для удара сталкер сбросил винтовку и легко увернулся от неповоротливой туши он зашел за спину твари сильнейший удар в затылок и да упал на спину чуя что теперь будет зваться хромым нога отнялась до самой задницы к сожалению он вложил в удар всю свою мощь не предполагая что вместо попадания удара будет ничуть не мягче ничуть не мягче железняка но вот странное дело монстр тупо урча весь в молнии озирался не понимая куда делась жертва он даже не ощутил удара сталкер поднялся сейчас он вполне мог бы выпустить пулю в затылок существа и возможно покончить с ним так ведь монстр не ожидал пулю в затылок просто не успеет сконцентрировать энергию достаточной мощи и окружить себя электромагнитным коконом но спортсмен немного обозлился и утратил большую часть здравого смысла если существо можно лишить энергии в чем он убедился то почему бы не узнать сколько ты тварь паршивая в себе можешь удержать он отключился от мира впоследствии пообещав себе больше так никогда не делать полуметре от полтергейста и сеть игривно запылала перед его глазами вот этот монстр в начале принятый за подвижную аномалию а теперь дорогой кушань энергия сети хлынула потоком в один единственный узел нити питавшие его стали толстыми как канат а многие дальние узлы практически исчезли он качал энергию пока не понял что слепнет от ярко сияющего узла но энергия начинала сопротивляться и откатываться от нее хватит если это не поможет а воткнем чего нибудь в глаз и дервать сюда сеть исчезла он стоял на том месте великан тоже только он уже не озирался и искры метавшие по его телу быстро сходили на них огромные ладони монстра обхватили головенку мышцы вздулись до предела но теперь быстро опадали существо стояло на коленях воткнувшись лбом в стену руки соскользнули и повисли монстр не двигался спортсмен подошел ближе и сильно толкнул вставшее очень мягким плечом монстр упал на бок перевернулся и теперь лежал на спине мощный сильный великан едва обожженных провала на месте глаз из открытой пасти шел дымок сталкер коснулся сильной груди и ощутил как под его пальцами прогибается толстая кожа она осталась прежней но вот под ней теперь не было мышц где он нажал там так и осталось вмятином полтергейст сварился изнутри прости меня прошептал сталкер почему-то ему было очень плохо на глаза наворачивались непрошенные слезы прости я не мог поступить иначе прощай брат он поднял винтовку и расстрелял пять патронов один за другим в лицо монстра как и он умевшего подчинять себе сеть очень крепкий череп полностью разнесло только после пятой пули что ж иначе нельзя как он объяснить свою победу да знаете я тут как-то с утра просыпаюсь и нате аномалии электрическими управлять умею а монстра значит вот так электричеством поджарил а как вы думаете ребята сегодня снег пойдет густой или не очень а они с перепугу на него постреливать начнут или просто пойдут посмотреть чего там на улице зомби не шумят да и не вернутся ребята позвал он спускайтесь почтим память полтергейста минутное молчание первым вслед серый и первым делом тупо уставился на тушу обезглавленного моста гигант перегородил половину довольно большой комнаты когда спустилась Оля он все еще молчал но уже не смотрел на труп а держал под прицелом двери вот это круто Оля уважительно кивнула сталкивая никогда не слышала чтобы полтергейста вот так запросто пришибли да так быстро ты ему башку нахер снес он электрический кстати был обронил серый а я думаю что за синий свет внизу полыхает они же пули отбивать умеют огненного свалить можно а такого мало кто способен Ольга вдруг подскочив сталкера обнилами и сняв шлем поцеловала в щупу шепнув вернемся я тебе кое-что покажу девушка ласково вкусного сталкера за ухо и крепко прижалась к нему грудь вы охренели возмутился серый что за любовные игры вы где бля крыша поехала ольга мать твою ну-ка отойди от парня включите фонарики мать вашу хихикнув девушка отошла нацепила шлем и подняла свой небольшой скорострельный автомат больше не разговаривая группа двинулась внутрь сначала в одну дверь спортсмен первый остальные прикрывают ничего особенного они не нашли несколько мертвецов им прострелили голову одному даже до того как он успел подняться другому пришлось башку буквально снести голова в решето а он никак не успокоится крысы путались под ногами но агрессии не проявляли обнаружилась одна на весь в общем то небольшой комплекс и та смехотворная лужа бешено бурлящая зеленой кислоты правда она перекрыла половину большой комнаты и пару раз плюнула длинными струями своего едкого содержимого но в целом была безопасна и даже полезна освещала комнату своим зеленоватым сиянием оставить жизнь или хотя бы подраниться на такой аномалии мог только новичок неоперевшийся или тупой мутант ничего опасного не было кроме трех существ чьи запахи спортсмен чуял и едва вошел сюда их нашли в самом конце уже обойдя почти весь комплекс и разжившись с десятком артефактов три из которых переносить можно было только в специальных контейнеров вонило от них как от реактора нашли даже несколько разбитых научных аппаратов в которых было кое-что интересное впрочем решили не брать они и так неплохой урожай собрали не считая артефактов нашли маленький арсенал сотрудниками лаборатории даже не вскрытый когда случилась катастрофа наверное померли до того как смогли до него добраться а может перепугались так что ударились в панику а в зоне паника квинтэнсенция смерти да и не помог бы бедолагам такой арсенал три автомата рюкзачок пистолетов еще один патрон их забрали спортсмен снова доказал что и такая погоняла ему в самый раз оба рюкзака нес так словно они не весили ничего они обследовали лабораторию по всей площади выглядела но странно все разбито запущено это ладно но вот длинные и очень глубокие полосы в стенах их будто чьи-то когти оставили кое-где был проломлен пол и даже стены будто по нему били чем-то или кто-то шел вбивая свои ноги в мрамор да мраморный грязный пол еще одна особенность много странных пятен из просыпанного камня перемолотого в мелкую кожу но опасности больше вроде бы не было обычное дело в зоне опасности нету все чисто и одни трупы лежат не совсем значит чисто было проблемы все же возникли только в самом конце осмотра лаборатории они вошли уже все трое в комнату когда обратили внимание на три странных предмета смотри спортсмен что за хрень серый скользнул лучом фонаря по первому предмету остановил луч что-то подкрутил на фонаре и диаметр освещаемого пространства сильно вырос за счет снижения дальности нечто неподвижно стояло нечто неподвижно стояло горгулия оля даже автомат чуть опустил это какого хера у наушников три горгулии стоят серый ты что-нибудь понимаешь ни хера я не знаю что это и зачем может до красоты приперли ага а директор местный бля идиотизм пойдем-ка отсюда у меня предчувствие плохое неспроста это хер здесь помните следы когтей на стене у них по три когтя у горгулии и правда было по три пальца на скрещенных на груди руках и по три внушительные когтя на них уродливые бошки острыми подбородками лежали на этих руках крылья полурасправленные спортсмен такие где-то уже видят они точь-в-точь как на соборе католическом видел как-то серый спиной двинулся к выходу Ольга ты права лучше свалим пока они не ожили ага шутка не удалось никто не поддержал нервный деланный смех бандитов троица поспешила вернуться к выходу в этой комнате даже маленький сейф кем-то брошенный на пол вскрывать не стали вообще осматривать ничего не стали в этой последней комнате всех тревожило мрачное тягостное предчувствие и не зря они почти вернулись когда услышали тяжелый стук и скрежет камень что за нахер Ольга развернулась со скоростью полета пули горгули ухмыльнулся белый как мел серый кто останется дабы спасти остальных геройской смертью иди к черту придурок бежим в дверях возникло прелюбопытное существо каменная горгуля с человека ростом мерно шагала на тонких почти собачьих лапах пол под ним трескался суставы скрежетали роняя на пол каменную крошку все остальное тело при этом было неподвижно войдя внутрь тварь открыла паз подняла веки под ними обнаружились каменные глаза просто два круга в щербинка каждое движение даже подъем век сопровождал скрежет и выпадание каменной крышки автоматы сталкера выпустили пообойму высекая искры пули отлетали не причиняя монстру вреда одна срикошетила аккурат серому вляжку бывалый старкил взвыл но не упал горгуля подняла когтистую лапу и меланхолично продолжала движение за ее спиной пронзительно скрипели еще две бегите прикрою спортсмен положил один из рюкзаков который нес руки на пол и ухватил винтовку двумя руками не гони она указала пальцем на серого перезаряжавшего ствол он сам этого движения определяющего его на роль героической жертвы не видит сможем спастись в ответ спортсмен просто повернулся спиной и выстрелил пушечная пуля сталкерской поделки произвела внушительный результат поднятая конечность горгули отвалилась рухнув на пол она разлетелась на несколько кусков и эти куски тут же потеряв форму осыпались горкой мелкой каменной крошки монстр замер скрипнул шеи глядя на культию и покачнулся собратья врезались ему в спину горгулия не пожелала подвинуться наоборот уперлась обеими ногами две другие тупо ломились вперед ломая крылья собрата спортсмен развернулся и подхватил рюкзак подбежал за стремительно отступавшими товарищами но Ольгу уже не видно было а серый ковылял впереди добрая девушка Оля не собиралась помирать спасая каких-то там серых она уже стукала сапожками по скобам лестницы умница девочка оставив винтовку болтаться на плече сталкер подхватил серого под локоть и потащил вперед до лестницы серый буквально долетел скрипя зубами от боли в простреленной ноге и вывернутой руки спортсмен так торопился что кое-где просто поднимал его в воздух учитывая что держал под локоть получалось весьма болезненно ну и здоров ты парень рёк бандит когда сталкер одним движением выбросил в шахту рюкзак и тот улетел наверх а шахта между прочим длинная была не меньше десяти метров горгули перестали бороться и кажется всей толпой двигались к цели наверх живо кряхтя и охая бандит начал подниматься в этот миг все три горгули появились в дверях спортсмен не поверил своим глазам все абсолютно все три целы он выпустил три пули и живность остановила свою атаку одна лежала на полу лишившись ноги одной выбило плечо еще одна оставалась без руки уже поднимаясь по лестнице он бросил взгляд назад все три приклеились к стенам или полу когти воткнулись в камень а по телам бежит серая волна утерянные конечности стремительно отрастают а камень стен бывает вон откуда дыры в стенах жаль гении создавшие мертвы создание таких солдат большие просто большущие баксы сталкер вылез наверх глянул вниз никто его не преследовал на всякий случай он бросил вниз три гранаты которые у него были и откатился подальше кинувшиеся было к нему псы припали к земле и не рискнули подбегать ближе вверх ударил столб огня и хули ты делаешь завыл серый блять братан тут долго пост рядом а ты им сигнал такой вхуярил ты еще костер побольше запали чтобы уж точно все они сюда притаранили и уже точно нас положили хватит стонать серый заявила оля почему-то в треснувшем шлеме снег гуще становится уйдем только надо уже сейчас бежать что у тебя со шлемом спросил спортсмен поднимая рюкзачок свой и серый что со шлемом оля практически бежал мудак какого хуя ты рюкзак рюкзаками раскидался стою бля кик жду прикрыть случай чего а тут прямо в лоб такая хуйня меня с ног нахер шибы потом бежим закрыл тему серый и они побежали уже чисто по памяти держа направление снег пошел сильнее накрыв все вокруг густой белой пеленой ты извини уже на ходу где-то через час бега сказала ему ничего серый ты как нормально хрипло ответил тяжело бегущий бандит я наркоту все вколол из аптечки добегу нога только не иметь начала я мы тебя добьем не ссы приободрила парня добродушная оля серый я тебя не брошу холодно ответил спортсмен бежавший вперед навьюченный не хуже верблюд он взял все кроме одного рюкзака который несла ольга и чувствовал что начинает немного уставать сердце билось чаще обычного повышалось давление ускорилось дыхание мышцы требовали больше чем обычно кислорода и жировых ресурсов организма но добежать до базы не сумеет даже с серым на горбу так в общем то и пришлось в километре от базы серый рухлый словно мертвый брось его посоветовала оля пришлем ребят с базы не околеет не успеем толковцы с чего с чего ты взял чую просто ответил он не пояснив что уже с километр ветер несет запах рассеявших по местности бойцов врага что одного минут десять назад загрызли кут и рут немного отстав от отряда слишком близко подошел справились они бесшумно и быстро растут щеночки собственно они уже подростки взвалив серого на спину он в руку который теперь придерживал бесчувственного бандита Ольга молча взяла дополнительную ношу в руку они не пошли а рванули кривому дереву сотни метров от него оба взмылены и уставшие сталкер лениво посмотрел на черный стол давно умершего дерева надеясь увидеть глазок камер не увидел а спустя десять минут из пилины белых лопьев появились три человека они помогли серым и рюкзаками своих псов спортсмен попробовал по одному отнести вниз точно так же как утром вынес их из клетки наверх но они только презрительно рыкнули глядя взев шахту пришлось отпустить их и спускаться одному Кут и Рут уже достаточно взрослые они не пропадут одни собственно он подозревал что они однажды просто уйдут в зону и больше не вернутся этого не происходило и он был счастлив что не происходило очень счастлив до конца января спортсмен не покидал зимовки нищего только изредка выбирался на поверхность и то в основном поохотится со своими псами поесть настоящей еды сырого кабаневого мяса зимняя охота во многом нравилась ему даже больше чем летние кабанов стало заметно меньше и найти их следы стало труднее но когда находил уже не терял снег хорошо хранил след даже запахи хорошо чувствовать не надо просто следуй за цепочкой отпечатавших в снегу копыт как то он выходил вместе с Олей на эту охоту ей не очень понравилось и конечно пойманную дичь он при ней не ел псов это немного смущало и Кут даже начал к ней ревновать рычал на нее скалился а в одной такой охоте ее пуля спасла его шкуру от особенно ловкой химеры с тех пор Кут резко поменял отношение к ней теперь он ее не замечал в упор Рут игнорировал с самого начала только разрывая кабана всегда угрожающе рычал на нее примерно с полминуты сквозь смех он пояснил Ольге что Рут имеет в виду своим рычанием пес говорил ей что этого кабана она будет есть последний из всей стаи и чтобы даже не пыталась есть вперед него Олю это почему-то не рассмешило она не очень поняла с чего пес вообще решил что люди едят сырых кабанов и тем более зараженное мясо мутантов после подобного вопроса охотник уже не смеялся и долго был мрачным да к тому времени он снова сменил имя поохотившись несколько раз по глубокому зимнему снегу побегав на снегоступах он решил что он очень хороший охотник и конечно тут же назвал себя охотником бандиты на базе теперь все неплохо знакомые ему начали путаться в том как его зовут в данный момент а так как он неизменно обижался если его называли старым именем ему старались обращаться без всяких имен или вот такой фразы на основе которой впоследствии был сочинен забавный анекдот про него здорово тебе как сегодня зовут фраза была обоснована потому как после спортсмена его звали молниеносный победитель гроза и наконец охотник такие имена он давал сам себе несмотря на неоднократное повторение зона брат такого не прощает но как все видели прощало он уходил поохотиться только с псами и возвращался однажды ушел без оружия даже нож не взял и вернулся через двое суток довольный и счастливый несмотря на то что после его ухода ударил тридцати градусный мороз а одет он был не очень для такой погоды на вопросы о том где был и как выжил отвечал улыбкой даже ольга сама не своя все эти дни едва он вернулся разревевшись сообщила что он полный говнюк и его уже все похоронили ей он тоже не рассказал где шатался именно поэтому она отправилась ничего ему не сказав с бандой охотиться на свободных сталкеров как только спали морозы охота кончилась хорошей добычей и простреленным плечом девушки он переживал за нее и не отходил от ее койки пока она не оклемалась да оля и сталкер со многими именами подружились очень сверх меры она обещала ему кое-что показать тогда и показала охи ахи не давали бандитам спать всю ночь а утром девушка призналась что показал ей он а не она ему оказалось странный любовник практически неутомим это так сильно укрепило жиденький фундамент намечавшийся кратковременной физической увлеченности друг другом что быстро дело энто перешло в крепкую не совсем платоническую любовь что конечно напрягало бандитов особенно тех кто не взлюбил сталкера с первых дней знакомства его попытались избить три раза выяснилось что это невыполнимо парни откачали одного правда с трудом при этом вежливый сталкер неизменно здоровался со всеми своими жертвами вежливо разговаривал с ними также вежливо отвечал на большинство грубости в свой адрес и почти всегда ломал носы услышав грубость в адрес Оли половина им избитых бандитов быстро с ним сдружились и забыли прошлую ненависть к нему но другая половина обратилась смертельными врагами однажды его попытались пристрелить сапер вошел в его комнату с пистолетом прихватив глушитель успел даже выстрелить как раз когда рука сломалась нажал спуск и пуля угодила в потолок парня он бил долго и со вкусом не так как с остальными тут совсем другое дело ведь он пытался именно убить его сапер не умер бандиты его не осуждали а босс не приказал жестоко расстрелять так у них было не принято своих врагов ты успокаиваешь сам если хочешь навсегда твое личное дело сапер выжил и даже не остался калекой но больше убить его не пытались ждали более удобного момента такого так и не представилось а в банде появился еще один анекдот про сталкера со многими именами почему то главному их герою эти анекдоты никто не рассказывал даже Оля с чего бы но в целом он вполне вжился в коллектив некоторые бандиты стали за глаза называть его мутант но он не обиделся даже всерьез задумался а не взять ли такое имя но после долгих размышлений с некоторым сомнением отказался от этой идеи имя мутант показалось ему каким то пресным и незвучным время от времени он тренировался с валдисом в основном они работали в спарринге и на такие тренировочные баталии полюбоваться собиралась вся банда развлечений и дел зимой было маловато но одно из развлечений запомнилось ему на всю жизнь оказывается существовал такой праздник новый год и его в зоне праздновали по крайней мере бандиты все 28 человек плюс 5 темных молчаливых личностей собрались на праздник личности появились надолго впервые они были теми кто болтался в самом центре зоны таская редкие вещицы для нищего вещицы за которые он хорошо платил эти пятеро выглядели среди бандитов очень странно мало говорили много пили не пьянее были угрюмы и не улыбчивы валдис тогда сказал ему видишь тех пятерых таких мы никогда не грабим даже если мы всей бандой а он один замочить мы его замочим а вот живым такой хер даст да еще пол банды единолично положат опасные типчики они в такой жопе побывали где меня переживало бы в две минуты и выплюнуло бы другим или не выплюнуло бы вовсе сам бандитский праздник сталкеру понравился праздновали в огромных апартаментах нищим спиртное лилось рекой ели все что было напившись били друг другу лица не сильно впрочем и по какой-то неясной причине совершенно не замечая сталкера ровно в 12 часов время выбрали произвольно примерно подсчитав что часы показывают правильно стреляли в потолок всей толпой от грохота оглохли начисто и потому не сразу услышали стоны пятерых раненых случайным рикошетом обошлось правда без смертей и серьезных ран потом снова пили ели зомби больше всех увлекся этим процессом он ел и пил пока не падал лицом вперед словно труп потом просыпался механически выпрямлялся и с тем же каменным лицом снова ел и пил жила даже стал принимать ставки на то когда зомби вырвет или он начнет буянить пьяно ни того ни другого не происходило зомби словно аппарат пил ел и к определенному моменту оглушительно бухался лбом в стол жила вскоре начал принимать ставки на то как сильно вырастет уже заметная набитая об стол шишка на лбу зомби к утру ставки ставились оживленно даже записывались в блокнотик но серый сильно перепивший вдруг вырвал блокнотик из рук жилы и стал листать записи попытались отобрать уронили прямо в тарелку зомби тот нисколько не стесняясь заживал блокнотик с тем же пустым выражением лица через несколько минут он снова врезался лбом в стол о ставках забыли выпив за чудовищного человека по имени зомби к утру оставшиеся на ногах пошли пускать фейерверк на улицу пускали в сторону поста долго из всех стволов и пары гранатометов так как шел снег и бандиты долго спорили где именно находится пост направление перепутали и расстреляли не пост а старый домик в паре сотен метров от входа в подземелье спускаясь обратно один из бандитов оступился и свалился вниз где то в полете он сумел зацепиться за скобу и повис там выбив себе плечевой сустав уже внизу снова передрались ловко вытолкнув трезвого сталкера из общей кучи с ним драться не рвались даже перепив зато с Ольгой дрались с удовольствием собственно драку внизу устроила как раз она залепив валдиусу в глаз за то что он накапал слюной ей на плечо сталкер в этот раз за нее никому ничего не ломал он пребывал под впечатлением общей атмосферы неподдельного веселья и переживал шоковое состояние красавица Оля дралась как портовый грузчик материлась громче всех и уложила четверых прежде чем ей расхвасили нос сильным ударом отбросив к стене где ее поймал сталкер уже бесчувственную чуть позже все в крови они сидели за медицинскими столами на которых когда-то лилась кровь оперировали пили хохотали смакуя подробности недавние битвы стали просыпаться остальные разглядев какой гадюшник превратили комнату босса разом поморщились в отвращении и начали пить вскоре им уже очень нравился интерьер и мягкие и задорные переливы рвотных масс на полу стали даже радовать глаз спустя несколько часов выяснилось что люк наверху закрыть забыли туда провалилась химера с диким боем и грохотом беднягу расстреляли прямо в туннеле те кто еще мог придвигаться вертикально люк закрыли выяснив что нижние скобы вырвало плотным огнем и на лестницу теперь придется прыгать дружно плюнули и вернулись назад по пути поняв что какой-то архаровец с пьяном перепутал направление стрельбы и изрешетил одну из пустующих сейчас жилых комнат вышла небольшая перебранка искали виноватого чтобы растолковать этому фуфлу что он конкретно накосячил и отвечать будет бля во всей теме крайнего не нашли зато побросав оружие принялись молотить друг друга кулаками подтянулись ребята из праздничной комнаты не особо разбираясь принялись ведь кого увидят сталкера опять оттолкнули подальше в этой свалке Оля уже не участвовала когда никого не осталось на ногах кто-то спросил из-за чего драка ему ответили что не знает тут же это дело предложили обмыть тостом все кто был в силах подняться вернулись в комнату там сталкер увидел неприятный момент Оля сидела между двух бандитов совершенно окосевших и обняв их за плечи горланила какую-то похабную песню комбинезон ее сильно расстегнулся опасно оголив почти всю грудь впрочем никто ею не интересовался в этом плане может сталкеры опасались а может уже не интересовали такие дела от обилия выпивки только один рискнул к ней сильно пристать зашел со спины и сунул руку в декольте обхватив ладонью полную грудь девушка тут же поднялась ее подпевалы оставшись без опоры бухнулись лбами в стол кажется они уже давно спали сталкер вступиться за честь девушки не успел так как онная нежная девушка зарядила бандиту зубодробильный хук тут же коленом между ног и прижав к стене замолотила всеми конечностями неизвестно вследствие чего от обилия выпивки или силы ударов но парень вскоре стек по стене а довольная девушка уселась на прежнее место и с вызовом расстегнула молнию еще больше оглядела всех пылающим взором выпила и бухнулась лбом в стол уже к вечеру гулянка бандитов зоны пошла на убыль только ваха отличился показав всем видимо национальную игру положил ладонь на стол широко развел пальцы в стороны схватил кинжал и стал острием выбивать чечетку меж пальцев все быстрее и быстрее вскоре рука с ножом мелькала так что ее уже не было видно кто-то попробовал повторить игру и рассек себе палец до костей ваха стучал кинжалом долго успел всем надоесть выкриками типа видал да только настоящий джегги так может интерес стал убывать на подвиг вахи уже не смотрели и он пытаясь привлечь внимание людей громкими воплями лихо пригвоздил свою ладонь к столу орал он долго и в основном матерно причем на двух языках сразу с наступлением в ночи стельку пьяный ваха мирно дремал на том самом столе ночь подходила к концу и некоторые бандиты начали просыпаться не найдя спиртного на пустых столах и в помойной куче в которой превратился пол они пили воду из большой бодьи принесенную заранее еще в самом начале праздника скучавший сталкер решил пообщаться он успел уже со многими поговорить в эти светлые дни но тут подвернулся случай поговорить с пользой для собеседников сталкер начал читать лекцию о вреде алкоголизма подбадривал ребят на поддержание разговора просил задавать вопросы но они почему-то только останали просыпались постепенно остальные слушателей становилось больше и он говорил все жарче дошел до рассказа о пагубном влиянии алкоголя на цвет лица и понял что говорит совсем не то люди стонали охали отдельные невоспитанные личности икали и даже рыгали им нужно было совсем другое он начал рассказывать о небывалой пользе утренней гимнастии многим так понравилось что они даже стонать перестали молча бились горячими лбами о столы он попросил их прекратить шуметь они пробурчали что-то и прекратили многие еще помнили сапера похожего на кусок сырого мяса они его весь праздник помнили но все же когда он начал разъяснять пользу боковых махов ногой кто-то решил отмахнуть ему голову сталкер очень расстроился и уже готов был проучить наглеца прервавшего его увлекательную лицу когда встретился вглядом с наглецом на него смотрел красными бешеными глазами нищий сталкер замолчал и невоспитанные бандиты разом облегченно вздохнули все новые страдальцы поднимались с пола оглашая подземелья ужасными стонами которым позавидовал бы любой зомби наступил новый прекрасный солнечный день нового года частично протрезвевшие бандиты с ужасом осматривали свой дом кто-то даже шокированно спросил это что все мы натворили казалось тут прошла маленькая но отчаянная война особо пострадала комната босса так что нищий еще долго орал на всех подряд по поводу практически уничтоженных личных апартаментов в полу висели умудрились даже один стол согнуть в угли непонятно но только зачем уборкой занялась вся банда Олю с совершенно синим лицом запрягли восстанавливать внешний облик кухни и готовить еду как оказалось девушка пыталась что-то приготовить в полу праздника у нее похоже не очень получилось потому как вся кухня была подвергнута тотальному разгрому угрюмая девушка занялась дело о синеве своего лица она не беспокоила она ничем не выделялась из толпы даже босс не избежал двух внушительных фиолетовых фингалов только сталкер пребывал без синяков и в чистой одежде остальные с ног до головы были в крови а целой одежды практически ни у кого не осталось пятеро сталкеров из глубокой зоны успели куда-то исчезнуть ночью понял почему у босса столько тряпья в складе сказал валдис перекосив фиолетовую физиономию в улыбке от боли улыбка получилась вурдалачи они как раз покидали кабинет босса где десяток бандитов прибрались а босс дико орал требуя признаться того ублюдка который выломал его двери сейчас ни одной тряпки не останется бля башка болит веришь нет вот почти ни хрена не помню сочувствую вежливо сказал сталкер обнаружив что в сторону местного душа создалась длинная очередь тот еще душ ледяная грунтовая вода по слухам однажды вдруг брызнувшая радиоактивной жижей и расплавившая на атомы моющего там бандита зря сочувствуешь не помню значит славно погулял за весь бля сраный год валдис задумчиво нахмурился застонал и сказал знаешь а нам в этом году точно повезет с чего ты так решил ну как же удивился валдис это первый раз когда никого не убили пока праздновать обычно один обязательно ласты склеят а как то аж шестерых вперед ногами на утро вынес нам в тот год пиздец как не везло но в этом чую все будет здорово и правда весь январь бандитам необыкновенно везло они чуть не каждый день отлавливали сталкеров несших артефакты кордона впрочем может быть тут виноваты были теплый январь и куда-то пропавшие долговцы опасные соседи как-то раз вдруг пропали никто и не заметил сразу просто пост на котором раньше бессменно дежурили не меньше десятка головорезов вдруг опустел видать в глубокой зоне снова монолит озорничает а может долг опять со свободой намертво закусились сказал по этому поводу нищий но теперь стало действительно легче и бандитам и сталкерам теперь не нужно было опасаться что с поста тебя засекут на белом пространстве что кто-то обнаружит твой след снегу охотничья тропа бандитов расширилась включив в себя пост долга один из ограбленных сталкеров принес весть что долг и правда намертво грызется со свободой а та с монолитом и долгом сразу на два фронта рассказал он это не просто так конечно он ушел живой вместе со спутником в качестве благодарности за информацию и понимание ему указали места где бесчинствовал наган со своей маленькой но жестокой бандой кроме того у сталкеров изъяли только треть имущества нищий нищий никогда не убивал без причины и никогда не грабил начисто в отличии от нагана тот обирал в основном трупы в один из редких случаев когда сталкер в то время именовавший себя грозой от скуки вышел с бандой на промысел нищий ему и главным образом новым соратникам пояснил свою странную позицию благородного бандита собственно гроза пошел с ним еще и поэтому нищий лично принял участие в охоте Ольга нередко выбиравшаяся потрошить рюкзаки честных сталкеров в этот раз осталась на базе приболела не то грипп не то простуда ею занялся Валдес как успел убедиться сталкер Валдес исполнял в банде не только функции правой руки босса он был и врачом банды хреновым врачом кстати но исполнявший такие же обязанности в отсутствии Валдеса волк был врачом еще худше волк на все болезни советовал принять внутривенно укольчик морфина в особо тяжких случаях предлагал спиртное и понюшку кокаина однажды с огромным удивлением он знал от сталкера что кокаин разрушает нервную систему человека а также что валявшиеся на складе среди медицинских препаратов и наркотиков неприметные таблетки перантел предназначены для выведения глистов ёпс а я то думал что за херь такая упаковку сожрал вообще не вставляет изумился бандит услышав пояснение сталкера интересно но в тот день сталкер перерыл все препараты и осознал что знает для чего служат две трети лекарств а названия остальных были смутно знакомы как бы там не было лучше чтобы лечил Олю Валдис а не волк последнее время чувствующий себя очень плохо съел что-то из кучи препаратов лежа лицом в снегу следяя одним глазом за чистым белым полем в котором уже нельзя было обнаружить старую асфальтовую дорогу он размышлял о том что работа бандитов совсем не легкая и вовсе не романтическое занятие они вышли ночью одетые в белое и серое когда шел снег нашли удобное местечко и залегли лицо вниз падающие с неба хлопья укрыли их и их следы нетронутым снежным ковром глянет сталкер издалека чистое поле никакой опасности и пойдет вперед и сам не заметит как окажется в кольце бандитов но прежде чем добыча попадется вот так в сугробе лежать придется долго и шевелиться нельзя даже если у тебя все замерзло от носа до пальцев сталкер ведь может и пальнуть издалека по подозрительному сугробу так на всякий случай а если молодой да неопытный и зона еще не успела его ничему научить точно пальню вот и лежишь ты с ночи ждешь пока тебя снегом присыпят и когда тот самый сталкер прискачет а он может и не появится валдис как-то обмолвился была зима когда они вот так изжирили чуть не сутки и за всю зиму отловили только двух сталкеров в тот год кстати и погиб вепрь его запасы помогли пережить зиму не сократив размеров банды в голодный год ту же участь готовили на гану знал бы бродяга об этом давно сменил бы место жительства в этот раз им повезло как везло весь январь они пролежали на снегу всего десять с небольшим часов даже не сильно замерзли собственно гроза вообще не замерзли сталкеров появилось даже двое один в белом плаще в общем стереотипный сталкер второй одет был гораздо проще куртка штаны но также все белое они шли осторожно очень медленно и что странно совсем не опасаясь поста долг знали они что их там нет сталкеры вошли в точку гоп-стоп со всех сторон от них взметнулись столбы снега и десяток стволов уставилось на парочку сталкеры стояли также подняв оружие озирались по сторонам но не стреляли опускай стволы проговорил нищий цели вам не выжить если начнете по льву да ты кто такой спросил один и бандиты рассмотрели что это не он а она нищий мадам собственной персоны старый бандит старый бандит с улыбкой отвесил поклон при девяти стволах нацеленных на сталкеров он мог себе позволить рисоваться слышала тебе покосился на него молодой мужчина надеюсь только хорошее мы слышали что ты вор и полный ублюдок но не убейся дама мило улыбнул нищий изобразил удивление так неожиданно услышать столь точную характеристику себе самого дружный смех бандитов поддержал босса сталкеры после минуты сомнений бросили оружие четверо ловко и быстро обыскали сталкеров причем девушку обыскали тщательно ища в основном там где выпирали разные подозрительные части тела обобрав ребят бандиты отошли назад в концу вещи бросили перед боссом он не торопясь обследовал их два автомата дробовик две пары пистолетов рюкзак с едой и второй с артефактом всего один в закрытом контейнере давайте бабу на хор пустим хищно оскладился один бандит появившийся в банде только неделю назад сам в прошлом сталкер девушка дрогнула всем телом и начала затравленно взираться а парень бывший с ней крепко стиснул челюсти нищий его как будто и не слышал другие бандиты тоже парни давали шанс исправить ведь его предупреждали раньше дисциплины как таковой в банде не было но слово нищего под сомнение не ставилось иди сюда киса вышел из кольца бывший сталкер опьяненный молчанием товарища девушка отскочила в сторону парень выступил вперед жав кулаки грянул выстрел и девушка и парень стояли в полном шоке я ж тебе сявка все разъяснил нищий стоял над тонущим телом бывшего сталкера и пояснял за что тот получил пулю бандиты молча смотрели им было плевать я что тебе говорил за слова отвечать нужно а ты сучонок подо мной ходишь врубаешься ты хуй ложишь на мое слово мы бандиты но не животные как ты я сказал мы работаем чисто сказал я сказал что мы только грабим даже не грабим а взимаем маленький налог за проход через нашу территорию сказал я говорил что без моего разрешения ни хера такого не творить вот видишь хрипишь помнишь значит но ты решил что ты крутой дядю нищего через хуй кинуть решил ты понял почему умираешь сталкер бандит не ответил кровь пошла горлом а нищий поднял конфискованный дробовик и разрядил оба ствола в голову бандита из сталкеров хреновые бандиты получаются добро улыбнулся немного удивленным сталкером бог а вот из бандитов превосходные выходят сталкеры хороший дробовик парень его я оставлю себе пистолеты тоже и жратву остальное возвращаю мадам вас никто не тронет объясняю почему он сверкнул глазами на еще одного нового в банде человека этот и недели еще не сидел за одним с ними столом забрать у вас все оружие тоже что прямо сейчас кончит артефакт оставлю потому как даже мусора последние не забирают а вам ребята теперь еще придется прикупить новое оружие а теперь прощайте берите автоматы рюкзачок с хабаром и следуйте своей дорогой никто не выстрелит спину я за свои слова отвечаю молчаливые сталкеры подняли названные вещи и поспешили слинять кольцо раступилось пропуская их парень все же остановился и поведал бандиту о войне группировок пыхнувшей в глубине зоны в ответ нищий подсказал как избежать малочисленной банды нагана но напоследок нищий еще сказал девочке что она может приходить в эти места если захочет присоединиться к бане либо пожелает заняться славным делом проституции пообещал что ее никто не обидитесь девушка оскорбилась конечно но не слишком такое предложение здесь было не издевкой или оскорблением его можно было считать даже дружеским иногда просто не было выбора банда вернулась домой не особо разжившись но выпистывав нового бандита сомнительно что он когда-либо позволит себе самодеятельность видняга видел чем кончилось это для одного считавшегося своим босс это не от хуя ножки паре это босс на обратном пути коротко поведал ему крюк страшную тайну банды а второй страшной тайной банды пока не заслужившему доверия ему еще не рассказали о сталкере со многими именами и он конечно понятия не имел что этот вежливый лох с гаубицей местная легенда и противник с которым лучше не связывался вторая охотничья партия вернулась с большой добычей так что многие из партии первой в тихомолку только шепотом и только лучшим кентам даже пожаловались на упорно державшего марку благородного босса большинство предпочли бы пустить пулю в лоб парня а девчонку и правду пустить на фон атмосферу это не накаляло разговоры не возбуждали ненависти к боссу его боялись уважали и очень ценили так популярна была одна тема вепрь покойничек как то выбросил в атаку на пост долга своих семерых людей похоже бросил на смерть чтобы проскользнуть мимо поста и тихо ударить со спины а для чего чтобы отомстить всего одному долговцу бывшему тогда на посту но не задумываясь выбросил семерых чтобы удовлетворить свою месть в противовес к этой теме приводился рассказ о том как нищий попал в глубокой зоне в кольцо монолита всего с тремя людьми обычно эту часть рассказывал Валвис мы сидим и думаем ну все пиздец свинцовый дождик и этих петухов вокруг немерено ну и я и к выходу думаю по тихому вырежу засевших напротив в развалюшки они суки отход наглухо закрыли пулемет три автомата а босс мне в дыню бамс на пол уложил и в двери стреляют козлы голову хрен подымешь я оклемался босса нет думаю продал братану сбежал я так грешным делом думал тоже рванул гляну если слишком жарко на лыжи и подальше но думаю босс хитрее оказался момент упущен нищий по съебам дал а нас здесь похоронят и тут хуяк пулемет замолчал я выглядываю а он мне рукой из окошка машет у меня чуть глаза не выпали там четыре быка не меньше а он с ножом пистолетом и дробовиком свинтил положил их а я бы не сунулся туда при таком раскладе я пацанов подымаю чешем к боссу он пулемет разворачивает этих козлов к земле жмет в курсе да братва какая у станкова пулемета отдача да ковыляли одному пацану ногу прострелила мне в плечо падлы попали тут он всегда демонстрировал рваный шрам на плече заваливаем туда и бля их там петухов монолитовских аж шесть голов отвечаю сам вот как вас сейчас видел а у одного глотка от уха до уха прикинь монолитовца ножом положить да я такого вообще не видел и притом смотрю а босс пулемета лупит а как отдача у него с бицепса кровь так фонтанчиков он пулемет бросает с него кровь хлещет а он как заорет все рассели идиоты рвем когти как мы рванули монолит пойди и сейчас в шоке пацан с ногой подбитой по дороге рухнул так босс сам раненый его на горбу километр нес потом товарищу нашему передали тот понес да еще парень предложил положить стрельца типа нах он нужен из-за него нас самих кончат так босс ему рога чуть не открутил и вот пацаны уже сколько лет здесь а хер забуду тем кто сомневался обычно хищно улыбался крюк и говорил пацана того потом убила не зря я предлагал его бросить но босс всегда прав вот такая была история лично сталкер в ней сомневался часть о вэпере казалась абсолютной правдой а вот насчет героического босса он не особенно верил впрочем нищий явно не был просто бандитским паханом у него был собственный кодекс чести и как оказалось он давал интересные результаты однажды уже в конце января к базе пожаловали две девицы едва живые оборванные синие от холода их поначалу даже посчитали ожившими мертвецами решили поупражняться в стрельбе а чего тут бояться долг на пост так и не возвращался до свалки далеко а темная долина не исторгает из своих глубин всяких воинственных личностей постреляв рядом с ногами баб ребята отметили странное поведение мертвецов произвели задержание девиц полумертвых и неспособных связанно говорить доставили на базу на всякий случай их все же держали привязанными к кроватям вдруг зомби какие хитрые замаскировавшиеся замаскировавшиеся но девушки оказались обычными людьми очнувшись обе пожелали остаться на базе чему совсем не обрадовалась Ольга Бесстрашный каблук как ее успели прозвать не боялась мужского общества и наслаждалась вниманием этого общества и постелью самого лучшего из них теперь внимание пришлось делить на троих хуже всего и кухня тоже Оля готовила но нередко могла послать всех скопом в тайгу грибы собирать так как ей готовят сегодня в лом одному недовольному дерзостью глупясь баламошины женщина прилетела как-то котелком в зубы причем не один раз вследствие чего он лишился сознания и переднего зуба так что несмотря на все протесты Ольги по поводу кухни пришлось ей замолчать с боссом не спорят ему внимают и не выкобениваются цитата Валдиса девушек звали Наташа и Марфа одна говорила только на финском Валдис опознал этот язык но сказал что так же это может быть и немецкий и Марфой и ее окрестили в шутку впрочем подучив местный диалект она кое-как рассказала что не помнит кто она и откуда к тому времени она успела переспать с половиной банды не отдавая предпочтений кому-то одному где ее впрочем не обижали несмотря на очень легкое поведение обуревшему бычью лично хер нажбало намотаю предупредил всех Валдис предварительно до полусмерти избив два на два габаритами некоего бурого обозвавшего Марфу блядью и подбившему ей левый глаз большинство отнеслось деянию Валдиса с одобрением покорная забитая подстилка совсем не то что ладно симпатичная бабенка вышедшая здоровьем и счастьем а Марфа обожала флифт и беспорядочный секс вторая была из числа сталкеров когда-то давно ограбленных бандой эта девушка ничего не рассказывала о себе только то что припомнив предложение нищего переданное тогда от лица Валдиса руководившего группой она решила прийти и стать бандиткой только дело было летом и она здорово заплутала банда то переезжала на зиму напоролась на слепых псов кое-как спаслась патроны еда кончились и она шла уже просто потому что упасть значило замерзнуть и умереть но ничего больше говорить не хотела кто-то вспомнил что ее тоже грабанули когда она шла с каким-то парнем громогласно озвученное воспоминание погрузило девушку в угрюмое молчание очень надолго примерно в то же время никто и не заметил как она она плотно пересеклась с Валдесом что почему-то сильно накалило Ольгу начался февраль и теперь уже охотник снова ушел на охоту база почти опустела бандиты шатались в полях Ольга снова болела Валдес за ней присматривал заскучав охотник покинул базу ища кабанчика снегоступы и винтовка в таком виде он привычно отправился на охоту псы не появились кот с рутом бегали где-то далеко отсюда он не чувствовал даже их запаха снова шел снег это значило что следов на снегу он не найдет но также значило что он практически невидим отправился он в сторону темной долины в саму долину охотник соваться не собирался только поболтаться вблизи леса ветер дул оттуда и он мог принести запах нужный просто необходима ему пища он справится и без псов когда придет время они вернутся или нет сталкер двинулся легким бегом быстрее в снегоступах двигаться было невозможно собственно и бегом в них много не пройдешь он мог бежать так несколько часов а вот собратья да теперь собратья бандиты не могли теперь такое его уже не удивляло наоборот он понимал так и должно быть через пару часов он напал на след и еще час двигался в лесу пока не набрел на лёжку кабана оказалось что это самка с выводком одна пуля разнесла голову и он сумел поесть уходя он слышал как дико визжат поросята и рык слепых псов еда в природе в любой природе не пропадает никогда а любой охотник сам может стать едой закон не зоны действующий в ней этот закон появился еще до того как первый человек с удивлением поднял бедренную кость только что съеденного товарища и ради смеха огрел ею недавно от обедавшего сородича сородич помер а первый человек примерно через пару лет сообразил что такой костью можно убивать тогда человек смог сильно потеснить действие этого закона на себя самого но зона вновь указала ему что даже он владыка природы и тому подобное чушь может стать пищей возвращаясь домой на базу сталкер узрел этот закон в действии он учуял кровососа и сапера запах был смешан шел почти из самого прохода в темную долину недавно там стреляли он слышал пока ел охотник двинулся туда надеясь помочь саперу только он опоздал и очень сильно бандит лежал на спине и смотрел в небо лицо белое как и снег который на него падал кожа туго обтягивала лицо из него будто все соки выпили и кстати все еще пили кровосос распластался на теле бандита щупальца розы расплылись на груди сначала он даже подумал что это кровь но нет кровосос питался тело сапера стало заметно меньше удивительно но тварь выпивала похоже не только ту кровь что циркулировала венах но и вытягивала ее даже из сосудов мелких вен из всего где она была кровосос закончил жрать и повернулся как сталки их разделяли пятьдесят метров в принципе несколько секунд для мутанта этого типа но не для этого конкретно у него не было ноги она лежала рядом на снегу сапер злобный придурок решил поиздеваться над опасным хищником и отстрелил ему сначала ногу видимо собираясь отстреливать все конечности по одной не оценил он про этим кровососом у меня нет причин мстить за него сталкер говорил не громко но мутант слышал вряд ли понимал смысл слов но слышал их он твой по праву сталкер повернулся и двинулся домой а кровосос еще долго смотрел ему вслед на базе его ждал странный сюрприз одна из комнат лазаретов была прочно занята им и считалось его лично никто не был против там они жили с Олей там сейчас она болела он прошел по пустой и очень тихой базе зашел в свою комнату Оля была там спала сном младенца комнату пропитал запах валдеса так и должно быть он лечил всех только Оля спала блаженно разметавшись в постель долго он стоял прикрыв дверь и любовался ее великолепным телом спала она как обычно голышом прекрасно необыкновенно прекрасно только не так что то он любовался и попытался понять причину беспокойства запах да валдес находился здесь довольно долго но хмурый сталкер смотрел на девушку она повернулась во сне на бок красивая грудь скрылась засогнутыми руками девушка подтянула стройные ноги замерла чудо из чудес только странно смотрится на атласной коже маленький синяк на шее такие бывают при страстном поцелуе хм он не помнил таких поцелуев в последнее время со своей стороны охотник подошел ближе и долго стоял прямо на дне запах ее кожа буквально кричала знакомым запахом валдеса так могло быть только в случае тесного контакта двух голых тел долгого контакта охотник повернулся и подошел к выходу стой он обернулся заспанная девушка сидела на постели грудь качнулась алые соски задорно навострились прекрасно и желанно а поцелуйчик любимой девушки она обворожительно улыбнулась и сталкер повернулся к ней шагнул скрипнув зубами глаза накрывала красной пеленой Оля вскочила и вжалась в стену ее глаза были широко открыты от ужаса она боялась не скрипнувших зубов и бешенства в глазах Оля вообще редко боялась охотник чувствовал как потянуло едва ощутимым запахом азона в глазах прыгали синие искорки он вышел прочь что ж теперь уж точно следует о ней забыть надо было еще на ее глазах руку себе раскроить пустить светящуюся кровь на тне человека чтобы окончательно сжечь мосты но он не ушел сразу охотник кое-что обещал нищему и помня его странную преданность сказанным однажды словам заглянул прежде к нему а чего без стука да такие скуксившиеся спросил нищий сидевший на стуле и закинув ноги на деревянный стол его сколотили из остатков разбитой мебели под непрерывную матерную руку страшно болевшего с похмелья босса в первую неделю после нового года стол стоял у стены напротив дверей все остальное гигантское помещение занимали только составленные как попало цинковые столы бывшая тут когда-то мебель сгинула вместе со спиртным на праздники даже стулья покрошили почти все я по делу мрачно рёк охотник садись ты все еще охотник спросил бандит сквозь улыбку грозившую расколоть лицо надвое сталкер кивнул садясь на грибокий стул с чем же пожаловал к старику в эту зимнюю пору охотник знаешь что Марфа учаил я ухожу я тут недавно Марфе нашей то есть как уходишь так ухожу я пришел сказать что вернусь когда наступит весна чтобы отвезти людей на поле артефактов но отсюда я ухожу прямо сейчас эй парень нищий убрал ноги и оперся на стол сверкая глазами так дела не делают ты что творишь сказал блять сделай я сказал что вернусь прорычал сталкер мигом став похожим на оскалившуюся химеру если хочешь можешь попробовать остановить не кипятись босс сидел уже не злой а крепко удивлен впервые он видел ярость и тихую злобу на этом лице лучше объясни что с тобой не так я ухожу и точка проклятие нищий не понимал что творится с одним из лучших его бойцов я не знаю знаю эхом безразличия отозвался ставки черт пиздец ты мне парень когда-то жизнь спас помнишь я тебе подарок хочу сделать он что-то прикинул в уме не любил старый бандит принимать решение сгоряча он становился слишком добр когда приходилось это делать опасно для дела бандит махнул рукой похрен сейчас идешь со своей Ольгой в склад пацанам скажешь я разрешил там крюк сейчас дрыхнет берете что нужно бесплатно по весне жду здесь я ухожу один прохрипел сталкер и сам удивился сдавленности своего голоса в рот мента ебать проговорил нищий что узнал да так ты ж парень не горюй девка молодая хотелось ей погулять еще и пацана только не трогай мне нахер резня здесь не нужна тебя убьют херня выйдет мне ты живой нужен а его завалишь оно тоже я не трону валдис выдавил сталкер хотя хотел как раз наоборот посмотреть чего у него внутри но он понимал что не стоит валдис все же друг при чем тут валдис изумился нищий и тут же охнул под пылающим взором вот дурак старый а я то думал ты что спросил охотник когда босс сомнений замолчал на празднике нашим тут ситуация такая приключилась поутру в кухоньке этой я ее нагнул один хватит охотник опустил глаза гнев улетучился что-то потухло внутри не хочу знать я возьму патроны и рис давай увидимся брат с надеждой в голосе произнес бандит обязательно увидимся я планирую умереть где-нибудь в конце следующего века сталкер зло ухмыльнулся у самых дверей и стерев улыбку как можно мягче сказал крот ты хорошо относишься к женщинам оля хорошая женщина ее не надо обижать я могу вернуться и спросить за нее и за тех кто ее обидит знаешь стрелок печально улыбнувшись ответил крот другой после этих слов в моем доме уже бульгал бы кровью и сучил ногами и даже ты если бы я бы помоложе да поглупее девочка виновата перед тобой но тот кто обидит ее ляжет в одну могилу живым мертвецом в одном гробу пока она здесь иди брат и больше не говори со мной такими словами в следующий раз я не прощу удачи тебе и тебе зимняя зона что может быть прекрасней полной смерти и белой мглы холодного бездушного снега черные деревья взирают на глупых людей с высоты своего величия высоты уже пережитой смерти аномалии ждут своего часа буйство пространства забывшего все физические законы злобные кровожадные удивительные и выносливые дети зоны ищут в ней свой кровавый путь химеры контролеры сталкеры изломы всем есть место на этой земле прославивший себя ужасом и смертью дикий ветер зоны шептал слова унылой песни в которой музыкой были крихи умирающих и рыб победивших охотник бежал по следу гораздо быстрее чем можно было ожидать от двухногого существа след пах дикой силой опасностью пах самой смертью охотник искал именно такой след человеческое цивилизованное сознание почти покинуло его в нем оживало что-то первобытное древнее как самый первый человек спокойное лицо перекосило гримаса оскалившая зубы из глотки рвался нетерпеливый рыб он чувствовал уже предвкушал вкус крови на зубах и бежал все быстрее иногда он не выдерживал и диковыл он предупреждал что нашел след и уже не отступит вскоре ему ответил грозный трубный рык и почти сразу он увидел того с кем искал встречи он замер на возвышенности и сгорбившись так что пальцы висевшие плетьями рук касались земли смотрел на смертельно опасного врага псевдогигант но иной совсем иной два метра могучие мышцы длиннющие конечности мощный горб на спине только состоял он сплошь из мышц башка тварей в отличие от всего остального была маленькой и смотрелось смешно гигант утробно зарычал и нагнувшись ударил кулаком по земле маленькое землетрясение тряхнуло почву охотник ответил низким воем очень напоминавшим волч снегоступы были сброшены мешавшая винтовка осталась там же он даже удивился зачем она все еще с ним он не смог вспомнить зачем и когда раздобыл эту бесполезную палку да и не очень пытался перед ним был здоровый сильный враг которому нечего было делать здесь на его земле раз он посмел появиться здесь он должен здесь же и умереть так он думал но мысли уже не могли строиться в слова суматошные образа все чаще заменяли долгие бесполезные слова он видел что делать и делал он увидел порванную глотку гигант так должно быть хладный труп чью кровь он будет пить наслаждаясь победой или гигант будет пить его кровь и топтать его тело но иного выхода нет разве он может быть охотник сорвался с холмика в сильном и стремительном прыжке за раз преодолев почти десять метров приземлившись запутался в плаще с диким рыком он сорвал бесполезную непонятную тряпку и бросил на землю гигант сотрясал землю быстро приближаясь к охотнику он подождал увязнув снегу по колено прыжок и он на горбу существа гигант завертелся на месте воя от боли зубы мелкого существа порвали горло и теперь из артерии фонтаном хлистала кровь дикий вой вонзился в ухо гиганта тяжелым молотом существо на спине перекусило шею и вытянув свою шею радостно выло мутант ощутил страх и понял что его страх чувствует сильный удар кулака врезался в затылок в глазах гиганта помутилось он упал на колени но сумел ухватить злобное существо за руку и рывком сорвать себя маленькое тело страшного монстра врезалось в землю и пронеслось по ней на несколько метров прорыв снегу траншею гигант трудом поднялся жизнь уходила вместе с кровью он замычал и попытался прижать артерию огромной лапой мелкая тварь уже мертва и теперь нужно снег взметнулся и рычащий зверь пуля вылетел из него все четыре его конечности врезались в грудь гиганта с такой силой что он упал на спину злобный зверь с воем пролетел мимо по инерции своего собственного прыжка и врезался в снег кубарем он прокатился далеко вперед но прежде чем замедлилось падение зверь извернулся и высоко подпрыгнул с рычанием он упал на грудь гиганты выбив воздух из могучих легких теперь страшное существо сидело на нем словно паук в одной руке сверкнул нож и шея титана была перерублена начисто охотник выпрямился и стоя на груди смелого и сильного врага поднял лицо к небу кровь побежденного текла по подбородку и густыми каплями падала на его одежду теплая соломноватая кровь поверженного им могучего зверя он завыл дико и победно чей то далекий вой ответил кто то шел к нему охотник сел на грудь твари и отрезал кусок мяса от огромной мышцы сунул в рот проглотил взял еще один с тупым любопытством смотрел на нож в руке он совершенно не помнил этой вещи попробовал острие проткнув им глаз мертвеца улыбнулся и укусил лезвие оно было из очень твердого камня большой зуб которого не было у врага у него есть но он победил бы и без него все же выбрасывать не стал непонятный камень очень интересно блестел на свету охотник прислушался к звукам что то вверху пронзительно шуршало он зарычал и посмотрел вверх белые хлопья отвратительно шуршали в километре над землей он дико зарычал возвещая их о том что такой наглости он терпеть не намерен но хлопья все равно падали охотник отрезал еще теплого мяса съел и в прыжке развернулся к своим врагам они уже давно и громко топали своими неумелыми лапами но очень далеко а теперь они здесь он сразится и победит как уже победил свою пищу он не отдаст никому два злобных зверя стояли в хлопьях падающего снега нелепо растопырев лапы они смотрели на него и на всякий случай скалили клыки эти существа пришли за мясом он слышал как урчат желудки но он съест и их охотник высоко подпрыгнул и приземлился рядом с новым врагом скаля зубы он рычал предупреждая что не отдаст мясо что сейчас убьет их если они не уйдут но они не ушли упав на лапы оба подняли морды к небу и тоскливо завыли морды легли на передние лапы и застыли оба тихо заскулили они боялись нет он не чувствовал страха только тоску что ж смерть одинаково для всех новый прыжок и застыв на трех конечностях охотник широко размахнулся ножом острее застыло в сантиметре от черной пушистой шеи глаза охотника встретились с красными глазами пса он отвел руку назад и хмурясь сидел на снегу глядя в красные глаза пса он не мог его убить охотник не понимал пёс подобрался ближе ползком продолжая скулить охотник предупреждающий зарычал второй пёс повторил манёвр собрата вскоре оба подошли очень близко но он не мог убить их вот тот от чьих глаз он не мог оторваться ткнулся мокрым носом в ладонь охотник вмыкнул собственному глупому поведению погладил пса к...к...к...кут сказал он и вдруг беспокоящее шуршание снега стало стихать он перестал слышать и чует химеру идущую по следу в двух с половиной километрах на севере наивно считавшую что она идёт без шума стрельба в семи километрах к центру зоны перестало слышаться отчётливо обратившись едва-едва заметное щелканье. Пелена падающего снега приблизилась. Он теперь видел не так хорошо. — Рут, иди и принеси мой плащ! — прохрепел сталкер, чувствуя, что горло трудно производить речь, а не подобающий сильному зверю громовое рычание. — Но я ведь не зверь! — Как ты считаешь, кут? Пес заскулил и, встав на лапы, стал вылизывать лицо вернувшегося хозяина и друга. Сталкер смеялся, шутливо отбиваясь. Рут притащил плащ, жутко обслюнявив его, и набросил сверху на обоих друзей. Они барахтались снегой, играя впервые за последний месяц. Давно он их уже не видел. Самая счастливая встреча со дня рождения. Сталкер, уже одетый в снегоступах, с винтовкой на плече, стоял и смотрел на огромную тушу титана. Он с трудом мог поверить, что завалил этого монстра одним ножом, а прежде перегрыз ему глотку. — Хоронить я его точно не стану! — поведал он псам, кивнул на тушу размером с маленький паровод. — Может, тыру? Или тыку? Нет? Ну ладно. Как вы считаете, ребята, можно ли назвать мое сегодняшнее, жутко невоспитанное поведение, легким, незначительным нервным срывом? Рут ответил неуверенным рыком. Кот поскулил. — Ты так считаешь, Кот? Да, пожалуй, ты прав. Стремительно прогрессирующая депрессия в сочетании с серьезной психической травмой вполне могли вызвать это легкое, наверное, знакомое всем воспитанным и добрым индивидуумом, временное... Эм... Хм... Рут что-то рыкнул, потоптался на месте. — Точно! Спасибо, Рут! Типичный случай. Впадение в детство в свете всего выше перечислено. Конечно! Разве мог я помешаться? Даже временно! Кот снова поскулил. Кажется, недоверчиво. Просто у меня было очень тяжелое детство. В такое не стоит впадать, мой милый Кот. Что ж, теперь, когда все наконец решилось, а моя тонкая чувствительная нервная система пришла в норму, мы можем продолжить наш путь. Они шли какое-то время. Потом Рут обнаружил, что снегоступы очень интересно хрустят, если их покусывать на бегу. Коту это тоже понравилось, и не успев открыть рот, сталкер запнулся и рухнул в снег. Сев, он отряхнул с лица снежную пыль. Псы, очень довольные своей выходкой, сидели перед ним, как два гордых сфинкса. «Разве так поступают воспитанные черные псы?» спросил их сталкер, махнул рукой. «Хотя откуда вы можете знать, как поступают воспитанные черные псы?» Уже в пути он задумчиво спросил Кота и Рут. «Кто-нибудь из вас помнит, почему мне не нужно возвращаться к нищему до весны?» Псы проигнорировали вопрос. «Значит, не хотите. А вот я сейчас возьму и пойду к бандитам, и сам их спрошу. Поразительно! Я не могу! Будто наваждение какое! Кут! Мать твою! Рут! Что вы!» Выплюнув снег, он фыркой стал подниматься на ноги. Оба пса визгливо залаяли на него. «И совсем не смешно!» буркнул он недовольный. Он шел куда-то, в снежную пыль, совершенно не представляя, чем заняться. Скучно, чтобы придумать, где перезимовать, если организм так сопротивляется по ходу к бандитам. «Изя!» Счастливо вскричал сталкер и, улыбаясь, сказал пса. «Ребята, мы пойдем навестить Изю, но его есть не надо. Мы с ним будем беседовать. У него есть замечательный подвал, где мы все поместимся. Он будет так счастлив увидеть меня вновь и познакомиться с вами. Изя очень воспитанный и приличный излом, только придурковатый немного. Но ведь мы все очень образованные, воспитанные существа, и не будем винить его за это. Что? Рут, как ты можешь? Я уже давно не хочу зажать его на цепь». Полностью довольный жизнью, сталкер, весело болтающийся своими псами, давно привыкшими к такому поведению хозяина, двинулся к брошенной базе военных, совершенно точно зная направление. Просто зная. Охотник вышел к опорам высоковольтной линии электропередач, когда-то соединявших базу военных с основной сетью, с электростанцией, ныне оставшейся за кордоном. Он некоторое время стоял посреди холмистого района местности, молча поражаясь мастерству неведомых строителей, сумевших возвести здесь такие высокие и сложные конструкции из тяжелых металлических секций. Они провели огромную работу. Было сомнительно, что сюда можно было загнать сверхтяжелую технику, с которой строительство металлических башен становилось детской забавой. В этих холмах пешком-то и то тяжеловато ходить, особенно в снегоступах. Он шел почти два дня, а летом то же расстояние преодолел бы за день. Впрочем, кто знает, летом он мог напороться на контролера с целой армией зумби и быть ранен или даже убить. А сейчас, зимой, когда зона укрыта прекрасным белым сауном, скрывшим кости мертвых и открывшим глазу многие летом, невидимые аномалии, в матушке зоне стало пусто. Какие контролеры! Он повстречал по пути одну химеру, так она была такой тощей и слабой, что бросилась к нему короткими тяжелыми прыжками, и на очередном прыжке без сил рухнула в снег. Попыталась исчезнуть, но почему-то не смогла. Половина ее тела исчезла, а другая ковыляла вперед. Смотрелась отвратительно и удивительно. Он даже говорить не мог, пока она приближалась, а когда подошла совсем близко, Рут сбил ее с ног. Бедняга просто не смогла встать. Она лежала на спине, слабо шевеля конечностями, и тихо шипела. Химера подыхала от голода и истощения. Неудивительно, по пути он больше не повстречал ничего живого, за исключением одинокого, очень тощего кабана. Вот это было очень странно. Зимой многие охотники голодают, но травоядные зимой голодают нечасто. Псы загрызли хряка, и тогда он понял, почему несчастный зверь такой худой. Он был ранен, и жизнь в его теле уже давно держалась только на чистом упрямстве. Мучения несчастного были оборваны, и его съели. Больше живности не попалось. На много миль белой пустыни с редкими кляксами ветвистых деревьев не было ни души. Создалось не очень приятное ощущение, что зона вымирала. Исчезли буквально все звери, кабаны, кровососы, сталкеры, химеры. Ни людей, ни зверя, один снег. Но нельзя не признать, впервые за много дней можно было просто любоваться первозданной красотой зоны, не прислушиваясь к сотням звукам, выискивая шорок радущихся за тобой шагов. Некому краситься был. Попрятали все или сдохли. Миновав опоры, сталкер тепло улыбался. Скоро, уже скоро он увидит старого знакомого. Он будет очень рад. Конечно, может быть, придется Изи разогдать зубы, чтобы он понял, что нужно радоваться, а не кидаться на гостя, словно какой-то невоспитанный дикарь, или сломать ногу, чтобы он не решил сбежать, окончательно уничтожив всякие ростки интеллигентного поведения с таким трудом вложенных в него сталкеров. Но может и не придется. Изя хороший, придурок, но хороший. Очень добрый, только людей ест. Когда комплекс старых строений возник на горизонте, сталкер задумался о том, что не чувствует приближения выброса. Если честно, не чувствует уже третий месяц, с тех пор, как ударил сильные морозы. Впрочем, нет. Помнится, еще в декабре была одна очень теплая неделя, и выброс он почувствовал всего за день. Раньше сразу после выброса мог сказать, когда будет следующее. Раньше, летом, осенью, зимой все изменилось. Ну, разве это не чудесно? Не надо прятаться в погребах, не нужно искать укрытия, только иногда приходится голодать. Кабаны-то уже постепенно пропадают без выброса, а зима кончается. Уже скоро начнутся первые оттепли. Строение, как всегда, выглядело уныло и приветливо. День. Вот они и выглядят приветливо, ночью напоминая обренности всего живого и неизбежной его смерти. Но как же удивительно выглядела база сейчас. Снег украсил крыши кокетливыми белыми шапочками. На сохранившихся подоконниках пушистые снежные комнаты, словно брови неведомого совсем седого великана. Сталкер стоял у огромного сугроба, в который превратился ржавый грузовик и любовался этим чудом. Он печально вздохнул. Руд, Куд, вы только посмотрите, как красиво! О! И снег пошел. Теперь я вижу не красоту, нет, я вижу самое чудесное из всех чудес на свете. Псы глянули на припорошенную снегом грузу развалившегося камня. Коим база стала уже давно и дружно фыркнули полные презрения. Сталкер недовольно глянул на верных друзей. Вы просто отвратительны, вам чуждо все прекрасно, но что поделаешь, не цивилизованному, гениальному, прекрасному, тонкой души и необычайно скромному человеку приходится терпеть ваше невоспитанное хамоватое общество. Впрочем, чего еще ожидать от вас, лишенных свойственного мне утонченного чувства прекрасного. От вас, неразумных черных псов, однако, я совсем не чувствую военных, ушли. Ведя беседу, он прислушался к звукам внутри комплекса, но больше, конечно, принюхивался, помня о проявлении военными ловкости, которой едва не окончилась его смерть. охотник охотник тут больше доверял обонянию, нежели слух. Повезло с ветром, он дул ему в лицо, прямо через здание, лишенные окон и дверей. Если бы там кто-то затаился, он бы учуял. Не он, так псы, но и кут, и рут были спокойны. Опасность, если и была, то только в подвалах здания. Пойдем, псы нетерпеливо норыкнули. Да тебя только и ждем. Однако, какая неприкрытая грубость с нашей стороны. Эй, меня-то подождите. Похоже, псам надоело его слушать. Оба рванулись в место и бегом направились к зданию. Пришлось догонять. Снегоступы жутко неудобная вещь. Бегать в них занятие не из легких. А бегать в них по присыпанным тонким слоем снега осколкам камня, с торчащими в разных стороны, гнутой арматурой. Прекрасная возможность легко и без усилий сломать себе шею. Это он выяснил, когда пересек линию забора. Рухнул так, что в глазах забегали желтые искорки. Когда зрение прояснилось, сталкер нашел, что кусок ржавой арматуры в обрамлении снежной пыли весьма красив. Плохо только, что он прям перед глазами и довольно длинный, на 3 сантиметра левее и весь этот чудный штырек как раскаленный нож в масле. Сталкер выпрямился и покачал головой, изучая такую приветливую, на вид плоскую, белую поверхность. Вот у стены аномалия, судя по всему, пространственный вихрь, научная. Научное обозначение в реестре. Очень похоже на мясорубку, но гравитация вихрь сходит с ума по своим строгим, дихим и абсолютно нереальным законам. Суть аномалии была в следующем. Эта мелкая сволочь обладала небольшим радиусом, но тянулась на 2 километра вверх. Лоскут, скрученных в тугую спираль гравитационных линий различной мощности. Чаще мощь варьировалась от полосы нормальной земной гравитации до полосы, где силы тяжести равнялись силе тяжести на поверхности Солнца. Только так, от низкой отметки к высокой или наоборот. Любопытная штучка, изучавшаяся очень тщательно, изгубившая немало вертолетов, ученых, мутантов и сталкеров. Чудо этой аномалии заключалось в том, что действие гравитационной линии ограничивалось очень небольшим радиусом. Известный максимум радиуса 3 метра. В нем материю уничтожало, сплетало в спираль, прежде разорвав все атомные связи. Но за пределами радиуса гравитация вообще не ощущалась. А такое невозможно. Помнить хотя бы Солнце. Влияние ее чудовищной массы чувствуется даже на парсек Солнечной системы. А тут нет какой-либо массы и плющит все подряд, но только в радиусе небольшой окружности. Сталкер отломил пальцами кусочек арматуры и бросил невидимую аномалию. Невидимую, но не совсем. Под ней снега не было. Вокруг сугробы, а там голая земля. Железяка взлетела внутрь и исчезла. Просто испарилась. Охотник мыхнул. Ничего не испарилось. Атомы, составляющие железяку, сейчас пронеслись по всему вихрь и выбросило на высоте пару километров во все стороны сразу. Парочка этих атомов может даже упадет ему на волосы. Но он, конечно, не почувствует. Аномалия тоже выглядит безопасно. А вот еще одна простая жарка, но способная развиваться, шириться и наращивать силу своего жара. Под ней снег оплавлен. Она тоже не выглядит опасно. А этот паршивый, впрочем, очень красивый снег, тоже выглядит не опасно. А вот упади неудачно и в висок воткнется какая-нибудь ржавая гадость. А? Руд, ну ты что? Сталкер потрепал большую голову пса, кнувшего его носом в плечо. Все в порядке, просто задумался. Сейчас встану. Кстати, ты знаешь, что вон там он стал, повернулся к псу и указал пальцем за плечо на аномалии. Притаилась злобная, лишенных всяческих культурных ценностей жарко. Знаешь? Туда ходи. Хрррр. Сталкер вылупился на оплавленный снег перед собой. Он едва не залез в аномалию. Но как? Он же повернулся и она была за спиной. И нет, он повернулся к Руду, погладил и еще немного повернулся, после чего двинулся вперед, прямо в аномалию. Но как же так? Я ее не чувствую, Руд! Охотник хмуро смотрел перед собой. Совсем? Будто там и нет ничего. А вихрь отчетливо вижу. А сеть? Неужели? Он посмотрел на сеть и обнаружил, что не просто видит ее. Он мог одновременно смотреть на этот мир с двух разных точек, видя и сеть, и все остальное. Кроме того, ему теперь было много легче управлять энергией сети, будто он сам стал ее частичкой. А огненная аномалия исчезла. Нет, она, конечно, никуда не пропала. Вон она, ждет, чтобы убить. Но из его восприятия она выпала. А может, ее правда нет, а? Может, снег оплавился давно, а аномалия уже исчезла? Он почти убедил себя в этом. Даже смог забыть, что если бы жарко исчезло, лед завалило бы снегом. И даже шагнул еще ближе. Рот предупреждающий зарычал. Из развалин вынырнул встревоженный рыком брата код. Сталкер отступил, отыскал в снегу сухую веточку и кинул в центр обледеневшего круга. Веточка понадобилась потому, что он кое-что вспомнил, но решил отложить туманное, не совсем понятное воспоминание на потом. Кусочек органической материи влетел в круг. Но земли коснуться не успел. Пламя дико взревело и тут же скрылось в столбе горячего пара. Даже немного обожгло лицо паром. Он стоял тупо, глядя на это дело, пока пар не исчез полностью. Не все жарки срабатывают на внешний раздражитель неорганического происхождения. Неподтвержденная, нет, мною, нет. Кем-то со мной подтвержденная информация. Сталкер морщился от тупой боли в затылке. Как всегда, попытки вспомнить что-то из прошлого отражались неприятными ощущениями. Всплыло из глубин прошлого мрачноватое и угрюмое лицо. Глаза волчьи, но в них светятся решимость и что-то доброе. Кажется, этого человека давно нет в живых. Что с ним стало и кто он? В одной из пробуждений он смог открыть глаза. Впервые за много дней он видел что-то, кроме светящихся синим искор в сети. Ее он видел всегда, иначе, чем обычно, не со стороны, а как бы став одним из узлов, с положенными каждому узлу соединительными ниточками. По ним, ко всем узлам, поставлялась энергия. Сейчас он увидел освещенный подвальчик, освещенный падающим из пролома узким снопом солнечного света. Зрение не сразу обрело резкость. Сначала все плавало в размытых пятнах. Потом он увидел стену напротив, крысу у своих ног. Это, кажется, когда-то было ногами. Бесформенные черные агарки. Нормальной длины, как положено ногам. Но просто черные агарки со ступнями. На животе, свернувшись в клубок, привычно тряслось большое тело кута. Большое. Он стал очень худым. Ребра торчали наружу. Кожа покрылась пятнами рудцов. Но на ней не было ни единого волоска. Он погладил безволосого пса. И тот ответил горестным скуляжом. Сквозь сон. Повернул голову направо. Вверх лестницы лежал руд. Черная шерсть, по-зимнему пушистая. Была вся в крови. Кое-где виднелись раны. Пес сказался мертвым. Но он просто спал. Маленькие уши беспокойно подергивались. Тяжелая морда, повернутая к лестнице. Он посмотрел на убегающие в темноту подвала ступени. Их густо усыпали гнилые тела. Видать мертвецы шибко перевозбудились. Чуя постоянный запах мяса и крови сверху. И теперь по одному и группами ломились сюда. Руд охранял их. Сталкер сживал крысу. Впервые за все время он не почувствовал желание спать. Наоборот. Голод терзал еще сильнее. Нужно отправить руда охотиться. Ему не сладко. Пес полумертв. От ран и усталости. Но он один может что-то добыть. А если не будет еды, не будет шанса выжить ни единого. Руд! Смог сказать сталкер. Руд ухватило. Он спрыгнул на ноги. Шерсть вздыбилась. Грозный рык отправился вниз по лестнице. Предупреждая, что сюда соваться не стоит. Руд поперхнулся, понюхал воздух и с некоторым недоумением оглянулся. А потом, натурально завыв, кинулся к хозяину. Он тявкал и скулил, припадая на лапы перед ним. Жаловался. Потом начал поминутно между тявканием и скуляжом взрыкивать и угрожающей скалиться. «Есть еда!» – хрипел сталкер. Руд наконец перестал рассказывать, как храбро он сражался, охраняя их, и замолчал. Сталкер через силу повторил сказанное. Руд звизгнул и лизнул его в лицо, на котором двигаться сейчас могли только глаза. Затем он отошел к лестнице, зарычал, повернувшись к мертвецам, большинство которых были обезглавлены. Фирменный знак Руда в отношении мертвецов, упорно игнорирующих прискобленный факт собственной смерти. Руд вернулся и снова лизнул горелую маску, временно ставшую его лицом. Стало ясно, он не уйдет, боясь оставить их беспомощных. И все трое вскоре умрут банально от голода. Охотник обратил свой взор в сеть. Миг и аномалия грозовой цветок взметнулся к потолку. Восемь языков трескучего бело-голубого пламя. Собственно не совсем пламени. Конусы с раздутыми неровными боками состояли из сотен микромолны, постоянно трещащих и разрывающих электрическими разрядами. Конусов было много и они располагались точно по краям электромагнитного кока. Один на другом, в принципе, при некоторой фантазии, и правда напоминала бутон розы, слепленный из молнии. Эта милая аномалия, убивающая все живое и способная поражать даже за пределами своего радиуса, считалась глупым мифом, так как была найдена однажды одним человеком. В последствии сей достойный джентльмен сталкерской наружности как-то поутру отловил довольно свежую зомби, притащил ее в сталкерский лагерь, крепко связанную, бросил на краю в дороге, разделся, раздел ее, пустил очередь из автомата и самым неприличным образом совершил половой акт с несчастным, ничего не понимающим, дико рычащим живым мертвецом. Весь лагерь, потревоженный близкой стрельбой, поднялся на ноги и лицезрел это удивительное действие чистой и непорочной любви. К несчастью, закончив свое занятие, джентльмен, соокупившийся с покойной дамой, открыл стрельбу по своим. Так что они оба умерли, в любви и согласии, и даже в один день. Учитывая такую удивительную историю, грозовой цветок считался одной из местных легенд, правда, не такой сумасшедшей, как остальные, и за давностью лет, нынче почти забытый. Откуда его помнил сам охотник? Он четко помнил сейчас, создав цветок усилием воли, что когда-то узнав о нем, долго пытался получить это чудо в лабораторных условиях. Да, вот об этом воспоминании он и думал, пока не сработал его цветок. По воле случая в него попал кровосос. Похоже, он зимовал в подвале. Впрочем, мог прийти издалека, куда вели подземелья комплекса. Сталкер не знал, они вообще могли идти под всей зоной. Несчастного ударило разрядом из центра лепестков еще в самом низу лестницы. Но разряд не исчез. Он искрился, приклеившись к извивающемуся телу, и по короткой дуге затянул монстра в самый центр цветка. А слепительная вспышка конфетти и из-за станков бедняги его голова случайно оторвалась от тела и упала в соседние стены, выпучив желтый глаз прямо на Сталкера. И вновь лепестки весело искрятся, плавно вращаясь в электромагнитном контуре, перетекая друг в друга, сливаясь, разлепляются, одни исчезают, другие появляются вновь. Он любовался этим чудесным действом, пока не вернулся род. Его грозовой цветок не ударил пса, потому что, пытаясь когда-то создать это чудо в лаборатории, тогда еще не Сталкер, не знал самой сути этой аномалии. Кокон был лишь силовым узлом, центром, а не всей системой. От кокона в нормальном цветке во все стороны расходились петли магнитных полей, служащих не только контуром подпитки, но и сенсорной системой. Кровосос попал в петлю поля, и по ней тут же прошел мощный разряд, стремящийся вернуться к центру. В самом подвальчике петель не было. Рус мог даже впритык подойти к цветку с этой стороны, понюхать его и остаться невредимым. Сегодня умный пес снова принес крысу, обнюхал голову погибшего в аномалии мутанта, довольно порычал и теперь убежал надолго, а Сталкер уснул. Проснувшись, удивленно уставился на жирную псевдоплость. Чрезвычайно гордый добычей Рут сидел рядом с ней, высоко задрав ногу. Где Рут откопал такой жирный экземпляр? Тем более зимой осталась загадкой. Он сам и до, и после, даже летом таких не встречал. Поели все вместе. Рут немного, он пришел уже сытым, а вот охотник с Кутом наелись от пуза. После чего, обняв Кута, Сталкер снова уснул. Пес беспокоил его. Нет, он быстро выздоровел и уже ковылял по подвальчику на трех лапах. Но вот его шерсть, он сильно мерз, причем постоянно. А через некоторое время Сталкер пережил неприятное приключение. Тело уже не болело, даже когда он двигался. Но черная корка не отставала, наоборот, твердела. Очень может быть, что теперь это его новая кожа. Вот как раз приключение и убедило его, что он ошибается. Однажды, проснувшись, он понял, что ему надо в туалет. По-большому. Мучился он уже не раз. Но вот по такому поводу организм его беспокоил впервые. С... Хм... Назовем эту тупую выходку с жаркой несчастным случаем. Поднявшись по лестнице в более обширный подвал, Сталкер присел, как положено. Корка лопнула в нескольких местах, причинив боль. Он потужился, но дело не ладилось. Поднотужился изо всех сил. И когда процесс пошел, дико заорал от боли. Так что штукатурка посыпалась. Столько же децибел было в раздавшемся треске, лопающейся шкурой. Сходила она пластами, что обидно, не везде. — Посмотри на меня! — завыл Сталкер, жалуясь сопровождающему его Рута и ковыляя обратно в подвальчик. — Нет! Лучше не смотри! И не вздумай смеяться! Воспитанный пес Рут скромно промолчал и бежал впереди. От поясницы до колен черная корка полностью сошла, открыв кожу, состоящую из сплошного розового шрама. Даже энное место было ярко-розовое. Учитывая, что ниже колен и выше пояса он все еще был угольно-черным и напоминал застывшую вулканическую валу, будь тут кто-то из бандитов со смеху лопнул бы, а он бы повесился, не пережив позора. Через несколько дней вся корка покинула его тело. Шрамовая ткань тратила розовый цвет. Теперь он был совершенно такой же, как девять с лихом месяцев назад, в день своего рождения. Охотник, подумавший вновь взять имя окурок, рискнул выйти на улицу. Голый, страшный, как кровосос, он прибежал на место, где так обгорел. Ужас сковывал движение. Холода же он не ощущал вовсе. Переборов себя, охотник нашел плащ, винтовку, полюбовался на полосу льда, отметивший место, где его тащил горящий, словно факел, кут и вновь вскрылся в подвале. Теперь у него было оружие, правда, всего с десятью патронами и кое-какая одежда. Старый, добрый, вонючий и грязный плащ Ракси. Спустя неделю кут обзавелся первой шерстью. Она выросла кутцами-пучками в беспорядке, разбросанными по всему телу. А охотник обнаружил, что с ним творится старая история. Только гораздо быстрее. Шрамы засыхали и сходили пластами. Под ними была привычная серая немного, разве что чуть-чуть землистая кожа. Даже гордость и величие любого мужчины не утратила ни сантиметра. Кстати, это была, пожалуй, самая лучшая новость за многие дни и солидно подняла боевой дух, а также моральный облик сталкера. В подвале они втроем по соседству с грозовым цветком прожили весь холодный ветреный февраль. Едва на небо лениво выползло мартовское солнце, сталкер решительно покинул подвал. Ему требовалось найти одежду. Разве может воспитанный интеллигентный человек разгуливать в одном плаще на гулое тело? Это ульгарно, хотя и нравится некоторым невоспитанным девушкам. Просто неприлично. Так что нужно выследить пару сталкеров и ограбить их немного. Или точно. Он не пошел в сторону свалки, утопая по колено в снегу и трясясь от холода. Да, к несчастью, новая кожа вместе с пристойным видом также и подарила ему и низкую сопротивляемость к холоду. Он мерз. Не так сильно, как обычный комнатный человек. И даже не так сильно, как привычный голоду. Холоду и многим другим опытный сталкер. Но тем не менее, мерз. Забег на 10 километров в одном плаще мог кончиться для него плачевным. Именно поэтому он двинулся к месту, где лежал недавно. При смерти. Там он нашел прелюбопытную картину. Он стал даже сильно уважать Рута. Широким кольцом, присыпанный свежим снегом, там лежали кости. Много разных костей. Видать, пока он пребывал без памяти вместе с Кутом. Сюда непрерывно стекались мутанты и зомби, привлеченные запахом крови. Он интересовался как раз зомби. На них могла остаться одежда и гнилые тела, вряд ли кто-то станет есть. То есть одежда останется целой. Пускай вонючий, но вонь пережить все же легче, чем холод. Среди костей зомби были не только два, окоченевших. Один без головы. А вот и тот самый. Перегрызана глотка. Растерзано плечо. И лица нет. Да и не только лица. Охотник с облегчением и разочарованием посмотрел на беднягу. От него немного осталось. Ничего из одежды использовать не получится. Все в лоскуты. Хотя с трудом он сдернул спокойненько ботинки. Хорошие ботиночки. Тяжелые, теплые, зимние бутсы. Основной их недостаток вес. Весят столько, что если удастся попасть, можно и слепому псу башку размножить. На покойнике нашлись и шерстяные носки, и даже простые, правда, драные. Но дареному коню зубы не смотрят. Больше ничего интересного на этом трупе он не нашел. А вот сгнивший, почти начисто безголовый, после близкого знакомства с Рутом, был богат на подарки. У него обнаружилось почти целое, плотно облегающее тело, утепленное мехом куртку. Она была прострелена на спине и вся в пятнах крови, попахивала. А если ее так греть, так и вовсе будет вонять. Но в целом ничего. Кожу мех довольно приятно щекочет. И под плач хорошо подходит. Остальная одежда была изодрана так, что надевать ее не было смысла. С такой вентиляцией, что в ней, что без нее, все едино. Приодевшись, охотник повернулся к псам, сидевшим на земле и с интересом за ним наблюдавшими. Все это время. Ну как? Спросил он. Псы по очереди широко зевнули. Охотник, почесывая подбородок, на котором борода расти отказывалась, смотрел вниз. Сам понимаю, что не очень. Может, то здание осмотреть? Псы не возражали. И все трое пошли к пятиэтажному зданию. Особо колоритно смотрелся сталкер в старом плаще, развивающемся на зимнем ветру, твердо шагающим прямо вперед. Солнечный свет задорно поблескивал на полированной коже куртки. Ласково подогревал голые волосатые ноги, непомерно огромных ботинков. Что-то в районе пояса сильно раскачивалось при каждом шаге. Из стороны в сторону. Где-то чуть ниже пояса. Да, красавец. Что тут скажешь? Надежда найти штаны не оправдалась. Остаток дня и ночи он искал в развалинах, но так ничего не нашел. Даже летних штанов. Только кусок брезента. Подумав поутру, он вышел в путь, приспособив брезент на манер юбки. Вид был глупый. Теплее не стало. А под конец зловредный брезент намертво примерз к очень важному месту. Еле оторвал. Чуть было не оторвал вместе с местом. Так что к свалке он двигался, застегнув плащ на одну пуговицу. Остальные давно потерялись. И стуча зубами, каждый раз, как порыв ветра, разворачивал полы плаща и обжигал все ниже куртки. Веселенький вышел поход. Кот постоянно подбывал. Он мерз не меньше хозяина. Чертова зима. Они шли, вынюхивая сталкера, которого могли бы ограбить. Выглядывали труп, не занесенный снегом, чтобы ободрать с него одежду. Или на худой конец какого-нибудь зомби. К сожалению, в зону пришла зима. Гиблый для всего живого период. И вдвойне гиблый здесь, в зоне. В тот день они так и не дошли до свалки. Снегоступов у него не было. Кто-то изгрыз их пластуты, для того, как сталкер смог вернуться за ними. Но хорошо, хоть плащ не разорвали. Так что идти приходилось, утопая по колено в снегу. Местами проваливаясь по поясу. В итоге шел он медленно, с огромным трудом. Прежде он мог прошагать даже так и день и ночь. Но сейчас, уже к вечеру, едва не падал под весом винтовки. Пришлось устроиться на ночлег. Вырав в снегу приличной глубины яму, он свернулся калачиком на дне. Псы легли рядом. Так было теплее. Спали спокойно, не замерзнув и не потревоженные местом на зырье. А наутро проснулись от громогласного грева. Сталкер скачал с винтовкой на готове. Псы выскочили из ямы и замерли на ее краях. Грозно рыча искались. Но рут точно выглядел грозно. Оскали на чистоков кривых клыков, горящие красным глаза, в дыбленной на загривке шерсть. Кот, как бы это сказать, выглядел забавно. Будь он меньше, можно было бы принять за вдруг научившуюся громко рычать крысу. Бедняга. Вокруг не было ни души. В обозримом пространстве тоже. Но пронзительный рык и виск вой вдруг стих. Как по команде. Сталкер хмуро взирал на белую пустыню, не совсем понимая, что происходит. Что значит этот холд? Через три дня выброс, вдруг сказал охотник и сам себе удивился. И правда, в глубине души ожил тревожный колокольчик. И сейчас тихонечко звенел. Предупреждая, кажется, даже радостно звенел. И еще, любопытно, ему было тепло, даже жарко. Охотник взглянул в небо. Солнце только поднялось, но его лучи жарко горели кожу. Снег искрился по-особенному, и он стал немного иным. Снег пока незаметно таял. Такое уже бывало раньше, оттепель, за которой следовал жгучий мороз. Но теперь что-то изменилось. Вслед за этой оттепелью не придут зимние морозы. Может, похолодает немного, но уже только немного. Срань, Господня! Весна! Возопил счастливый Сталк. Весна наступает! Ру! Кут! Теперь ты не будешь дрожать от холода, и твоя шерсть за лето вырастет. Скоро снега совсем не будет. Не будет! Он замолчал, и хмуро поковырял пальцем снежный край ямы. Надо же! Вроде радоваться надо. Вот все звери зоны, пережившие зиму, радовались. Чуть не оглох от их далеких хлопрей. А он не может. Снег ему, друг! Он предупреждает черными подпаленными и кусками льда о любых огненных аномалиях. Теперь снега не будет. Придется во все глаза смотреть по сторонам или обзавестись датчиком. Но датчик не страхует от всех аномалий. Теперь ходить придется очень осторожно, а о беге вообще забыть. Словно обычный Сталк. И вот еще что любопытно. Начиналась весна. Теплая, приветливая и тщательно скрывающая десятки смертельно опасных аномалий. Но март на дворе, и он еще только начался. Охотник знал. Разве в марте зима кончается? Вся доступная память утверждает, что он бредит. И все звери зоны, только что известившие о начале теплых дней, когда много добычи и холод не грозит с тобой покончить. Все эти звери тоже бредят. Массовое сумасшествие. Тем не менее, весна на дворе. Он знал. Что же получится? Ребята, знаете, а я не здесь родился, сказал он сам. И те очень удивленно на него глянули. Потом тякнули. Знаю я, что родился не вот на этом месте. Прекратите пояснить о том, что я много лет жил там, где весна приходит на два месяца позже. Рут уселся на краю ямы и стал ловить блох на своей шкуре. Кот глянул на него и тоже сел. Ткнулся мордой в свою голову в коричневую шкуру и спустя миг дико зову. Очень тоскливо. У него ни блох, ни шерсти, в которой те могли бы жить. Не расстраивайся, кот, успокаивающе погладил несчастного пса охотника. Что ты переживаешь? Тебе теперь не надо постоянно чесаться и кусать себя, как этому блохастому, невоспитанному существу. Ты должен радоваться. Рут скинул морду и рыкнул на обоих. Повернулся к ним спиной и продолжил приятное занятие. Кот подвинулся ближе к сталкеру, прижался к нему и взвизгнув кухнув в яму, обвалив ее в снежный край. Вскоре они двинулись дальше. Снег, кажется, стал тоньше и заметно тверже. Теперь сталкер ни разу не провалился по пояс и почти не мерз. Кот, тот холода, не ощущал совсем. Солнце грело и радовало, но больше всего их обрадовал сталкер, появившийся на горизонте и теперь упорно бредущий в их сторону. Охотник застыл на месте и ждал, готовые выстрелить. Одиночки в большая редкая зона и чаще всего это очень опасные существа, как те пятеро, что были на празднике бандиты. Они даже на людей не очень походили, они были другими, детьми глубокой зоны. Но этот кажется тоже не вооружен и от него пахнет кровью. Возможно, сей достойный мужчина попал в виду. Что ж, можно помочь ему добраться до свалки в обмен на часть его гардероба или прикончить и забрать все на правах дикой приватизации. Впрочем, ему снова повезло. Не пришлось брать на себя ненужные обязательства по конвоированию к свалке незнакомого дядь подозрительной внешности. Не пришлось даже тратить дорогие, кстати, патроны на полоумного сталкера, жизнь которого не стоила и гильзы. Патроны к его винтовочке чешек продавал по 30 рублей за штуку. Сволочь! Тогда как простой патрон, например, к ПМ, шел по рублю. Незнакомец приблизился и сталкер обнаружил, что нетвердо ступающий по глубокому снегу сталкер ранен очень тяжело. Такие раны не дают возможности выжить. Собственно, этот конкретный сталкер и не выжил. Скорее всего, он еще ночью умер. Правда, выброса не был, а без него покойники обычно. «Излучение!» хлопнул себя по лбу охотник. Покойный сталкер с пробитой шеей заковылял заметно быстрее. Я был уверен, что это выброс большой массы элементарных частиц, скорее всего, кварков, либо чего-то более фундаментального. И именно поэтому мы не можем измерить его силу, вообще зафиксировать наличие излучаемых частиц, потому что не существует приборов, способных регистрировать свободные кварки. Да, считается, что эти частицы вообще в свободном виде не встречаются. Кое-кто считает, что их вообще нет. Мертвец с очень умным лицом, кстати, подошел ближе и начал клюпать ртом. Из горла брызнула стройка крови. Сталкер улыбнулся. «Вот и я говорю, придурки! Существование позитрона, ныне аксиома, а раньше считалось идиотизмом, кварки или что-то в этом роде, понимаете?» Мертвец внимательно выпучил глаза и провалился в снег по пояс. Сталкер кивнул. «Извините, забыл вас предупредить, здесь довольно глубоко. Так вот, это именно кварки или что-то очень похожее, но я полагал, что этот выброс по сути взрыв, равнонаправленный взрыв, разносящий частицы на расстоянии, поглощенные зоной, не дали из-за относительно мизерной силы взрыва. Излучение истощает себя у кордона, кое-где вырывается дальше, но узким языком, так сказать, по инерции, после чего масса кварков исчезает, теряя полученную энергию, ускорение и свободу. Излучение самоликвидируется. Он широко улыбнулся мертвецу и безуспешно пытавшемуся решить проблему извлечения себя самого и снижения и одновременно укушения жертвы. Нихуя подобного! Я ошибался в самой основе, именно поэтому Лиза смогла получить зомби, тупого на одном инстинкте, но абсолютно живого, умирающего, как все смертные. Он начал ходить зад и вперед, перед носом мертвеца рассуждать, махая руками. Мы разрушили нейронные связи его мозга, мы уничтожили по сути безвозвратно личность, нарушили работу гипофиза, но не добились самостоятельной работы ткани. Почему? Генерируемое излучение было неполным, мы создали направленный взрыв и поток излучения основных частиц, но мы не учли того, что требуемое излучение далеко не только кварки или что-то похожее. «Ой, какой идиот! Лиза ведь выдвигала подобную теорию, а я и пообещал ноги выдернуть, если она хаяла еще разинит, еще в рот дать пообещал», задумчиво добавил сталкер и пояснил своему новому знакомому. «Я был не очень хорошим человеком, знаете ли. Да, Лиза предложила, что кварки несут в себе заряд энергии и излучение так же смешано с чем-то. Хм, ах, ну да, темные частицы, антифотоны, энергия, излучаемая квазарами в очень небольшом количестве. Но здесь это количество столь мизерно и так рассеяно, что его нельзя обнаружить нашими приборами. Именно эта энергия дает возможность свободным кваркам. «Эх, ёптвою мать!» Он даже сел в сне. «Лиза, если ты была права, иногда в самом начале пути излучаемый кварки получает возможность застрять в подходящем массивном материальном теле. Только хоть убей, не знаю, из чего должно состоять такое тело. Застряв, кварки остаются свободными. Через какое-то время материя разбавляется, так сказать. Крошатся не только молекулярные и атомные связи. Самые элементарные частицы разрушаются и мы получаем новый источник излучения, отстоящий от первого того, что в центре зоны, на несколько километров или даже ох, нет, статуя кордона». Он теперь знал, что за странный феномен, возбудивший интерес многих ученых. Однажды после выброса статуя вождя мирового пролетариата, очутившаяся в самом кордоне, начала излучать слабо и не радиоактивные частицы, а просто терять обычные электроны. Почему-то бронзовый великан стал их терять, будто по собственному капризу. Бронза обещала превратиться в какое-то новое вещество, предположительно через 10-15 лет. Уже сейчас это не бронза, а что-то непонятное. Что станет с ним дальше, никто не знал, но изучал великана постоянно. «Ты, друг! Рут, ну вот зачем ты так сразу?» Он недовольно смотрел на обезглавленного мертвеца, торчащего из снега и очень довольного руки. «Эх, этот бедолага помер совсем рядом с таким вот постоянно излучающим источником, только уже пережившим стадию потери электронов. Хреново! Молодая еще зона, совсем дитя, крошка, которая вырастет и повзрослеет, на глазах у быстро драклеющей умирающей мамы. А мама, в нашем случае, целая планета. Может поэтому, братья по разуму, вороватые америкосы, ни с того, ни с сего, влупили миллиарды в самые идиотские программы НАСА. Впрочем, они торопятся слишком». Он кисло улыбнулся. «У нас в запасе еще пара миллиардов лет, хотя его взгляд скрызнул по небу. «Наше солнышко станет сверхновой через пять долгих сраных миллиардов лет. Думаю, повзрослев, наша милая зона без особых проблем переживет этот долбанный взрыв». Лиза, кажется, что-то тогда говорила, не помню. «Помню, я ее трахнуть собирался, а может, даже и трахнул». Охотник замолчал и тупо пялился на мертвеца. Тот брызнул хиленьким фонтанчиком крови из перегрызанного горла. Лизу он вспомнил и даже не удивился. Вот только сейчас дошло. И Франкенштейн этот охотник не удержался и сплюнул. Хиляк сраный. Только вот больше ничего большей частью выражавшийся в тотальном презрении к нему. А Лиза ему нравилась, хотя он и считал ее сексапильной идиоткой. Он ее, кстати, недавно видел в компании зарубежных солдатиков. Эта сучка бросила своих паганцев на него, правда, не зная, что это он, кто он. И все равно, сучка, надо было ее не трахнуть, а пристрелить. Впрочем, он так и собирался сделать. Она знала больше, чем ей полагалось знать по раму. И почему проклятие она до сих пор жива? У араба крыша совсем поехала. Он что, на старости лет идиотом стал? А может, трахает ее? В любом случае, Лиза имела доступ к самым секретным разработкам. Ее должны были отработать и устранить. Почему этого не сделали? Без него ни хера не могут. Черт, кто же он? Кто такой араб? Неужели Франкенштейн все еще жив? Его должны были убрать сразу по окончанию работы с гравитационным оружием. Впрочем, если это овца Лиза до сих пор жива, скорее всего, араб и ученого чистоплюя в живых оставил. Или араб мертв? Когда все равно хреново. Кажется, араб и он фигуры тесно связаны. Без араба его самого должны ликвидировать просто из предосторожности. Интересно, все вообще запуталось, да нельзя. Лиза живет на целый год больше, чем должна. Он ни хрена не помнит. База неизвестна где. Вся операция пошла кувырком. И араб ублюдок. Какая операция? Хрен редкий не слаще. Голову прострелило болью до самой задницы. Застанав охотник упал на спину. Одновременно в голове вспыхнули пузыри ярости. Какие-то смутные картины прошлого. Что-то связанное с центром зоны. Начнулся он по тому, как замерзло достойно в седалище и ноги. Учитывая обстоятельства, он выбросил из головы все мысли. Воспоминания, вопросы, вообще все, что сейчас только мешающее. И занялся зомби. Обшарив карманы, он ничего интересного, кроме спичек не нашел. Затем приватизировал понравившиеся вещички. Теплые штаны, рубашку, целые носки и одну перчатку. Вторую тупой зомби где-то потерял. Подумав, забрал еще и ботинки, заляпанный кровью свитер. Их сложил в свой рюкзак. Также на руке парня он обнаружил кольцо. Легко определив, что оно золотое и камешек на нем настоящий рубин, положил его в один чего отправился дальше. Только не к свалке. Теперь это не имело смысла. Ему требовались патроны. С десятью много не навоюешь, а использовать сеть постоянно он не хотел. Кроме того, он обнаружил, что не привык полагаться на что-то одно еще с детства, которое он не помнил. Если вдруг сеть станет недоступна, он же с голыми руками останется. Да, он очень силен, быстр, умен и очень вынослив. Краном, но Химера гораздо выносливее. Тем не менее, даже ее может убить самый зеленый новичок с калашом в руках. Если повезет, конечно. А Фортуна девушка ветреная, даже немного шалавистая. Сегодня с одним, завтра с другим. Так что патроны и пистолеты нужны как воздух. Своим потерял в аномалии. Они все еще там, кстати. Но он подулом автомата, туда на выстрел сталкера блудящего смысла нет. Все равно патронов к своей винтовке он не найдет. В винторезу то патроны найти проблема. А ушки его зенитки тем более. А вот у нищего специально для него лежат несколько коробок таких патронов. Их ребята всегда закупают у торговца по приказу просьбе нищего. Любопытный он человек, этот старый бандит. Чаще все его приказы вежливая просьба, но игнорировать его просьбу решится только очень крутой или очень глупый человек. Значит к нему, но к нему нельзя. А я и не буду на базу заходить, да? Худ в это время бежавший рядом вежливо поскулил. Ну я и говорю, мы просто отыщем охотников и попросим кого-нибудь принести патроны и пистолеты, а в качестве вознаграждения этому любезному джентльмену. Мы ему что-нибудь подарим. Рута, например. Рут, давай тебя подарим. Рут, бежавший впереди, недоуменно обернулся и молча оскажил. Ага, тебя подаришь, потом месяц с базой вылезать не будешь, да? А зачем? Двадцать человек. Тебе как раз до лета хватит. Вылезешь потом на улицу толстый, красивый, а на базе тишина и никого. Вот так, ведя милую дружескую беседу, он медленно продвигался к охотничьей тропе банды нищих. Он собирался открыто подойти к затаившимся бандитам и попросить, они ведь все его знают, стрелять не будут. А новички в банде никогда одни на охоту не ходят, их перед самостоятельной охотой долго и довольно страшно воспитывают, чтобы не уронили чести банды и главное не нарушали слов правил босса. Нарушители слегка убивали, в основном показательные. для поднятия боевого духа и чувства преданности у остальных. Ну, конечно, не со зла. Нищий на самом деле был очень добрым, тонко чувствующим человеком, как почти все бандиты. Просто этот жестокий мир совсем не понимал его сложной чувственной натуры. А Лиза все-таки сука! Ни к селу, ни к городу объявил охотник. Уже очень скоро он стоял на гряде холмов, занимающих главенствующее место над всеми остальными, они были самыми высокими. Отсюда открывался шикарный вид на многие мили во все стороны. Далеко справа виднелась свалка с мутным темным пятном. Оказывается, он не мог больше отклониться в сторону, чем предполагал отклониться. Он прикидывал выйти поближе к ней, а вышел поближе к посту. Его отчетливо было видно слева. То нагромождение снежных сугробов оно и есть. Просто немногочисленные укрепления и старый вагончик давно завалило снегом. База совсем рядом, вон и разваленный домик, расстрелянного под Новый год, видать, далеко на горизонте. Он же не желал выходить прямо к базе, тут охотились только изредка. Как говорил нищий, возле дома никогда не воруй и не еби, в общем, не заигрываясь прекрасными дамами. Ломиться на базу нельзя, он нарушит сказанное им самим и пожелание нищего, пацаны не поймут, к весне вернуться должен, после того, как сойдет снег, значит нечего возле базы и мелькать до этих самых пор, а самих бандитов именно здесь и сейчас не встретишь, выходят они на охоту только ночью и снегопад, снег шел как раз ночью, так что до вечера никого не увидишь, валяются сейчас в снегу или за свалкой в лесу сидят, ждут добычу. Ожидать их до вечера не хотелось, идти по глубокому снегу до Чешика не хотелось совсем, он намеревался пойти по дороге, которую прикрывал пост долго, как только возьмет патроны, зачем? там есть маленький домик километра три прямо, один налево в березовой роще, совсем недалеко от бара, в домике тайник с едой, откуда знает, знает и все, он там бывал уже когда-то, а тайник устроен именно для него, только неизвестно кем, странно, что он помнит о домике тайнике, ну и ладно, главное, до времени, когда он поведет пятерых в поле, голодать не придется, там и кабанчики наверняка обитают, на худой конец слепого пса съесть, или крысу, надо еще к патронам соли взять, почему-то очень захотелось соли, и есть, желудок громко заурчал, требуя еды, ладно, сначала найдем бандитов, потом поохотимся, может на базе лыжи есть, или снегоступы, вряд ли найдутся лишние, но спросить надо будет, и так, Валдис часто караулиет со своим отрядом вот тот участок полкилометра мимо домика, по дуге к центру зоны, нет, нет, не центр, центр, красная точка, бар, Припять, другие близкие места, красная полоса, средняя, это дуга, желтый уровень опасность, рядом с кордоном зеленый уровень, перед глазами всплыла карта, полная белых пятен, но размалеванная красными, желтыми и зелеными полосами, и семь серебряных влажков, один из которых был в красной полосе, остальные в желтой и восьмой в зеленой, что они интересно означают и где он видел карты. Всю дорогу к охотничьим угодиям Валдиса он размышлял над значением флажков, но больше ничего в голову не приходило. Собственно, это было последнее воспоминание на многие дни. Через пару часов плюхания в глубоком рыхлом снеге он вышел на невидимую гладкую топу, где всегда кто-нибудь дежурил, чаще группа Валдиса. Он постоял на расстоянии от этой тропы, редко приносивший зимой добычу. Бандитов за этим с горкой видно не было, но так и должно быть. Зато он прекрасно чуял их. По обыкновению закопали снег. Удивительно, как легко можно спрятаться от человека в снежной пустыне. Вот сейчас он смотрит и видит ровное белое поле, аж глаз режет. И ничего подозрительного, только нос говорит, что в сотне метров впереди семь человек, один из которых мерзко пахнет жареным мясом, а двое других женщины. Кут, Рут, тихо позвал он. Псы замерли рядом. Собственно, они и не убегали. Людей почуяли все трое и уже давно, поэтому псы не разбегались. Они пока не видят, поэтому вы оба сейчас убежите. Хорошо? Оба послали ему по недовольному взгляду. Пошутить я хочу. Ну давайте, бегите, только вон туда, ладно? А я сейчас поднимусь и вроде как в обход поставлю. По дуге в зону. Ну, не надо меня облизывать, путь, иди же. Псы убежали. Сталкер натянул на голову капюшон, скрыв лицо и тяжело, старательно изображая усталость, двинулся вперед. О том, что его винтовку все бандиты знают, как облуплены, он умудрился забыть. Шутка в итоге не удалась. Он уже шел рядом с едва заметными сугробиками, когда один из них ворчливо спросил. «Тебе вот делать совсем ничего, да? А люди работают, слушай. Весь лапа обломал, да? Теперь обратно снег ждать, зашкерится чтобы, ээээ, что кушать буду, да? Ваха, ты как меня узнал? — обиженно спросил Сталкер, у сугроба поднимая капюшон. Сугроб поднялся и фыркой отряхнулся. Ваха улыбался во все лицо. Пушистые усы кончиками торчали почти вертикально к поверхности земли. — Смотри, какой усы отпустил! — похвастался он, опираясь на ствол новенькой винтовки. Видать, бандитам везло даже больше, чем рассчитывал в август. — Месяц всего. Настоящий джигит, усы всегда растут быстро. — Винтовка твоя! У меня нет такой! У Валдиса нет! Ни у кого нет! У тебя есть! Один за другим сугробы начали подниматься. Почти все улыбались. Только Валдис был хмурый и расстроенный. Оно и понятно, он ведь всех здесь полсуток продержал, а вместо добычи только на мертвость, как суслей. Тут уж в любом случае он как командир виноват, что добычи нет. И злиться будут не на охотника, испортившего засаду, а на него, Валдиса. — Привет всем! И мое искреннее восхищение вашей неземной красотой, прекрасной девой! — сказал охотник и вежливо поклонился двум фигуристым дамам в глухих комбинезонах. Эти не мерзли ни секунды. Такие комбинезоны позволяли сохранять тепло тела внутри самого комбинезона. Защищали от перегрева, слабой радиации и стоили очень нехило. Дамам нищий их выдавал неспроста. — Ребята, прошу вас простить меня, но я бы не испортил вашу охоту, если б не нуждался в вашей помощи, — сказал он всем извиняющимся тоном. — Но я принес вам маленький подарок. Может, он сумеет как-то заглавить мою невоспитанную выгоду. Сталкер снял рюкзак и вытащил оттуда окровавленные вещи, а также кольцо. Кольцо отдал лично Валдис. Тот почему-то не стал веселее, наоборот, стал какой-то бледный и нервный. Он будто сделал ему какую-то гадость и стеснялся признаться. — Глупость, конечно. Разве мог Валдис причинить ему какие-то неприятности? — Ты все еще охотник, — задал дежурный вопрос бледный Валдис с очень усталым и виноватыми глазами. — Да, — гордо ответил охотник. Тут же смутился и поведал бандитам. — Некоторое время назад я раздумывал над приставкой «непобедимый» или «неуязвимый», но с чем, что просто охотник звучит куда менее вульгарно, чем «непобедимый» охотник. Бандиты ошарашенно переглянулись. Странно, могли бы уже привыкнуть к его весьма достойному интеллигентному поведению. Девушки сняли свои шлемы, и он с удивлением увидел. Одна из них — Наташа, а другая — совершенно незнакомая девушка. Но удивительно красивая, с небесными глазами, и какие они очаровательно грустные, поразительные. Впрочем, у него тут дела. Не время думать о девушках. Пускай и таких прекрасных. — Я надеюсь, мой скромный дар смягчит ваше огорчение от испорченной охоты, но у меня просто не было выбора. Я не мог идти к Чешику по такому снегу, ведь я мог свалиться без сил и умереть от холода. Совершенно несчастным видом, совершенно нагло соврал охотник. Но не говорит же им, что до Чешика идти просто лень. Я тешу себя скромной надеждой, что кто-нибудь из вас сходит на базу и принесет мне немножко еды, пару самых ненужных вам пистолетов. О, я ведь не прошу многого, всего лишь пару ненужных, можно даже плохих пистолетов с патронами. Кобры Альфа в левом углу склада мне вполне подойдут. Стоявший дальше всех Бека не удержался и рассмеялся. Остальные сдержанно улыбались. Названные пистолеты нищий никому не давал и берег как зеницу ока. Они были лучшими из всех, что у него были, и самыми новыми. И если не трудно, я также попросил бы обойму к моей винтовке. К сожалению, у меня осталась только одна, из-за происшедшего со мной несчастного случая, и два десятка патронов. — Валдис, мой друг, не мог бы ты попросить этого могучего джентльмена-волыну прогуляться до базы? — Охотник, а чё ты сам не сходишь? — недовольно проворчал к ряжести волнен. Но было видно, что он готов сходить. Джентльменом его назвали однажды в юности и в шутку. Всерьез так его назвать мог только вежливый да идиотизм сталкер со многими именами. — Я пообещал нищему не приходить на базу, пока не сойдет снег. — Почему? — спросила девушка с синими глазами. Сталкер счел возможным послать ей широкую улыбку. Она почему-то нахмурилась. — Ах, он ведь недавно съел горь снега. Пить захотелось. И, видимо, что-то прилипло к зубам. Надо бы пока не улыбаться. Потом, когда никто не будет видеть, убрать зубов эту дрень. — А я и не знаю даже, — пожав плечами, признал составкер. Судя по лицам присутствующих, ему не поверили. — Так вы исполните мою маленькую просьбу? — Конечно! Валдис хмуро сжимал рукоять обреза и, кажется, хотел что-то еще сказать. Что-то важное, но передумал. И, махнув рукой, сказал. — Нам все равно сейчас придется всем вернуться. Волына принесет сюда, что просил. Но с первой травой мы тебя ждем. — Я обязательно приду, Валдис. Стемнул полностью довольный охотник. Бандиты двинулись к базе, прицепив к ногам снегоступы, лежавшие обычно во время охоты под их животами. Сталкер вспомнил только в последний момент. — А могу ли я рассчитывать еще на пару снегоступов или лыж? — Эй, да все, чего хочешь. — ответил Ваха, замыкавший группу. Ему выпала сомнительная честь подобрать окровавленное тряпье. — Слушай, кого убил, чтоб такой свитер взять? — Зомби, живого мертвеца, честно сказал Сталкер. — Ваха! — кивнул Ваха. — Я тоже всегда так говорю. — Бандиты ушли, а девушка с чудесными синими глазами почему-то постоянно оглядывалась на него. Видимо, он ей понравился, что, конечно, неудивительно, ведь он красив. Если бы еще и кожа была немного другого цвета, ну ничего, это можно исправить летом, позагорать немного. Только в зоне это невинное деяние сопряжено с некоторыми объективными трудностями. Впрочем, преодоление онных может стать очень интересным и любопытным приключением. Именно над этим он и думал, ожидая возвращения волы. Первыми, правда, вернулись псы. Они побегали вокруг него. Он не обращал внимания, предаваясь размышлениям и сидя в снегу. Так что псы нагло прокинули его всего в этот снег и попытались тащить с него плач. Охотник изобразил возмущение и стал валять кута в снегу. Рут, подло подкравшись сзади, опрокинул его прямо на кута. Они играли словно дети, пока, наконец, не заметив маленькую фигурку, быстро приближающуюся к ним со стороны бандитской базы, фигурка бежала на лыжах и была женской. За спиной у нее имелась длинноствольная винтовка и пара лыж. Вот волына, вот ведь ленивая скотина. Девчонку послал. Впрочем, волына не слишком хорошо воспитан, и от него следовало ожидать чего-то подобного. А, к черту, главное забрать необходимое и добраться до схрона. В лесочке. Только что потом делать? Возвращаться в банду не хотелось. Он там все равно будет на вторых. Нет, ведь есть еще и вал здесь, значит на третьих ролях. Может создать свою банду. А там, глядишь, их группировку перерастут, и перекрыть кислород долгу. Затем смешать их с пылью, следом уничтожить, либо влить в свои ряды свободу. Затем расправиться с искателем, прежде выяснив, что именно они ищут. Подмять под себя все торговые операции зеленой полосы. Прежде всего, когда-то эти мысли уже посещали его. Только тогда они явно были обоснованы. Наверное, раньше у него была своя банда, а может быть, может быть, может быть. Он обратил внимание, что у девочки на лыжах просто очаровательно подпрыгивает грудь, когда она отталкивается от снега. Что интересно, она делает это без палок и так интересно и вдевается всем стройным телом. Он тряхнул головой и поднялся на ноги. Псы немедленно стали у ног. Оба готовы порвать неизвестную лодку ты. Стоит ему сделать жест. — Леди, я очень признателен вам, — сказал охотник, даже поклонившись, когда девушка подъехала совсем близко. Он обратил внимание, что на ее поясе с пистолетными кобурами висят два датчика. Оба в звуковом режиме и один срабатывает на аномальные зоны, другой на радиацию. Мысленно он назвал себя идиотом. Ему теперь тоже нужен первый и всегда нужен был второй. Но вы могли не поддаваться на уговоры или угрозы господина Волыны и наполнить ему, что я умею ломать конечности людей. Всего одной рукой. Я сама ему грабки переломить могу. Сорвав узкий изящный шлем, проговорила девушка. Очень сердитая девушка. Та самая с синими-синими глазами. Такая красивая, прям ангел. Лиза, кстати, скотина, была за мухрышкой рядом с ней. Кончай придуриваться, призрак. Какого хрена ты издеваешься? Простите, но меня уже давно зовут охотник. Прямо наклонив голову, сказал охотник. И не надо мне грубить. В ваших устах нецензурные слова, конечно же, легко теряют свою неприличную окраску. Благодаря бесподобной музыке вашего голоса. Но они отнюдь не красят вас, как юную леди. Кстати, могу я одолжить вашу датчу? Сраженный вашей красотой, я просто забыл о них попросить моего друга Валдиса. Черт, прошепела девушка. Ну переспала я с ним раз. Да, доволен? Ну что с того? Нахрена ты ушел с базы? Валдис мне нахер не нужен. Сглупила я. Извини. О, это просто замечательно, произнес охотник вежливо. Девушка глупо моргнула глазами. Он тут же все понял. Она явно сумасшедшая. А жаль, очень красивая. А уже с головой не в порядке. Зона. Тут и крепкие мужики с энтервесом с ума сходят. Что говорить о хрупкой девушке? Замечательно и прекрасно. Но мне, конечно, жаль, что вы так считаете. Поверьте, прекрасная леди, я очень хорошо знаю Валдиса. Вы совсем не сглупили. Он замечательный человек. Может, немного вспыльчивый, но совсем немного. Я желаю вам удачи и сожалею, что вы чем-то на него обижены. Можно мне датчик взять? Значит, ты так. Она резко срывала принесенные вещи со спины и бросала их на землю. Лыжами чуть не прибила Рута. Тот отскочил, и лишь тихий оплик сталкера удержал его от прыжка. Незнакомка и правда была не в себе. Так вести себя рядом с черным псом мог только псих. Зачем нищие держат таких неравновешенных людей в банде? Надо поскорее убираться, пока псы не кинулись на нее. Леди, прошу вас, не кидайте так вещи. Девушка, вы ведете себя возмутительно. Что? Она практически визжала. Ты что, забыл, как меня зовут, ублюдок? А я не могу забыть того, чего не знаю. По-прежнему пытаясь быть вежливым, сказал сталкер. Но он уже начинал подумывать о том, что было бы не так уж и плохо, если псы съедят ее. Кстати, он голоден и мог тоже немного поесть. Особенно вкусными ему казались ее ляжки. Мясо на них, скорее всего, нежное и сочное. Может и правда? Как не знаешь? Ошарашенно она смотрела на него своими широко открытыми синими глазами. Голод на время отступил. Все-таки не мог он съесть девушку с такими глазами. Пусть и совершенно сумасшедшим. Оля, я из каблуков. Как же так? Ты ведь еще часто называл меня одиноким каблуков. Шутку. Ребята прозвали каблуков. Ну а ты и... Девушка Оля. Он выражительно улыбнул. С психами надо вести себя спокойно. Он где-то читал. Не знаю, с кем вы меня путаете, но я бы никогда не позволил себе такую отвратительную выходку. Я никогда не смог бы смеяться над такой прелестной женщиной с таким замечательным именем. Вы спутали меня с каким-то, простите, грубияном. Если же вам так хочется добиться моего внимания собственной персоной, я буду здесь, когда сойдет снег и когда вам станет немного лучше. Он осмотрел принесенные пистолеты. Кобры Альфа. Отлично. Босс не подкупился для своего самого ценного человека. Это, конечно, не Заря. Одна пуля, которая разносила человека на куски. Но тоже пистолеты хорошие. К тому же к Заре в зоне вряд ли удастся найти патроны. Зарю сделали на основе артефакта. За кордоном. Так, что еще? Обоймы, патроны и, конечно, лыжи. Без ботинок. На кой ему лыжи без ботинок? А, вот она что. Магнитные ремни. Затягиваешь хоть на босу ногу. А уже в пути система магнитов стягивает ремни так, что скорее нога оторвется от тела, чем от лыжи. Опасная штука. Если что, так лыжу сломаешь или ногу и впрямь вырвешь. Но зато не спадет, когда нужно шустро убегать под градом пуль. А если во время бегства в аномалии угодить в огненную, так все-таки вы одолжите мне свои датчики. Они и правда мне очень нужны. Девушка молча отстегнула их от пояса, отдала ему. Благодарю вас от всей души. Можно? Он даже взял ее ладонь в свои руки и, стянув с нее перчатку, поцеловал. На тот случай, если вернувшись, обнаружит, что она ему все еще симпатизирует. Будет весьма интересно после долгих десяти месяцев переспать с девушкой. Собственно, он вообще не помнил, что именно и как там делать. Так что такое приключение точно обещало быть захватывающим. Ты не прикалываешься? Ты и правда все забыл? Ее глаза вдруг пополнили слезами. Миг и лицо решительно закроменело. Однажды ты меня полюбил, Сталкин. Я добьюсь этого снова. И поверь, парень, в этот раз ты хрен от меня сбежишь. Я сейчас вернусь. Подожди меня. Хорошо? Жди. Она упорхнула в сторону базы, ловко лавируя на лыжах, держась в своей же лыжни. Она что, с нами собралась отправиться? Рут, ты уверен? Зачем нам балласт? Пожалуй, мы не будем так рисковать. Девушка явно не в себе. А что, если она решит съесть хуто? Ты об этом подумал, Рут? А вдруг она очень прожорлива и съест еще и меня? От такой ужасной мысли Сталкер быстро прыгнул на лыжи и на пределе своих физических возможностей поспешил уехать. Может, весной, когда с ее головой все будет в порядке, он познакомится с ней поближе. А сейчас бежать. Как ожидалось, он без особых приключений добрался до скрона. По пути было только два мимолетных приключения и один неприятный момент. Заключался момент в том, что он не слишком удачно повернул и полетел в снег, головой вперед. Все-таки езда на лыжах без палок требует сноровки и тренировок. Он умел так ездить, тело помнило. Даже держать баланс, как правильно отталкиваться и тому подобное. Но недаром любому делу нужно уделять время и тренировать уже полученный навык. Он потерял равновесие и упал. Приключения были поживленнее. На него напал зомби. Сталкер лихо проскользнул рядом с ним и врезал погнилой челюсть. Извиняться не стал, не хотелось останавливаться. Да, зомби вроде и не видел. Он оглянулся, а мертвяк ковыляет в другую сторону. Ну а второе было не такое забавное. Совершенно такого не ожидая, он напоролся уже недалеко от Березняка на группу из трех подозрительных личностей. Все в длинных плащах, открывавших руки, ноги, в капюшонах и в снегоступах. Что-то в них было, не понравившееся ему. Что-то тревожное, и он не ошибался. Они все были сумасшедшие. Едва его заметили, начали стрелять. Что делать? Он поспешил убраться подальше. Стрелять из винтовки, скользя на лыжах, нельзя. Отдача у нее убойная, и он просто нехило расшибется, грохнувшись на спину. И еще не факт, что попадет. Остановиться? Вы, батенька, с ума спрыгнули? Они с трех словов сразу полели. Он убежал, пыльнув пару раз, не глядя из пистолета. Все три психа выпрыгнули из снегоступов и попрятались кто где. А он думал только о том, чтобы псы не полезли за ними. Опасные ребята, они вполне могли ранить Рута или Кута. Собственно, псы и не кинулись на врага. Может, тоже почуяли исходящую от них угрозу. А может, вид улепетывающего друга не вселил в них боевого настроя. В общем, он уехал в лес, через пару километров, сняв лыжи, залег в буреллоны. На тот случай, если сталкеры пойдут по его следу. Там, лежа на снегу, он думал о двух вещах добавленных. Он ведь мог убить всех трех с помощью сети, но не сделал этого. Даже не подумал, почему. Ответ пришел сам собой. Та сумасшедшая девушка, решившая, что они близко знакомы, именно поэтому он и не стал их убивать. Они шли в сторону бандитской базы. Если она решится преследовать его, ее пристрелят эти трое. Ну, хоть одной проблемой с плеч домой. Только сумасшедших истеричных баб ему сейчас не хватало. Тишина, покой, последние чудные деньки, такой замечательной зимы. Вот этим он и хотел бы насладиться без помех. Потому что скоро начнется кошмарное лето, когда он без датчика не сможет определить местоположение ни одной самой ущербной огненной аномалии. Хотя, вот серый ведь не обладает его способностью видеть аномалии. Не обладает, но чует их присутствие. Может, и он так умеет. Нищий тоже умеет. А чем он хуже? Настроение заметно улучшилось. Его не преследовали, и оно стало совсем безоблачным. Поднявшись, он позвал псов, куда-то сбежавших и подняв лыжи, поплелся сквозь березовый лес. К схрону. Лес был березовый, конечно, но и других деревьев тут тоже хватало. Как и безобразного нагромождения упавших словов, острых веток, в общем, всякой дряни, приложенной любому уважающему себя лесу. Так что остальная часть пути получилась долгой, нудной и очень матерной. К несчастью, он не мог сдержаться, и всю дорогу говорил много-много неколичных слов в адрес леса, заночевал в том же буреломе, который весь день оскорблял. А к вечеру следующего дня сумел выбраться к схрону. «Будем здесь жить!» Чрезвычайно довольный, поведал Сталкер своим друзьям. Кот и Руд промолчали. Они подозрительно глядывали за снеженную крышу, низкой развалюшки, приютившейся среди множества деревьев. В самом центре плоской крыши личительно раскинул ветки могучий тополь. При входе в домик, через дверь с размером в пол человеческого роста, Сталкер нашел довольно оригинальным конструкторским решением толстый древесный ствол посреди небольшой комнаты. А земляной пол, поддерживаемый арматурой из запутанных корней тополя, привел его в щенячий восторг. К сожалению, не только ему понравился этот чудесный сырой, заплесневелый и очень холодный домик. На обломках мебели, сваленной грудой в углу, забавно перебирая лапками, сидел паук. Он подозрительно взирал на гостей всеми восьмью черными глазками. О, восхитился Сталкер. Домашнее животное! Животное, кажется, решило, что его оскорбляют. Мохнатые лапки пришли в движение, и паук сполз на пол. Жвало вгрожающе щелкнуло. Какой милашка! Не правда ли, Руд? Руд, Куд, вы куда? С визгом оба выпрыгнули на улицу. И чего они так испугались? Ребята, что с вами? Бояться совершенно нечего. В нем не больше тонны. Паук стремительно рванулся к Сталкеру. Похоже на людей, он уже охотился, и такой рывок был смертелен. Для людей. Других людей. Паук урезался в дверной проем. К сожалению, несчастное животное, при этом опрометчивом движении, сломало себе обе передние лапки. Сталкеру ничего не оставалось, как только прервать ужасные страдания смертельно подкалечившегося существа с присущим ему бесконечным милосердием. Двух ульев он не хватил. Паучок даже почти не дергался. Ну, задней лапкой только. Назад так дернул разок. Потолок попал. Домик слегка тряхнуло. Но паучок быстро скончался и не смог испытать раскаяние за свой нелепый выход. Сталкеру осталось только выбросить мохнатую тушу на улицу. Найти место, через которое бедное животное сюда залезло. Искать долго не пришлось. При таких размерах и вход был соответствующий. Большая яма за грудой искореженной мебелью. Закапывать ее было дело долгим и скучным, так как лопаты у него не нашлось. Поэтому он запинал туда всю мебель, какая была испорчена, плохо воспитанным пауком. Нет, нет гарантии, что новый такой зверь не залезет через этот панель. Но теперь ему придется сильно погреметь мебелью, чтобы забраться сюда. Так что он не особенно волновался за этот угол. Правда, позже все же утрамбовал хлам поглубже и закидал его залой. Но уже после того, как скрыл тайник. Все-таки замечательное существо было этот паук. Он кое-как вытащил его на улицу. Колючая у него шерсть оказалась. И бросил в лесу. Жвало паука ему так понравилось, что он решил попозже, когда лесное дверье сожрет паука, прихватить их и сделать из них что-то на вроде мачете. Или еще что-нибудь. Тайник находился у стены, где умелый и, возможно, немного сумасшедший строитель разместил печь. Да, самая настоящая кирпичная печь. Летом ее дым рассеивали кроны топора. Не такой и сумасшедший был строитель. Он просто псих. На кое летом печь сдала. Ах, ну да, еду готовить. Люди глупо оказывают, тебе в удовольствие есть сырое нежное мясо. А как интересно, тут собрались решать проблему дыма зимой. Конечно, на столбик дыма вояки вряд ли пошлют вертолет. Слишком далеко от кордона. И есть стабильный шанс угодить в пункт аномалии. Но зачем привлекать внимание лишний раз? С этим он разобрался довольно быстро. Строитель оказался гетер. Дымоход, являющийся выпуклой, оштукатуренной частью стены, внутри дымохода был помещен артефакт. Датчик среагировал на него, неуверенно, так, будто барахлил. Что это был за артефакт, неизвестно. Но позже, разведя огонь, охотник убедился, что из неприметной трубы вместо плотного столба дыма вьется куция ниточки. А тайник был прямо под пичью, в земле. Ничего особенного он там не нашел. Под землей доска, под доской яма, в яме три толстых рюкзака и один пустой. Возникло, правда, чувство, что именно он опустошил четвертый. Дежавю мать его. Рюкзаки ломились от круп и консервов. В одном имелось даже маленький острый топор и точильный камень. В карманах рюкзаков он нашел птички и запивку, кусок бумаги с несколькими строчками на английском. Он без труда прочел. Передавайте привет своему напарнику. И помните, что в вашей миссии нет никакой нужды. Для нашего общего бизнеса будет гораздо лучше, если вы вернетесь и займетесь делами лично. Ваша смерть нас очень опечалит. Я прошу вас повернуть назад с уважением и надеждой. Альбер. Опечалит? Как же? Хрен я вернусь, пес Махнарылый, сказал охотник. С каменным лицом аккуратно сложил записку и положил на место. Он эти слова уже говорил очень-очень давно. Не воспоминания, а непонятно что. Просто сказал фразу, но совершенно не понимая, почему. Кому и для чего. Альберт какой-то. Проведя ревизию имущества, сталкер отправился на охоту. Повезло найти кабанчика и, вернувшись, затопил печку, проверил уровень дыма и пошел рубить дрова. На следующее утро он снова ушел на охоту. И с каждым днем отмечал, что становится все теплее, а снега все меньше. Он был очень доволен спокойной жизнью леса. Вдали от всяких сталкеров и другой гадости. Только во время выброса было неспокойно. Лучше бы спрятаться под землей, но покидать уютный домик не хотелось. С помощью печи он его просушил и даже навел относительный порядок. Выброс как-то закрыл его внутри домика. Аномалия поселилась прямо перед дверью. Он не расстроился, сделал выходом узкое окно. Раньше оно было крепко заколочено, но он выломал доски. Правда, теперь из него поддувало, но это ничего, не смертельно. А спустя две недели, после того, как он поселился здесь, спокойствие пришел конец. Он сидел на корне, слонившись спиной к стволу дерева, по-прежнему произрастающего внутри помещения, гладил дремлющих псов и размышлял о великой. «Огло!» тяжко вздохнул, сказал он, расслышав мягкие шаги на улице. Вскоре он уже с тяжким сердцем подозревал чья не. А когда дверь открылась и гость вошел, уже не было никаких сомнений в его личности. Наклонившись так, что немного расстегнутая молния сама собой скользнула дальше, сильно оголив полную белую грудь, девушка злая, как фурия, вошла вновь. «Сыр» житнули вопросительно. Сталкер погладил голову, и они снова легли на землю, подозрительно изучая гостю, застывшую на пороге. Та сняла свой шлем и яростно посмотрела на безмятежную троиху. «Почему ты сбежал?» прошипела красавица. «Сбежал?» он удивился, очень натурально. «О, Оля, это вы! Как замечательно, что вы пришли ко мне в гости! Тут очень одиноко и порой так тоскливо! Вы умеете готовить?» «Умею!» Кисло ответила так. «Почему ты не подождал меня?» «Я неделю бегаю по этим местам!» «Чуть на пулю не нарвалась!» «Хемера едва не сожрала!» она шмыгнула носом. «Я тут чуть в аномалии не сдохла!» «А тебе похеру!» «Сволочь ты, призрак!» «Я охотник!» поправил он. «И мне действительно плевать!» «Ах ты!» она задохнулась от ярости и проговорила, чуть шипя. «Ты тогда не послушал меня и не оставил серого горбулия, а сам остался на собой их прикрыть. Ты тогда готов был умереть меня, спасая. Что с тобой теперь? Почему тебе плевать?» «Простите, вы заблуждаетесь!» покачал он головой. «Я совершенно точно помню тот момент. Серый был ранен, с рикошетившей пулей попросил бросить его, но я не бросил и прикрыл. Вас там не было, мы отправились в нее вдвоем. Что я считаю, было немного опрометчиво с нашей стороны. «Что?» она не сильно удивилась и прищурившись внимательно смотрела в его глаза. Закралось подозрение, что она совсем не сумасшедшая, а просто он не помнит ее. Ну нет же, он все хорошо помнит. Не было там этой девицы. Он увидел ее впервые две недели назад. Он увидел ее впервые две недели назад. «Подземная база, забросов, в которые ты вышел, помнишь?» «Да, очень хорошо. Там были три замечательные зомби, немного невоспитанных, но изумительно вежливых». «И больше никого?» мрачно спросила девушка, а он опять залюбовался ее синими глазами. «Вот ведь он уже и не хочет, чтобы она уходила. Плохи дела». «Конечно, база была это или нет, но она давным-давно мертва, как изумрудка, безглазая, целое лицо». «А?» «Ты о чем?» «Эти дамы в подземелье. Я не знал их имен и назвал их так. Даша, Эйри, Лиза, так их звали, сталкер», печально прошептала она. «Красивые имена. Вы знали этих дам?» «Да», ряфнула девушка и, шумно выдохнув, попыталась говорить спокойно. «Похоже, ты и правда все забыл. Ты говорила о несчастном случае, когда появился снова. Что случилось?» «Это неприятная история, иной леди», охотник указал на Кут. «С тех пор Кут немного мерзнет на сквозняке, а я... Хм... Со мной было еще хуже, но об этом вам не стоит знать, иначе ваше маленькое сердечко напугается так, что выпрыгнет из вашей чудесной груди и рухнет у ваших встроенных ножек». «Да», девушка вздохнула, кажется, с облегчением. «Говоришь ты, все так же странно, парень. Значит, ты сейчас такой же, как и при нашей первой встрече. Знаешь что?» Она нагло обломилась внутрь, по-хозяйски гляделась, совершенно невоспитанно бросила свои вещи в угол комнаты и повернулась к нему. «Печь у тебя топится, а дыма нет». «Я не видела, по крайней мере. Топишь только сушняком? Там артефакт в трубе!» Бортнул сталкер. Головы псов тут же повернулись к нему и спрашивали разрешение съесть невоспитанную, но очень красивую и храбрую девушку. «Отлично! У тебя, как я помню, жратва здесь есть». Сталкер кивнул и показал на доску, которой закрыл тайник, но которую не закидал землей. «Тогда, выметайся на улицу, буду тебе готовить съедобный сюрприз». «Не думаю, что это хорошая идея», сказал он, хотя с языка рвалось пояснить, что единственное блюдо, которое она может приготовить и которое он найдет вкусно, будет только, если умернушись, он обнаружит ее на полу с перерезанным горлом. «Такое блюдо бы он съел». «Правда, с сожалением, красивая она очень. Таких грех есть. Сковорода есть или кастрюля?» Девушка залезла по пояс в тайник. При этом, специально или случайно она стояла колянями на краю ямы и загнувшись так, что валдисы, например, начали бы ныть зубы от желания. Честно говоря, изгиб стройного тела, выдающаяся назад округлая сексапильная попка, в общем, его тоже слегка зацепила. Слегка, теперь неприлично выпячивала штаны. Безобразие. «Да, да, там в каком-то рюкзаке!» проворчал он, спеша покинуть дынок. Девушка шуршала рюкзаками в тайнике. Он так и не смог оторвать взгляды от ее стройного тела, пока не вышел на улицу. Псы ушли с ним. Сталкер посмотрел на них с интересом. Только сейчас дошло, что на нее они реагируют значительно мягче, чем на всех остальных бандитов и вообще людей. Такое чувство, что они ее уже знали. Раньше и смогли запомнить. Нет, глупость какая-то. «Ребята, а она вам тоже понравилась, да? Красивая и отвратительно наглая, но очень красивая. Пусть живет с нами. А? Не против? Не пугайте ее. Прошу вас, не ешьте». Псы привычно промолчали и потянули носом в лоб. Рут повернул голову, посмотрел на Сталкера. Вновь посмотрел вперед и принюхал. «Да, он прав. Лучше съесть этого вкусно пахнущего кабанчика. Девушка приготовит еду, но для человека, привычного ей человека. То есть, от этой еды он сможет только отравиться. На охоту». Когда Сталкер вернулся сытый и довольный, оказывается, на эту ночь, оказывается, за эту ночь снег почти совсем сошел. И в полях его уже не было. Был, конечно, и неприятный момент. Грязновато тут плюс устал. Но ничего. Еще неделя и все станет на свои места. Сталкер умылся с небем, еще в растерзанной кабане и туши. А вот изо рта у него пахло сырым мясом. Вряд ли, если он случайно дыхнет рядом с девушкой, она ценит его любовь к мясу. Который обычный человек может съесть без последствий для здоровья только после долгих и сложных процедур. Просто прокипятить и съесть минимум стошнее. Проблему он решил, сорвав набухшую кленовую почку. Разжевал, выплюнул. Кривясь, разжевал еще десяток. Теперь воняет из пасти жутко, но не сырым кабанчиком. Вкусный он, однако, был кабанчик. Девушка встретила его широкой улыбкой, обожанием и накрытым столом. Столом служил кусок доски, положенный на два выступающих корня. Доску извлекли из лаза под стеной. Это ему совсем не понравилось. Он из лаза ничего не забирал. Наоборот, накидывал туда много дров и всякой дряни. По двум причинам. Неприкосновенный запас топлива и лаз забивался все сильнее. Там теперь, можно сказать, пробка получилась. Вот и все, что ему и не понравилось. Остальное было на высоте. На такой, что он застыл в дверях с открытым ртом. Верхняя часть комбинезона лежала на полу. Большую, симпатичную грудь прикрывал тонкий шарфик. В основном, он прикрывал соски. На большие ширины сложенного вдувая шарфика не хватало. Он откуда-то знал, что соски под шарфиком розовые. И если нет, то просто обязаны быть нежно-розовыми. Помнить их цвет он, конечно же, не мог. Он ведь никогда не видел. Да? На доске стояла маленькая кастрюлька. Откуда? Он ей вообще-то соврал. Какие кастрюльки и сковородок в тайнике не было. Значит, с собой несла. Вот ведь странная девица. Обычно с собой сталкеры не носят таких облименительных вещей и предпочитают есть то, что съедается быстро, без лишних приготовлений. Из кастрюльки вкусно пахнет. Вареный рис. Это поразило его гораздо больше, чем практически голая девица. Если не считать обтягивающих штанишек серого комбинезона и шарфик, голая. Хочешь есть? Она стрельнула глазками, имея в виду вовсе не еду. Кажется, она говорила о чем-то, что вообще с едой никак не связано. С чувственным придыханием она продолжила. Только увидите своих псов, пожалуйста. Тут так жарко и комби такой тесный, а я жутко их стесняюсь. Кут, Рут, уйдите, пожалуйста, сказала девушка и как будто случайным движением руки сбила шарфик с груди. Он подозрительно легко развязался и упал на пол. Сказала, ой, и совсем не спеша наклонилась, подняла шарфик, отвернулась и связала его на груди снова. Соски и правда были розовые. Псы без его приказа мягко повернулись и высказали прочь. Странно, будто и правда хорошо ее знали. В любом случае, раз они оставили их наедине, так легко, значит, она им нравится, так что есть совсем не хотелось, а девушка с удивительно синими глазами упала в его объятие. Он так и не смог ее вспомнить, хотя она и не раз говорила, что они были близки и безумно друг друга любили раньше. Она говорила, что в морозы он вдруг покинул базу, непонятно почему. Знал только босс, но никому не говорил. И она была поражена, когда он не смог вспомнить даже ее имя, но теперь все это не имело значения. Как и сказала девушка с синими глазами, она смогла добиться его любви. Второй или в первый раз, какая разница, главное, что это любовью, они наслаждались вместе. Снег сошел полностью, на улице было тепло и появились первые зеленые листочки. Из черной земли пробивались зеленые ростки. Пришло время идти и ответить за однажды сказанное, выполнить обещанное. Оля, я хочу тебе сказать. Они закрыли дверь и стояли посреди деревьев, готовые к дороге. Сыни терпеливо бегали чуть впереди. Вброс пойдут пять человек нищего со мной. Среди них не будет тебя. Хрен тебе, сталкер, мило улыбнулась красавица. Я не позволю тебе сдохнуть без меня. Я лучше там ласты склею, чем узнаю от Вахи, что тебя в мясорубке схавало. А ты говоришь все так же вежливо и очень культурно, усмехаясь произнес положение. Она с интересом глянула вниз, приподняла грудь ладонями и отпустила. Даже под многослойной тканью комбинезона грудь аппетитно кочнула. Позволяйте. Ладно, он пожал плечами, внешне спокойный, а на душе скребут кошки. Но так надо. Он не хотел, чтобы с этой милой девушкой что-то случилось. Глупо, но иначе не мог. Сталкер поднял руку и высвободил запястье. Другой рукой взял нож. Лезвие легко рассекло кожу. Светящаяся алым кровь вклынула на землю. А рана стала быстро затягивать. Вот это номер! Широко открыв глаза смотрела девушка. Она отступила на шаг и вдруг улыбнула. А мне плевать. Ну, какие еще сюрпризы у тебя есть? А я, охотник внимательно смотрел на нее. Надо же! Примерно так же среагировал Валдис. На сердце стало легче. Он не потерял этих красивых глаз. Значит, решено. Ты остаешься на базе. С чего ты взял? Оля! Я? Ну, ладно. Я не могу там погибнуть. А ты можешь. Поэтому ты останешься. Тебя послать или сам дорогу найдешь? Невинно хлопнули почти детские глазки. Тогда прости, что смотри. Он ухватил за одну из нитей сети. Искры побежали по руке и кончиком пальцев. Он смотрел ей в глаза. Хорошо знаешь, что его глаза сейчас искрятся маленькими молниями. Удивительно. Но она не испытала страха и отвращения. Кажется, она уже видела такое. Конечно, она не могла такого видеть раньше. Просто Оля слишком смела и слишком сталкер. А все сталкеры полные психи. Рука поднялась и мощнейший разряд запалил дерево в десятки метров в стороне от них. Псы громко зарычали, ругались на него. Видать, их он напугал. А вот отчаянную девчонку кажется нет. Круто, покачал головой задумчиво, сказала она. Пальчик указал на далекую березку. А вон кто запалить сможешь? Оля, скажи честно, ты сумасшедшая. Я сталкер. Пожала плечами, просто ответила девушка. Ты как, сам думаешь? Он тяжело вздохнул, и они двинулись шагом к старому посту долгу. Странно, но он все-таки был счастлив. Она теперь знала его, как облупленного. Знала о нем все, что он знал о себе, и нисколько не изменила своего отношения. Любила. Все так же. О, он был готов перегрызть глотку самой зоне за одну ее счастливую улыбку. Интересно, пост долго все еще пустует? Он пустовал, война долго затянулась, а может потери не успели восполнить. Они без проблем дошли до одинокого кривого дерева, и он вновь попытался отсказать глазок камеры и вновь не нашел. Вскоре появились бандиты. Валдис, Крюк, Ваха. Встреча была радостной и дружеской. Валдис поначалу нервный, перебросился парой слов с Ольгой и резко повеселел. Ваха потребовал предъявить кинжал, им когда-то подаренный. Охотник отвел его в сторонку и на ухо сообщил о том, что какого-то гиганта завалил этим самым ведь сам босс утверждал, что стрелок, то есть охотник, за слова отвечает и он не видел повода усомниться в этом утверждении ни разу. Так что если стрелок охотник говорил, что свалил такого монстра, значит так и было. Правда, он и не отрицал, что сталкер из-за неверного света, конечно же, немного преувеличил размеры гиганта. На белом снегу все кажется больше, чем есть на самом деле. Бандит нещий встретил его в своих покоях, ничуть не изменившихся. Только столов стало три. Бандитский босс обрадовался не меньше всех остальных, только выгнал толпу бандитов, неотступность следующих за сталкером. Из своих апартаментов он попросил доживаться и улыбаться. С последней, обменявшись непонятного смысла взглядами. Ну, ханра прошла! Вижу ты опять с ней! произнес босс хмуро. Опять? Сталкер явно удивился, и старый бандит не увидел в этом углу. Значит, ты и правда каким-то образом сумел забыть ее. Никогда такого не видел. Бандит покачал головой. Ребята говорили, еще когда ты за пистолетами пришел. Кстати, ты мне за них должен, они стоят гораздо больше, чем я должен тебе. В общем, так, о деле мы с тобой говорили раньше, и незачем говорить снова. Теперь слушай и не перебивай. Оля! Ебать, мне нахрен не надо, чтобы ты опять по фазе тронулся и в поля ускакал, так что пусть решится все это дерьмо сейчас. Ты тогда чуть мне кишки не выпустил. С таким видом зашел. Она с Валдисом перепихнулась, и ты как-то вычислил. А вот тогда-то ты... Я не хочу знать, остановил он его жест. Вот, и тогда ты сказал, почему не хочешь? Потому что не помню. Сталкил посмотрел бандиту в глаза. Я верю твоим словам, ты за них готов убивать, но в моей памяти нет того, о чем ты говоришь. И поэтому мне безразлично, с кем, что и как у нее было раньше. Моя память знает ее с тех пор, как я пришел за пистолетами. Пусть будет так. Кстати, спасибо, я расплачусь за них обязательно. Как только смогу, сразу же расплачусь. Избирательная память, да? Нищих мыкнул. Мне бы, блин, такую. Ладно, когда ты идешь к полю? И с кем? Если готовы, те, кого назову, могу прямо сейчас. Итак, Оля, Ваха, Зомби, Серый и Валдис. Нищий вновь послал ему долгий взгляд. Он бы на его месте тоже взял Валдис. Только вернулся бы уже без онного. Потому как упомянутый геройский погиб. Конечно, случайно, по трагическому стечению обстоятельств. Но, странно. Знаешь, парень, у тебя глаза сейчас такие, как были, когда я тебя впервые встретил. А когда ты уходил в поле, это были глаза, готовые сорваться с цепи зверя. Да? Нахмутил состав. Я прошу прощения. Видимо, тогда что-то случилось с моей нервной системой. Возможно, вследствие... Все, все, я понял. Бандит прокряхтел, ерзая на стуле. Вместо серого советую взять жилу. Или ножа. А лучше крюка. Нет, жила слишком нервный. Нож кажется мне не очень выносливым. А нам каждому придется тащить по нелегкому рюкзаку. Крюк? Хм. Я бы все же предпочел серого. Кстати, где он? Я не заметил его на базе, зато увидел пять новых лет. Нету серого. Скушала его зона. Тогда в пещере вот пожалела, отпустила. А вот теперь видно сослепу. Его и схавала. О, сталкиваясь с сожалением склонил голову. Мне очень жаль. Он был хорошим человеком и добрым другом. Он продал бы всех оптам, если бы ему предложили хорошую цену, проворчал нищий, но со вздохом закончил. Он был плохим человеком, парень, но другом действительно добрым. Зомби теперь не ходит наверх. Сидит, как статуя. Раньше полчеловека было, теперь и четвертушки не будет. Зомби грустит, вот и все. Просто он другой, кивнул бандит. Он давно стал другим, как эти пятеро, помнишь, на праздники? Я их ведь сюда не зову, только торговать и все. Мягко намекаю, что им жить лучше там, в зоне. Они к нам и не рвутся особо. А почему? Они уже не совсем люди, парень. Вроде люди, но и не люди. Другие. Я тоже другой, но ты помогаешь мне и кажется, даже рад меня видеть. Рад, предстоял и бандит улыбнул. И ты другой, но не так, как они, как зомби. Чем же я отличаюсь? Да хотя бы своей пизданутой манерой говорить. Ха-ха-ха. Если серьезно, вот тот же зомби, ты думаешь, он хотя бы понимает, что уже не совсем человек? Ну, пускай понимает, хотя сомнительно. Ну, вот скажи, он пытается сохранить в себе человека. Он тянется к людям. Да ему плевать, парень. Он только серого еще как-то понимал. тянулся к нему, но только потому, что серый обожал болтаться там, куда нормальный привычный нам псих даже носа не покажет. Серый конкретно с гусями был, но зомби он был много ближе, чем любой из нас. Мы как-то вывели зомби в поле, поставили перед ним досточку с хавкой и ушли в лесок ему за спину. Так он все сожрал, посидел сейчас, поднялся и потопал в другую сторону. Врубаешься. Ему параллельно есть люди или нет. Или Сара. Есть одна такая, к нам совсем редко заходит, отшельничествует, где-то в Припяти. Так от нее прям могилой придет. Ей говоришь и кажется, что вот сейчас она возьмет и всадит тебе дождь под ребро. Не со зла. Просто посмотреть, кровь пойдет сразу или чуть позже. Я говорю всегда, сталкеры-психи поголовны. Но другие, брат, совсем не психи. Они просто другие. И им уже не нужно ничто человеческое. Им плохо от этого. Им нужны патроны, одежда, оружие. Не будь у нас свихнутых сталкеров всего этого. Другие стали бы просто отстреливать нас как бесполезный в зоне элемент. Сара, знаешь, чем питается? И я не знаю. Она ни разу не купила у меня еды. Она вообще на вампира похожа. Черт! Не приноси она такие вещи, за которые на воле, то есть на большой земле, готовы в жопу целовать. Я бы их всех валил, едва увидев. А теперь ты, сталкер, ты почему другой? Хм, по-другому. Хрен знает, как сказать. Помнишь, как ты кровососа запинал на КПП старом? Так вот, ты даже ненависти не испытывал. Спокойный такой, интеллигентный паренек валит козлов по необходимости, потому что они не оставили ему выбора. И ты всеми силами цепляешься за свое человеческое. Я наследие, если хочешь. А вот Сара давно наплевала на то, что она когда-то все же была человеком. Они увидели что-то и не сломились, как окурки чешек, но были все же слабые и стали на три четверти кусками зоны. А ты сопротивляешься этому дерьму. Сара другая, но на самом деле она уже не человек. Ты тоже другой, но ты человек, бля, человек больше, чем я. Очень интересно, но почему? КПП, он нехотя пояснил, я бы тебя там бросил, пока кровососы тебя рвут, я бы успел слинять, а ты меня не оставил. Спас, я до сих пор не могу понять почему. Чтобы я доказал, что ты долговцев положил, не смеши, такому как ты нахер доказательства не нужны, ты пиздеть не станешь. Обещанные мною бабки, вообще херня, баблу ты как и все другие, ты относишься наплевательски, чтобы патронов набрать только, даже ротвы, из-за обещанной хаты, где тебя не кончат и накормят, спать уложат. Насмотрелся я, как ты в зоне сутками пропадаешь, а приходишь будто блин, моложе даже становишься. Найхер тебе теплая хата не нужна, ты в дикой зоне нормально проживешь, как все другие. Я смог надумать только одну причину твоих идиотских действий по спасению моей старой шкуры. Ты способен совершать поступки, на которые я уже не в состоянии жертвовать хоть пядью родной шкуры за едва знакомого человека. Я, брат, не стану. Нет, я имею ввиду, почему я другой, но человек. Я же вроде объясню. Он пожевал губами и выдал такой ответ. Такие, как Сара, и те пятеро из глубокой зоны, они отказались от человеческой своей суть. Они счастливы, что стали такими, понимаешь, все остальные люди для них возможность взять кое-какие вещички, но в основном мерзкие, пакостные существа, с которыми не очень хочется общаться, а ты наслаждаешься общением. Бандит преснув рассмеялся. Вспомнил, как ты после праздника пацанам рассказывал, как страшно вредит алкоголь организму. Такую лекцию закатил. У них глаза путем не сходятся. А ты можете спрашивать, господа, если вам что-то непонятно. Ага, господа, ха-ха, у всех рот на замке, бошки по швам трещат, а ты им о пользе гимнастики стал рассказывать. Я ее ведь тоже всю прослушал. От начала, блин, и до конца. У бандита нервно дернулся глаз, и он снова рассмеялся. Когда дар речи вернулся, прекратил эту твою лекцию. На пацанов тогда страшно смотреть было. Всем хреново сказать тебе ничего не могут. Хе-хе, ты маленько псих, конечно, как без этого. Ну, псих по-доброму, по-нашему. Вот Сара, она никогда не говорит больше, чем нужно. В общем, ты нормальный пацан. За что я тебя уважаю? Ну, еще больше, я уважаю тебя за то, что ты по-прежнему человек. Крюка возьмешь? Да. Посидел немного молча. Бандит глянул на сталкера, будто не понимая, чего ему надо. Ну, разыграл удивление нищий. Чего сидим? На склад, что нужно взяли и вперед. Есть бот, важно ответил сталкер и поклонился. Потом кланяясь и Пятис подошел к двери. Бот ступо смотрел, потом расхохотался, сталкер выпрямился и улыбнулся ему. Спустя час шесть человек двигались к бросу. Куску земли, на который мог добровольно сунуться только полный псих. Псы туда не пошли даже. Самое место для сталкера. Поход прошел неудачно и второй тоже. Неизменно они выходили в тупики, но хотя бы обошлось без жертв. А вот в третий раз им повезло. Все пятеро спустившись вниз, еще долго смотрели на дождевой лесок и груду самых разных артефактов, валяющихся у самых ног. Они устилали весь этот овраг разноцветным и очень красивым ковром. Очнувшись, ребята по очереди крепко пожали ему руку. Оля крепко и страстно поцеловала в губы и обняла. И осторожно занялись артефактами. Излучающие поместили в контейнеры, но из этих брали лишь самые ценные. В основном рюкзаки набили простыми, не опасными, но менее дорогими. Уже уходя, они все вместе глянули на рощу, укрытую тенью густых крон, где земля переливалась всеми цветами радуга. Валдис ошарашенно произнес, будто ничего и не взяли. Их тут до второго прошествия хватит. Два раза они еще ходили туда, по протаренной дорожке. В последней зомби оступился. Зомби плохо, сказал он, выбравшись на тропу. Он снял рюкзак, положил его и сел на землю. Глупо ухмыльнулся. Сухой щелчок возвестил о том, что воздействие сушилки уже необратимо и ничего нельзя сделать. Лопнула кожа на спине. Потом быстро ссохлись огромные руки, уменьшились плечи, организм сталкера быстро терял влагу. Всего за минуту он превратился в невесомую, сухую мумию. Теперь в нем трудно было узнать того самого огромного и туповатого сталкера, коего однажды прощание было простым и недолгим. Прощай, зомби, ты хороший мужик был, сказал Валдис и забрал оружие, другие вещи сталкера. Охотник взвалил на себя его рюкзак. В тот год они решили больше не приходить на поле. Босс вообще закатил пирушку для всей банды. Не такую шикарную, как самый главный праздник, но все равно нехилую. А потом признался всем, что столько артефактов сразу он видел только один раз отправилась группа к чешуку сбросить часть артефактов и закупить нужное для банды. Оля и охотник жили на базе почти безвылазно и сталкер-охотник не желал иной жизни. Но так не бывает, ничто не длится вечно и в начале мая сталкер-охотник и сталкер Оля с очень красивыми синими глазами отправились в путь. Они двигались к базе каблуков, давно забыты и никому не нужны, только Оля. Он так и не узнал, что именно она хотела забрать оттуда. К сожалению, девушка упорно хранила тайну, а он не особенно настаивал. Они двинулись через участок земли, пролегающий между бросом и кордоном. Преодолеть его ночью оказалось удивительно легко. В них только один раз стреляли и всего два раза нападали мутанты. Один раз зомби. Все обошлось и уже скоро они подошли на расстояние однодневного перехода к цели. Остановились в маленьком овражке, где развели костер. Почему-то так вышло, что они, не сговариваясь, решили развести его, несмотря на близость кордона. Впрочем, овражек не позволит увидеть свет костра издалека, а кот и руд прикроют их от незваных гостей. В этом овражке случилось за одну ночь два важных события, сильно перевернувшие жизнь охотника в дальнейшем. Первое было прекрасным и добрым, второе забавным и немного злым. Оля, а, она оторвалась от зазерцания огня и вдруг хихикнула. Знаешь, мы с девочками никогда вот так в зоне костры не расшикали. Слишком опасно. У вас не было кута и рута. И меня. Он достал из рюкзака трубчатый артефакт. Что это? Посмотрю, с интересом спросила девушка и протянула руку. Он передал ей вещицу через костер. В неровном свете костра в трубке сверкнуло. Немного зловеще. Я нашел его в заброшенной лаборатории. Там не было ничего интересного. О златогласке он решил не рассказывать. Как-нибудь потом он их познакомит. Хотя сомнительно, что стоит это делать. Только это. Я даже не знаю, артефакт это или нет. Красивая штучка. Она улыбнулась, изучая предмет. Трубчатый камень искрился, когда она вращала его в ладонях. Вряд ли это артефакт, но красивый. Он твой. Правда? Спасибо. Она улыбнулась ему и вновь стала вертеть вещицу в руках. Сталкер правда уже не смотрел на нее. Кто-то двигался к ним. Крался. Не человек. Запах излома. Охотник хмурился и молчал. Такой красивый был момент. И какая-то вонючая скотина все не может быть. Сталкер попытался дать своим псам мысленный приказ исчезнуть в пути неизвестного и тщательнее присмотрелся к запаху. Он-то думал его давно в живых нет. Сталкер посмотрел на девушку. Она сильно увлеклась красивым предметом. Хороший подарок. Автомат она положила на землю. Так тихонечко тихонечко оппа автоматик у него под ногами ну а теперь дорогой гость прошу гостя. Излом подкрался ближе и Оля заметила его. Синие глаза широко открылись руками ткнулась к автомату которого на месте уже не было. Любопытно но второй рукой она крепко сжимала блестящую вещицу. По идее должна была бросить. Уродливая рука излома просвистела точно как должна была. Плавный почти нежный перехват и охнув несчастный голодный излом летел головой вниз. Легкий поворот и он забавным хрустом врезался в землю. Чуть правее костра. Девушка вскакивает на ноги и пистолет в ее руке пропал. Она бросила взгляд на спутника и увидела что пистолет у него. Охотник мотнул головой не надо. Девушка нехотя подчинилась и на земле страшно стонал излом конкретно переломавший себе все кости. Впрочем еще несколько секунд и он начнется. Изя радостно воскликнул сталкер прежде чем излом очухался. Лисьи глазки нашли лицо говорившего. Желтоватая кожа побелела как полотно. О нет стонал беднягом. О да! Сталкер упер руки в бока. Вижу ты тоже рад нашей встрече. Ну все хватит уже придуриваться вставай давай обнимемся как добрые старые друзья. Я не могу ты мне полоночник сломал. Изя Изя сталкер покачал головой в полном разочаровании. Ты все так же не воспитан среди нас дама а ты валяешься на земле словно неотесанный крестьянин. Я сейчас встану только кости. Изя тяжко заглотнул и кисло улыбнулся Оле. Здравствуйте! Что значит здравствуйте? Возмутился сталкер и повернувшись к немного потерянной девушке пояснил видишь ли он отчаянный невежда ты уже его прости но на самом деле он очень даже хороший. Да Изя? И это он так от счастья стонет. Не обращай внимания он всегда так радуется когда меня видит. Просто кошмар но ты уже встанешь или мне тебе еще руку сломать? Не надо встаю уже встаю. Изя скрепя зубами хрустяне до конца сросшимися костями геройски поднялся. Доволен? Волния отпусти а? Меня теперь зовут охотник гордо сказал сталкер. Прекрати горбатиться давай я тебя лучше обниму дружище и обнял и злом дико завыл изгибая стальных объятиях лицо перекосило хлеще чем у черта на причастии. Оля потрясенной зрелищем необыкновенной силы дружеских чувств старых знакомых цыпалась на корягу служившей ей стулом. помогите вдруг извернувшись лицом девушки завыл излом у девушки глаза стали раза в три больше чем обычно сталкер отпустил беднягу садись сюда указал охотник место возле себя и сам присел и излом послушно сел на указанное место и прекрати выйти ты травмируешь нежный слух этой прелестной дамы молния подзатыльник едва не отправил излома лицом в костер он тут же взвизгнул охотник охотник да я помню отпусти я же не знал что это ты правда если б я знал я бы сюда не сунул отпусти а изя прекрати плакать иначе чего нибудь все таки сломает он указал кивком на Олю это юная леди перед тобой Оля косо хотя бы на нее посмотришь скормлю пса Оля знакомься это изя самый воспитанный из всех изломов он кстати очень умный ты не суди его строго он просто пугливый очень и потому часто выглядит полным идиотом отпусти ах полегчало низя которого удар по спине промеж лопаток едва не расплющил утвердительно простонав где-то с пару секунд сталкер пояснил Оле мне показалось он поперхнулся он ведь излом да спросила девушка начиная переходить в себя да Оля к сожалению изя настоящий излом очень грустно сказал сталкер он очень сожалеет о том что его угораздило родиться таким глупым и уродливым существом но что поделаешь родители не выбирают у тебя были родители? нет я изя вдруг открыл рот и так застыл кажется он впервые думал головой кут рут позвал охотник и тут же из темноты вынырнули две пары красных глаз псы застыли по бокам от Оли поедавшись при этом и с любопытством смотрели на изя это черные псы? изя казалось сейчас так побледнеет что совсем исчезнет ну что ты придуриваешься? сталкер говорил возмущен я же тебе рассказывал о них кутрут его не есть пока там посмотрим кстати ты мне в тот раз так и не сказал ты все таки вкусный или нет боюсь как кут не отравился бы у него последнее время знаешь ли что-то с животом прямо не знает стоит ли кормить его тобой он людей ест вдруг сказала Оля мрачно подкрадывается заговаривает убивает и ест я раньше считал изломов сказкой убьем его в охотник сейчас нет мы никого не убьем сталкер похлопал Изю ладонью по голове Изя мой хороший знакомый и если тебе этого мало он мой должник а так как существо он разумное он должен вернуть мне долг он мутант и он ест людей упрямо повторяла Оля он тоже людей ест пискнул Изя и в этот раз от ударов почти сросся с землей едва в костер не угодил сталкер погрозил неподвижному телу пальцем и щелкнул фон стонать излом не стал вполне обоснованно опасаясь добавки Оля цивилизованные люди и должны уважать не только красоту и достоинство но также и уродство и маленькие слабости других разумных существ маленькие слабости изумилась девушка но в любом случае Изя мне должен он будет нести нашу поклажу тем и расплатится я не буду таскать ваши тряпки словно попытался возмутиться а с другой стороны знаешь сегодня Кут и Рут так ничего и не поймали Изя представляешь они голодны и страдают можешь расплатиться накормив псов чем оживился излом своим худым и жилистым телом Кут Рут идите кушать стой излом сжался в мелко подрагивающий комок я согласен только не отдавай меня им слушай а может все таки отпустишь но я ведь тогда со спула убежал но почему я за это должен ну отпусти прекрати унижаться ты должен не за это Изя расскажи нам пожалуйста почему ты покинул тот уютный подвальчик надоел у излома нервно дергалась куцая бровь он скучный и сырой не изломы дорогая моя Олечка пожалуйста любимая моя девочка не надо вытаскивать второй пистолет ты можешь случайно ранить Изю вот так хорошо не трогай его не нервничай так вот все изломы прекрасно чувствуют аномалии они также подвержены влиянию выброса буквально как под гипнозом начинает штурмовать кордон выброс в толпе других мутантов вследствие чего обычно живут недолго а вот Изя однажды совершил идиотскую ошибку по собственной безграничной тупости он рухнул целиком в троплин с тех пор он выпал из-под влияния выброса перестал его чувствовать как и аномалии с тех пор жил в подвале а недавно там появился нормальный излом и немного побив несчастного Изю вышвырнул его на улицу Изя нынче бомж он хлопнул по плечу страшно грустного излома не унывай Изя корову купим жизнь наладится а что какой корову стряпнулся мутант в общем теперь подвал снова пустует я лично устранил того невоспитанного излома посмевшего подло наехать на тебя Изя та сволочь мертва и теперь ты мне должен то есть ты убил его да смотри Оля кажется Изя живая все таки отдай мне твой пистолет ночь спали спокойно Оля все время ворочалась и пыталась тайком забрать у него свое оружие он не отдавал и в конце концов уснул огняв не Олю а все оружие какое было в лагере зато Изя всю ночь развлекался Рут бегал шурша кустами вокруг лагеря а кот еще иногда мерзнувший по ночам уютно спал вальяжно развалившись на коленях излома едва солнце встало сталкер проснулся и взяв с Ольги клятвенное обещание не стрелять в Изю вернул ей оружие впрочем ее ненависть к мутанту сильно поутихла когда она увидела несчастного бездомного иглома она урывками спала всю ночь и сейчас выглядела потрепанной и сонной но Изя выглядел казалось он давно умер Изя пора идти солнце встало а нам еще долго топать мягко позвал сталкер сидевшего на земле мутанта тот нагло проигнорировал сталкера Оля держа пистолет на изготовку обошла вокруг несколько секунд смотрела широко открытыми глазами и прикрыв рот ладошкой прыснула от смеха бросив пистолет в кабуру она взяла свой рюкзак сама понесу пояснила она мне его немного даже жаль Изя ну пошли уже начал сталкер и тоже обошел по кругу мешковатую фигуру Изя выглядел плохо даже плачевно очень бледный широко открытыми глазами он остановившимся взглядом смотрел на сладко посапывающего кута пёс развалился на его колени и наслаждался теплой кроватью с огромным удовольствием плач бедного излома был мокрый насквозь удивительно но его пропитало потом Изя сидел не шевелясь на земле всю ночь о это была самая долгая ночь в жизни излома стоило ему вздохнуть чуть глубже как кут предупреждающий рычал и скалил клыки сталкер сильно повеселил этот тандем пса и излом он сиял но надо было все таки идти ладно Изя хватит уже придуриваться сбрось этого ленивого пса на землю и пойдем Изя стрельнул диким взглядом в сторону сталкера да не бойся он максимум откусит тебе руку вот труд тот бы голову откусил хватит уже издеваться неожиданно вступилась Оля за ледоедом я и сейчас твоих песиков побаиваюсь а этот уродик всю ночь следил за дыханием он может уже и умер да что ты отмахнулся сталкер Изя живучий кут пёс заворчал но вставать не собирался кут твою мать идти надо пёс тяжко вздохнул и нехотя слез с колен мутанта он с явным сожалению покидал теплое местечко шерсти у него бедолаги совсем не осталось и не растет совсем Изя тебе что особо приглашение надо я встать не могу раскрепил мутант почему сталкер обошел его кругом с любопытством разглядывая лисии глазки со страхом следили за сталкером а затек весь да ну это поправимо прекрати уже возмутилась Оля когда истошный вой излома стих да что ты Оля ему же понравилось правда Изя тот не ответил он вытянулся на земле как покойник и тупо пялился в небо всего-то разминку сделал вставать твою мать дальше шли уже в пятером он Оля Изя и два пса пути они много говорили и как-то незаметно в разговор включился излом аномалий было немного мутантов тоже почти всех уничтожали голодные псы когда встали на отдых и поесть оба пса уже были сыты и с трудом могли бежать Изя страшно завидовал им он тоже хотел есть на Оля протянула излом у красноватой тонкой пакетик что это с опаской спросил излом покосился на сталкера жующего холодный рис еда я не ем человеческую пищу изя криво усмехнулся я самих людей предпочитаю левую руку сломать или правую между делом чутки чутки к чужим переживаниям спросил излом промолчал и убитым горем взял пакет он обнаружил там ломки кивичины с отвращением съел все до последнего впрочем он был благодарен девушке и за такую пищу голод терзал его много сильнее чем людей спасибо уже перед самым продолжением пути сказал изя чем немало удивил парочку сталкеров после чего уже привычно пошел первым такова стала его роль после жалости оли решившей нести поклажу самостоятельно и вновь сталкеры завели разговор в котором теперь уже намеренно сами втянули излом и он отвечал поминутно впадая в транс передым ртом это так забавляло обоих что охотник перестал все время бить изю только иногда выдавал зуботычину другую профилактических целей изя с каждым часом незаметно для себя самого менялся лучше всего это замечал охотник излом наслаждался разговором поразительно и немного не по себе он однажды подумал прикончить изю в пути и однажды почти решился но передумал надо же но его шутливые слова о том что изя интересный собеседник воплотились в жизнь в полдень это было они пришли к старой базе изя как самый бесполезный член команды открыл люк псы болтались где-то рядом было тихо тихо шептались деревья рощицы запахи самого разгара весны не приносили угрозы ветерок нежно трепал волосы красавицы оля она стояла без шлема почему-то смотрела куда-то за деревья в поля сталкер смотрел на нее спокойное красивое лицо уголком глаза выглядывая за отчаянно пыхтевшим над люком идей она была так красива лучшая всех единственная среди всех хлопнул откинутый люк излом встал перед ним и криво улыбнул ожидая очередной профилактической зубопичами он не услышал стрельбы просто стреляли сразу со всех сторон разом звук пришел слишком поздно излом согнулся пополам и скрылся в открытом люке следом за ним упала Ольга одна пуля сбила ее с ног угодив спину вторая развернула в воздухе пробив сердце сталкер почувствовал сильный удар и увидел как из его груди и живота брызнули фонтаны он упал вперед и голова свесилась над краем люка он смотрел вниз и не слышал ничего далеко внизу лежала неестественно скручившись Оля игрушечными с такой высоты ладошка крепко сжимала трубчатый артефакт сталкер Оля была мертва еще до того как упала в шахту гнев старый давно забытый гнев ненависти просыпался внутри такой знакомый такой родной только раньше он не обладал данной ему ныне силой он уже плохо видел реальность видение искрящейся сети накладывалось на этот мир боль прошла как всегда в таких случаях почти сразу излом подскочил на ноги и с ужасом замер не зная что теперь делать перед ним лежала мертвая девушка зажав в кулаке какую-то серебристую игрушку синие глаза были широко распахнуты и очень спокойно наверху стрельба стихла и злом заскулил ему было страшно и плохо рано конечно скоро затянется но там наверху много всяких людей и они точно убьют его но может если попытаться сбежать сейчас он спасется сумасшедший мутант ленивший его уже наверняка мертв девка тоже надо убегать сейчас пока стрелки не подошли посмотреть на свои жертвы он кинулся к скобам лестницы на миг прямо перед ними он остановился у него появился повод рухнуть в обморок девушка сейчас бездыханная и утратившая свою красоту лежала на полу и ему было очень жаль ее как странно припомнилось как защищала она его своими репликами от ублюдка сдохшего наверху его никогда прежде не защищали тем более этого не делали люди излом взлетел по лестнице пули и замер на верхней перекладине мертвые глаза сталкера смотрели на нее голова человека свисала вниз и невидящий взгляд был устремлен на тело девушки умирая он смотрел на нее глупо люди глупые и все же интересно почему умирая он смотрел именно на нее книзе хотел было проскользнуть милого мертвеца но не успел с ужасом он заметил в мертвых глазах искру показалось а уйдет от меня донеслось сверху приближались убийцы сука горло мне проколол своей зубочисткой и думал ему это с рук сойдет а это блять поганая воля охуела шеф круто мы их положили не зря значит дежурили у края радиоактивной земли и дымок прикупили собаки и ухом не повели конечно не зря сейчас мы этих псов не вздумайте поранить они спят как младенцы научникам сдадим ага навиви секцию излом перестал слышать голоса они не стихли продолжали говорить но ему было так страшно что он не мог разобрать ни звука покойник оживал и очень неправильно оживал зомби так не просыпаются мертвые глаза сталкера наполнялись быстро сменяющие одна другую маленькие маленькими синими молниями и глаз почти не было видно оторваться от них излом не мог страх приковал его к ним не хуже чем магнит железную ложку с какой-то какой-то момент он с ужасом понял что зрачки покойника сдвинулись и теперь смотрят прямо на него что-то слабо потрескивал излома начало трясти оля прошептали губы покойника едва слышно нет мертва прохрепел излом стуча зубами а потом глаза сталкера вспыхнули лицо исчезло и наверху начало трещать громко злобно защелкали выстрелы почти сразу излом слышал дикие вопли кажется кричали не только от страха запахло паленым мясом и крики перешли в истошный вой запахи человеческого мяса и крови вернули силы излома и он рискнул высунуть голову из шахта картина была впечатляющей мертвец стоял спиной к нему не меньше трех кровавых дыр в плаще весь окружен с полохами молнии руки подняты будто он приветствует старого друга и ладони не видно на их месте две заплетенные в тугие шары ветвистые молнии ветви при этом бешеных лещут пространство но это еще ничего страшная картинка и только вот полтора десятка тел повисших в воздухе веером прямо перед мертвым сталкером вот это было страшно все дико орали и в грудь каждого непрерывно била ветвистая толстая молния они долго кричали излом видел как часть энергии молнии устремилась к земле сталкер не просто убивал он медленно сжигал уже натурально воющих людей излома все-таки стошнило он отвернулся и увидел как одиночная фигура скользит среди деревьев улепетывая со всех ног излом понимал свой порыв но вот почему он после не сбежал и не съел добычу он не смог объяснить даже себе излом выскочил из шахты плач был сброшен и он стремительно рванул за убегающим убийцем позади вой стихал приходя в хрип люди еще были живы только ему не хотелось смотреть на то что останется от них излом догнал убегающего парень заметил его слишком поздно но успел вывернуться и мощная правая рука только сломала плечо не убив парень взвыл выронив оружие излом накинулся на него испытывая голод но охотник опустил руки полтора десятка обугленных тел упали на землю почти беззвучно они были теперь очень легкие маленькие уже не походили на людей кто они были ему было плевать они мертвы и Оля мертва не зона ее взяла не по зубам Оля зоне была люди убили зачем он так цепляется за все человеческое Оля вернулась он вспомнил почему убежал в поля тогда и как нагнал гиганта помню как спас ее из заточения в этой подземной базе все помнил но к ней у него осталось только тепло он любил и сейчас и тогда и будет любить если не перестанет сопротивляться будет страдать помня как пулю сбросили ее вниз он был ведь счастлив тогда среди белой пустыни сражаясь с гигантом зачем ему оставаться таким почему бы не стать тем зверем могучим и беспощадным не способным мыслить словами он мог бы снова убивать просто потому что он может убивать бежать в зоне и знать куда наступить не нужно стоит только позволить сознанию уснуть навсегда и он будет снова зверем самым страшным из мутантов зоны и огненные аномалии снова станут видимые ему он знал просто нужно отказаться быть кем он даже имени своего не помнит пусть разум спит господин раздалось за спиной немного изгливый голос кто это и почему он тут среди каких-то обожженных штук излом сталкер смотрел на излома стонущего от боли человека в его руках я нагнал его он убегал он ваш господин улыбнулся худющий излом рывком ставя человека на колени человек завыл от боли страха в нем не было зачем он мне сталкер повел плечами плащ такой тесный я не голоден пока но излом казался потерян он говорил что ваша дама простите блять моя дама сталкер снова повел плечами немного нервный он никак не мог понять зачем носит эту жуткую неудобную дрянь оскалившись тихо зарычал да леди оля вы ее так называли а он что с вами охотник перекрасился лицом память метнулась обратно вместе с ней приходила мука душевной боли он загонял обратно свою непокорную личность старался избавиться от нее с ненавистью смотрел на излома пробудившего в нем уже почти угасающую память в какой-то миг случилось так что память личность сталкера его звериная суть делавшая его частью зоны встали на одну ступень сознания он посмотрел на пленника и узнал это лицо тот самый парнишка обещавший разобраться с ним и с Олей пронувший его ножом под ребра что ж у него вышло и теперь не удастся забыть но месть сделает боль не такой сильный не такой острый месть сладка излом отвернулся и зажал уши руками он бывало отгрызал руку еще живому человеку но он не ломал ее перед этим не выдирал сломанную кость из тела и не выкручивал ее излом отгрызал руку и не думая ни о чем кроме еды он не улыбался слушая его приубиваемого человека излом не вырывал кусков мяса из тела заставляя человека страдать подольше впервые излом понял разницу между охотником и убийцей он охотился и ел убийца стоял за его спиной убивал и наслаждался можешь повернуться излом излом и повернулся у него чуть инфаркт на обо сердце не наступил сталкер стоял весь красный от крови вокруг валялось что-то совсем не напоминающее человеческое тело какое-то конфетти непонятное но хуже всего сам этот псих из психов он с улыбкой доброй такой улыбкой держал в руках голову и смотрел в ее лицо собственно так мало что напоминало лицо его сильно исказило он как-то видел труп попавшего в аномалию сталкера у того тоже было такое лицо только его деформировала аномалия а это лицо деформировала чудовищная боль одна рука сталкера выпрямилась и из нее посыпались молнией они вцепились в люк и рука описала дубу люк захлопнулся а сталкер положил на него голову мертвеца он будет охранять ее покой излом упомянутый излом приготовился умереть и мысленно назвал себя нехорошими словами надо было бежать когда была такая возможность излом прости меня ты оказался ты больше человек чем я улыбка ушла с лица сталкера из потушек совсем мертвый глаз стекли слезы и вдруг пнул голову лидера неизвестных людей и упал на колени и сидел вот так молча неподвижно слезы текли в тишине излом опять вспомнил девушку запертую теперь навсегда внизу ему было жаль ее впервые ему было жаль человека почему ты скорбишь по ней излом тускло прозвучал голос я он ответа не знал она была добрее тебя может поэтому нет скажи излом что ты помнишь из своей человеческой жизни изломы не были людьми ни один из нас мы все вышли из одного места и все одно существо один излом замолчал не все вот он стоит излом не такой как остальные клоны ты видишь иногда во сне белый лимузин и двух девушек в серебристых платьях и так излом откуда ты знаешь страшно ему было страшно и тоскливо но он и правда иногда видел такой сон белая машина две девушки выходят из нее он никогда не видел машин раньше только во сне я знаю сталкер поднялся на ноги но глаз люка не сводил одно лицо одно днк на всех модификация группы генов и ты излом уже не человек но остается личность нет нет памяти нет ядра ты помнишь машину а другой излом помнит что было после того как они поднялись по лестнице третий что было после того как они поднялись и так далее излом называй меня изей почему я же не излом я уже не знаю кто я помоги мне унести кута и рута отсюда поможешь когда они уносили бесчувственных псов предварительно вынув из мощных тел дротики изя тоскливо сказал сталкер мы порождены зоной но мы слишком люди да это так для нас обоих изя лучший выход смерть зона не прощает таких как мы наша смерть сталкер будет не из легких мы оба уже однажды были мертвы изя охотник решительно повернул к знакомому подвалу возможности пользоваться сетью сильно возросли но огненные аномалии теперь загадка для него и столь же грозная опасность как и для самой глупой крысы но их превосходно чувствуют псы а если не хлопать варежкой и смотреть по сторонам 99 из 100 огневиков можно увидеть по косвенным признакам вот вот к черту их и причины по которым они для него пропали его в конце концов с нетерпением ждет старый знакомый изя вот с ним он и поболтает о всех этих странных неприятностях с другой стороны что скажет изя зона тебя испытывает или зона на тебя зла да изя немного слабоумен но пара недель высокоинтеллектуальных бесед и несколько открытых переломов могут творить чудеса пролом в стене через который можно попасть в подвал из которого уже можно заглянуть в глотоглазки пролом был найден не сразу охотник прошел мимо него не заметив потом вернулся кое-как нашел стену и обнаружил на месте пролома огромный сугроб довольно долго он стоял перед ним слабо улыбаясь оттягивая момент приятной встречи предвкушая его собственно ему было жутко лень раскапывать гигантский сугроб псы постояв немного рядом тихо сбежали им копать тоже не хотелось что делать пришлось все же раскапывать как сюда попасть через здание он не знал а шататься под сводами которые в любой момент могут обрушить ему как-то уже совсем не хотелось охотник копал долго старательно вскоре сумел вырыть приличных размеров нору даже порадовался своим успехом вылез наружу из норы и гордливо обозрел результат своей работы с тихим хлоп шапка сугроба обрушилась сталкер ныло взирал на новый сугроб ставший в ширину заметно больше зима с ее плюсами и красотой быстро переставала ему нравиться копал он не до глубокой ночи сугроб рухнул еще раз и пришлось фактически отгребать снег со всей стены учитывая что кроме рук у него инструментов не было дело обещало затянуться до утра ладони постоянно приходилось отогревать под свитером он где-то умудрился потерять теплые перчатки но не помнил где наконец он сумел уже в сумерках очистить снег от стены и был очень доволен но зловредный снег определенно издевался над ним края траншеи вырытой в широком сугробе заслонившим стену по всей ее протяженности шерестом рухнули и некоторое время он потратил откапывая себя самого уже в темноте он закончил работу и добрался до пролома в нем конечно же царила полная тьма ему впрочем она виделась густыми сумерками а куд с рутом скорее всего и не заметили бы отсутствия священия он соскользнул вниз и осмотрелся изя был здесь его запах он ощутил еще только откопав пролом но его видно не было зато заметно прибавилось человеческих костей значит изя кушал хорошо ягл голода вряд ли сдох отлично но где он сам сталкер стоял посреди заваленной костями комнаты и не пытался по запаху определить куда двинулся изя также он прислушивался где-то глубоко внизу слышалось мерное дыхание огромного существа золотоглазка тоже жива и здорова а паршивец изя видимо ушел на охоту как невежливо к нему пришел гость а его нету возмущенный таким безобразным поведением слома сталкер так и застыл на месте даже дыхание перехватил и вот послышались знакомые шаркающие шаги но кажется изя двигается немного не так что за дела пахнет изи но ах вот оно что ногу волочит бедненький видимо подранил где-то ну это ничего до свадьбы заживет фигура в сером бесформенном плаще возникла на пороге подвальчика спустившись по короткой лестнице сверху сталкер не шевелился сдерживая улыбку и даже не дышал излом замер на пороге лисие глазки сверкали в темноте кто здесь просил знакомый голос изя не выдержал сталкер счастливо улыбаясь это я заходи же дружище что а излом вошел внутрь и шокированно моргая смотрел на одну из теней начавшую двигаться руки широко распахнулись призывая дружески обняться изя на такое никогда бы не пошел он как огня боялся сталкера но а ты чего здесь какими судьбами в наших краях я вот тут хожу брожу продолжая говорить изя мелкими шажками подходил все ближе он даже улыбался приветливо точнее играя приветливость лисии глаза сверкали голодом и хитрость он что не узнал его ведь изей вряд ли его еще кто-то мог называть что происходит сталкер перестал улыбаться и теперь опустив руки подозрительно поглядывал на хитрую старческую рожу как и следовало ожидать едва излом подошел ближе мощная рука влетела вперед нет такой тупой грубости простить было просто невозможно видимо дорогой друг изя ты страдаешь не только слабоумием но и амнезией разочарованно произнес сталкер наблюдая как излом поднимается из вороха штукатурки обломков костей и выпавших кусков стен изя поднялся с трудом потеряв способность твердо держаться на ногах охотник так расстроился что прежде чем ударить мерзкое животное изю используя его отловленную руку как рычаг раскрутил его вокруг своей оси и вбил в стену со всей доступной силы человека да даже химеру эта яростная атака просто смешала бы с пылью а вот живучий излом только впал в прострацию и то совсем ненадолго ты кто тьфу плюнул старик наконец поднявшись не может быть он с довольно глупым видом смотрел на свою чернильно-черную слюну изо рта бежала такая же черная гадость его собственная кровь неужели ты меня забыл охотник кисло смотрел на расстроенного и напуганного излома гаденыш изя умудрился крепко испортить ему настроение я тут был всего-то полгода назад может чуть больше а ты мой слабоумный излом успел забыть что излом выпрямился и зашебуршал своим плащом я тут живу всего один выброс уже со снега кто ты такой ты ведь не человек да стоп помолчи немного сталкер размахнул рукой требуя тишины он шумно вдыхал тщательно анализируя запахи странное дело излом перед ним пах так же как изя но с каким-то тонким практически незаметным оттенком ах как он мог забыть изломы ведь одинаковы как две капли воды но где тогда изя где излом который тут жил до тебя а ты чего ты чего сталкер я же не вновь он начал трещать безумолку маленькими шажками двигаясь к лестнице наверх почти сразу его беспорядочная трескучая речь оборвалась сталкер кинулся вперед очень быстро для простого человека и излом ударил с жутким шипением а потом дико заорал сильная правая конечность которой он легко расшибал бетонные стены повисла плетью ее сломали с необыкновенной силой несколькими странно нанесенными ударами чтобы вот так удачно переломить конечность вещал сталкер вышагивая зад и вперед перед упавшим на пол излома необходимо прости пожалуйста но ты не мог бы немного помолчать излом нагло проигнорировал вежливую просьбу пришлось вновь прибегнуть грубому ничем не прикрытому варварству лицо излома превратилось в кровавый блин теперь он только с хлюпом пускал черные пузыри сломанным носом так вот чтобы сломать кость обтянутую мощной мускулатурой необходимо иметь хотя бы средненькую физическую силу крепкие кисти и уметь вкладывать в момент самого удара всю физическую мощь своего тела заметь дорогой излом не в удар а в момент удара то есть когда ребро ладони касается конечности которую требуется сломать вся мощь тела должна участвовать в ударе вся хитрость как раз в этом и конечно в том чтобы не сломать собственные запястья в момент удара есть еще один маленький нюанс нанося данный великолепный удар нужно попасть точно в то место где проходит кость иначе запястье все равно будет сломано а у противника лишь разорвутся мышцы в этот миг он второй рукой пока вспышка боли ослепляет тебя самого легко может с вами покончить конечно только в том случае если противник не сопливый юнец а настоящий профессионал это очень важно постарайтесь запомнить мой слабоумный друг но упомянув этот чудесный удар доступный далеко не всем мастерам рукопашного боя я конечно же не могу не упомянуть его замечательную совершенно уникальную историю что тебе от меня нужно простонал излом сообразивший что убивать его кажется не будем по крайней мере прямо сейчас о как невежливо изумился сталкер вам правда совсем не интересно что ж надо учитывать ограниченные возможности вашего простите откровенно ущербного интеллекта вам конечно же требуется время чтобы переварить услышанное думаю в свете вашего могучего разума года или двух будет вполне достаточно где сейчас изя я не знаю никого с таким именем кровавая маска потрескалась в улыбке людей с таким именем я никогда не ел знаете я тоже изобразив смущение сказал охотник было бы замечательно съесть такого интересного человека с таким любопытным именем как вы считаете излом только неуверенно хрюкнул и забегал глазами в поисках спасения изя не человек он излом только много более вежливый чем вы и хорошо воспитанный как это виси глазки стали очень большим ты ищешь излома но изломов нет имен хотя конечно кто-то мог придумать зоне всякое бывает ну зачем тебе какой-то конкретный излом а он съел твоего друга хочешь отомстить нет охотник отошел к стене и встал так чтобы было удобно мы с ним друзья с кем тупо хлопал глазами излом его лицо уже полностью восстановилось только кровью было сильно заляпан с Изей где тот излом который жил здесь не знаю проворчал излом я выгнал отсюда какого-то слабака он тоже излом но просто ублюдочный весь трясся от страха дальше двора выйти боялся еле отогнал охотник еще не решил убивать это существо или отпустить но последние слова сказанные с заметным презрением ему сильно не понравились винтовка сама прыгнула в руки и три выстрела один за другим сотрясли подвальчик одна пуля угодила в голову две другие разворотили розочкой живот и груди изувеченное тело подергалось немного и затихло тяжело вздохнув сталкер стараясь как мух не запачкаться завернул останки излома в его же плащ и вытолкнул в пролом затем вылез сам возникла мысль скормить его златогласки но охотник тут же передумал изломы могут быть ядовитые а уж на вкус явно противные и возможно немного суховатые он выбросил сверток с телом в сторону жарки хотел попасть прямо в аномалию но промахнулся покончив с похоронами охотник вернулся в подвал и еще раз тяжко вздохнув направился в подземную лабораторию где жила златогласка бедный изя наверняка мертв ведь он боялся покидать этот подвал потому что перестал чувствовать аномалию несчастный даже голодая не мог заставить себя выйти наружу так силен был его страх перед аномалиями златогласка шумно топая большими ногами бродила по бесконечным коридорам лаборатории и несчастно хлюпала носом она страдала от холода давно были ею выпиты все электрические аномалии подвала а новые не могли появиться без выброса а последний выброс был давно она сначала даже не узнала его с диким рыком бросилась через несколько стен сломав их и только прямо перед ним остановилась как копана а потом ужасно счастливая стала прыгать вокруг сталкера ну ну прекрати сказал он обняв обоими руками чешуйчатую шею страшный монстр тут же прекратил прыжки от которых опасно дрожали потолок и замер мелко подрагивая всем своим огромным телом однако шея у тебя не могу двумя руками обхватить да ты исхудала совсем бедненькая отжалостливых ноток в его голосе слотогласка легла на брюхо и положив голову на пол широко открыла слюнявую пасть полную больших острых клыков тихо завыла так он понял этот трубный рев очень тоскливый именно так выликут с рутом тоскуя а златогласка трубила огромные золотистые глаза светящиеся в темноте приветливо и немного просительно моргнули сталкер создал сильный электр прямо там где стоял монстр завручал от удовольствия аномалия вспыхнула один раз и исчезла была съедена одним махом несчастная страшно голодала он создал еще три мощных узла прежде чем златогласка сонно хлопнула глазами и закрыла их спустя минуту она уже трубно храпела а сталкер создав два десятка узлов сети по всему подвалу поднялся в бывший домик изи тут было так тоскливо так одиноко сам не понимая зачем сталкер сложил костер из костей из его руки ударила молния и кости задымились вскоре жарко трещав подвальчик уже освещал вполне приличный костерок но вот что странно едва появились первые языки пламени сталкер ощутил как сердце сжимается даже не страв животный ужас не понимая в чем дело он сел перед костром и заставил себя смотреть на огонь сердце громко стучало от ужаса руки дрожали но он смотрел в костер и поддерживал огонь до самого утра и весь следующий день а ночью уснул успев сжечь все кости в подвальчике утро он встретил в тепле и подсонное повизгивание псов ночью они забрались сюда наверное через подвал из здания и легли по бокам от него хотелось подремать еще немного но на холодном каменном полу особо не поспать даже ему кроме того повизгивающие во сне псы уснуть все равно не дадут как бы подтверждая это смутное подозрение Рут громко зарычал не открывая глаз и силой саданул задней лапой ему по ребрам ворча сталкер был вынужден подняться продолжая непрерывно ворчать что-то самому непонятное он собрал свои вещи и вылез через пролом на ум куда теперь может к чешику какое-нибудь опасное задание взять нет ну тоска просто решительно нечего делать пожалуй заглянул к чешику свистнув чтобы предупредить псов что уже на улице он прицепил к ногам снегоступы и не торопясь зашагал к памятному глиняному откосу на котором его едва не убили вояки сейчас откоса как такового уже не было снег сделал его пологим искрящимся на солнце холмиком да сегодня солнышко а вчера опять шел надоевший уже снег к сожалению он случайно скользнул взглядом по обледеневшему пятно в центре снежной массы далеко справа некоторое время сомневаясь он почувствовал страх и мгновенно принял решение хватит он не боится этой глупой жарки плевать ему на всякий недоделанный огонь он прямо сейчас подойдет к этой жарке и хм и и чего собственно по пути к аномалии он решил что подойдет к самому краю и самым презрительным видом плюнет в эту обнагревшую огненную хреновину да именно плюнет собрав побольше слюны и жаль насморка нету хотелось бы как-то поунизительный плюн решительно он шагнул к огню а внутри все сжималось от страха плевать страх им нужно управлять нельзя позволять страх управлять собой да и чего там бояться какая-то дешевая хлопушка всего-то градусов сто двести по цельсию прям смешно ха однако с каждым шагом коленки дрожали и все сильнее а ноги подгибались ему следовало отступить и не рисковать но к сожалению он очень хотел победить одержать верх над собственным страхом уже у самой жарки он снял снегоступы рядом положил плащ винтовку почти пустой рюкзак и еще некоторое время поборовшись с сомнениями и собственным страхом шагнул вперед и тут же по колено провалился в мягкий сняк дальше нога не ушла там снег был но уже старый слежавшийся если шагать осторожно он не будет проваливаться сквозь него а только через свежие рыхлые слои он шагнул еще и еще и вот гордо вытянулся у самой границы ледяной лужи собрался с духом и обнаружил что во рту сухо что во рту сухо как в пустыне кроме того выяснилось что он с минуты уже не дышит парализованный ужасом наверное он тогда был одного цвета с окружающим его белой пустыней дрожащая рука подхватила горсточку снега запихнула его в рот снег растаял и сталкер решился он все же плюнет в лицо своему страху правда с весьма глупым и очень жалким видом состроить презрительную гримасу никак не выходило да и стоило ли если колени выписывают восьмерки смешно и глупо но плюнуть надо страх не исчезнет полностью но сильно сдаст свои позиции такой жесть вернет ему самообладание а то так спичку кто зажжет а он штаны намочит не дело же и значит требуется смачно харкнуть вот только попозже охотник отдышался собрался силами и довольный своей выходкой плюну ожидаемая яркая вспышка на деле оказалась ослепительной столб жаркого пара поднявшись с земли вышел немного шире и жарче чем он рассчитывал пар обжег всю переднюю часть тела да к сожалению и то самое место являющееся для мужчины величием гордостью и главным достоинством глаза не пострадали только потому что он крепко зажмурился и закрыл лицо руками увязая в снегу сталкер отступил без всякой радости отметив что страх совершенно исчез его вытеснила дикая боль смявшая все тело но это как выяснилось были только цветочки причем куцые такие незрачные сталкер смог сделать два шага назад и теплая волна раскатала его по снегу вокруг поднялись тонны пара мягкого теплого миг и тепло прожгло одежду кожу он заорал от боли но не оторвал ладони от лица и попробовал отталкиваясь ногами ползти рев пламени заглушал все вокруг запах в собственной плоти вытеснил даже прелую вонь испаряющего снега вопль сталкера оборвался раскаленный воздух сжег глотку и казалось жаркий огонь аномалии достал даже до желудка сталкер отталкивался ногами теряя разум от боли и понимая жалким краем сознания сохранившим рассудок что если не будет шевелить ногами сгорит сколько это длилось ему показалось что несколько часов но в действительности миновало несколько секунд чуть больше и он не смог бы выжить рев в пламени стихал он смог оторвать ладони от лица и обнаружить что оторвал их вместе с щеками кожа на них и ладони спеклись в одну обугленную массу только глаза остались все что было ниже одного взгляда хватило бы чтобы свихнуться но дважды с ума сойти не каждый на это способен разум никак не среагировал но черно-красный огарок бывший на месте его тела ноги по-прежнему пытались отталкиваться но уже не могли сдвинуть его с места бессильно скользили крася кипящую землю красную пламя не отступило оно медленно наплывало пожирая его ноги сантиметр за сантиметром жарко разве спокойно прежде жарко может сойти со своего места он попробовал оттолкнуться руками и новый всплеск боли пробил тело от пяток до макушки он упал уже не чувствуя рук плеч торса только ноги точнее два сгустка чудовищной боли на их месте и они становились все больше еще немного и все тело станет одной пульсирующей точкой в океанах боли зловещий рык Кута и Рута дошел до него да не как сквозь вату а как из другого мира они были здесь краем глаза он увидел черную шкуру одного из псов и тут же закрыл их жарко будто почуяло что добыча ускользает в последнем рывке огонь накрыл все тело миг и все будет кончено плечо проткнуло чем-то сильно сжало в ушную раковину ввинтился тихий-тихий вой сквозь сжатые зубы и его с силой дернули должно быть вой был очень громким и истошным но он уже почти ничего не слышал все тело горело а его рывками тащили куда-то вскоре скольжение по снегу остановилось и рядом кто-то упал протяжно скуля ему этот скулеж показался едва слышно он попробовал пошевелиться тело по-прежнему жгло огнем и рвало от боли но кажется смертельное пламя аномалии осталось позади глаза не открылись веки спаяло пламя кажется через многие годы его тело начало остывать уходила боль их сменил леденящий холод все тело коченело почему смерть приближается может быть но он все же лежит на снегу и сознание отключилось будто рубильник повернули и он рухнул спасительное забытие сколько спал охотник впоследствии вспомнить не смог зная точно день он посчитал что ровно один день но память говорила что одну секунду в течение которой сеть ярко искрилась вокруг него очнулся он от смертельного холода сковавшего все тело боли и голода причиной последнего были запах крови он попробовал открыть глаза они не подчинились попробовал шевельнуть рукой не смог но кровь запах пищи был так близок дрянной пищи какой-то зомби совсем свежий а может просто сталкер но это была пища всего в двух шагах от него еще теплая свежая добыча почему-то не было слышно кута и рута но их запах был здесь только почему-то от кута сильно пахло его кровью и паленой шерстью собравшись силами сталкер все же сумел перевернуться на живот в сторону запаха он почувствовал как лопнуло стекшееся в хрупкую корку плоть как брызнуло из трещин кровь боль прострелила тело и он долго лежал не шевелясь как только боль утихла немного он пополз два метра удалось преодолеть нескоро каждое движение добавляло трещин на теле покрытым твердой коркой и боль страшная боль все же он сумел достигнуть тела пищи на ощупь даже скорее на чистой интуиции он добрался до горла оно не было порвано и все еще дышало теплом он попробовал открыть рот но и губы спеклись друг с другом понадобилось еще несколько минут чтобы все же открыть рот при этом губы просто отвалились но они не особо нужны были сейчас чтобы выжить ему достаточно просто глотать зубы не прикрытые губами распороли артерию кровь не хлынула фонтаном а опалилась ручьем сердце мертвеца не билось нечему было толкать кровь но того что вытекало хватило чтобы придать сил он смог разорвать зубами еще и плечо покойника куски теплого мяса проглатывались и наполняли желудок нужна материя чтобы восстановить почти умершее тело но не всю материю он может переварить тем более сейчас мясо вполне подойдет он уснул уткнувшись в разорванное плечо покойника проснувшись вновь он почувствовал себя лучше не смог открыть глаз не смог даже шевельнуться зато услышал тихий скулеж рута почувствовал как что-то влажное коснулось лица вновь скулеж он хотел уснуть вновь но мокрый нос настойчиво толкал лицо не давая провалиться в блаженный сон вскоре тычки стали причинять боль и они стали настойчивее он застонал и тут же сильные толчки стали ощущаться в плече ребрах бедре все с одной стороны все непрерывно повторялись рут рут потребовал перевернуться на спину зачем сила тычков нарастала с ним росла и боль перевернуться пришлось он попал спиной на что-то мягкое и уже сам перевернулся на живот но толчки рут не прекратились теперь он толкал его в плечо но уже с другой стороны что ему нужно перевернуться еще раз мягкое на что-то он упал спиной оно надрывно с хрипом дышит с трудом но гораздо легче чем в первый раз он смог пошевелять рукой коснулся теплого тела рядом со своим плечом голое обожженное засохшей крови кто это он сжал пальцы на лапе неизвестного существа и тут же зубы рута пронзили плечо он куда-то тащил его охотник отпустил неизвестную живность и рут его отпустил но тут же начал истошно скулить и тыкать его носом пришлось ухватить существо за лапу снова боль от зубов рута он стойко стерпел не зная кого пёс требует тащить вместе с ним и почему почему он не отнесет его потом это существо ответ пришел за миг до конца пути рут отпустил плечо и прыгнул ему на спину грозно рыча даже частично оглохшему сталкеру этот его рык показался громовым кто-то преследует их но не решается напасть охотник ощутил голую морду существа которое тащил на прицепе кут только нет больше лохматой густой шерсти он влез в огонь взбесившейся аномалии спасая его и обгорел сам сильно обгорел рут спрыгнул с него и он услышал приглушенный шум схватки преодолевая боль сталкер полз в шлепуду сохраняя выбранное рутом направление одной рукой помогая ватными ногами второй рукой таща за собой кута кажется спустя многие часы он уткнулся лбом в стену рука зашарила в поисках пролома только туда мог тащить его рут он очень надеялся что умный пес догадался тащить его именно к узкому пролому рука провалилась в темноту последние усилия и он рухнул вниз вместе с кутом еще не коснувшись каменного пола он потерял сознание очнувшись снова он обнаружил что в комнате пахнет едой и жутко воняет его обгорелым телом и чуть менее горелым телом кута еда лежала у самых ног не особо разбираясь что это такое он съел тушку целиком включая тонкий безволосый хвостик опять вырубился и так повторялось несколько раз каждый раз у его ног лежало что-то мертвое и съедобное чаще всего крыса каждый раз рядом с ним был все еще живой кут но вот рут вечно где-то пропадал зима даже крысу поймать очень непросто даже черному псу тут было очень холодно вообще должно было быть но он почему-то не мерз кут тот тресся от холода и все время сжался к нему а он сам чувствовал что ему тепло лишь в одно из пробуждений ему было жутко холодно когда у ног не оказалось ничего съедобного а где-то справа дико выли и рычали Глава седьмая новый друг электрик тихо проскользнул в пролом вступил на пол бесформенная фигура у лестницы не шевельнулась сталкер широко улыбнулся спит сейчас немного напугает зря скалишься я не сплю проворчал изя зашуршав своим плащом и вообще твой старый драный плащ воняет за версту почему ты все время в нем ходишь сам дурак сталкер присел на полу и достал череп смотри что я тебе принес я старые тухлые кости не ем фыркнул излом слушай я тут на днях обнаружил что умею сочинять стихи правда поразился сталкер и даже ненадолго про череп забыл ага вот послушай вот тьма ужасного подвала сидит страшное чудовище ну после продолжительного молчания спросил невергеливый старый что ну не понял изи как что ты же говоришь что стихи сочинять умеешь а где остальное а разве этого мало по-моему неплохо получилось ага длинно и содержательно я как-то сказал тебе дружище что ты с каждым нашим разговором становишься все умнее и умнее так вот прости меня изя я глубоко заблуждался ты по-прежнему туп как пробка ну и пошел к черту буркнул изя громко чихнул простыл участливо спросил он отстань электрик ну я разве могу простыть я не электрик пробурчал сталкер что опять и как тебя зовут я еще не придумал честно признался сталкер смотри лучше что я принес старую вонючую кость вижу изя почмокал губами наверное вкусненькая но я от тебя нахватался и теперь тоже умею быть вежливым поэтому я представлю тебе самому съесть эту чудесную кость могу крысу тебе поймать чтобы не так сухо было ты изя пытаешься соревноваться в красноречии с мастером не думаю что твой ущербный разум в состоянии выдержать столь сложную и упорную борьбу лови ну поймал и что старая сухая и к тому же грязная кость глаза закрой дубина и держи ладони на черепе а а звизгнул изя и отбросил череп что это что это было а что ты увидел все здание сверху изя стал шурша плащом и поднял череп что это такое он позволяет управлять зомби и я его тебе дарю просиял сталкер всеми зомбами даже те которые на самом деле только в голове зомби ага теперь ты сможешь питаться лучше кстати как поживает златоглазка эта идиотка не оставляет надежды мною закусить проворчал изя вертя череп в руках сделать ей внушение ты его чуть не каждый свой визит делаешь что толку она все равно хочет меня сожрать эти твои контролерские штучки дрючки действуют только на твоих дворняг они не дворняги обиделся сталкер они грозные хищники и черные псы зоны они воспитанные твари отпарировал изя и сталкер вздохнул с воспитанностью у кота и рута всегда были некоторые проблемы а ты сам давно воспитанным стал нашелся что сказать сталкер слушай ты хороший подарок сделал сталкер изя бережно положил череп рядом с вами я тоже хочу тебе искра воскликнул сталкер где взираясь поинтересовался изя я искра теперь меня будут звать именно так а почему не искрище так солиднее ты просто завидуешь чему интересно тому что у меня всегда красивые и содержательные имена а ты ничего сам придумать не можешь я просто достаточно разумен и уравновешен чтобы обходиться одним именем ну и зря искра осмотрелся по сторонам у тебя такое унылое жилище не понимаю почему ты не тоскуешь вот я постоянно борюсь со скукой даже имена меняю по настроению знаешь ли это весело очень поднимает дух нет дело не в этом изя улыбнулась ты просто псих вот и все а ты дурак и излом все я пошел подожди изя подскочил на ноги я ведь не все сказал не уходи пока ладно глупый излом говори разрешаю прекрати глаза лиса сверкнули в темноте не называй меня излом ты ведь знаешь как я не люблю этого ведь я больше не называю тебя господином вот и ты имей совесть перестань издеваться я такой же излом как ты человек извини изя понесло смутился сталкер искр ты мне подарок хороший принес искра спасибо но спасибо мало знаешь постоянный лагерь свободных сталкеров в нескольких километрах под ее могилы да тут же стал пасмурно искра память все еще приносила боль так вот они такие же сталкеры как и я ты сталкер искренне удивился искр поздравляю кстати кому артефакты продаешь почем там душ уберу прекрати издеваться ты меня прекрасно понял ну мне то что искра развел руками ну не сталкеры ну и хрен с ними я вот иногда не понимаю ты одаренный идиот или идиот настоящий я тебя так назвал всего один раз и ты запомнил восхитился сталкер ты быстро растешь изя вот уже и простые слова научился повторять да пошел ты изя сел на прежнее место и обнял подарок там есть торговец есть солетные сталкеры но постоянные жители шестера никогда не меняются вроде сталкеры но сидят на одном месте не настораживают ничего не напоминает о искра сообразила даже удивившись что так поздно база о которой я тебе говорил искал которую иди ты мать я же там раз пять тогда мимо проходил ты еще молод сталкер успокоил его изя недовольным ворчанием тупость в твоем возрасте быстро проходит нужно только чуточку постареть спасибо тебе спасибо сталкер вылез на улицу и взяв вещи бандитов ногами вернулся в подвал он положил автоматы пистолеты и еду у стены это тебе а что это оружие человеческая еда хотел продать у чешика но если уж туда не пойду сейчас пусть у тебя будет я тебе все это дарю зачем удивился изя но ты ведь не всегда можешь защититься только своей рукой а теперь у тебя будет оружие тут патронов много можешь поупражняться даже только в глазоглазку не стреляй ты ей вреда не причинишь разозлишь только вот автоматов тут несколько они дряные так что бери все один заклинет у тебя еще один будет ну все пойду удачи и спасибо еще раз искра выскользнула с подвалом когда он отошел достаточно далеко изя растроги всхлипнул и прошептал уверенный что сталкер не услышал тебе спасибо сталкер и твоей леди но он слышал и услышав едва не упал за пнуш он тогда проводил изю для этого подвала оставил его там и отправился к чешуку взял какое-то сумасшедшее задание выполнил и почему-то снова навестил изю тот больше не убегал от него что-то в нем изменилось они поговорили и сталкер снова отправился к торговцу у него был новый боец оказавшись немного хамоватым и очень большим идиотом решил что незнакомый сталкер может с ним поделиться едой чтобы избежать сломанного носа парень умер быстро а ведь раньше он бы не стал убивать его провел бы воспитательную беседу сломал бы что-нибудь и все были бы счастливы но боль жрала изнутри тогда они с торговцем и договорились о столбе просто деревянный стол если там вбит длинный ржавый гвоздь есть интересное и важное опасное задание нет гвоздя значит его никто не ждет он и не часто там появлялся торговать предпочитал с нищим тот выразил ему сожаление по поводу Оли но явно фальшивые ему плевать было на малознакомую девушку серого проводника потерял жалел а ее к бандитам он не часто выбирался хотя нищий встречал всегда приветливо что-то он ему приготовил какую-то дурно пахнущую миссию но пока молчал затевал что-то по-настоящему серьезное и готовился очень тщательно впрочем ему было плевать вот к Изи он стал выбираться очень часто принес ему как-то датчик аномалии радиации много беседовал с удивлением и интересом отмечая как тупой излом всеми действиями которого прежде руководил желудок начал думать стал сам задавать вопросы рождение которых в его голове было столь же удивительно как к примеру говорящий пес очень интересная получилась у них беседа о теории существования бога как-то Изя в полном шоке узнал что огромный шар в черной пустоте который ему иногда снился называется планета и зона часть этой планеты долго не мог понять что такое сила тяжести и как она удерживает людей и мутантов на круглом шарик очень скоро наступил момент когда излом Изю уже не только слушал но и говорил сам сталкер питавший к нему что-то вроде привязанности какую чувствует к домашним животным вдруг осознал что тупая скотина весьма умна и рассуждает о теории существования у всего живого души он стал уважать Изю больше чем иных людей тяжело вздохнув сталкер свистнул псов прошло какое-то время и он без особых приключений добрался до могилы старая база где лежала Оля точнее бесцельно бродило ее мертвое тело он уже в который раз собирался спуститься и пристрелить мертвую девушку успокоив навсегда но как и прежде не смог даже подойти к люку силы воли не хватало резко вывернув он двинулся по прямой к базе неизвестной и пока очень скрытой глупировки он разведует и договорится если получится о делах для нищего потом все же спустится в подземелье и не спустится по дороге ему повстречался спящий прямо на земле сталкер-одиночка отогнав псов автоматически мыслью он шумно приблизился к сталкер тот проснулся и сел привет вижу ты человек в наших краях опытный ага дробовик в руках пробудившегося смельчака одиночка в зоне большая редка смотрел ему точно в круг ты чего тут шумишь простите я заметил вас и подумал возможно мы сможем заключить небольшую сделку и чтобы вы случайно не выстрелили начал шуметь ну правильно вообще сталкер кивнул и поморщившись сказал а вообще зря разбудил шел бы своей дорогой сон такой приснился будто я из зоны выбрался прикинь эх невозможно из ее голубушки живьем выбраться почему же искра сел напротив сталкера на самом деле это очень легко издеваешься совсем нет искра стал быстро говорить не осознавая особо смысла своих слов все очень просто вам надо подойти к точке 4 то есть к тому лагерю сталкеров дальше что стоит найти одного из опрятных чистых сталкеров и сказать проект Таурус дети Велеса ой нет вы же не торговец но глава группировки или большой банды всем остальным код соратники Велеса вас сопроводят правда под дулом автомата в домик торговца он у них под землей должен находиться там вы будете ждать потом вам назовут место и время явившись туда вы дождетесь военного вертолета и вас подберут выведут за кордон только не бесплатно и цена будет немалой вас высадят за кордоном и купят все артефакты которые вы захотите продать по нормальной цене черного рынка но цену перевоза вам отдать придется еще в воздухе почему посмеется сталкер такому дикому бреду иначе вас выбросят из вертолета но прежде взлетят повыше чтобы вы наверняка погибли они не кидают того кого вывозят и жестоко мстят если пытаются кинуть их да ты мне гонишь парень если и так пушку гносу и даже трусы снимут и выбросят а чего напрягаться если птичка уже в руках нет проект создавался не для дешевого фонта слишком серьезная цель проекта а цена какая уже устав от шутки спросил сталкер код соратники не менее ну три души и пару гравий вполне хватит сколько вот теперь сталкер слушал внимательно это же целое состояние этот транспортный канал недешево обходится многим людям цены соответствующие искра поднялся на ноги проект таурос что за дела он знает о нем откуда вот так вот так же залетный сталкер подсказал нет тут все много сложнее и проще сразу эй искра погруженной в свои мысли оказывается продолжил путь обернул спасибо все теперь вперед чем скорее он доберется до лагеря тем скорее получит ответ как и тогда сталкер этого лагеря практически не прятались с воздуха не видно ничего кроме остатка старой деревеньки но с земли и в темноте мимо не пройдешь оставив псов подальше он решительно спустился вниз прямо к рослому сталкеру стоявшему в тени развалившиеся хибары и наивно полагавшему что он не видел парень пах одеколоном очень знакомым своеобразным одеколоном забавный сталкер однако кого он хочет обмануть сталкеры психи конечно но они не покупают одеколон дезодоранты сахарную вату и видеоигры тут таких товаров не водится тут люди пытаются остаться в живых и большую часть своего времени занимаются именно этим куда пошел окликнул его сталкер полагавший что возник из густой тени словно призрак искра мог пристрелить этого индюка еще сотни метров и слинять в поля до того как кто-то поймет что убили этого хлыща сюда ходи только ручки кверху подними проект Таурос он собирался сказать соратники но почему-то сам как-то вырвался велес опа автомат лег к плечу и парень кинул несколько коротких взглядов по страну ну-ка мордочкой в землю упади тогда я тебя может и не пристрелю проект свернули забеспокоился искра нет кто-то совсем другой не проект работает кот-кот велес больше не работает сейчас скинь стволы и чоголь а ты все так же всюду таскаешь свою перламутровую зубочистку сказал сталкер что называется понаить ты что же из Москвы ее даже сюда припер щеголь поперхнулся и едва не уронил автомат ты кто ты кто такой мать твою ряфнул он и одной рукой зашарил понизу своего автомата я тебе мудила за такие шуточки все узнал морщись от яркого света фонарика спросил сталкер он не был уверен что у него прежнее лицо поэтому слушал очень внимательно но в случае чего в сторону и пускай поймает пару пуль но в целом выживет его совсем не просто сейчас убить парой пуль узнал автомат опустился и искра с облегчением вздохнул я а мы у вас похоронили больше полутора лет как похоронили как же а лиза на базе араб еще курирует проект нет смысле лизы нету ну а алексей николаевич пока ведет дела он же не знал кому поручить ваш проект как вы пропали мой удивился искра он по-прежнему ничего не помнил о странном проекте я тут в переделку попал долго не помнил ничего да и сейчас многого не помню франкенштейн а его уже нету умер он здесь под землей чего-то нахимичил и вызови сюда кого-нибудь я должен срочно покинуть зону я буду ждать на холме сюда но сюда верт почему-то щеголь его очень боялся наверное он всегда очень жестоко расправлялся своими врагами как с теми у ее могилы или он для щеголя восставший из могилы древний мертвец или я жду на холме он ушел и просидел на том самом холме до самого утра он прощался с кутом ору я вернусь я обязательно вернусь сказал сталкер сам когда вертолет появился в небе далеко от кордона но вертолет все же вызвали выходит щеголь не лгал он и вправду большая шишка в какой-то организации или нет вертолет коалиционных войск боевой сейчас завернет вираж и разнесет поселок сталкера вмен клюпой вертолет опустился на луг между поселком и холмом дверца открылась и оттуда выпрыгнули два солдата следом выскочил молодой парень в деловом черном костюме он махнул рукой сталкеру вытянувшему во весь рост на холме искра глянул последний раз на псов и пошел вниз ты вернешься слова прозвучали прямо в голове он резко обернулся но увидел только двух своих псов стоявших на холме они следили за ним своими красными глазами показал ты не можешь уйти ты вернешься оба пса неторопливо повернулись и скрылись за холмом прямо на вождение какое разве черные псы пускай и такие умные как рут и кот могут нас быть настолько разумны сэр нам нужно улетать отсюда заорал парень стараясь перекричать шум винтов сталкер побежал к вертолету он вскочил внутрь сел на жесткую лавку напротив устроился хлыщ в костюме солдаты у двери где лиза прокричал сталкер винты гремели слишком громко парень улыбнулся голливудской улыбкой и достал что-то из кармана нажал кнопку все сразу стихло не могу не похвалиться вам вашим же изобретением первым огорошил его парнишка и вкнул пальцем в бок штуки с кнопкой смотрите нам удалось добиться стабильности вы были очень близки вам просто не хватило времени что это он смотрел на вертолет серые тени окружали их сами они попали в шар с тугими пружинистыми краями тут нормальные краски сохранились вы не помните парень разочарован и скрыл совсем забыл ваши проблемы с памятью щеголь сообщил слышал о неподвижном сталкере аномалия такая человек попадает в радиус действия и замирает там стоит будто время остановилось в него бросаешь что-нибудь а оно пролетает сквозь него может годы стоять а потом аномалия исчезает человек выпадает ворка и пепла мифическая аномалия нет не мифическая но время в ней не останавливается просто из материального тела изымается большая часть массы и перебрасывается в свернутое пространство свернутый наоборот этакая пространственная опухоль в видимом спектре остается лишь малая часть массы своего рода контур проблема аномалии в том что ее пространственная опухоль очень нестабильна и изъятая масса тут же рассеивается в виде атомов а когда она исчезает замерзшие атомы контура слишком быстро высвобождаются происходит мгновенное сгорание этой остаточной массы нам удалось исправить эту проблему кто это нам дает он почти не слушал смотрел как в маленьком круглом окошке быстро плывет серое небо в серых облаках как же сейчас если вертолет даже взорвется нам достаточно дождаться пока обломки упадут потухнет огонь и снова нажать кнопку наши массы вернутся на контур и мы ха-ха воплотимся на пепелище чудесно без особой радости отозвался сталки сэр я должен спросить парень замялся док что стало с ним он жив? док эхом отозвался сталки он странно себя чувствовал очень-очень странно да вы отправились глубь зоны вместе с долгом но вы дошли до исполнителя желаний он после этого выжил ведь вы живы значит и док что с вами? со мной мне нехорошо парень беспокойно потёр нос как бы показалось ему что у него что-то на носу прилипло искра потёр нос пальцами на них была кровь но до чего странная кровь она совсем не светилась обычная красная кровь он снова потёр нос теперь кровь стала чёрной и густой сеть надо взять немного назад поворачивай вертолёт назад взвыл сталкер хватая парня за лацканой пиджака живот скрутило и он упал на пол его вырвало густой черниль на чёрной крови парень нажал кнопку и шум винта ворвался в кабину солдаты подскочили стукнувшись лбами а низкий потолок все разом что-то начали кричать солдаты перепугались насмерть и не понимая что случилось с пассажиром парень громко отдавал приказы которых никто не слышал сеть пропала всё плыло тело стало ватным лёгким надо вернуться ещё немного и ему конец сталкер поднялся откинул солдат открыл дверь и поток воздуха чуть не сбил его с ног внизу проплывала зона самый край вон уже укрепления кордона начались нельзя за кордон он умрёт там сэр сэр стойте вы разобьётесь орал паренёк сталкер схватил коробочку с кнопкой и выпрыгнул точнее бессильно выпал из вертолёта он не успел нажать кнопку темнота навалилась на него раньше можно? спросил он входя в просторный кабинет конечно входите я не для того за вами посылал чтобы продержать в приёмной кроме того именно вас в этой приёмной держать не стоит что вы Алексей Николаевич он без приглашения сел на один из резных деревянных стульев я ведь не очень большой человек мне говорили что вы человек великий усмехнулся старик сверляя его хищным взглядом волчий глаз подло врали убеждённо ответил он я всего лишь скромный винтик в той машине которую ведёте лично вы Алексей Николаевич дерзишь довольно кивнул старик но другого я и не ожидал ты ловко управляешься с новыми химическими наркотиками наши скромные доходы утроились с тех пор как этим делом управляешь ты кажется несколько из них ты сделал лично так кабинет прослушивается конечно нет я по-твоему кто вот и не говори глупостей понял усвоил химку я кое-какую сделал сам да это так а доходы уже сейчас будут в четверо выше обычных я уже наладил новые каналы осталось совсем немного и теплый наркотический рай укуты последний уголок этого пропащего мира нами пока не освоены австралия япония и наши любимые острова якудза ты должен был поговорить с ними зачем делиться я с ними не собираюсь да их осталось не очень много нынче ты слишком самоуверен резня в Японии нам была не нужна Алексей Николаевич вы заблуждаетесь резня устранила самых опасных и самых сильных кроме того это была вовсе не резня мирный отстрел якудза не исчезла их нельзя уничтожить выбив крупных боссов а я и не собирался достаточно ослабить а дальше в конце концов мы оставили им много других интересных занятий торговля оружием к примеру ты неплохо справляешься да но что я знаю о тебе итак что я знаю о тебе 14 лет умнейший мальчик почти профессор во многих и многих науках Алексей Николаевич старшек перебивать плохой тон и смертельно опасная привычка усвоил потом резкий поворот к 21 мастер боевых искусств и крайне плохой студент на физико-математическом факультете а потом у нас один криминал да это я он заулыбал точно я коротко и содержательно почему такие резкие повороты возможно светило наук все бросил почти достиг чего-то на другом поприще и снова на 180 меня это немного вас смущает дело в моем титаническом интеллекте вот кисло улыбнул к 15 я понял что знаю о физике пространства и материи больше чем вся научная лига но также я заметил что со мной начал разговаривать трехмерный портрет сэра Исаака Ньютона он оказался очень интересным собеседником выдвинул любопытную теорию возникновения вселенной и я понял что схожу с ума я забросил всю науку черту и взявшись за вещи мне незнакомые и таинственные сначала это было карате к сожалению я все усвоил очень быстро потом было самбо потом бокс и наконец я стал очень сильным бойцом и вам стал подмигивать Брюслис плакатов ну не совсем он еще ничего только хихикал а вот Аяма позволял себе даже нецензурные выражения в общем пришлось менять поле деятельности я попытался освоить торговлю наркотиками розничную первый мой срок и кстати последний вы знаете ли батенька псих ухмыльнулся старик надеюсь кусты конопли колбочки пока не изъявляют желание с вами поговорить о том о сём очень надеюсь что нет ладно перейдем к нашему делу старик хрустнул пальцами что вы знаете о чернобыле там говорят хохлы живут там находится зона так вот у нас возникли некоторые сложности нужен смышленый человек желательно блестящий ученый и жестокий бандит я полагал такое сочетание не существует в природе но вовремя вспомнил про вас я что должен еще и артефакты толкать а как же япония забудьте я не зря упомянул якозу вами многие недовольны и операции с наркотиками вас больше не касаются теперь вы будете заниматься зоной и всем что с ней связан надеюсь вы сможете использовать этот источник дохода организации с умом так чтобы сделать наши доходы из баснословных астрономическими у меня есть выбор да старик холодно продумал возглавьте почетное дело на благо нашей организации или похороны какой гроб вы предпочитаете из красного дерева или черного можно мне кабриолет я не шучу если бы не существовало нынешней ситуации вас бы устранили уже утром мило я ничего не знаю о наших контактах о товаре с которым буду работать разберетесь на месте ваш самолет вас уже ждет ну я пошел он поднялся и направился в дверь парень зовите меня как все я знаю велес удачи спасибо алик араб так меня зовут друзья и враги искра открыл глаза и понял что две секунды назад упал с километровой высоты лошмя на землю он ничего не видел тело ужасно болело вокруг орали на него что ли орут живой ты смотри и боль быстро уходит возвращается зрение он не двигался ожидая притока сил притока не было сеть виделась тусклым призраком значит сейчас он встал на ноги какие-то доты баррикады из мешков с песком пулеметы зона впереди надо туда пока еще жив он побежал но бег получался кривой и страшно опутан миновал укрепление пока не стреляет может пронесет сил становится все больше он бежал все быстрее за спиной разом все взорвалось стреляли сразу с десятка стволов пули буквально вспахивали землю вокруг но он успел нырнуть в ближайшую лесок и всего одна пулю успела его догнать пробила легкая он упал тут же поднялся и поковылял дальше сеть стала яркой почти живой еще немного и рано исчезнет словно жалкая царапина черт надо же как не повезло погниви прямо по курсу да здоровенный в обход быстрее быстрее он обошел его и успел пробежать пьяным бегом сотню метров силы вернулись рана заживала на глазах а с небес посыпались снаряды артиллерия вот ты уроды но никакого воспитания он побежал так быстро как никогда не бегал остановился только когда крохот разрывов за спиной стих на холме повернулся горящей земле далеко у кордона винтовка где-то там над кордоном вертолете летит значит честная сделка ублюдок прошипел он всего-то и нужно значит забыть прошлое и я получу ты пидор макрожопы труп первый мать его сталкер да я тебя суку последним сделаю я тебя коню позорному еще и задога вспомню я тебе задога все твои отростки повыдергив значит исполнитель сказочка а на самом деле ты сторожишь пустой подвальчик я тебя козла на твоем же исполнителе сраном кончу ты еще скотина пожалеешь что на свет родился сталкер раскрыл ладонь и высоко поднял молния приветливо искрилась на ней и кстати огневик он увидел почуял знал что он там хорошо до этой твари он доберется только оружие все же нужно а люди с догом им просто повезло дог все прошли братан всю зону прохавали от кордона до самого ЧАЭС так лоханулись в конце блокнотик найденный в помятой бронетехнике он теперь легко мог прочитать шифр ведь он сам и придумал там были данные по исполнителю Коева так и не смог увидеть ни он ни док а также касательно козла пархатова первого сталкера он не был легенды он существовал в действительности этот мудак продавший все человеческое что в нем было ну ничего очень скоро ты мудила и правда станешь просто еще одной легендой он повернулся к зоне к ее центру и повстречался с двумя парами счастливых красных глаз все стояли вдалеке искалились будто ухмыляясь КУТРУ задумчиво сказал он глупым собакам вы даже не представляете как этот мудак меня кинул он наколол меня и дога ты вернулся вернулся глупо ухмыльнувший сказал сталкер ты не мог уйти ты все еще искра нет он улыбнулся дежурному вопросу зона здесь все с ног на голову почему бы не быть сам телепатом способным общаться мысленно меня зовут Велес ты голоден поохотимся Велес почему бы и нет Велес легко и пружинисто побежал ноздри широко раздувались глаза голодно блестели кабанчик где-то рядом и кажется жирненький хватит всем троим декабрь 2008 январь 2009 автор книги Николай Геннадьевич Грошев геннадьевич 2 а или 6 6